Девушки отдыхают Выскочка Полководец Не стрелять! Мой муж следователь по особо важным делам И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях Как мне удается обойти профессиональных сыщиков Брюш, ты суперский У меня трое детей Я была его любовницей Дизайнер от Кутерта А я как распишу? С телевидения С социальной службы Я ваша поклонница Я журналист И тем не менее, мой муж часто задается вопросом Что же делает его жена? Сэм, ты мой хороший Ой, ты мой маленький Ты мой любимый пес Сэм Сэм, давай, апорт Сэм 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 Сэм, ты где? Сэм Алло Это горячая линия криминальной хроники Скажите, а сколько вы платите за эксклюзивную информацию? Сэм Сэм Это я не вам Убийство Лероша Доброе утро, ты где? Лер Лер Доброе утро Привет День вчера был далеко не самый легкий Да? Да А я тебя поздравляю Спасибо Всем В смысле С десятилетием Доблестной службы На Ниве правопорядка А я совсем Не-не Не-не Да-да Расследование просто муторное С ним все забудешь Все? Угу Ну, на ужин же ты придешь? А вот в этом вот Не сомневайся Значит, вы утверждаете, что убили ее в овраге, а потом двести метров тащили тело в парк? Ну, да Спортом занимаешься? Паркуром Чем-чем? Паркуром А-а По крышам прыгается Угу Ну, считай, допрыгался Это почему? За умышленное убийство до пятнадцати лет дают Либо пишешь чисто сердечку, либо идешь в камеру десяти уголовникам Я не убивал Да все улики против тебя! Ну, если напишешь, мы по-тихому закроем дело, так чтоб тебе дали условный срок И папаша быстренько тебя отсюда вытащит Так что тебе не придется ждать суда Ему ведь не нужна эта вся шумика перед выборами Ты понимаешь, что ты своим чистосердечным признанием сам себе приговор подписал? Да, Ле Русь Я мясо по-французски готовлю Слушай, а заскочу в магазин, купи вина По соответствующему случаю Ну, откуда я знаю, что подают мясо по-французски? Божжевое ново подают Помолчи, а! Солнышко, прости ты, не тебе Тут один умник предлагает божжеле ново Ну, божжеле ново хороший выбор До вечера, милая Давай, до вечера Божжеле ново, говоришь? Ну, ну Итак, следственный эксперимент по делу об убийстве Ирмы Волковой Подозреваемый Артур Гинин Я не убивал ее? А чистосердечку зачем подписал? Так как зачем? Так это же ваш сотрудник Он же заставил Так Так Понятно Молодец А потом будешь доказать всем, что ты не верблюд, да? Не факт, что тебе это получится Камеру переставляй на нас Стоять! Парень! Не дури! Не подходите, или я его убью Давай, отстегивай Отстегивай, давай, только быстрее, я тебя прошу Давай, за... Ты как? Нормально Не стреляй! Стой! Стой, дурак! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, это программа Криминальная хроника У меня опять для вас убойная информация и видео Да, подожди, подожди, ты чего на меня кричишь? Это я не на вас, я обожглась просто Никак готовишь Из чего бы это? Антонина Игоревна, не надо меня экзаменовать Я все прекрасно помню, у Игоря сегодня десять лет работы в органах Ага, а что ж ты близких людей на торжество не пригласила? Или мама любимого мужа в итоге, я говорю, не попадает? Конечно попадает, просто не хотели вас тревожить, все-таки три часа ехать А, Игоря по телевизору показывают Где? Криминальные хроники, областной канал Все, пока некогда мне с тобой разговаривать И как нам стало известно, только что, прямо со следственного эксперимента преступник сбежал Что вы можете сказать по этому поводу? Все вопросы в пресс-службу управления Нет уж, господин следователь, подождите Вы повели себя крайне непрофессионально, упустив опасного маньяка А отвечать за все должна пресс-служба Ну что вы ерунду говорите? Во-первых, он не маньяк, а подозреваемый Во-вторых, уже объявлен план перехвата И буквально через несколько часов его поймают А в-третьих, разрешите идти? А я напоминаю, уважаемые телезрители, что тело 20-летней Ирмы Волковой Было обнаружено в городском парке несколько дней назад Девушка была задушена собственным шарфом Да, странный шарф По горячим следам был задержан ее бойфренд Артур Гирин Да-да, именно Артур Гирин Сын известного в городе мецената и бизнесмена Руслана Гирина Из чего следует, что от данного дела явно отдает коррупционным душком Но мы не позволим кому бы то ни было замять это дело Мы будем подробно следить за ходом расследования Светлана Мирская, Криминальные хроники Да, мамуль Здравствуй, дочь Ты видела? Это же кошмар Не понимаю, о чем ты Лер, ты не умеешь врать Я о репортаже в криминальных хрониках Твой муж опозорил всю нашу семью Мам, ладно, не могу говорить, готовлю Несмотря ни на что, он не заслуживает голодной смерти А ты не заслуживаешь такой жизни Когда три года назад ты внезапно решила выйти замуж за своего сыщика Я... Мам, пожалуйста, не начинай Ну, а кто тебе еще на ошибки укажет? Есть масса людей, готовых указать на мои ошибки Все, не могу говорить, пока Папе, привет Ну, что, Орлы? Кто из вас первым в деревенские участковые собирается? Молчим? А че так? Логинов Ты же у нас любишь интервью направо-налево раздавать Товарищ полковник, эта журналистка застала меня врасплох А провести следственный эксперимент требовала процедура Процедура Процедура, дура Ну, вот скажи мне Какого черта ты подозреваемого в парк потащил? Чего тебе не хватало? Этот Гирин написал чистосердечно Сам, без нажима Правильно, Третьяков? Так точно Подозреваемый путался в показаниях Я решил проверить Проверил? А теперь у тебя убийца по городу разгуливают Он пока только подозреваемый Отставить! Слушай, Логинов, ты лучшая так Ты не зли меня Признание есть Что еще нужно? Вон уж вся пресса на ушах Сынок известного бизнесмена, маньяк-убийца Сбежал из-под ареста Мы его найдем Да, конечно, найдете Найдете У вас и выхода другого нет Дело на контроле у мэра Значит так Чтобы максимум Через 72 часа Этот самый Гирин сидел в СИЗО Свободный Пухтина, останься Николай Ты вот что Подготовь мне статистику Делал Логинова За последние два года Зачем? На случай, если Орг-выводы придется делать Валерий, привет Принимай Коля Это мы Упала Уверен, что это мой муж? Мы можем в паспорте посмотреть Фотографии есть Так, куда его? На кровати спать Ну, он же более Очень вкусно Что ты с ним сделал? Я таким никогда его еще не узнал Боюсь, это он сам с собой делал Сам с собой сделал Так, дорогой Так, сладких снов Спасибо за доставку Спасибо за доставку Ты голодный? Очень А я не голодный А тебя не спрашивать Тяжеленький? Ну, шустренький Это да А помнишь, когда я только познакомил вас с Игорем Мы пришли к тебе в гости Тогда еще мама твоя приехала О, боже Это хотела произвести на всех сильное впечатление И стала готовить картошку По какому-то хитрому рецепту А Игорь о чем-то стал спорить с твоей мамой Ой, так продолжается по сей день Мы пытались успокоить А картошка тем временем сгорела А Игорь эту картошку Тогда съел Так ему и надо Фот, ну ты знаешь С моей мамой общий язык можешь найти только ты Пахнет замечательно Спасибо Кстати, как она? Ну, нормально А что у вас там на работе происходит? На работе? Убийство А почему так много шума? А какой-то собачник журналистам позвонил Сейчас же народ сначала на телевизор не звонит А потом уже в полицию Ну и что, и что? Ну, подозреваемого нашли достаточно быстро Им оказался парень убитый Он поссорился с ней за день до этого Сильно Алиби нет Третьяков его расколол на раз Только при чем тут, Игорь? А при том, что дело-то я поручил Логину Ну, там чисто при Десять лет в органах А до сих пор думает, как бы все Руки не замарать А, ну значит, Третьяков признание выдал Скажем так, подошел слишком творчески К допросу его подозреваемого А вот мужу твоему признанию Показались неубедительными Он потащил парня на экспериментах И с этого эксперимента парень очень убедительно сбежал? Именно А еще оказался сыном Гилина Да-да, того самого Теперь понимаешь В чем Игоря подозревают? Коль А Но ты-то знаешь, что Логинов и Взятка Две вещи несовместные? Да-да, я-то знаю Вот полковник В общем У Игоря плохая раскрываемость Полковник затребовал статистику Ну, в общем Игорь очень старается получить должность старшего следователя Ну, у него тогда зарплата будет больше И такую справку ему дадут С помощью которой он сможет в банке взять кредит И у нас появится своя квартира А может он попросит в бухгалтерии нарисовать ему справку С нужными цифрами Ну, Коля, это же Логинов Логинов, Логинов Тебе надо было за меня выходить Тогда у тебя не было бы таких проблем Каких? Жильем, например Ну, или суставом Заставь его постричься Я тебя прошу За это и выпьем Если Коля не сгущает краски А он в этом никогда замечен не был То ситуация складывается неважнецки Раньше я никогда не уникала в дела Игоря Зачем, если он профи? Но сейчас, судя по всему, мне нужно ему помочь И так, чтобы никто ни о чем не догадался Так, что пишут по поводу убийства в интернете? Такой шарфик к вечернему платью Странные сочетания Артур Гирин Хорошее лицо у парня Интересно, что могло заставить его убить? Единственное, что приходит на ум Это ревность Доброе утро Соляночка? Лучшее утреннее лекарство После вчерашнего веселья Кстати, твоя мама посоветовала Мама уже в курсе? Конечно, материнское сердце не обманешь А ты, Хрюша Лер, прости, просто у меня проблемы на работе Я уже знаю, мне Пухтинов рассказал Он вчера здесь был Ты что, не помнишь, кто тебя доставил? Помню Ирну Ого А вот что думают об Артуре Гирине Главным подозреваемым в деле Об убийстве Ирмы Волковой Его однокурсники Он всегда был каким-то странным Этот Артур И вполне мог убить эту девушку Да не мог он никого убить Нормальный он парень Я с ним дружу И мне показалось, что нормально Но начальство ничего слышать об этом не хочет Мотив У него не было мотива для убийства А сейчас сбежал и все Подписал себе приговор Ну ты же найдешь настоящую улицу? Гирин старший сейчас баллотируется в мэра И кому-то это, видимо, не нравится Вот они напали на его сына Ну ты же не отступишься Лерчик Готовься стать женой деревенского участкового Хватит фантазировать Ой, прости Матвей Здравствуйте, Матвей Добрый день, а вы кто? Лера, газета «Жизнь» Меня интересует Артур Гирин А насколько я знаю, вы были его другом? Почему был? Я им и остался Я это и хотела сказать Можете рассказать о нем А что именно вас интересует? Знаете, прежде всего меня интересует Психологический портрет преступника Артур не преступник Он не убивал Ирму Хотя, может, и стоило бы Стоило... У него что, был мотив? Какой? А покажите-ка ваше удостоверение А мое удостоверение в редакции Ясно, разговор окончен Матвей, подождите Моя фамилия Логинова А моя Федосиев И что? Я же наследователь Логинова Который расследует убийство Ирмы У вас там что, семейный подряд? Судьба моего мужа, как и вашего друга Сейчас зависит от хода этого расследования Мой муж не верит, что Артур виновен Но на него давит А фактов недостаточно Я хочу ему помочь Может, вы догадываетесь, кто убил Ирму? Учитывая ее профессию, кто угодно Подождите В интернете я вычитала, что она работала диспетчером каким-то на дому Ну да, да И на дому тоже, наверное Ладно, в общем Есть такой мужской клуб, Гитера Вот там она и трудилась В поте лица и тела А Артур об этом знал? Нет А вы говорите друг Ну, вы не понимаете Он ее очень любил Я боялся, что если Арчи, ну, то есть Артур Узнает правду, то руки на себя наложит Как вы говорите, называется этот клуб? Гитера Только, пожалуйста, не называйтесь там журналисткой Врете вы плохо О, с утра и сразу в бой По последственному управлению ходят слухи, что ты вчера бурно праздновал втык от начальства Скажи, Третьяков, а ты перед тем, как выбить признание из гири, на отчет патологоанатомов смотрел? А с чего ты взял, что я у кого-то что-то выбивал? Так по управлению слухи ходят, Володенька Игорек, а что не так? Ты был на выезде, начальству нужен был результат Извини, что помог тебе по-дружески Хорошо Смотри сюда, друг Внимательно читаем заключение судмедэксперта У жертвы следов эпидермиса под ногтями не обнаружено, как и посторонних следов А теперь смотрим показания, выбитые тобой, прости, полученные тобой от Гирина Я схватил ее и начал душить И что? Давай я сейчас тебя начну душить, а ты будешь сопротивляться Мы посмотрим, как следов эпидермиса моего у тебя под ногтями не обнаружится Да иди ты к черту Не пойду, я еще не закончил Итак, следов сопротивления нету Значит, жертва была сначала обездвижена, а потом задушена Чего ты ко мне прикопался вот? Почему Гирин подробно не описал, как именно он душил жертву? Почему не указал, что она не сопротивлялась? Забыл, потому что находился в состоянии аффекта Нет, Ритьяков, потому что он писал то, что ты хотел, то, что ты ему велел Грубо работаешь, грубо Халтурщик ты А ты дурак Так и просидишь всю жизнь в сельдаках А я землю грызть буду, но вакансию займу, понял? Чистоплю Так, коллеги, что у нас по Гирину? Работаем Работаем На кастинг по объявлению? Ну да, наверное Лерка Кузина Нина? Смирнова ты? Ничего себе встреча, одноклассница Ты как в этом городе оказалась? Ну, закончила институт, вышла замуж, а ты? Я долгая история А кто у нас муж? А... Понятно, уже никто Ну, что стоишь глазами хлопаешь? Заходи Кстати, я тут не Нина, а Нона Ты тут танцуешь? Ну да, перед зеркалом в кабинете Это мой собственный клуб Заходи Заходи Сами Кофе будешь? Да, с удовольствием Садись Что? Нравится, да? Да, оригинально, стильно и в мировых трендах Между прочим, это наш местный дизайнер Зоя Шелестова Я у нее в показе участвовала Коллекция называлась Самодостаточная свобода Я это платье потом у нее выкупила Правда, дорого, блин Но зато красиво Э, да Ладно Жду тебя без четверти девять Получишь униформу И узнаешь, что делать Только не вздумай никому говорить Сколько нам лет Игорь, да пойми это На меня дают мое начальство На него его начальство Если мы сейчас не возьмем этого Артура Коля, ты же знаешь Я работаю По совести Да, по совести Я не подтасовываю улики Не выбиваю признания Ну, что ты хочешь Чтоб я тебе грамотно за это выписал, а? Не дождешься А вот совет хороший я тебе дам Если действительно хочешь повышения То быстрее найди этого Гирина Извини Давай, давай, работай Да, Лертик С Мишкой сидишь Да нет, не заморачивайся по поводу ужина Я скорее всего сегодня вообще до дома не доеду Работа Ну и правильно, оставайся у Маринки Давай Ты во что играешь? Ну, тут Короче, на логику Нужно разные предметы находить в самых разных местах Угу, здорово И как, получается? Ага Я умный Я за два дня уже четыре уровня прошел А если бы мама компанию гоняла Я бы в два раза больше успела Ага То есть, если что Ты мне логический совет дашь? Ага Мишка, Лерчик, я дома О, а это что такое? Это тебе Ой Вот это да Твоя работа? Нравится? Очень Лерка Ну так обидно Я не знаю Ну ты у нас на курсе была самая талантливая Самая перспективная Столько офигительных идей, планов на будущее И что, вдруг ты просто стала женой мента Я жена следователя Следственного управления Следственного комитета Марин Ну я пойду Здрасте, пойду А кофе, а конфеты Знаешь, сколько я вкусняшек купила? Ну, у меня дело чрезвычайной важности И, кстати, если что Я ночевала у тебя Ничего себе А что за дело-то? Потом расскажу Теперь это твой шкафчик? Нет, ну там что-то вещи Ну, это вещи девушки Которые у нас уже больше не работают Ну, сложи их Я не знаю В какой-нибудь пакет Кирмы Волковой? Уже растрезвонили Что значит бабский коллектив? Да, ее А почему ее? По телеку сказали Из ревности Ее бойфренд Ну, хватит болтать Переодевайся и быстро в зал Супермаркет Тейлера Переодевайся и в зал Короче, вон те три столика твои Точнее четыре Крайний слева в резерве Либонона для Антона держит А кто такой Антон? Антон Чепелев Красавчика при деньгах Он один Ирме Выручку за полвечера делает А тут такой облом Почему облом? А думал, он не придет больше Почему? А Антон в последнее время сюда к Ирме приходил Хотя, ну, она на него тоже Виды имела Ну, не вышла у нее И Ирму она грохнула Ликвидировала, так сказать, конкурентку Нет, это Антон ее задушил Из-за ревности А вдруг и правда он Ты что, сюда с сыщиком пришла работать Или официанткой? Во-первых, они собирались пожениться А во-вторых, Антона в это время в стране не было Он свадьбу готовил На Мальдивах Вот где Настоящий облом Девчонки, а что вам Эту Ирму совсем не жалко? Она же все-таки подруга ваша Ага Я и врагу таких друзей не пожелаю Танька, перестань А что, пусть знают, кого жалеет Эта Ирма еще та стерва была Она у нас чаевые все время подворовывала Правда, поймать ее так и не удалось О, иди лучше вон клиента пожалей Как раз за твой столик садиться На, Пал, тихо-чего Новенькая? Скажи администратору, что ты едешь со мной наверх Я сейчас никак не могу У меня красный заканчивается В следующий раз обязательно Ты офигела, детка? Ну стоять Тащи ее обратно Ты че дура выеживаешься? Пошла в зал, а то я сам сейчас тебя оприхожу В моем клубе такие вещи Только по предоплате Ну ты как? Ну ладно Значит так, подруга Даю тебе две минуты Потом ты возвращаешься в зал Подходишь к своему клиенту И делаешь все, что он тебе скажет Палет Да Ты что думала? Мы тут цветочки бисером вышиваем? Могу Сможешь Сможешь Это наш постоянный клиент Поэтому обслужишь его А потом поговорим Черт А я думал, ты у Маринки А я решила внести немного перца в наши отношения Вау Милый Что это? Это завтрак Последний раз ты делал завтрак три года назад После нашей свадьбы У нас сегодня просто утро такое особенное, удивительное Утро как утро? Ну как сказать Знакомые блестки Они по всей квартире разбросаны Мне тут так нравится Горит, горит, горит Ничего не горит сейчас Оп Так, так Боже, как бы я хотел бы сейчас остаться Дома Вместо этого мне приходится Ловить этого дурака Слушай, а есть какие-нибудь Зацепки по поводу этого Гирина? Ну Я восстановил наружку Гирину старшему Нужно отрабатывать и другие связи Отственников Друзей А У Гирина младшего Пятнадцать лет назад умерла мама Бабушек дедушек у него нет Он занимается фотографией и паркуром И знает французский, испанский Так вот знаешь, ты так хорошо с ним знакома Нет, мы просто платим за интернет А Еще Ходят слухи, что убитая девушка Работала в клубе Гитера Может быть, тебе туда наведутся? Неприлично Знаешь, какие люди туда ходят? А ты откуда знаешь? Ты что, там был? Ага Сегодня ночь Работа мне такая Все знаю Милый, я сегодня к Маринку И надо с Мишей посидеть Хорошо Ничего, пойдем Я провожу Что-то подсказывает мне Что номерок от ячейки супермаркета Убитая девушка хранила не просто так Интересно, какие скелеты вывалятся на меня Когда я открою дверцу этого шкафчика Ну вот Я оказалась права Ого О, а ведь все оказалось намного проще, чем я думала Банальный компромат А я ревность, ревность Где я могла видеть этого парня На какой-то выставке или благотворительном мероприятии Так, посмотрим на наших крупных меценатов Нет Нет Не он А вот это, кажется То, что нужно Знакомое лицо Ничего себе Гирин старший Вот это поворот Дорогой мой муж Считает дело Мы с тобой уже раскрыли Руслан Игоревич Господи Откуда вы только беретесь Уволим всю охрану Руслан Игоревич Так, понятно Шантаж продолжается Я не сниму свою кандидатуру Так и передайте вашему мэру Я не понимаю, о чем вы говорите Но очень хотелось бы выяснить Ваш сын в бегах Его обвиняют в убийстве Неужели вы не хотите, чтобы нашли настоящего преступника? Не вы ли вы найдете? Я уже его нашла И кто же это? Вы Вы тоже были клиентом Ирмы А когда узнали, что Артур с ней встречается Убили ее Допускаю даже, что случайно Все было с точностью До наоборот Да однажды я провел вечер с этой самой Ирмой Она стала меня шантажировать Я выгнал ее Но эта дрянь пошла другим путем Она познакомилась с Артуром Скружила ему голову А потом стала мне угрожать Что все ему расскажут За это вы ее и убили? Нет Я откупился от нее Подарил ей машину Дал приличную кучу денег И она обещала оставить в покое И меня, и Артура Почему же вы в полиции об этом не рассказали? Чтобы Артур все узнал Из-за этой дряни рушить отношения с сыном А следы ки рано или поздно Найдут, кто настоящий убийца А все, что я вам сейчас рассказал Должно остаться между нами Иначе... Последнюю фразу вы могли не говорить А какую машину вы подарили Ирме? Тальяр Порш Ну, УАЗ Всего хорошего Давай, бежим! Не двигаться! Стоять! Давай, подъем, подъем! Вперед! Все Лицом к машине Отпаркурился Пора возвращаться в родную камеру Пакуйте, пакуйте его Пошел Подтягивайся Да, Гарюша Лерусь Не быть тебе женой деревенского участкового Я взял его Кого? Артура Гирина О, здорово Я и не сомневалась тебя И, кстати, сходил я в твою Гитеру Никаких зацепок Слушай, может быть, вот это тебе поможет Кажется, у Ирмы была машина Порш Каен Солнышко, ну откуда у официантки Каен? Ну, всякое бывает Хорошо, хорошо Если ты права С меня большая вкусная конфета Пока Ну, что, я была права? В чем? Порш Каен Да Тогда где? Что? Конфеты Вот Откуда ты узнала про Порш Каен? Это я убийца, милый А, я-то все думаю, угадаю Ты не ты, ты не ты Ладно, хорошо На женском автомобильном форуме Узнала машину-то приметную Да же Хоть на что-то в женской форуме способны А что там было в машине? Ничего интересного Зарядка для телефона, навигатор, шарфик А что за шарфик? Красный шарфик Красный подходит Ты о чем? Не обращай внимания А что Гирин? Отказывается от предыдущих показаний Ну и правильно делает Начальство говорит, передавать дело в суд Хотят еще Гирина-старшего привлечь как соучастника Мертвое дело, теперь он адвокатов наймет Их Какие мы все проинформированы Может, ты знаешь, как зовут собаку Гирина? Ну, у них была собака, афганская борзая Она умерла три года назад Нет, не знаю, как ее зовут Так, все Лера, давай договоримся Ты не будешь вмешиваться в мою работу Вольно надо Не вмешивайся в мою работу Так я и не вмешиваюсь Ну, разве что совсем чуть-чуть Шарфик И не дает покоя мысль, что дело именно в нем Так, это явный логотип дизайнера Я его недавно где-то видела Между прочим, это наш местный дизайнер Зоя Шелестова Я у него в показе участвовала Зоя Шелестова Добрый день Я Зоя Шелестова Чем могу быть полезна? Меня зовут Валерия И я хочу заказать у вас что-нибудь Но я очень привередлива И меня интересует эксклюзив Вам не о чем беспокоиться Все мои произведения существуют в одном экземпляре Все-все? А почему это вас так волнует? Ну, а вдруг на каком-нибудь соответственном приеме Я встречу даму в похожем одеянии Это же кошмар Катастрофа Не переживайте Например, вся моя последняя коллекция Уехала за границу Ну, пожалуй, кроме одного платья Я продала его хозяйке клуба Гетера Но, повторяю Я никогда не тиражирую свои идеи Присаживайтесь Полистайте, подумайте А я через пару минут вернусь И мы обсудим ваш новый наряд Спасибо Я это платье потом у нее выкру Правда, дорого, блин Да Привет Здравствуй, здравствуй Как же ты меня подвела, подруга Из-за тебя я потеряла перспективного клиента Обратно не просись, не возьму Нет, эта работа не для меня Вот твоя униформа Мой муж, кстати, ее оценил О, как Значит, муж все-таки есть Кто у нас муж? Он Впрочем, это не важно Знаешь, появились новые факты В деле об убийстве Ирмы Волковой Очень интересно Да, там есть несколько интересных моментов Первый Это то, что жертва не сопротивлялась, когда ее душили И второй Орудие убийства – шарфик И что? Понимаешь, мужчинам все равно, что на женщине надета Ну, если, конечно, это не униформа с блестками А я когда увидела фотографию убитой Сразу поняла, что шарфик этот из другого опера А вот в этом сочетании смотрится гораздо гармоничнее Ну, например, если это наряд, сшитый в единственном экземпляре Шелестовый и купленный тобой Как интересно! Да, есть еще один интересный момент – электрошокер Думаю, именно им отключили Ирму перед тем, как задушить И у кого я его видела? Господи, какой бред! Ну, почему же бред? Одинокая, отвергнутая женщина способна на многое Я думаю, ты потеряла голову от любви к Антону Чепелеву Когда поняла, что ему нужна только Ирма От ревности и злости утратила контроль над собой И убила ее Лера, ты невозможная дура Мне не 17 лет, чтобы я теряла голову от любви А эта неблагодарная дрянь Стала шантажировать уважаемых клиентов моего клуба Клиенты стали уходить А мой бизнес, который я строила 10 лет Умирать И поэтому ты ее убила? Так получилось Мы договорились встретиться Я хотела убедить ее прекратить шантаж Я даже хотела заплатить из-за компромата А она? Она подняла меня на смех Я сама не знаю, как так произошло Я выхватила электрошокер, вырубила ее, а потом задушила А свой шарфик я хотела его забрать, но... Тебя спугнул собачник? Ну да Нет, я к следователю, надо идти и во всем признаться Никуда я не пойду Мне не в чем каяться Ты же только что... Лера, но ты тупеешь прямо на глазах Я ничего тебе не говорила Это все тебе приснилось А улики? Электрошокер, шарфик? Господи, электрошокер можно купить где угодно А шарфик я и потеряла Месяц назад То ли в супермаркете То ли в фитнес-клубе То ли в фитнес-клубе Поэтому доказать вообще ничего невозможно Сама не знаю, как так произошло Я выхватила электрошокер, вырубила ее, потом задушила А свой шарфик я хотела его забрать, но... Тебя спугнул собачник Стоп И эту убираем Вот и славно Вроде все понятно Молодой человек Да Скажите, вы можете зайти в следственный комитет И передать вот этот конверт дежурному для следователя Логинова А что там? Компромат? Или наоборот взятка? Я вам по секрету скажу Там план по захвату Вселенной На самом деле там очень важная информация Я просто не хочу, чтобы кто-то знал, кто ее передал Ну, давайте Привет, Валерий Это я не твою машину видел Недалеко от управления Мою Я хотела где-нибудь пообедать с Игорем Но боюсь, ему некто Правильно боишься Мы сейчас не до обеда в приятном обществе Отведенное с Сергачевым время оканчивается А преступник так и не найдет Может, я составлю тебя компанию? Извини, Коль, но я тороплюсь А Игорь, он нас всех очень скоро удивит Вот увидишь Не сомневаюсь Лера, что-то срочно, я очень спешу Нет, ничего срочно, я просто хотела пообедать с тобой Ну, какой обед? Мне сейчас не до этого Еду к преступницу брать Давай до вечера До вечера Коля, есть! Что есть? Есть основной подозреваемый в убийстве Дежурный, мы передали запись с признанием Кто передал? Да потом будем разбираться Я еду в клуб Гетера Куда? Но следователь Логинов Не пошел по пути наименьшего сопротивления Он блестяще выполнил свою работу И нашел настоящего убийцу Светлана Мирская Криминальные хроники Да, Антонина Игоревна Вот видишь, Лерочка, какой у меня замечательный сын Какое дело раскрыл Да, мой муж молодец Ты цени его Держись за него Вот увидишь, он еще до генерала дослужится Конечно, дослужится Куда он у меня денется Мама? Мама Субтитры создавал DimaTorzok Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе Я Лера Логинова, дизайнер и художник Моя жена Лерчик Она моя невестка Моя дочь Балерий Лучшая подруга Выскочка Полководец Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях Как мне удается обойти профессиональных сыщиков Грешь ты, суперский У меня трое детей Я была его любовницей Дизайнер от Кутёта Я помощник следователю А я как раз пишу? С телевидения С социальной службы Я ваша поклонница Я журналист И тем не менее Мой муж часто задается вопросом Что же делает его жена? На пенсию Без седин и морщин Завидую А ты завидуй молча, Зомов Тем более На пенсию Иваныча Мы пока не отпускаем Сидеть тебе в его замах Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею Паша! Паша! Паша, что там? Что случилось? Врача! Так стоять не двигать со штаной медленно, опусти вниз. Медленно, я сказала. Ты так превратишь, что в бродягу? Почему в бродягу? Потому что ты их носишь уже целый месяц. Перед тем, как стирать, проверь карманы. Поднимай черные брюки. Твои черные брюки в шкафу, но я тебе рекомендую надеть джинсы. Мне не нравится, что вещи все время меняют местоположение. Ты должна понять, что джинсы на работу я не ношу. А очень зря. Да. А что это, ты без меня по ресторанам ходишь? Ага. Три раза в день. Что это? Ресторан «Земной рай». Там было совершено убийство. Умер человек на собственном банкете. Я веду это дело. Все. Алло. Да, мам, привет. Лер, по-моему, у тебя тосты сгорели. У вас опять тосты сгорели? А поесть больше нечего, да? По-моему, в нашей семье следует только ты, а не я. Ой. Похоже, что твоя творческая жена замолит тебя голодом. Ага. Лер, художник. Я художник должен оставаться голодным. А следователь должен быть сытым. Короче, я нашла твоей жене работу творческую по изготовлению кукол. О! Ты нашла Лере работу? Ты будешь делать кукол. Давай. Да. Здравствуй, Лерочка. Я вчера встретила свою бывшую ученицу. Очень хорошая девочка, примерно твоего возраста, но у нее есть уже свой бизнес. Мастерская по изготовлению кукол. Каких кукол? Дорогих и эксклюзивных. Авторские куклы сейчас на пике дизайнерской моды. Записывай адрес. Я записываю. Владимирская, 32. Зовут ее Эльвира Кикеева. Наконец-то и ты сможешь поучаствовать в семейном бюджете. Сегодня же позвони, хорошо? Обязательно позвоню. Спасибо, Антонина Игоревна. Какая нелепая смерть, скажете вы. Однако, по данным нашего источника, не все так просто в этом деле. Пойдем. Господин Логин, в ресторане «Земной рай» произошло убийство, не так ли? Мы прорабатываем и такую версию. То есть, заместителя начальника областного управления лесного хозяйства Павла Ивановича Трунова отравили. Пока рано об этом говорить. Ждем результатов экспертизы. Несчастный случай или убийство, умело замаскированное под несчастный случай. В таких ситуациях древние римляне говорили «куи продест», что означает «кому это выгодно». Какое убийство? Это абсолютный бред. Я вообще не понимаю, кем и с какой целью делаются подобные вбросы. Мой муж умер естественной смертью. Скорее всего, он просто скрывал от меня свой серьезный недуг. Таких вопросов, как мы видим, еще очень и очень много. И мы продолжаем внимательно следить за всеми перипетиями этого загадочного убийства в ресторане «Земной рай». Салон «Леокадия». Загляни на часок, и ты роскошная женщина. С вами были «Криминальные хроники» и я, ведущая, Светлана Мирская. Да это же Саловинов! Дайте мне автограф. Я ваш фанат. Вот и, блин, звезда телекрана. Чего ты дурку выдаешь? Вроде же договорились. Халат мы с ресторана, закрываем дело. Просто подавился человек. По статистике миллионы людей давятся. С годами горло сужается и пища плохо проходит. А нашему покойнику 60 лет. Пенсия, банкет, много пищи. Ну вот, все и сошлось. Ну какое здесь убийство! Игорь, ты что, ее послать не мог? А я девушку увижу в первый раз. Дурака-то не включай. Я про мирскую журналистку. Она себе сенсацию выдумала, убийство, а ты не опроверг. Послать журналисту себе дороже. Так, коллеги. Знакомьтесь, наш стажер. Лузина Лариса Михайловна. Прошу любить, жаловать и учить профессии. Можно просто Лариса. Это наши следователи. Игорь Логинов и Володя Третьяков. Просто Володя. Так что, Лариса Михайловна, учитесь у старших товарищей. И просто Володя. Добрайтесь с опыта, делайте то, что ли они. Будьте готовы выслушать постоянное недовольство начальству. Общаться со всякими мерзавцами, ночевать дома и клянчить денег до зарплаты. А если вести себя правильно, обещаю вас регулярно угощать своим фирменным кофем. Присаживайтесь, призывательно. Спасибо вам большое. А где вы будете сидеть? А я все равно здесь недолго задержусь. А пока буду сидеть возле вас. Игорь, решили результаты экспертизы? Да, вот в крови обнаружены следы никотина. Не, ну я, конечно, в курсе, что капли никотина убивают лошадь. Трунов точно не лошадь? Он вообще курил? В том-то и дело, что нет. То есть, ничего более подозрительного в крови не обнаружено? В крови Трунова не обнаружено соединений, вызывающих пищевые отравления, хронических заболеваний нет. Значит, Трунова никто не травил. Нет, значит, яд был не в еде, а в чем-то другом. Он могли подсыпать любым другим способом. Опять 25. Ну говорят же тебе, не обнаружено ядовитых соединений. А может быть, это был яд, который быстро выводится из организма? О, Логинов, у тебя появились последователи. Так, я поехал в лесное управление. Кстати, видела твоего Игоря в криминальной хронике. Ну и зануда эта мирская. Ужас. Ну, если честно, у меня к этой вдове тоже были вопросы. Поразительная женщина. У нее муж умер, а она после сюжета поставила рекламу своего салона красоты. Ну, как говорила моя свекровь бывшая. Если жена переживает за своего богатого мужа, то она его обязательно переживет. Предприимчивая, да? Господи, ну какая красота. Лерочка, ну меня только за сегодня человек шесть спросили, наверное, где я беру такую красоту. За неделю, я не знаю, человек тридцать. Кстати, половину из которых мужчины. Инна, ты зачем мне это нужен? Ну, я не знаю, я не спрашивала. Шер-шаля-фам. Чего? Ищите женщину? Так о всех детективах говорят. Слушай, ты, детектив, давай иди в свою комнату и учи таблицу умножения. Сколько будет 7,8? Пятьдесят шесть. Не удивляйся, это мы к школе готовимся. Скажи маме, что в первом классе такое еще не мучат. А шер-шаля-фам учат? Действительно. Марин, пожалуйста, отстань от ребенка. Ничего, пускай привыкает к трудностям. Павел Иванович был удивительным человеком. Умный, образованный. Чуткий какой. Просто у него было слишком много врагов. А вы не преувеличиваете? Конечно, нет. Вот так, к примеру, Усунов, его заместитель, спал и видел, когда Павел Иванович уйдет на пенсию, а он займет его кабинет. Любимый фикус, Павел Иванович. Растения все чувствуют. Влюбленная старая дева. Но что может быть нелепее? Да от этой дуры, извините, конечно, не за выражение, он потешалось все в управлении. Так что на вашем месте я не стал бы доверять фантазиям этого чучела. А я, кстати, ухожу в частную фирму на очень приличную зарплату. Так что мне вот уход-не уход Трунова на пенсию, знаете, как-то так, до фонаря. А вот нашу, директору, Павел Иванович, мог мешать. А конкретнее? Месяца три назад я узнал кое-что любопытное. Где и как, не скажу. Так вот, Трунов много лет копал под начальство и собрал довольно жирное досье. Торговля лесом в темную, незаконная продажа участков. Застройка не отчужденных земель. Что вы говорите? Какое досье? Сейчас, я перезвоню, да. Компромат, собранный на вас покойным Труновым. Компромат? А вы что, что-то нашли? Пока нет. Кабинет Трунова опечатан, ордер на обыск будет только завтра. Поэтому, если вам есть что сказать по этому поводу, лучше сейчас. А потом будет намного больше вопросов. Грачевский! Ну, разумеется, мне нечего сказать. Да, да, да. Слушаю. А, здравствуйте, еще раз Антонина Игоревна. Ну, что, как там Эльвира? Эльвира? А кто это? Эльвира. Хозяйка мастерской кукол. Ты что, там еще не была? А, да, да, да. Я вот сейчас как раз подхожу к ее офису. Угу. Привет ей передавай. И большое спасибо от меня. Угу. Хорошо. Договорились. Пока. А что там тебе за работу всю кровь твоя предлагала? Куклы. Что куклы? Ну, делать фарфоровых кукол в мастерской у ее бывшей ученицы. Зачем? Куклы сейчас на пике дизайнерской моды. А что, ты правда собираешься этим заниматься? Нет. Но только Игорю об этом знать совсем не обязательно. Игореш, нормально. Почему очень поздно? Очень важное дело. Меня не жди, ложись спать. Целую. Коль, ну так что? Логинов, ну в чем смысл твоей засады? У Грачевского были целые сутки, чтобы найти и уничтожить документы. Коль, я что, не прав? Не прав, конечно. Он очень напрягся, когда ему сказал про компромат, собранный Труновым. И не факт, что он мог забрать бумаги. Я прав, Коль. И ты прав. Да, у меня сегодня первый рабочий день, так что вот. А Лариса-то как права? Ну, не совсем права. Ларис, ну вы же не в салон красоты пришли работать, а в мужской коллектив, который расследует убийства, грабления, который пьет только чистый продукт. А, я поняла. Вот. Фу. О-о-о-о! Так с тобой в разведку можно? Коль, ну... То есть, ты думаешь, что юбиляр шантажировал начальника компроматом, а тот прямо на банкете утром, ну... А почему нет? Игорь, засада-то зачем? Провести обыск, обвинить в Утруновой, все дела. Ну, ты бы еще спецназ вызвал. Вот бы пацаны обрадовались. У них же тоже никаких планов на вечер. Ладно, проверяем версию, Игорь. Засада так засада. Собственно, ничем не рискуем. Как-то ничем не рискуем. Уже же все накрыто. А можно мне с вами? Конечно. Нам же необходимо познакомиться со всеми аспектами работы следователя. Ну, давайте хоть шампанское с собой возьмем. Это засада, а не пикник. Мамочка, ну... У Игоря просто работа такая. А ты уверена? Некоторые мужья очень любят рассказывать женам про срочное задание или секретную спецоперацию. Мам, я уверена. А напрасно. Я бы на твоем месте перезвонила Коле Пухтинову. Так, между делом, проверить. Он не просто твой старый друг. Он тебя любит всю жизнь. Мам, мы с тобой договаривались, что эта тема закрыта раз навсегда. И, кстати, мне не надо проверять Игоря. Он мне никогда не врет. Все, пока. Засада не всегда напоминает рыбалку. Забросили на жирку и ждем, когда крупная рыбка клюнет. Хотя у меня очень большие сомнения, что клюнет. Тем не менее, на рыбалке главное что? Что? Тишину соблюдать. На рыбалке главное вовремя выпить. Сейчас я открою шампанское безучное. Добрый вечер, господин Грачевский. Нашли то, что искали? Кажется, рыбалка-то удалась. Для настоящего следователя задержание подозреваемого всегда праздник. Угу. Тебе пахнет шампанским. Кто она? Не она, а он. Он? Начальник управления лесного хозяйства. Взяли с поличным. Ты поил его, пока он не признался? По разным задержаниям. Поздравляю. Дело закрыто? Ничего не закрыто. Грачевский вор и мошенник, но не убийца. Кто же тогда убил твоего юбиляра? Я даже пока не знаю. Это лесное управление, сплошной темный лес. Давайте спать. Нет, спать я уже не хочу. Так, пакет молока, полбуханки, хлеба, яйца, помидоры. Что-то очень важное. Забыл. Кошелек забыл назвать. Стой, стой, стой. Возвращаться. Плохая примета. Так. Задержи. Только что он напомнит. О мужчине дату своей свадьбы женщине вебинка. Зарплатные карточки божи. Молодец. Все, не трать. Нам еще месяц жить. И так, что мы имеем в результате? Преступник задержан. Дело раскрыто. Предлагаю закупить в оружейную ящик шампанского. Зачем? Чтобы на каждое следующее задержание выдавать стажеру Узины вместо личного оружия бутылочку шампанского. Привет всем. Только что от полковника. Благодарит всех за блестящий проделанную работу. Передаем дело Грачевского в отдел по экономическим преступлениям. Назавтра подготовь все документы. Включаю экспертизу по Трунову. Лариса, а вы отправляйтесь в архив. Нужно подготовить старые дела к Цифровке. Погоди, погоди. А при чем здесь убийство Трунова? Грачевский к нему не причастен. Как к нему не причастен? О компромате, собранном на него Труновым, Грачевский узнал от меня. Иначе он давно бы уничтожил все эти документы. Значит, на банкете у него не было мотива убивать юбиляра. Или я не прав? Не, может ты и прав, но мы не будем сейчас спорить. Просто передай им все как есть. Они уже там сами разберутся. Не, не, давай-ка мухи отдельно, котлеты отдельно. Я веду дело об убийстве. И сегодня у меня встреча с Леокадией Труновой и ее адвокатом. Игорь, убийство Трунова теперь проходит, как эпизод по делу Грачевского. И даже если он не убивал, то это головная боль от дела по экономическим преступлениям. Помнишь, какое у нас отставание по статистике? Зачем тебе лишний взяк? Где архив? Так вот, следователь Логинов как раз освободился и с удовольствием вас проводит. Ага, хорошо. Как работа? Все получается? Конечно. У тебя очень талантливая жена. А у тебя как? Не очень. Только дали дело и тут бац, отправили его в другой отдел. Обидно. Но я думаю, что стоит побороться. Поговорить с начальством, с Колей. И вообще скажи, что ты сам хочешь закончить это дело. Возмутись наконец. О, хорошо. Буду долго возмущаться и скажу моя жена против того, чтобы расследование передавали. Ну, во-первых, никому ты этого не скажешь. Во-вторых, ты действительно профи. А в-третьих, я тебя люблю. Пока. Пока. Лорис, пойдемте. Как же неправильно, что у Игоря хотят забрать дело Трунова. Чтобы этого не произошло, к мужской логике должна подключиться женская интуиция. Думаю, Маринка права. Нужно повнимательнее присмотреться к молодой водове. Мне кажется, очки забыли. А они мне сейчас нужны. А очки тогда для чего? Для солидности? Вы что, предзак относитесь к женщине-исследователю? Да нет. Если женщина следит за собой, почему не может следить за преступником? А если серьезно? Если серьезно, судя по вашему напору, у вас все получится. Спасибо. Мне очень важно знать ваше мнение. Скажите, а капитан Третьяков? Что? Вы давно с ним работаете? Давно. И много о нем знаете? Много? Следователь хороший. Товарищ неплохой. Веселый, отзывчивый, не женат. Ждите. Путь к сердцу мужчины лежит через глаза, которыми он видит вашу прическу. Я думаю, через желудок. Заблуждение. Чтобы уложить мужчину в постель, вначале нужно правильно уложить волосы. А у вас на голове было какое-то воробьиное гнездо. Скажите, а правда, что мужа хозяйки вашего салона отравили в ресторане? Я по телевизору видела. Так и передай, категорически не то. Давай, давай, топай. Да. Ну, хорошо договаривайся, только я позже подъеду. Да у меня проблемы с этим трауром. Из бутика привезли какое-то тряпье. Времени совсем не осталось, не знаю, что делать. Давай. Вика, зайди ко мне. Не, извините, я на минуту. Мне повезло. Эта Леокадия сама подбросила мне повод для знакомства. Как говорит моя мама, везение – это цепь грамотных и последовательных действий. Так вот, я должна предложить безутешной вдове такие варианты траурных нарядов, чтобы она забыла о своем горе и рассказала мне обо всем с удовольствием. Современная женщина. Даже в салоне не может расслабиться. А это неправильно. Готова? Оплата наличными или карточкой? Поговорил. И что? Ну, полковник сначала сопротивлялся, а потом дал добро. Видимо, почувствовал, что можем утереть нас в соседнем отделу. Конечно, утрем. Я сейчас встречаюсь со вдовой Трунова. Обалдеть! Что случилось? Далера за молоком пошла. Но, судя по списной сумме, за птичьим. Ты что, карточку ЖИЕ отдал? А в чем проблема? У нас с ней все общее. Моя последняя коллекция произвела фурор на неделю высокой моды. Ну да, в Париже. Ресторан «Герцог» знаю. Да, я там буду через полчаса. Спасибо, до свидания. Да, но есть пара вопросов. Заметила ли меня Леокадия в своем салоне? Захочет ли она быть со мной откровенной? Да, известные дизайнеры так не ходят. А ведь это прекрасная идея. Итак, в игру вступает кутюрье Валерия Логинова. Леокадия Львовна подойдет позже, а мы пока проясним интересующие вас вопросы по его врачному контракту, чтобы не берегить раны безутешной вдовы. Я прошу прощения. Конечно, конечно. Лерусь, а что такое? Ты собиралась купить пакет молока. Но, судя по сообщению с банка, у нас теперь молока на два года вперед. А вместо полбуханки хлеба ты приобрела акции хлебокомбината? Ну, конечно, ничего, солнышко мое. Ну, что ты. Я тебя целую. Давай, пока. Извините. Мрачный. Мрачный. По-моему, мрачновато. Ну, учитывая печальный повод, впрочем, я могу внести любые изменения в соответствии с вашими пожеланиями. Вы должны выглядеть безупречно на похоронах, особенно в свете всех этих слухов. Каких слухов? Ну, это, конечно, не мое дело, но даже девочки у меня в пошивочной сплетничают, будто вашего мужа отравили. Да это чушь. Но я знаю, кто распространял эти дикие сплетни. Это Леночка, Пашина секретарша. Влюбленная старая идиотка. Она всегда смотрела на Пашу глазами преданной собаки. И он считал ее незаменимым сотрудником. Вот за мной рай выбрала именно она. Ну, надеюсь, теперь вы убедились, что все ваши подозрения состоятельны. Согласно брачному контракту, в случае любого вида насильственной смерти мужа, Леокаде Львовне лишается права на наследство. Мы намерены настаивать в суде на том, что смерть Павла Трунова была несчастным случаем. Я могу заручиться вашим содействием? Мы будем очень благодарны. Вы знаете, я хотел бы пообщаться с госпожой Труновой лично. Да, я понимаю. Она должна была уже подойти. Одну секунду. Чего? А теперь эта городская сумасшедшая обвиняет всех направо и налево в смерти моего мужа. Истерит, что его специально отравили. Секунду. Алло. Как это где? Я уже полчаса жду тебя и твоего следователя. Какой милорд? Я точно помню, ты говорил герцог. Так, я не собираюсь сейчас нестись в другой конец города, сломя голову. Придумай что-нибудь. Давай. И самое ужасное, что ей верят. Следователь даже меня включил в список подозреваемых. Да что вы говорите? Представляете? А вот кто и мог отравить Пашу, так это она, Елена Безумная. Я, например, уверена, что это был несчастный случай. Уверена? Но подождите, давайте рассуждать логически. Зачем? Знаете что, милочка? Этого совершенно не касается. Мне не нравится ваш расспрос. Мне не нравятся вот эти ваши модели. Как вас там, Лера? Всего хорошего. Она, конечно, слишком резка, но не отравительница. На счет. Спасибо за подсказку. Неразделенная любовь способна убить. Сколько? Игореша, прости. Игореша, прости. Угу. Я пришлю ей повестку. Поход, следственный комитет — лучшее средство от мигрени. Всего вам доброго. Всего доброго. Скажите, пожалуйста, а где кабинет Турнова? Первый этаж налево. Уверен в моей машине. Как вы могли обо мне такое подумать? Павел Иванович, он был необыкновенный. Кристально честный человек в окружении жуликов, взяточников и воров. Вы собираетесь искать настоящего преступника или что? Повесите всех собак на этого мошенника Грачевского, чтобы побыстрее закрыть дело? Нет-нет, что вы? Мы ищем. Мой шеф, следователь Логинов, он прекрасный профессионал и порядочный человек. Он ни за что не отступится, пока до правды не докопается. Я вижу. Вы тоже неравнодушны к своему начальнику. Остановитесь, милая девушка. Остановитесь, пока не поздно. Он же женат. И вы, конечно, надеетесь, что когда-нибудь он разведется с женой и обратит внимание на вас. Не питайте напрасных иллюзий. Его развод ничего для вас не изменит. Появится молодая длинноногая блондинка с острыми коготками и он потеряет голову. А вам достанутся лишь односмешки окружающим. А что, Трунов уже был женат Наталья Акадьевна? Был. Они поженились еще в институте. Шершель Афан, скажите, а как мне ее найти? Володина Мария Сергеевна? Да. Добрый день. Я из социальной службы. Изучаем условия жизни пенсионеров района. Добрый, добрый. Какие тут могут быть условия жизни? На пенсии, по инвалидности. Проходите. Вы одна живете? Сына. Наверное, тяжело вам? Я слышала, ваш бывший супруг недавно скончался. Привить на вас соболезную. Простите, не нуждаюсь. Он давно нас бросил. Нашел себе молодую, длинноногую. Так мы в Таиланде, семнадцать лет назад. Пожалуй, первый и последний наш приличный отпуск. У Трунова тогда только появились деньги. Вы знаете, я видела его последние фотографии, и он совсем не изменился. Конечно. Он же всегда очень заботился о себе. Никогда ничем не болел. Носился со своим здоровым образом жизни. А умер раньше меня. А по телевизору говорят, что это убийство? Не слыхала. А что вполне может быть? Он ведь стольким людям гадостей наделал, сколько их предал. Ладно, меня. А Димочка? Я тяжело родила сына. Но раз болезненным не мог заниматься спортом. Трунова это ужасно растражало. Но когда ему стало в Таиланде плохо, я растерялась, а двенадцатилетний Димочка фактически его спас. Врача вызвал, со страховки разобрался. Подождите. Вы ведь говорили, что Трунов никогда ничем не болел. Ну да. Это, пожалуй, единственный случай на моей памяти был. Он тогда что-то съел. Какой-то мясный фрукт. Аллергия, шок. Еле откачали. А что за фрукт? Не знаю, у нас таких нет. Какая разница? Зачем это нужно вашей социальной службе? Покажите-ка свое удостоверение. Мария Сергеевна, я просто хотела с вами поговорить по душе, но я уже ухожу. Никуда вы не уйдете! Я знаю, кто вы! Вы ходите в доверие к пожилым людям, а потом ваши дружки обносят квартиры! Уверяю вас, это не так. Извините. Дима! Звони в полицию! Мама! Чего ты кричишь? Тебе ж нельзя волноваться. Милый, я дома. Ага. Ну-ка. Праздник, банкет, угощение, юбиляр. Мог ли в каком-то блюде находиться этот смертельный фрукт? Запросто? Вот в торте, например. Знаешь, я тебе скажу, если тратить деньги такими темпами, о-о-о-о! Очень выразительно. Тебе идет эта прическа. Платье, туфли, макияж. Ну, я так понимаю, что ни молока, ни хлеба, ни помидоров не будет, да? Ну, я что-нибудь продумаю. А ты смотришь, что ел по коне? Нет, изучаю, кому из гостей или персонала было выгодно его отравить. А я вот подумала, может быть, у Трунова была аллергия на какой-нибудь пищевой продукт или фрукт? Абсолютно здоровый мужик. К доктора вообще не обращался. Мог жить до 100 лет с молодой женой. Угу. А Доля Акадия, он был женат? Был, но предыдущая семья ее вообще не интересовала. Так ты мне зубы не заговаривай. Ты мне скажи, чего ты вообще бросилась тратить наши сбережения? Ну, я встретила свою однокурсницу. Она такая, ну, очень эффектная. Мы пошли гулять. Она ходит в дорогие рестораны, салоны красоты. Мне просто захотелось соответствовать. Да, глупо. Ты можешь соответствовать. Обязательно. Авторские куклы сейчас на пике популярности. И твои будут самыми лучшими. А нам. Официанты сновали между столами, и скорость их передвижения увеличивалась с каждым новым посетителем. В принцуазе стало сложнее наблюдать за происходящим. Нужно будет спросить у Поля, кто этот странный старик, подумала она, наблюдая, как тот взял кусочек только что принесенной утки и бросил своему псу. Раздался женский крик. Она вскочила и увидела, что бедный пудель корчится на полу в предсмертных судорогах. Значит, убийца повар? Так, значит, вас интересует вакансия уборщицы? Да. Опыт работы есть? Ну, конечно. Я почти десять лет замужем. Смешно. Ладно, месяц испытательного срока, потом посмотрим. Привет. Как продвигается дело Тванова? Более-менее. Сегодня вызваны допросы в ДАВУ. Может, все-таки отдадим в экономический отдел? Знаешь, у них руки прямо так и чешутся. Ну, это понятно. У них деньгам всегда руки чешутся. Дай мне пару дней. День. Даю один день. После этого дело уходит к экономистам. Понял? Когда ты уже пострижешься? Меня сегодня Сергачев нагибал за этого. Завтра. Нет. Послезавтра. Тщательнее. И главное, по углам. По углам. Я сейчас. Я быстро. Тут не быстро, а чисто важно. А шеф-повар, он здесь какой? Никакой. Так себе мужик. Ну, готовит, ложку съешь. А помощники у него есть? Есть. Но основные блюда сам, торты сам, десерты тоже. А, я видела, такой красивый торт с шоколадными фруктами. Мне Катя из второго зала фотографии показывала. Не-не-не. Это не его торт. Это вообще подарок был. Имениннику. Ну, который помер. Подарок? А кто его принес? Я почему знаю. Парень какой-то. Да этот, круг… Курьер? Вова, у него еще на рубашке вот такая бабочка сидела на торте. У него была футболка с принтом «Бабочка на торте»? Бабочка, бабочка. Понимаете, здесь такой тонкий момент. Если я скажу себе такой же торт, как у начальницы, как-то не хорошо получится. Не понимаю. Ну, давайте посмотрим по каталогу. Ну, дело в том, что торта я толком и не видела. Как это? Ну, я позже пришла. Мне, конечно, кусочек оставили. А может быть, мы посмотрим ли заказов за 17 июля и таким образом найдем торт? Без проблем. Давайте посмотрим. Вот Трунова. Если вы настаиваете, что ваш муж умер своей смертью, может быть, у вас есть предположение, от чего именно? Ну, все мы под Богом ходим. Может быть, отравился чем-то несвежим на банкете? Только он один. Такого не бывает. Ну, знаете, если уж ваши эксперты ничего конкретного не могут сказать, то… Почему же? Лера, что ты срочно? Я очень занят. Помнишь, мы с тобой про аллергию говорили? Это рамбутан. Тайский фрукт содержит огромное количество никотиновой кислоты, которая в организме аллергика расщепляется с образованием никотина. А это очень сильный яд. Граф Дабакарме в девятнадцатом веке таким образом отравил брата своей жены. Подожди, нечисти. Какой рамбутан? Откуда у тебя эта информация? Я же объясняю. Я была в фирме «Бутерфляй», которая делает торты на заказ. Зачем? Нет, зачем ты туда пошла? Меня хозяйка мастерской послала. Ей нужен был торт для корпоратива. И я случайно увидела там лист заказов за семнадцатое. Торт для ресторана «Земной рай» заказала Леокадия Трунова. Это вполне естественно. И что? И там в особых отметках было указано, что торт должен быть с фруктовой прослойкой именно из рамбутана. Я абсолютно уверена, что у Трунова была аллергия на рамбутан. Спасибо, Лера. Леокадия Львовна, а вы в курсе, что у вашего супруга была аллергия на рамбутан? На что? Рамбутан. Тайский фрукт был в составе торта, который вы заказали своему супругу на юбилей. Какой еще торт? Я ничего не заказывала. Смерть должна была выглядеть естественной. Ибо в случае насильственной смерти вы ничего не получаете. Вы все продумали, Леокадия Львовна. Я не занималась организацией банкета. Я понятия не имею, откуда взялся этот торт. О! А я как раз к вам. Меня Третьяков на кофе зазмал. Кузя, мне срочно нужны твои гениальные айтишные мозги. Ну, ладно. Считай, убедил. Что делать надо? Я тебе по дороге расскажу. Мы идем в кондитерскую бутерфляй. Ну, айпи у нас местный. Почему эти дилетанты всегда себя считают неуловимыми хакерами, непонятно вообще. А что, имя можно пробить? Легко. Ну, вот. Володин Дмитрий. Тебе это о чем-то говорит? Пожалуй. Спасибо за содействие следствию. Простите, я правильно понимаю, девушка тоже была вашей? Работа под прикрытием? Это тайное следствие. С вашим ноутбуком все понятно. Сравним айпи. Ну, Дмитрий, в вашем случае лучший вариант чистосердечный. Вы же не станете говорить, что послали отцу торт с рамбутаном просто так. От именили Акадий на юбилей в знак уважения и любви. Нет. Мне его не за что уважать, тем более любить. Убивать-то зачем? Мы же его не видели столько лет. Почему? Увидел? Когда? Когда маме поставили диагноз. Врачи сказали, что без операции ей дают три месяца, а не больше. Но я дурак, конечно, бегом к нему. Просить денег? Да, да, просить денег. У меня нету постоянной работы и богатых друзей у меня тоже нету. Но я хочу, чтобы моя мама жила, понимаете? Трунов вам отказал и вы решили его убить. Подставили Акадию, на всякий случай, если история с рамбутаном откроется. Рассчитывали получить наследство? Вы ведь ничего не получите. Это почему? По закону, человек, обвиненный в убийстве на седодателя, лишается права на наследство. Его получит моя мама? Не получит. Ваша вина будет доказана. Пишите чистосердечное. Закон есть закон. И преступник понесет наказание. Хотя по-человечески я ему сочувствую. У меня тоже есть мама. И я очень ее люблю. Спасибо, Игорь Анатольевич. Это был следователь Логинов. Блестяще раскрывший такое экзотическое преступление. Дмитрий Володин совершил убийство, пытаясь спасти жизнь своей матери. Но помочь ей он все-таки не смог. Ведь благие дела требуют чистоты помыслов и поступков. И знаете, что я подумала, дорогие друзья? Если каждый зритель нашей программы перечислит хотя бы небольшую сумму на счет, которую вы видите сейчас на своих экранах, Мария Сергеевна будет жить. С вами были «Криминальные хроники» и я, Светлана Мирская. Игореш. Ну, мы должны перевести. Уже все, что оставалось на карте. К концу месяца премию обещали выдать. Дотянем? Конечно, дотянем. Мой муж сыщик, он преступника нашел. Значит, найдет и способ, как нам дотянуть до конца месяца. Да, у меня даже уже есть пара рабочих версий. Твоя мама, моя мама, друзья, всех по миру пусть. Игореш, а ты рамбутан пробовал? Нет. А ты? Я тоже нет. А ты хочешь попробовать? Нет. Рамбутан, баттерфляй. Как тебе удалось оказаться в нужном месте в нужное время? А просто я мисс Удача. Смирись. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе. Я Лера Логинова, дизайнер и художник. Моя жена. Лерчик! Она моя невестка. Моя дочь. Валерий. Лучшая подруга. Выскочка. Полководец. Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Греш, ты суперский. У меня трое детей. Я была его любовницей. Дизайнер от Кутерта. Я помощник следователя. А я как распишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Боже. Ты меня очень напугал. Мне снилось, что к нам в дом кто-то собрался. Вообще-то, доброе утро. Ты на работу собираешься? Ну, да. Я тебя покормлю и буду собираться. А ты сразу иди спать, потому что выглядишь ты неважно. Лица на тебе нет. Сейчас выпью кофе, и лицо появится. Вообще, знаешь, в моем списке дел нету пункта спать. Есть только работать, 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 работать. Милый, ты превратишься в робота. А что у тебя на работе? Все. Малинина знаешь, качка. Ну, чемпиона по бодибилдингу? Ну, да, все его знают. Зарезали. В машине на парковке. Мужец какой, кто? Ну, убийца оставил записку со своим именем? Я не запомнил. Я имею в виду, кому это было надо? Вот это вот правильный вопрос. Дело получило резонанс, и, как всегда... Нам бразуру бросили самого главного следователя по резонансным делам. Сарказм? Нет, что-то гордость за мужа. Бухтинов, правда, еще Третьякова назначил. Лучше было Рису, стажера. Но та заболела, у нее грипп. Это что, расстройство по поводу болезни стажера? Да нет, дело не в этом. А в чем? В цепочке. Больше раскрытых дел, и должность старшего следователя у меня в кармане. Больше зарплата, кредит в банке, и, как результат, собственная квартира. Тогда работать, не покладая рук. Есть работать, не покладая рук. Так, а что ты сидишь? Иди мой руки и переодевайся. Есть мыть руки и переодеваться? Так, и я пошла оденусь. Ага. А до работы подбросишь? Есть, подбросить на работу. О, мама звонила. Один пропущено предупреждение, два опида на всю жизнь. У меня шесть, так что нет смысла перезванивать. Слушай, может мне попутчиков брать? Я хоть бензин отобью. Даже не думай. Села в машину, закрыла дверь. Перед тем, как сесть в салон, осмотрела его, ясно? Хорошо, хорошо. Вот я слабая женщина. А как культуриста-то убили? Там же силы немерено. На шее бицепсов нет. Кто-то с задней пени взял и перерезал ему горло. Ничего себе. Но есть один любопытный момент. Малинин капитан сборной города. Скоро кубок страны. Может быть в команде возник конфликт? Впрочем, к тому возвышенному миру фарфоровых кукол никого отношения не имеет. Может быть днем встретимся на кофе? Да какой-то. У меня в 13.30 встреча с отцом Улетова. А он кто? Владелец спортивного центра «Алимп». Кстати, там тренировался его сын. Ясно. Игорь! Подожди, не открывай. Все в салоне чисто. Багажник будем понять. Лера! Это что, машина убитого Малинина? Странный выбор для чемпиона по бодибилдингу. Да, мамочка. Прости, пожалуйста, я не услышала. Что? Нет, мы не разводимся. Я не сломала ногу и не беременна. Очень жаль. А мне сегодня сон приснился. Значит так. Ты должна принимать витамины, чтобы там обязательно были фолиевая кислота и магний. Они очень важны на ранней стадии беременности. Чтобы когда наконец это произойдет, тебя не тошнило с утра до вечера. Мам, хорошо. Целую. Пока-пока. Спортивные костюмы и бикини для сборной. Я вас прошу, войдите в наше положение. Это же реклама вашему ателье. С предоплатой никак не получится. Ну, у нас же несчастье убит. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы хотите приобрести абонемент? Добрый день. Нет, я начинающий дизайнер спортивной одежды и хотела оставить вам свою визитку. Есть убогая уша. Кто вы? Спасительница. Меня Лера зовут. У меня стартап. Я на рынок выхожу. Нужно сделать комплект для сборной. За неделю. Четыре человека. Точнее, уже три. Но оплата только после кубка. Возьметесь. Да, конечно, лучше рекламы для начала бизнеса не придумаешь. Уже хоть одна хорошая новость за сегодня. Пойдем, я тебе представлю нашим атлетам. Да, пойдем. Ребята, это Лера, ваш новый дизайнер. Спортфэшн все-таки отказались шить. Да. Походу, у Вани там свой интерес был. А теперь Вани нет и спортфэшна тоже нет. Андрей Плотников. Можно колючее. Это Георгий Майкут и Виктория Шаповал. Очень приятно. Ладно. Ваньку все равно не вернуть. А к выступлению готовиться надо. Тебе особенно. С твоим рельефом нужно не в соревнованиях участвовать, а в акциях против анорексии. Слушай, не хамя. Так. Давайте в бар. Там и поговорим. Туда. Кирилл Олегович, нам известно о ваших скромных доходах. Как вам удалось открыть фитнес-центр? Это все Ванька. Он деньги занял. Хотя бизнес его не интересовал. А зачем тогда? Такой уж у меня сын. Был. Чего захочет, добьется. Любым путем. Захотел фитнес-центр, сделал, мне отдал. Захотел стать чемпионом страны, обязательно стал бы. Остановили. Долги удалось отдать? Центр пока в минусе. А что кредиторы? Прессуют. А Манька сказал, не обращать внимания. Обещал разобраться. Вот и разобрался. Думаете, они? Не знаю. У Ваньки много. Нет другов. Было. Извините. Извини, это дарминг? Это Магний. Поначитаться всякого. Еще дизайнер спортивной одежды. Ребята, чего вы так с костюмом затянули? Специфика. Перед выступлениями идет сушка. Работа с рельефом. Вот. Так что формы меняются. И размеры нужно снимать сегодня-завтра. Сумеешь? Да, конечно. Но только дизайн нужно будет с каждым обсудить. Опять? Мы же уже один раз обсуждали. И где оно? Шей на свой вкус. А ты чего за всех решаешь? Капитаном заделался? Запомни, ты не Иван. Как обычно. Протеиновый коктейль с эль-карнитином. Прошу. И творожно-банановый шейк. А вам? Кофе. Зараза, как же они его? Короче, нужно брать этих кредиторов Олимпа с пылу и жару. Ага. А через сорок восемь часов отпустить? За что? А брать за что? За бабки. Месть за долги тоже мотив. Они не идиоты. Хотели бы, усыпили, приковали наручниками в подвале и потом шантажировали бы отца. Так был бы хоть какой-то вариант вернуть деньги. А от мертвого Малини на какой толк? Нам нужно как можно скорее раскрыть убийство. Дело практически в кармане. А ты возишься со своей щепетильностью. Опять не совпало. С кредиторами, конечно, нужно поработать. Но не залипать. Запроси финансовую отчетность. Не залипать, так не залипать. Я в морг узнаю, что там. Жаль, Лариса заболела. Составила бы мне компанию. Да какой из тебя капитан? Ты же химик. Ни одного подхода без метана или ретухи. И что? Да у тебя характера нету. Потому и повелся на курсы от Ваньки. А я натурал. Мне и представлять команду. Ясно? Серьезно? А ничего, что капитана в команде уважать должны? Слушай, ты полегче на повороте. Он прав. С таким капитаном, как ты, команда даже в отборочный тур не пройдет. Слушай, а ты вообще в команде без году недели. Да и не тебе решать. Понятно? Ты вообще понимаешь, что ты остаешься с нами только в память о Ваньке? Ты всегда был таким уродом. Ты куда? Домой. Тошнит меня от вас. Ясно? Значит так. Большинством голосов в команде капитаном буду я. Так. А как насчет костюмов? Ты пойми. У нас вчера друга убили. Капитана. Вот всех и колбасит. Давай после тренировки обсудим. Хорошо? Что-то еще? А можете объяснить, что такое метан и репуха? Репуха. Метандростеналон и ретаболил. Спасибо. Теперь намного понятнее. Ну что, Лер, помощь нужна? Ну, наверное. Мне так и не удалось поговорить с ребятами по делу. Они такие нервные из-за убийства. А скажи это у Ваню, что правда все так любили? Ну, если честно, и вы терпели по необходимости. Да ладно. Но Вика его любила. Доверяла ему во всем. Даже доверенность на свою машину ему дала. Ого. Значит, с тренировок они вместе уезжали? Ну да. Вика еще хвасталась, что они поженятся после соревнований. Я их вообще не понимаю. Ваня не пропустит ни одной юбки. Так, подожди. Значит, вчера? Вчера они тоже вместе ехали? Да нет. Нет. Вчера Вики вообще на тренировке не было. Странно. Кубок ведь скоро. Действительно странно. Ты чем-то расстроена? Нет. Я что-то не заметил? Что, новая сумочка, макияж, новая прическа? Что? Нет. Просто работы, молодой. Ух. Это я так тебе заморочил голову или культуристы это твои тайны и фантазии? Просто новый заказ. Куклы для… Колдуна. Для спортклуба. Ага. Так, а что у тебя с расследованием? Ох, была хорошая версия кредиторы. Но она отпала. Оказывается, они действовали официально, подавали в суд. И убивать Малининым было совсем невыгодно. Ну да, они девяностые же. Слушай, а у Малинина была девушка? Сейчас в тренде убийства из ревности. Была. Виктория Шаповал, дочь пластического хирурга Леонида Шаповала. Бросила институт, увлеклась бодибилдингом. Владелица машины, в которой убили жертву. Так, значит, у нее был ключ от машины. А ревность она без мозгов. Без мозгов. Карандаш. И… Виктория Шаповал? Да. Вы кто? Что вот это у вас? Снотворное. Позволите? А что вам нужно? Ой. Ой. Вы должны проехать со мной. Что? Зачем? Чтобы рассказать об убийстве. Ивана Малинина. Нам сушиться надо. Время на вес золота, а эти олени меня два часа прессовали. Вопросы эти идиотские. Откуда я могу знать, кто и во сколько ушел из зала в день убийства? Вы знаете, я хочу все сделать в едином стиле, чтобы получился такой узнаваемый бренд сборной. Как считаете? Пойдет. Придурки. Одному Гоше прикольно. Ушел из зала раньше всех. И его меньше всех мурыжили. Но у следователей работа такая. Потом они сейчас всех подозревать будут, даже Викторию. Тогда они точно дебилы. Ну почему? Я же в тот день на тренировке не была. А я Ване говорил, за такое наказывать надо. За какое? За пропуски накануне турнира. Но Вика в команде недавно. Данных у нее ноль. Мы все были против. Но Ваня настоял на ее участии в турнире. Он в тот день вообще какой-то чумной был. Говорил, ее на руках носить надо. На руках носить? Да, это действительно странно. Кстати, а Вики сегодня нет. Может она заболела? Вчера мавния пила. Правильно пьет. Полезна принагрузка. Хотя подожди. Она же на химии. Этот магний вообще никуда не упирается. Черт. Значит надо отменять. А то ее последнее время тошнить часто стало. Мам. Алло, мамуль. А помнишь ты мне говорила, что при беременности нужно пить, чтобы не тошнило? Подруге моей мамы. Ты ее не знаешь. Полиевая кислота и магний. Спасибо. Пока, мам. Вы знали, что ваш жених вам часто изменяет? С чего вы его взяли? Побеседовала с вашим окружением в клубе. А, Катька с больной стойки наплела? Все никак не может смириться, что Ваня был мой, а не ее. А вообще это не ваше дело. Как сказать? Ради него выбросили институт. Брят. Ты отдала Ивану свою машину? Это запрещено? С вашей картой пополнялись его мобильные счета и его банковская карточка. Это логично, вы справились замуж. Но узнав, что Малин вам изменяет, вы его… Ты взяла вторые ключи от машины, забралась на заднее сиденье, подкараулила ячек по городу, отомстила. Что? Вам нужно писать признательные показания. Суд учтет ваше состояние, вы могли убить его в состоянии глубокой депрессии, вызванной гормональными расстройствами. Мой тебе совет, ваше признание не ерзан. Я буду оформлять задержание, а вы обратитесь к адвокату. Также вы имеете право на телефонный звонок. Отец не возьмет, он на операцию. Ну, больше нету. Можно? Эскизы хочу показать. Ты мне дашь поесть нормально? Питание — серьезная штука. О! А я как раз плавки в голубом цвете делала, у вас куртка голубая. Ты что, любима тебе? Бабочка? На бал собираетесь? Это не моя. Уборщицы совсем обленились, шкафы не убирают. А, ну давайте я администратору отнесу, вдруг кто-нибудь ищет. Так что с Цветом делать будем? Да мне пофиг. Шансов на победу у команды практически нет. И плавки не спасут. Зачем тогда участвовать без веры в победу? Да я не ради медалей выхожу на сцену. Я так органику продвигаю. Что? Ну бодибилдинг без стероидов, чтобы молодняк понял, что можно иметь хорошее тело и без этого химического тюрьма. А зачем Вика тогда употребляет? Да Вика дура, если коротко. Ну, чтобы понятнее, она за короткий срок хочет рельеф нормальный себе сделать. Даже видела, данные у нее никакие. Зачем она себя так мучает? Затем, типа любила без памяти. А как можно любить человека, который тащит в постель все, что шевелится? Ну, наверное, она не знала. Угу. Конечно. Ну, она же сама его и поощряла. Чтобы тестостерон у Ваньки вырабатывался активней. И все ради победы. Ну и нравы тут у вас. Подожди, а ты следователю об этом рассказывал? Зачем? Я что, придурок? И вообще, какая у тебя разница? Ну, я пойду. А, подожди, голубое оставляем? Я ж сказал, мне фиолетово. В смысле, хорошо, пусть будут голубые. Да, Леруш. Привет. Можешь говорить? Да, что-то случилось? Нет, просто звоню, узнать, как ты там. Все нормально. Кстати, спасибо тебе. За что? Ну, помнишь, ты вчера про ревность говорила? Помогла мне выйти на след. Девушка Малинина задержана. Подожди, ты что, мои слова про ревность всерьез принял? Игорь, я шутила. Какая ревность, Господи, 21-й век на дворе. Разберемся. На работе у тебя как? Мама звонила, спрашивала. Переживает. Говорит, поручилась за тебя. Нормально. Слушай, а как девушка Малинина объясняет то, что на тренировке не была? Стоп, милая моя жена, а вот с этого места давай-ка поподробнее. Откуда ты знаешь, что Шаповала не была на тренировке? Ты мне сказал. Да я сам только сегодня узнал. Ну, значит, показалось. А скажи, а что на ужин будем готовить? При чем тут ужин? С чего ты так это и Шаповала заинтересовалась? Потому что мне кажется, что современная девушка не может за измену убить. И вообще, далась тебе эта Виктория? Забот, что ли, других нет? Слушай, все, мне работать пора. Давай, пока-пока. Целую. Игорь Анатольевич? Поздравляю с раскрытием. Да, нам пришлось попотеть. Коля, тебя ввели в заблуждение. Пока это только подозреваемая. По ней отрабатывается доказательная база. Извини, нужно ехать. Опять выпендривается. Слушай, научи кубик собирать. Ты умеешь. Логинов умеет. Полковник Сергачев тоже умеет. Лариса не умеет. Хотя я не выяснял. Сам разберешься. Иди крути. Иди работай. Привет. Привет. Чедаи этого дома приветствуют тебя. Ух ты. Привет. Ну, что у нас плохого? Наоборот, все неплохо. Я стала дизайнером. Спортивные одежды. Я начинаю переживать за наш спорт. Всего лишь на время. Тогда я за него спокойна. Позирование, музыка, тонировка. Каждому смартсмену необходим комплект из трех костюмов. Мужчинам соревновательный на вольное упражнение и цветной. А женщинам на позирование бикини раунд и произвольную программу. Боже, это катастрофа. Нет, ну это еще повезло, что не футбольную команду одевать нужно. Ну ничего, мы тебе с Мишкой поможем. Да, мужик? Стопудово. В конце концов, я подниму страшный шум. У меня колоссальные связи. Немедленно. Отпустите мою дочь. У нее есть алиби? Если вы скажете, что были с ней в тот вечер, это не алиби. Вы отец. Курьер и служба доставки вас устроит? В смысле? Вы говорили, что Ивана убили около девяти. Как раз в это время Вике принесли заказ из интернет-магазина. Новый телефон. Проверьте. И потрудитесь ее выпустить. Всего доброго. Биф-лекс-фур-ни-ту-ра. Ого, ну и цены. Ну да. Не, Лолька, денег не дам. Тебя эти атлеты разведут, а мне что? В лучшем случае шесть пара блестящих трусов. Ну, от кутерья Логиновой. Но трусов. Миша, так я не поняла. Откуда у тебя все эти штуки из «Звездных войн»? Из интернета. А деньги ты где на них взял? А я не покупал. Я на конструктор бэушное обменял. Миша! Бэушное? Миша, ты просто умница. Я тоже куплю бэушное. Закажу фурнитуру, стразики, пряжечки и из старого наколдую новое. Не, ну логично. Мишка, сменяли деденец. Ну хоть шерстику. Я даже еще не понимаю смысла пословицы так выдергивать с контекста. Я надеюсь. То есть как это отпустить? Она не виновна. Я допросил курьера, он подтвердил визит и опознал Викторию. А почему девчонка молчала про алиби? А что можешь сказать девушке, которую обвиняют в убийстве любимого человека? Черт меня вообще дернул цепиться за эту версию. Я, кажется, знаю, как этого домашнего черта зовут. Значит так, я в своей работе руководствуюсь тремя принципами. Логикой, интересами дела, законом. И жена не имеет к ним никакого отношения. Виктория Венидовна. Я приношу вам свои извинения от лица следственного комитета. Перестанка. Играет музыка. Да, Игорёш. Соскучился? Ну, я же говорила. Я говорила, что ты самый талантливый исследователь по особо важным делам на планете Земля. А как она? Обрадовалась? Да не особо. Вообще без эмоций. Пошла, наверное, покупать снотворное. А зачем ей снотворное? Лера, ну что за вопросы? Чтобы уснуть. Ой, Игорёш, связь плохая. Целую до вечера. А если снотворное нужно ей не для сна? Вдруг она задумала что-то ужасное. Гоша, мне Вика очень нужна. Я без неё не могу начать костюмы жить, она трубку не берёт. Ты же видела, что её здесь нет. Хочешь, заходи, ещё поищи. Очень смешно. Где она может быть? В магазины, парки, кино, рестораны. Мои? Где её искать, если она не в настроении? Дома. Адрес говори. Воздвиженская, 21, квартира 8. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Тихо, тихо, тихо. Иди отсюда. Давай, ну-ка, воры! Да чё поговорим? О чём? Ваня, нет, я никому не нужна! Все думают только о своих делах! Прости, что отвлекаю. Давай поговорим про твои купальники. У тебя скоро кубок. Ваня очень хотел, чтобы вы на нём победили, так? Ты должна выполнить его желание. Да? Какой срок? Шесть недель. Откуда? Вы знаете. Я просто очень проницательный дизайнер. Тихо-тихо. 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 Вика! Господи! Слава Богу, ты дома! Вика! Какая забота! Я сейчас чай поставлю. К сожалению, Вика нас не представила. Я Лера. Я Леонид. Очень приятно. Сегодня у вашей дочери был сложный день. Да, я в курсе. Я уже беседовал со следователем. А Вику я предупреждал, предупреждал, что связь с этим Малининым не доведёт тебя до добра! К сожалению, у меня не было возможности самому заехать за Викой. Но я же не мог прервать операцию. Правда? Илона, снова в пациентках. Вик, знаете, бывают такие дамы. Вот сделали такую маленькую потяжечку и понеслось. Какая-то пластическая зависимость. Бывает. Я как раз позавчера, да, я с ней ужинал в ресторане и мы обсуждали новую операцию. Вика, Вик, ты помнишь, я ещё принёс тебе нежирную индейку? Всё помню, папа. В тот вечер Ваню убили. А у вас есть какие-то вопросы? Пап, ты чего? Она не следователь. Лера дизайнер. Пришла со мной купальники для турнира обсудить. Ах, вот, так тогда простите, я не буду вам мешать. Простите. Так я и думал. Новых версий ноль. Как только отработаю окружение, восстановлю, чем в последний год жил Малинин. Кому мог перейти дорогу, тогда и предложу. Ну, всё это лирика. Начальство нужна. Грубая проза. Спасибо тебе. Да нет за что. Костюмы я ещё не сшила. Я не об этом. Ты всё правильно сказала. Я просто обязана выполнить Ванина желание. Я ж в тот день на УЗИ ходила. Ваня позвонил, навизжала от радости. Я не знаю, как он на это отреагирует. А твой папа знает? Нет пока. Я не знаю, как он на это отреагирует. Милый мой, если с таким лицом колоть орехи, пирог получится мрачноватым. Что случилось? Я чуть невинного человека не посадил. Сергачёв в бешенстве. Ну, прости меня, пожалуйста, это была дурацкая идея. Да нет, ты-то тут причём. Да я дурак. А у Виктории железное алиби. А у остальных? А мотив? Зачем остальным убивать капитана перед кубком? Ну, ты новости посмотри. Люди вообще друг друга просто так убивают из бешенства или мести. Ты моя половинка. Любовонная. Ну, да. Угомонишься тут, когда ни одной рабочей версии. Лера, ну я реально замахалась всех этих курьеров принимать. Чего ты всё на мой адрес заказала? Ну, потому что я скрываю от Игоря, что не пошла на работу. Ну, зря. А вдруг бы тебе работа понравилась? Ну, всё, с чем связана моя свекровь, априори не может мне понравиться. Мама! Ага. Мы обещали Лере помогать! А, защитник обездовленных. Ладно, с чего начнём? Так, ну, сначала нужно всё так перешить, чтобы старое стало как новое. Ой, смотри, красота какая. Да, Игорёш. Лера, ты где? Я на работе. Я на работе. На твоей работе. Лера, что происходит? Я не хотела расстраивать твою маму. Отлично. Сначала мужу врёшь, потом корову украдёшь. Зачем про работу столько насочиняла? Ну, для правдоподобия. Это говорит жена следователя. Лерчик, когда человек врёт, он всегда придумывает много ненужных деталей для убедительности, но на этом же и ловится. Азы криминальной психологии. Я, кстати, поймал убийцу Малинина. Молодец. А кто? Бодибилдер Георгий Майк. Вот эдакий двудверный шкаф. А почему ты уверен, что это он? Лера, факты и мотивы. Нужно только понять, как он оказался в машине. Эксперты говорят, что замки не взламывали. Слушай, как шкаф Георгий мог влезть на заднее сидение двудверной машины? Откуда ты знаешь, что машина двудверная? В новостях говорили. Ну, значит, как-то влез. Ладно, вези меня на работу. Должен же хоть кто-то в нашей семье зарабатывать деньги. Опа. Если это бабочка Гоши, то у него есть стопроцентное алиби. А искать это алиби нужно, судя по всему, в стрип-клубах. Интересно, сколько их в нашем городе? Опа. Я даже не уверена, что когда-нибудь этот Гоша сможет оценить мои усилия. Дружочек, организуйте мне кофе и портфолио ваших танцоров. Лидия точно знает, чего она хочет? Еще бы. Тем более я уже прошла все подобные заведения в этом городе. Неужели я ошиблась? И бабочка была не Гошина. А вот и нет. Таки его. Хотя узнать в этом матче нашего спортсмена непросто. Получается, что Григорий Майкут не убивал Малинина? И Игорю об этом сообщит неизвестный доброжелатель. Значит, ты собираешься вызывать повестками двенадцать человек? Телефонные книги Майкута — это наиболее частые контакты. Володя, я в стрип-клуб. Закончи сам с повестками. Не понял. Красиво. Не ожидала, если честно, что-то так и получится. Блин. С костюмами порешали, так теперь Гошку закрыли. Придется брать в сборную нулячего бойца. Слушай, может, ты пойдешь, а? Давай. Победу не гарантирую, но потусим нормально. А потом и втянешься. Не. Я, во-первых, телом своим вполне довольна, а во-вторых, здоровью берегу. Ну, береги. Ты прям совсем как мой отец. Тоже все время о здоровье долдычит. На самом деле, ничего вредного в этом нет. Мифы это все. Я видела фотографии в интернете. Да это если злоупотреблять, она Борика. Пугай таких Марусь домашних, как ты. А я все дело с умом, строго по дозам. Мне рельеф нужен. Зачем? Не понимаю. Конечно. Чего тут понимать? Просто ты такая же зависимая, как пациентка твоего отца. Как ее зовут? Илона? Возможно, это ключ к разгадке. Так где ты был в тот вечер, когда убили Малинина? Ладно. Я тебе расскажу, где ты был. Ты был на сцене стрип-клуба «Мартовский кот». У тебя стопроцентная алиса. Чего сидишь? И домой. Свободен. Спасибо. Скажите, а откуда вы узнали про Мартовского кота? Получил смс-ку от таинственного доброжелателя. От кого? Пока не знаю, но догадываюсь. До свидания. Алло. Здравствуйте, Антонина Игоревна. Мне очень нужен ваш совет. Здравствуй, Лера. Я очень рада, что ты поняла, что я желаю вам только добра и счастливых долгих лет семейной жизни. Я никогда в этом не сомневалась, но сейчас совет нужен из области вашей непосредственной компетенции. Ты имеешь в виду мою педагогическую деятельность? Нет, я имею в виду вашу любовь к детективным романам. Просто мы с девчонками поспорили, чем закончится сериал. Какой? Где идет? Не-не, мы в интернете смотрим и даже заключили пари, кто преступник. Просто я на новом месте, не хочется ударить в грязь лицом. Скажите, если человек, который, как мне кажется, является убийцей, слишком подробно рассказывает о своем дне, тщательно выстраивая свое алиби, о подробности... О подробности выдают ложь. Это первый постулат моего любимого персонажа Нера Вульфа. Так что там с алиби? Ну, мне кажется, оно фальшивое. Скажите, а есть методы, которые позволяют в отсутствие улик вывести преступника на чистую воду? Сыщик намекает преступнику о своей осведомленности, подставляется и приводит его в объятие спеца с наручниками. Подставляется. Хорошая идея. Спасибо, Антонина Игоревна. Не за что. Как все-таки хорошо, что ты работаешь с такими интересными людьми. Привет моей ученице Ай Эль Вири. Хорошо. До свидания. Скажи мне, ты думаешь, что твой муж тупится? Нет. Думаешь, я не узнаю, кто отправлял смс из интернета? Кто? Откуда ты узнала про Гошу и мартовского кота? Ой. Только, пожалуйста, не говори Маринке. Она ходит в этот клуб и Гоша ее личный тренер. Не слишком ли много совпадений? У нас в городе одиннадцать фитнес-центров, пять стрип-баров для женщины и один Гоша. Твоя логика меня убивает. Но знаешь, что самое интересное? Она работает. Угу. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Лера, кажется, да? Вике нет дома. А я не к ней. Я к вам. Послушайте, мне очень интересно, где ваша пациентка Илона берет деньги на пластические операции. Ведь они у вас недешевы. Я не распространяюсь о делах моих клиентов. Правда? Совсем недавно вы распространялись и достаточно подробно. Мне не нравится тон и тема нашего разговора. Думаю, что сейчас еще больше не понравится, потому что я выяснила, что последнюю операцию Илона делала бесплатно. По бартеру за ваши альби. Это ваши безумные фантазии? Нет. Илона мне все подтвердила. Вон! Убирайтесь вон! Один сэндвич и два стаканчика кофе. Недолго мне еще ждать звонка от доктора Шаповала? Да. Не знаю, где была моя голова, но вызов принят и отступать мне теперь некуда. Сработало. Ой, мамочки. Ну, Логинов, помогай. Что-то. Мы его выпустили и извинились, товарищ полковник. Так, это всё лирика, а мне нужен результат. Только результат отличает хорошего следователя от Тургеневской барышни. Ещё версии есть? Не хочу опять вас разочаровывать, товарищ полковник. Это я тебя очень разочарую, Логинов. Если сегодня до 24.00 ты не найдёшь убийцу. Выполнять. Жуткое место. Представляю, как рассердится Игорь на мою самодеятельность. Он скажет, что я слишком заигралась, что легкомысленно и не думаю о последствиях. И, наверное, будет прав. Но у меня есть смягчающие обстоятельства, я это делаю ради него. Здесь страшно. Мрачно и страшно. И Игоря почему-то всё нет. Деньги при вас? Не подходите близко. Как ты догадалась? Ну, в вашем рассказе было слишком много подробностей. Уверена, что я тебя сейчас не убью? Конечно. Вы же купили молчание Илоны. Почему бы вам не купить и моё? Мне нужны деньги, вам здоровая дочь. Ах ты! Ну как? Мой другой такой тупой! Ждем прочим, это я вас раскрыла! А вас никто не узнает! Всё, всё, раскрываем карты. Я следственный комитет, я помощник следователя Логинова. И вы арестованы! А что ты? Скажи, почему ты решила, что я убил этого сопляка из-за дочери? А из-за кого? Из-за чего? Из-за долгов. Ну, отпусти её и медленно руки вверх. А из-за каких долгов? Дома поговорим. Ты сумасшедшая? Зачем ты туда полезла? Всё случайно получилось, я даже не думала. А стоило бы! Почему ты мне ничего не рассказала? Зачем телефон включила? Потому что ты бы стала отговаривать. А сам говорил, что преступника надо брать на горячем. А на что ты надеялась? На удачу? Ну да. Ну а что там с долгами? Шиповал был должен Ивану? Наоборот, это Шиповал дал долг Малинину. Под залог центра. Хотел выйти в правление с правом на долю от акций. Ого! Откуда ты узнал? Я с самого начала делал линию с кредиторами. Изучал счета. И нашёл связь со счетами Шиповала. А, значит всё просто. Взял и убил за долги. Просто, ну не совсем. Шиповал на допросе признался, что хотел вернуть деньги через суд. Но Малинин его обыграл, стал встречаться с Викторией, а та… Забеременела. Да. Нашему хирургу позвонили в тот день из женской консультации. Поздравляли. Но он разбил телефон своей дочке, вызвал курьера с новым телефоном, тем самым обеспечивая отсутствие в машине и алиби. А сам… Стоп! Откуда ты узнала про беременность? Ну, из контекста. Ну, теперь всё понятно. Если бы Иван женился на Виктории, наградил наследником, то простил бы все долги своего свёкра. Я когда твою эсэмэску получил, я ведь чуть не опоздал. У-у-у. Будущий старший следователь Логин не мог опоздать. Привет, мам. Как Лера там даже не появлялась? Я понятия не имею, что могло случиться. Меня нет. Пожалуйста. Да, рядом. Сейчас дам. Тебя. Здравствуйте, Антонина Игоревна. Здравствуйте, Антонина Игоревна. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе. Я Лера Логинова. Дизайнер и художник. Моя жена. Лерчик. Она моя невестка. Моя дочь. Валерий. Лучшая подруга. Выскочка. Булководец. Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Брюш, ты суперский. У меня трое детей. Я была его любовницей. Дизайнер от Кутёрта. Я помощник следователь. А я как распишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задаётся вопросом. Что же делает его жена? Брюш, ты суперский. Вы кто? Вы кто? Что вам нужно? Господи, помогите! А-а-а! Эта история приобрела некий мистический оттенок. Нападавший промахнулся. Убийственные капли серной кислоты пролетели мимо прекрасного лица актрисы. Значит так, смотри. Думаю, никто из нас не в состоянии представить, что чувствовала в этот драматический момент. Скажут своим друзьям. Это было просто, просто чудо. Защита ваших сил, наверное. Пьера, приём! Я до сих пор вижу этого человека, как он идёт на меня в этой своей... Переигрывает звезда. Ох, как переигрывает. А ты знаешь, я ведь когда-то тоже хотела артистка стать. Правда? Даже вовгик собиралась поступать. Незакрытый гештальт. Что? Это такие висяки, которые очень мешают жить. Ну, добавить здесь нечего. Ну, да. Мишка знает, что я прорабатываю свои комплексы с психоаналитиком. Ты ходишь в психоаналитику? Да, Лера, представь. А что? Пришло время разобраться в себе. Ой, смотри, Вероника. Наша дизайн-студия очень гордится сотрудничеством с театром. Замечательная атмосфера, прекрасный коллектив. А Ольга Страхова одна из моих любимых клиенток. Такое шарм, такое чувство стиля. Мне страшно представить, что это прекрасное лицо могло быть обезображено навсегда. Подсел на желтой передачке? Ну, и как, нравится? Не очень. Но сегодня это, как ты выражаешься, желтое дело передали нам. Да? Давай, я займусь. Я обвидела его глаза, говорит Ольга Страхова. Этот человек не остановится ни перед чем. Так, может, поэтому она не сразу решилась написать заявление о покушении? Да, но позвать журналистов Страхова решилась сразу. Теперь эта Мирская будет болтаться у нас под ногами. Так а мы Логинова на нее выпустим. У них же творческий союз. Да что ты подгоняешь ей? Фу. Игорек. Нет. Ну, что там еще пишут? Погоди, ну. Ольга Страхова не исключает, что на нее покушался один из ее поклонников. Ну, и нафиг ему это надо? Это чайно. Из-за неразделенной любви. Вот это я понимаю версия. Браво, стажер Лузина. Татьяков, гомонись. Игорь, бери дело Страховой. Не понял, я же сказал, что возьму. Я в этом театре в любой кабинет. Лариса, а вам интересно это дело? Да, конечно. Да-да, подключайтесь к Логиному. Спасибо. Надо же, какая Вероника молодец. Да? Да. Главное моей свекрови об этом не сказать, а то она меня сразу начнет на работу к ней пристраивать. Мишка! Мишка, время! Что это? Гомеопатия. По часам. Мороки много, толку ноль. Лера, ты разумный человек, скажи моей маме. А ты разумный человек, тебя не беспокоит медленный рост постоянных зубов? Неа. Скажите, пожалуйста, кому следователи проще надела о покушении на Ольгу Страхову? Не знаю. Андрей Пахомов. Радио «Голос города». Не подскажите. Дело поручено следователю Логинову. Кстати, он очень любит общаться с прессой. Класс. А подскажите, как с ним можно связаться? Номер записывайте. Класс. А подскажите, как с ним можно связаться с пресс-службой. Класс. А подскажите, как с ним можно связаться с пресс-службой. Детская жизнь нашего города? Нет. Дело поручили. Какое? Резонансное. Да. Без комментариев. Все. Откуда у них мой номер? Алло. Вы ошиблись номером. У меня создается впечатление, что кто-то неплохо зарабатывает на продаже твоего номера. А ты уже встречался с этой Ольгой Страховой? Ну, так и нет. А ты смотри, что напишет. Мой пиджак от Лагерфельда безнадежно испорчен. Капли кислоты прожгли его насквозь. Какая трагедия. Вот видишь, человек еле остался в живых, а думает о своем наряде. Это называется женская логика. Мужчину не понять. Кстати, если тебе понадобится моя помощь, я к твоим услугам. Лежечка, в моем распоряжении весь следственный аппарат усиленный немалым количеством женщин. Каждый должен заниматься своим делом. Безусловно. О, кстати, мы с Мариной решили монетизировать мой талант. И создали интернет-магазин. Продажи в два клика. Ну как? Ничего. Ничего? Мама просто переживает насчет кукольной мастерской. Ну, скажи маме, что я нашла себе работу. Нашла себе работу? Когда? Ну, вот сейчас найду. Пироник, привет. Да, и вот только в этом году я вышла в плюс. А ведь никто не верил. А помнишь, как ты туники шить придумала? Это те, что с попугаями? Ой, ну да. Слушайте, я как-то прихожу к своей будущей свекрови на день речения, а у нее полотенца с такими же. Между прочим, это мое умение из ничего делать конфету мне и помогло подняться. А сейчас я уже даже могу выбирать заказы, так у меня их много. Так, может, ты к себе Лерку возьми в помощь? Ты у меня уже золотые руки, ты знаешь. Ну, а почему бы и нет? Я с удовольствием. Только мне здесь места маловато. Я могу работать на дому. Миша. Не, ну а что? Ребенку нужна свобода в этом возрасте. Да, но только раньше я застроила его, как на плацу. Ну, ничего, я работаю над собой. А я сейчас договорилась с нашим академическим театром. Мы будем реставрировать Лопе де Вегу. Самая ткань еще ничего, но фурнитуру нужно будет менять почти полностью. В этом театре работает страхово? В этом, в этом. Оказывается, чтобы о тебе говорили на каждом углу, нужно не Офелю с Дездемона играть, а один раз в криминальной хронике засветиться. Не нравится она тебе? Не нравится. Она стерва и интриганка. Она и с коллегами по цеху высокомерно общается. Остальных вообще в грош не ставит. Я думаю, многих было желание плеснуть в нее чем-нибудь. Девочки, а посоветуйте какой-то хороший салончик? Ну, так, чтобы и мастер проверенные, ну, и цены не космические. Марин, тебе? Да, мне. А что, вам можно, мне нельзя? Как-то все это очень подозрительно. Ты влюбилась, что ли? Мишка! Значит так, приходи завтра, Чесиков в одиннадцать. Из театра уже привезут костюм и возьмешь часть на реставрацию. Правда, возможно, придется подождать. У них не всегда машина есть. Да я же за рулем. Я сама возьму. Договорились? Вот. Вот сейчас вот. Лица не видно. Да, плохое кино получилось. Ну, хорошо, что я хоть такое нашла. Ларис, вы молодец. Сейчас позвоните в городе отдел полиции, пускай опера ищут всех, кто попал в кадр. Особенно вот этого вот, в шапочке. Хорошо. А на свою парковку у них что, камеры не смотрят? Смотрят, но в ту ночь не работали. Сейчас поеду выяснять, почему. Мы едем в театр? Нет. Ларис, вы нужны мне здесь. Да, скучная бумажная рутина, вместо увлекательного. Расследование со стрельбой погонями. Так, Лариса, вы не переживайте. В театре днем ничего интересного. Боже, тысячи веков. Как земля не носит на себе ни одного живого существа. Получается, что это бедная луна. Напрасно каждый ветер зажигает свой фонарь. Пусто. Пусто, пусто. Одиноко. Одиноко и страшно. Мои самые худшие опасения оправдались. Страхова постановку блестательно провалило. Ну, не ее эта роль. Понимаете? Вот Лизочка Станчук. Умница. Техника, да. Техника местами хромает. Но зато какая искренность. Хорошо. Если Страхова не тянула, почему ее не сняли с роли? Ты ее снимешь. Нам чайку профинансировали персонально под Ольгу Страхову. Понимаете? Кто? Ну, скажем так, один меценат. Вот. Лиза, в две минутки и пройдем твой монолог. Ну, если будут еще вопросы, всегда рад помочь. Ты что здесь делаешь? Я ширму несу в костюмерную. Вы не думайте, мы все очень-очень переволновались. Ну, конечно. Всего доброго. До свидания. Слушай, Страхова же старая для роли Заречной. Ты только никому об этом не говори. Скажите, а почему Страхова сегодня не играет? Нервный стресс. Реабилитацию проходит. После души и серной кислоты? Девчонки, а может, это Лиза Станчук в нее плеснула? А что логично? Зависть страшная сила. Ну, вы что? Дура, что ли? Зачем это ей? Это же Лиза увела у Страховой Королева, а не наоборот. Королева? А это кто? А кто? Актер. Девчонки, пока. Увидимся еще. Третьяков? Ну, вам что? Сейчас расскажу. Подожди. Главное, чтобы он меня не заметил. Вам кого? Фирма «Карнавал», я за костюмами. Подождите. Спасибо. Главное, не чихнуть. Фу, пронесло. А ведь дважды за десять минут я была близка к оглушительному провалу. Интересно, куда теперь меня направит женская логика? Кто там? Фирма «Карнавал», я пришла примерить на вас костюмы для премьеры. Заходите. Дурочка. В смысле? Наш главный собирался ставить дурочку лоподовой гене. Это к ней костюмы? Ой, это я не знаю. Мне сказали прийти, примерить, чтобы потом подогнать по фигуре. Угу. У вас просто прекрасная фигура. Примерка с вами. Одно удовольствие. Не то что со страховой. Ой, вернитесь-ка. Ну, играйте вы не в пример лучше. Уверена, зритель это оценит. Как вы думаете, а кто ей в лицо кислотой плеснул? Понятия не имею. В интернете столько разных версий. Пишут даже, что это были вы. Из зависти. Из-за роли в «Чайке». Я что, надела маску и плеснула в Ольгу кислотой? Ну, или наняли кого-нибудь. Вам с Ольгой совершенно нечего делить. «Чайка» ради бога. Со следующего сезона у меня контракт со столичным театром. Руки поднимите, пожалуйста. Угу. Не двигайтесь. Не о чем говорите? А Королев? Ну, в театре говорят, что... В театре много, чего говорят. Вы закончили? Мне нужно отдохнуть перед вечерним спектаклем. Ха. Вот он, каков герой-любовник Никиты Королёв. Ну, как по мне, ничего особенного. И не очень верится, что из-за него кто-то готов пойти на преступление. Всем привет. Не вижу Логинова. Он еще не вернулся из театра. Да? Я его там не встречал. Коль, ну, пока наш, извините за выражение, медленный, вдумчивый, упор на работу, то я уже кое-что выяснил по своим каналам. Да? Ну, давай, рассказывай. Смотрите. Некоторое время назад Страхова со скандалом порвала с премьером театра. Никитой Королёвым, да. Я мониторила интернет. Молодец, стажер. Мои источники говорят, что Королёв Страхову поколачивал. Она в интервью это отрицает. Ну, бабы сплошь и рядом все отрицают. Но это еще не все. Теперь наш герой-любовник утешился с молоденькой актрисой, некой Лизой Станчук. Когда режиссер назначил на премьеру Страхову, Королёв с ним разругался и даже угрожал сняться с роли. Понимаете? Страхова ему мешала. Кто же мне герой-любовник? Ладно, алебардой, но кислотой? Стройная версия. Но доказательств нет. Так передай делом мне, в чем проблема. Я за день найду вагон доказательств. Да, Лероша? Привет, Игорёш. Я уже дома. Была сегодня в драмтеатре. Костюмы на реставрацию забирала. Ты не представляешь, что там творится из-за этой Страховой. Я-то как раз представляю, полдня в театре проторчал. Не знал, что и ты там была. Да? Странно, что не увиделись. Слушай, ну а как тебе театральная жизнь изнутри? Да, как везде. Сплетничают только чуть больше. О, да, сплетни. Я наслушалась. Некоторые говорят, что эта молодая актриса Лиза Станчук завидовала Страховой. А другие говорят, что она, наоборот, обошла ее по всем фронтам. И мужчину у нее увела и в карьере дальше продвинулась. И вообще, что она осенью уезжает в столичный театр работать. Следователь Логинов получает инструкции от жены. Кто у него жена? По профессии художник. По призванию домашней полководицы. Кухонный командир. Лерочка, ну тебе-то это все зачем? Не лезь ты в эти театральные страсти. Давай, я люблю тебя. Целуй пока. Ты и выяснил, что там с камерами на парковке? Она уже полгода не работает. На прошлой неделе поднимали вопрос на общем собрании театра. То есть, это все слышали и кто-то этим воспользовался? Вот этот вот тип шапочки. Из нашего плохого кино. Некто Борис Чуцкой. Бывший актер. Спился, бомжует. Постоянно верится вокруг театра. Так вот, после этого происшествия он исчез. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, а Королёв выходил? Нет. А ты из какого издания? Городской портал. Мне нужен Никита Королёв. Всем нужен Никита Королёв. Значит так, когда я буду писать синхрон, ушла она десять метров в сторону. Это понятно? Да вы так не нервничаете. Я сам? Я неясно выродилась. Королёв мой. Спасибо большое. Вы волшебны, вы волшебны. Пропустили. Чёрт. Ладно, пусть мыть. В каждом театре есть служебный вход. Надо же, и тут неудача. То ли моя интуиция сегодня капризничает, то ли я неверно толкую её намёки и подсказки. Извините. Ой, Никита, подождите. В чём дело? Я ваша поклонница. Я не пропускаю ни одного спектакля с вашим участием. Но сегодня чайка, аншлаг, мне не удалось купить билет. Но у вас такой тонкий рисунок актёрской игры, такое глубокое понимание драматургии, а ваш голос, он просто завораживает. Он такой сексуальный. И нежный, и угадывается характер сильного, незаурядного мужчины. А вот эти хриптлы, обертона, от них просто слёзы наворачиваются. Я не знаю, что мне. Я должен расслабиться после спектакля. Составите мне компанию. Все достало. Я задыкаюсь в этом городе. Тупая, самодовольная провинция. Чехову даже и не снилось. Может, всё-таки будете, Валерий? Спасибо, я за рулём. А журналисты? Они интересуются не моими ролями, а скандалами и сплетнями. Ну, их можно понять? Такое происшествие... Никита, скажите, пожалуйста, это правда? Публике нужны лишь аттракционы, развлечения. Годы идут. Сколько великих ролей ушло безвозвратно. Ну, прекратите, вы прекрасный артист, интересный мужчина. С вами рядом всегда такие женщины. Какие женщины? Ну, Ольга Страхова или Лиза Станчук. Да ладно вам, Страхова, стерва. Всегда шла по головам. Для неё люди мусор. Он недавно... Ей не понравилось, какие волосы уложили. Так она этой... Гремёршая... Как её... А, неважно. Плойкой руку обожгла и выгнала из театра. Да. Вот так и меня вышвырнуло из своей жизни, когда на горизонте возник тот, кто богаче. Кто? Да неважно кто. Один, другой. О не в этом же дело Лиза Станчук говорить. Увы. И нужен только для старта. Верочка, ну, может чуть-чуть. Артист не должен пить один. Извините, я правда не могу. Вы не такая, как все они. Я же вижу, вы искренне настоящие. А вы умеете слушать. И вы... Вы понимаете мою боль. Лерочка. Отпустите, пожалуйста. Отпустите. Никитушка, пора домой. Помоги. Валерия, Лерочка, не исчезайте. Может быть, я именно вас искал всю мою жизнь. Да, 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 да. Толик, да ставь его к самому подъезду. И проследи, что внутрь вошел. Чтобы не отправился бродить, как в прошлый раз. Сделаем. Пропадает, мужик. А ведь какой красавец был. Да, и актер хороший. Ничего тут не поделаешь. Спиваются они. Вот и Боря Чудской. Тоже же героем-любовником был. А сейчас он стреляет деньжат под театром. И ко мне за выпивкой. Грозно. Да не то слово. Ты держись от актеров подальше. Нельзя с ними дело иметь. Не подходи! Я у него муж-следователь, он нас хорошо ходил на войти. Спорта, пацанует, джинсы, у него пистолетный автомат! Лёш, это я. Тихо-тихо-тихо. Паразиты опять мамочку выкручили. Слушай, а как твое расследование из жизни Бомонда? Пока я тут разбираю психологические аспекты дела, Третьяков подсуетился и поймал преступника. И кто он? Некий Никита Королёв, бывший возлюбленный Страховый. Ну, это вряд ли. Почему? Во-первых, я читала его интервью, а во-вторых, Вероника с ним работала, и, ну, он мярцисс, алкоголик и бабник. Короче, такой вряд ли пойдёт на преступление. Не пойдёт. А ещё мне девочки в костюмерке рассказали, что Страхова намеренно обожгнал гримеру плойкой. Потому что, видите ли, ей прическа не понравилась. Нервная дамба. Угу. О, смотри, мотив. Месть маленького человека, о котором никто не вспомнит. А меня как раз интересует большой человек. А это кто? Тот, которого всегда упоминают, когда говорят о Страховой. Но не хотят назвать его фамилию. Загадочная личность с большими возможностями. Как будто трудно пробить, кто профинансировал чайку. Три, четыре, пять. Оп. Глотай. Их рассасывать нужно. Хотя какая разница. Могли бы просто выклинуть за окошко. И мама не узнала бы. Миш, это кальций. Он очень полезен для твоего организма. А маму, кстати, обманывать никогда нельзя. Добрый день. Я прошу прощения, что отвлекаю. Это очень важно. У меня в субботу свадьба. Мне нужна Света Гримёр. Мне её очень рекомендовали, как хорошего визажиста. А, да что вы говорите, я не знала, что у нас в городе снимается кино. А можете дать ей телефон? Светлана, спасибо большое. Здравствуйте, Светлана. Я представляю интернет-ресурс «Городской портал». Мы делаем ряд очерков о людях интересных профессий. И художник-гримёр на съёмочной площадке – это именно то, что нам нужно. У вас будет минутка? Можно к вам подъехать? А адрес скажете? Спасибо большое. До встречи. Врёшь ты суперски. Ты правда так думаешь? Миша, это только для работы. И, пожалуйста, маме не говори. Театр так жесток. Атрица может себе позволить всего лишь минутную слабость, а не более. Скажите, а тот меценат, который профинансировал постановку у Чайки? А, что? Господи, а что за глупости? Послушайте, никогда не доверяйте рассказам театральной братьи. Они же лгут постоянно. Хотя, согласны, делают они это мастерски. Позвольте. Позвольте. Да, конечно. Лариса, слушаю. Кого? Напился, потому что получил деньги. Лариса, как придёт в себя, сразу же его в управление. Вы знаете, я, я так устала от этой истории. Я бы просто хотела всё это забыть и выходить на сцену, горить людям радость, больше ничего. Да и простила этого человека, каким бы он ни был. Скажите, я могу как-то забрать заявление и просто прекратить всё это? Да, нет. Преступник может повторить попытку. И где гарантия, что он снова промахнётся? Бери эликсир. Это плюс детник жизни. Где я? Я не вижу. Пропал уже. Быстрее надо. Прыгай, прыгай, говорю. Прывайся же. Миша. Таймер. Лера, в прошлый раз мы принимали. Правда, правда. Честно, честно. Тон. Ну как? Вау. Ты красотка. По какому случаю? Так, просто так. Надо же иногда что-то в себе менять. Слушай, Лера, а ты ветерку не можешь ещё с Мишкой посидеть? Свидание? Да, конечно. И чтоб лекарства не игнорировали. Да, тут, пожалуй, посложнее, чем в театре. Совершенно другой ритм работы. Но гораздо интереснее. Я недавно делала аналогичный материал с гримерами в городском, академическом. Они мне рассказали эту историю с плойкой. Ужас. Как такой садизм мог сойти ей с рук? Да ладно, страхова не садистка, она психанула. Тут же сама испугалась, сделала мне перевязку. Потом она договаривалась о моей работе здесь, в сериале. Короче, я уже забыла. Давайте не будем об этом писать. Хорошо, не будем. Да, она по жизни чё-то неплохое. Помогает людям. Борис Аркадьевич на эпизод устроила. Он по новой попал в актёрские базы. Может, его снова сниматься позовут. Хороший дядька, пропадает. Венеры закончат. Прошу всех вернуться на площадку. Я достаточно вам наговорила? Вполне. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Мне сложилось впечатление, что Страхова знает, кто на неё покушался, но не хочет говорить. Как это не хочет? Ты просто не смог её расколоть. Почему ты так решил? Она поняла, что мы взяли возможного исполнителя. И запаниковала. И ещё. У меня вопрос. Почему Страхова так пытается скрыть своего покровителя? Ну, это действительно странно. Это же её главный козырь. Делайте успехи. Стажер Лузина. А может, она его боится? Вот и я о том же. Не исключено, что покушение заказал именно он. Мотив? Пока не знаю. Всё что угодно. Может быть, она ему изменила. Или начала шантажировать. Да. Хорошо. Хорошо. Привезли. Твою бомжалка-голика. Здравствуйте, Антонина Игоревна. Игорь сказал, что ты устроилась на работу. Поздравляю. Спасибо. Надеюсь, что тебе теперь и не придётся меня обманывать. Мне правда до сих пор неловко. А я ведь сразу что-то такое заподозрила. Врать ты не умеешь. Что, впрочем, качество положительное. Я, кстати, сейчас читаю очень интересное криминальное исследование в паутине женской лжи. Так вот, представь себе, что мужская и женская ложь между собой разнятся. Да? И чем же? У женщин получается лучше? Да, получается лучше. Но мужчины врут не меньше женщин. Правда, они не утруждают себя продумыванием лжи. Поэтому часто горят на деталях. А вот женщины... Неужели всё продумывают? Да. Вот, послушай. Женщина легко погружается в выдуманный ею мир. И он становится для неё реальным. Маска прирастает к лицу. Женская ложь объёмна, многослойна. Это почти альтернативная правда. Теперь ты понимаешь? Антонина Игоревна, вы гений. Спасибо вам огромное. Я хочу сделать чистосердечное признание. Присаживайся. Спасибо. Пишите. Пишу. Я, Чудской Борис Аркадьевич, плеснул кислотой Ольгу Страхову. Вернее, намеренно мимо. Кто-нибудь другой на моём месте очевидно, не промахнулся бы. Поэтому я и позволил себя нанять. Кому? Даме. Даме в тёмных очках и в машине с тонированными стеклами. Номер и Марку вы не запомнили, да? Нет. Да. Но это была тёмно-красная машина. Хищной, обтекаемой формы. Узкие фары. Развёт. Да. И на радиаторе значок. В виде трезубца Посейдона. Простите, а что мне за это будет? Больше, чем вы думаете. Таких автомобилей в городе всего три. Владелец первого уже полгода живёт за границей. Второй принадлежит владельцу спортклуба регата. Но там на капоте и крыльях клубная символика. Стажёр Лузина, а вы бы со мной прокатились на такой машине? С 95-летним стариком? Не понял. А сколько лет, по-твоему, нужно работать следователем, чтобы заработать на такую машину? Ну, ничего. Скоро у меня будет зарплата старшего следователя. Так что ждать вам придётся лет так пятьдесят. Так, а третья? А третья, сейчас смотрю. Третья куплен всего два месяца назад. Обалдеть! Ничего себе! Ну, тогда. Так, теперь, похоже, мы знаем имя покровителя нашей потерпевшей. Автомобиль зарегистрирован на его супругу. Да, мы в тёмных очках. Мотив – ревность. Зачем она засветила такой заметный автомобиль? Не могла оставить за углом? Ну, дура, потому что. Как все они. Дамы редко обращают внимание на такие вещи. В особенности женской психологии. Нет, тут не в женской психологии дело. Такие люди уверены в осознании полной безнаказанности. Что им всё можно. Что им за это ничего не будет. Подожди, ты что, намерен продолжать расследование? Да, он же нас в бетон закатает. Намерен. Да, Коль. И сейчас эта дама вместе со своим мужем отдыхает на Канарах. А наш Игорь собирается её брать в аэропорту. Прямо по прибытии. Ну, правильно. Наверное, чтобы она не сбежала. Валерия, человеку такого уровня переходить дорогу нельзя. Понимаешь? Если Игорь это сделает, у нас у всех будут очень большие неприятности. Коля, что ты мне звонишь? Поговори с Игорем сам, вы же друзья. Ты же знаешь, с ним невозможно разговаривать, если он что-то решил. Ну, поговори с ним как начальник. Знаешь, Коль, прикажи ему. Лер, Лер, ну, сама веришь в то, что ты предлагаешь. Я ему уже раз в сто приказывал постричься, и что? Ну, в общем так, давай я уговорю алкаша, который плеснул страховой кислотой, изменить показания, а ты беди Логинова. Не лезь на рожон. Тогда мы как-нибудь выкрутимся. Коля, а ты-то сам веришь в то, что ты говоришь? За столько лет дружбы, неужели ты не понял, что Игорь никогда и никого не будет слушать, если уверен в собственной правоте? Пока. Миша, нам лекарства не пора принимать. Рано еще. Как ты думаешь, оно скоро придет? Милый мой, ну, во-первых, не она, а мама. А во-вторых, она красивая, умная, замечательная и имеет право на личную жизнь, да? На личную жизнь? Ага, посмотри. Выпала из маминой сумки. Она сама купила себе цветы. А когда мы ходили к тете Веронике, мама просила отправлять ей смс-ки. Каждые пять минут. Вот зачем? Я не знаю. А еще я нашел у нее. Вот. Это ей, этот, психолитик дал. Угу. Посетить салон красоты, купить себе букет, заинтриговать подруг, делая вид, что у вас появился поклонник. Производим впечатление. Хоп! Алло. Алло, Свет, здравствуйте, это Валерия. У вас есть секунды? Скажите, пожалуйста, а как была фамилия этого артиста, которого Страхова устроила в кино сниматься? Чудской. Спасибо большое. Миша! Иди-ка сюда. Ты мой маленький гений. Шерлок Холмс, Мегре, Коломбо. Одни смартфон, слышу. Я дома. Ну, как ваши дела? Не скучали? Нет, не скучали. Гранулы пили. А, новая сумка. Да, подарили. Да, и мне очень нравится. Нравится. Разоблачили. Опять ты здесь? Да, Никита, еще рано. Да, помню я, нельзя с артистами иметь дело. Я и не буду, честное слово. А зачем ты тогда пришла? Узнать про Бориса Чудского. И у меня про него рассказывают. Не знаете, какие у них отношения с Ольгой Страховой? Ну, почему же не знаю? Боря очень нежно относится к Оленьке. Говорит, в прежние времена попробовал бы ее завоевать. А теперь, теперь и мизинцы ее не стоят. Ну, наконец-то. Где моя ветровка с капюшоном? А то здесь только вот это. Ну, надень вот это, будешь нашим кровем. Вера, мне не до шуток. Что случилось? Послушай, ты не хочешь на пару недель съездить к своей маме? Ну, зачем? Ну, мне так будет спокойнее. На работе проблемы. И мне сложилось впечатление, что твоя мама недовольна, что ты с ней мало общаешься. Ой, да прекрати. Моя мама все время недовольна. Это ее естественное состояние. Потом, куда же я уеду? У меня работа. И к тому же девчонки сегодня рассказали, что у Вероники... А я работа сплошная сплетня. Твоя Страхова помогла одному артисту-алкоголику устроиться в кино. Его зовут Борис Чудской. Знаешь такого? Знаешь такого? Моя Маринка такой учудила. Ты себе не представляешь. Знаешь что? Даже не догадываешь? Она теперь ходит в психоаналитику. И он ей дал такое задание, что нужно имитировать картину своей бурной личной жизни. Я ей поверила. Вероника ей поверила. И то есть с этим заданием произвести впечатление она справилась на отлично. Только Миша ей не поверила. Произвести впечатление? Угу. О, твоя мама звонила. Она мне цитировала книжку одну очень умную. Мама может. И там говорится, что если врет мужчина, он использует логику, но горит на деталях. А если врет женщина, она воссоздает воображаемую реальность. Да так достоверно, что все ей верят. А, слушай, вон твоя серая куртка висит под моей розовой. Воображаемую реальность? Угу. Спасибо. Спасибо. Буду скоро. Сработало. Ай да я. Да-да. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте. Были на спектакле? К сожалению, нет. Но уверен, вы играли прекрасно. У вас вообще великолепно получается создавать воображаемую реальность. Ну да, вообще-то я актриса, и говорят, неплохая. К слову, ваш сообщник Борис Чуцкой тоже неплохой актер. Но ему не дается большая ложь. Горит на деталях, путается в показаниях. А, я не понимаю, мой кто? Это же вы наняли Чуцкого для того, чтобы он проснул вас кислотой. Вернее, мимо вас. Хотя нет. Две капли все-таки попали на пиджак от Лагерфельда, верно? Что вы думаете? У вас был план. И если вашего сообщника возьмут, то он подробно опишет автомобиль супруги вашего. Чушь. Не думаю. Завтра его проверят на детекторы лжи, и последние сомнения отпадут. Она звонила мне с угрозами. Несколько раз. Я, к сожалению, не сохранила звонки, но вы ведь можете проверить. Я пришла к нему, я все рассказала. Я думала, что это будет последняя капля, и он, наконец, разведется. А вместо этого он устроил скандал мне. Сказал не трогать его семью и укатил женой на кона. Боюсь, у вас будут большие проблемы, когда все это откроется. Добить хотите? Давайте добивайте. Мне и так. Черная полоса. Проект закончился. В новые пока не берут. В театре молодые наступают на пятки. И вот ему оказалось не нужно. Вы решили вот таким вот образом напомнить о себе публике, и заодно отомстить его жене? Послушайте, но ведь никто не пострадал. Но я же могу заплатить штраф. Могу сразу вам. Только бы эта история не попала в прессу. Ладно. Что-нибудь придумаем. Только о деньгах больше не нужно. Слыхали новости? Игорек-то наш взрослеет. Немножко подумал, конечно, пока чевряжился, но все-таки заставил нашу приму забрать заявление. Ничего себе. Ну, Чудской тоже отказался от показаний. Ну, как по нотам. Я прям готов у нашего Логинова парочку уроков взять. Это будет недешево. Да ладно тебе, молоток. И нужно было себе камикадзе корчить. Не знаю, как теперь с красивой быть. Тут Мирская звонила. Ну, не дрейфь, прикрою тебя своей мощной грудью. Благодаря доблестной работе наших сотрудников дело раскрыто. Подробности строго конфиденциальные. Речь идет о тайне следствия. Похоже, преступник и жертва, как это нередко бывает, полюбовно договорились за спиной у наших доблестных органов. Или при их участии. Ну, и я звать Амурская. Да, но Третьякова полезна. Справедливости ради хочу сказать, что это дело раскрыто только благодаря тебе. В смысле? Ты очень удачно устроилась на работу. Да, да. Откражем? Добрый день. Я к вам в гости. Или, может, кто-то не рад? Ничто не предвещало стихии. Ураган налетел неожиданно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Я ваша покланница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? Продолжение следует... Денис! Денис! Твой сын у нас готовый обменять его на деньги. Обратишься в полицию, он умрет. Алло, Игорь, Оля Трубникова. Извини, что поздно. Мне очень нужна твоя помощь. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пища богов. Лерун, ты великолепна. А если ты так за вчерашнее поведение извиняешься? В смысле? Ну, шел вечером, неизвестно, куда вернулся под утро. Ну, мам, у Игоря ненормированный рабочий день. А, ну, еще бы. Слушайте, у меня вчера на работе такой смешной случай был. Да, вся твоя работа, смешной случай. Костюма Зайцев и Рядов Морозов реставрировать. Для этого надо было заканчивать институт. Смотрите, Сергеевна, вы несправедливы. У Лера сейчас крупный заказ на классическую постановку в академическом театре. А-а-а, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо бежать. Подожди. Хочешь, я тебя довезу? Ну, что ты, у тебя много работы. Еще мама приехала к тебе. Не к тебе, а к вам. К нам? До ветера. Какая у твоего мужа интересная работа. Угу. Ты знаешь, его вот начали замечать в управлении. Я уверена, что должность старшего следователя у него в кармане. Ты что, вообще ничего не понимаешь? В смысле? Да ты же не замечаешь элементарных вещей. Вчера ночью сорвался, неизвестно куда. Сегодня утром за завтраком три СМС от какой-то Ольги Трубниковой. И скомканный уход. Даже слепому видно, что у твоего Игоря другая женщина. Ну да, мам, сегодня вторник, по вторникам он ходит к любовнице. Лера. Мам, ну пожалуйста, Игорь следователь. У него тысяча причин получать СМСки. Когда ты в последний раз их читала? Зачем? Как зачем? Читать переписку мужа – это элементарные правила сохранения семьи. Что ты знаешь о его прежней жизни? Мне достаточно. И вообще, меньше знаешь, крепче спишь. Одна в остывшей постели. Да, наконец-то. А ты забралась. С трудом нашел вашу контору. Показывай. Вот. Еще одну. К завтрашнему дню приготовить сорок тысяч евро. Инструкции получишь по телефону. Напоминаем, никакой полиции, иначе убьем пацана. Оля, я бы на твоем месте все-таки обратился в полицию. Нет. Речь идет о жизни ребенка. Заниматься этим неофициально крайне сложно. Нельзя подключить экспертов, нельзя кинологов подключить, оперативник. А счет идет на часы. Звони. Если эта история всплывет, я останусь без сына. В каком смысле всплывет? Ты мне что-то не договариваешь? Я думаю, что эти письма розыгрыш. Мой ребенок у Бориса, мой бывший муж. Уверена, что он сейчас сидит на даче за компьютером у кого-нибудь из друзей Бориса. Так позвони ему. Что за идиотские шутки с письменными угрозами? Он хочет отнять у меня сына. Собирает доказательства, что я плохая мать. Через четыре дня суд, и если к этому времени Денис не вернется домой, его юристы используют это против меня. Игорь, помоги мне. А сразу нельзя было это все рассказать? Здрасте. Друзья видели меня в криминальных хрониках. Оценили. Твои друзья любят смотреть полицейские ориентировки? Один-ноль. Можешь отыграться. Третьяков слушает. А, Володь, привет. Слушай, это Лера. Подожди, пожалуйста, Игорь. Так нет его. Может быть, где-нибудь в полях? Ага, пока. Давай. Кстати, мы остановимся на самом интересном. В полях. Интересно, где находятся эти самые поля. О, вот они. Агентство недвижимости. Зачем? А, понятно. Ну, нужно отдать должное вкусу моего мужа. Очень эффектная женщина. Как только получишь новую инструкцию, сразу же звонит. Реша. И еще. Где он бывает, помимо работы? По утрам бегает до меня в ряже, около семи. Любимый ресторан? Квазимоно. Там часто обедает, а в субботу мы ужинаем с друзьями. Я на тебя очень надеюсь. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? А я иду квартиру смотреть в ряботеку. А. Ага. А судя по твоей занятости, ты очень скоро станешь старшим следователем. Надеюсь. Пойдем со мной. Я очень спешу. Куда? Работа. Лер, ну как я тебе в этом наряде? Произвожу впечатление состоятельной, состоявшейся леди. Лер, ну? Дашь поносить? Ну, это же не твой размер. Не мой? У тебя муж следователь. Он каждый день разговаривает с десятком баб. Если каждый ревновать, можно с ума сойти. Да, а где вот эта тонкая грань между расследованием и другими отношениями? Потому что моя мама говорит, что... О, все понятно. С этого нужно было начинать. Понимаешь, твоей маме нечего делать, вот она и занимается разной ерундой. Да, Игорь не идеальный мужчина. Но, поверь мне, он не бабник. После трех лет борьбы с Мишкиным отцом, я прекрасно знаю, как себя ведут бабники. Хорошо. Ты иди. Меня Мишка обещал, но чуть в шахматы драть. Мишка. Я не знаю, так странно себя как-то ведет в последнее время. Что-то закрывается в своей комнате. Понимаешь, какие-то свои секреты, свой мир. Чувствую запах? Угу. Ну, я надеюсь, ты пошутил. Управление полностью переходит на электронный документооборот. Нужно закрыть всю документацию, оформить весь Акиб и подготовить отчет по всем текущим делам. Третьяков, что у тебя в разработке? Товарищ полковник, у меня три дела в высотках. По 150 квартир на подъезда, только на обход месяц работы. Четыре дня. Логинов. Два дела в работе, по трем нужно подготовить заключительное обвинение. Вот эти три закрою в первую очередь и срочно передавай в прокуратуру. Две недели. Как и для всех. Четыре дня. И срочно подстригись, понимаешь или нет, Логинов? Дела можно взять на дом? Тебе можно. И как-то активней приобщайся к работе вашего очаровательного стажера. Вопросы, господа сыщики? Разрешите, а за напряженную работу премия предусмотрена? Но если вопросов больше нет, тогда свободны. А давайте телевизор посмотрим. Помнишь, мы всегда по вечерам всей семьей смотрели новости, обсуждали? Это очень укрепляет семью. Извините, не надо новостей, работа не в проворот. Работать нужно в рабочее время. Ну, это если не тратить его на нерабочие встречи. Ты о чем? Просто так. Лера, а ты бы позвонила Коле Пухтинову, вот так по старой дружбе. Чего это он семейного человека даже ночью работая загружает? Не надо звонить Коле Пухтину, у меня подработка неофициальная в управлении, лучше об этом не знать. Это прекрасно, когда мужчина заботится о подработке для семьи. Нет, тут другое. Просто у меня знакомая, старая знакомая, у нее проблемы. Я пытаюсь ей помочь. А, ну, теперь мне все ясно. А что это за знакомая? И как ты можешь ей помочь? Лера, это не моя тайна, и сложность заключается в том, что я не могу вести полноценное расследование. Ну, здорово, что у тебя от меня появились тайны. Лера, да, Оль, что-то случилось? Давай, успокойся, выпей снотворного и ложись спать. Хорошо, сейчас буду. Я ненадолго. Ладно. Деньги будут завтра. Зачем ты тратишь мое время? Видите ли, та сумма, о которой вы говорите, она, она немного завышена. Правда. Ваш Крайслер можно отремонтировать намного дешевле. Правда. Тебе не устраивает моя сумма. Завтра будем говорить по-другому. Ты понял? Понял. Ну, а сколько ты сегодня будешь? У меня сегодня очень важная операция, поэтому могу задержаться. Если не отвечу, не обижайся. Принеси, пожалуйста, мой телефон, а то руки. О, неужели это я тайком проверяю телефон своего мужа? И правильно делаю, оказывается. О, спасибо большое. Спасибо. Олечка, там одна клиентка пентхаусом интересуется. Покажи ей варианты. Она хочет говорить только с директором. Хорошо, давай ее сюда. Проходите. Здравствуйте, Ольга. Я Валерия. Добрый день, Валерия. Очень рада, что вы выбрали наше агентство. Присаживайтесь. Добрый день, Борис. Добрый. А вы кто? Я адвокат Ольги Трубниковой. Я хотел бы... Даже не хочу тратить на вас время. Ну, можно же договориться. О чем? Если моя жена снова собирается откупиться, то это бесполезно. Послушайте, мне не нужны ее деньги. И суд выиграю я. Вы в этом так уверены? Абсолютно. Уже через час после суда я заберу ребенка у его безалаберной мамаши. И с этого момента он будет жить со мной. Похвальные отцовские чувства. Когда последний раз увидели сына? Послушайте, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к моим адвокатам. Зачем мучить ребенка? Он же живой человек. Во-первых, о каких мучениях идет речь? Во-вторых, это мой сын, собственный. И он должен быть со мной. Пуговицы на рубашке, деньги в банке, машина в гараже, а сын дома. Все понятно? Ну, нет. Стадион мне не нужен. Трехсот метров вполне достаточно. Но должен быть отдельный вход для прислуги. Понимаю. Главное, ничего не перепутать. Покупка квартиры – мужское дело. Но одинокая женщина должна во всем разбираться сама. Да, понимаю. Ну, не думаю, что вы уж до конца меня понимаете. Чего же, я вас очень хорошо понимаю. Знаете, в жизни нужно искать не идеального мужчину, а надежного. Извините. Да, Игорь. Ты уверен? Хорошо, я сделаю все, как ты скажешь. Извините. Руслан, подготовьте варианты квартир для Валерия. Мой менеджер вам все покажет. Но я рассчитывала на вас. Поверьте, он профессионал. Извините. Всего доброго. До свидания. Присаживайтесь. Буквально через минуту я вам все покажу и расскажу. Пойми, завтра мне нужно вернуть эти деньги. Иначе я окажусь на улице голой и босой. Значит, в следующий раз ты не станешь приближаться к Расселерам ближе, чем на 20 метров. Мне сейчас не до шуток. Так, малыш, если я с тобой сплю, это не значит, что я выложу 40 тысяч на компенсацию твоей глупости. Бери кредит. Привет, Лероша. Привет. Ну, проценилась я к предложениям фирмы Метраж. Мне кажется, они нам не по карману, хотя фирма как будто надежная. Фирма действительно надежная. Там директором работает та самая знакомая, которой нужна моя помощь. Ольга Трубникова? Ага. Ну, может быть, она нам сделает серьезную скидку, если ты сможешь ей помочь. Лер, ты считаешь, это удачная идея? Ну, честно говоря, нет. Мне показалось, что она даму достаточно прижимистой, она даже своему любовнику не хочет платить. Какому любовнику? Ты о чем? Понимаешь, пока сидела, ждала, стала свидетелем трагической сцены. Оказывается, она спит со своим подчиненным Русланом и не хочет ему за это платить 40 тысяч. А он требует. Сколько он требует? Сорок тысяч. Леруш, я тебе перезвоню, ладно? Оля, нам нужно с тобой сегодня увидеться. Привет. Привет. Как тебе попадает входящая почта? Менеджер приносит. Иногда сама забираю. А вчерашнее письмо с угрозами кто принес? Не помнишь? Письмо было в пачке документов от клиентов из Испании. Принес Руслан. Где ты хранишь наличность? В кабинете, в сейф. А содержимое в сейфе кто знает? Только я. И Руслан. Думаешь, он? Вполне рабочая версия. Он попал в аварию, просил 40 тысяч евро. Зачем ему просить, если он получит выкуп? Чтобы отвести от себя подозрение. Когда пришло первое письмо, он был ряд в ЕО уничтожен. Успокойся. Если это он, я с ним разберусь. А пока давай обсудим план действий. Понимаешь, в пьесе написано «Таинственная незнакомка». И они так примитивно видят этот костюм. Ну, шляпа, очки. Парик. Маск узора, короче. О, надо в интернете посмотреть. Что запах странный? Чувствуешь? С улицы, наверное. Миша, а ты у себя в комнате окно закрыл? Мне душно. Простудиться хочешь? Не простужусь. А давай, может, в шахматы поиграем? Нет. Ну, видишь. Может, его к психологу сводить? Да прекрати. О, а тебе уже пора. Ты шляпки гуглишь или свою ревность? Я случайно вышла на ее страницу. Это паранойя называется, да? Нет. Называется «интересоваться жизнью мужа». Ну, что, эффектная барышня. Думаю, есть повод поволноваться. Да-да. Что ты там на нее нарыла? Бизнес-вумен. Сделала себя сама. Про личную жизнь. Влюбилась, вышла замуж, родила дочь, развелась. Через 10 лет подумала, что поумнела, влюбилась, вышла замуж, родила сына, развелась. А сейчас живет с каким-то, я так понимаю, альфонсом. С этим, что ли? Да. Ага. Он симпатичный. Опа. Мне кажется, знаю ее первого мужа. Откуда? Точно. Вячеслав Соколовский. Мы встречались пару раз на арт-тусовках. Такой взъерушенный, мерзкий тип, страшный. Ой-ой-ой, мне пора. У тебя есть шляпы и очки? Зачем тебе? Надо, чтобы Игорь меня не узнал. Ты что, следить за ним будешь? Да. Лер? Нет. Да. Да. У тебя что, выбор есть? Я на велосипед последний раз садилась в 12 лет. Ну, ничего. Как раз, пока до парка доедешь, все вспомнишь. Я иду в глубокий парк. Саня, Саня, не стереть. Будь внимательна, заделил сипедистка. Привет. Будь внимательна, заделил сипедистка. Возвращай сюда на мост. Ты где? Не ищи меня глазами. Я все контролирую. Никакая никого подозрительного не наблюдаю, кроме велосипедистки. Требует бросать пакет вниз. Подожди. Подожди. Не спеши. Я пока не понимаю, кто курьер. Ты можешь потерять деньги. Мне сам важнее. Мне кажется, это велосипедистка. Сначала у музыкантов вертелась, потом... По-моему, можно забирать деньги. Если я когда-нибудь скажу тебе, что хочу купить велосипед, убей меня. Ну, хоть все удачно прошло? Ну, да. Игорь меня заметил, но, кажется, не узнал. А еще я выяснила, что это было не свидание. И у этой Ольги действительно проблемы, и мой гараж просто помогает их решать. Ну, а что требовалось доказать? Давай в душ. У меня нет нужной суммы. Если вы меня сейчас убьете, вы вообще денег не увидите. Где ребенок? Чего? Ты дурака мне не валяй. Где сын Ольги Трубниковой? Ты говори, или что? Приковать тебя наручниками в недостроенном доме будешь ждать, пока жильцы въедут? Я не знаю. Кто знает, Борис знает. Ты только что вышел из его машины. Так это ничего не означает. Мы просто с ним встретились. Просто встретились. Задьми! Я хотел ему продать информацию о том, что Дениса украли, чтобы ему было легче выиграть суд. Но он отказался. Он сказал, что у него там все схвачено. Ну, ты и свалочек. А ты вообще кто такой, а? Добрый вечер! Стоять, козлира! Стоять! Давай, вперед! Давай! Давай, я слушаю. Мам, все будет хорошо. Вот увидишь. Я уверена, что с Денисом все в порядке. Дай мне воды. Кузьма, это все? Ладно, спасибо. Только помни, это неофициальное дело. Спасибо, давай. Преступник отправлял смс-ки, находясь недалеко от нас. Отправлял их с воровым ноутбуком. А таких на радиорынке пруд в пруди. Через 15 минут он исчез из системы сетевого контроля. Эта ниточка тоже оборвалась. Слушай, а если это не Бориса? Мой ребенок сейчас неизвестно где, неизвестно с кем. Ты прав, нужно было звонить в полицию. Мама, ты все сделала правильно. Игорь без полиции во всем разберется. По правде говоря, я думал, вы уже спите. Да нет. Тебя ждем. А ты у нас на износ работаешь, Игорь. Прямо на износ. Что? Полночь скоро. Мам, у нас что-то должно превратиться в тыкву? Слушай, ну, может, ты объяснишь, что происходит? Лера, фигня происходит. Мои знакомые, я тебе о ней рассказывал, Ольге Трубниковой похитили ребенка. Можно? Только аккуратно. И тут без криминалиста не обойтись. Так а в чем проблема? Нет проблем. Проблем нет, если бы это было официальное расследование, если бы делу был бы присвоен номер, если бы были заполнены все необходимые бумаги. Подожди, а что, друзья не могут помочь? Кузьма, чем мог, помог. Михалыч, в отпуске. Мне кажется, что это вырезано из журнала, который имеет отношение к искусству. Ты мой эксперт-криминалист. Но такие буквы и такую бумагу используют в любом глянце. Ну, а тебе удалось что-нибудь выяснить? Было два подозреваемых, но они оба отпали. Ольга хотела выполнить требование, заплатить деньги. Но похитителей что-то спугнуло. Что-то или кто-то. А зацепки есть какие-то? Была одна подозрительная велосипедистка. Тебе удалось ее рассмотреть? Костюм, очки и шлем. Молоденькая, с фигуркой. Ну, и как фигурка? Есть за что взгляду зацепиться. Угу. Твоя в сто раз лучше. Спокойной ночи. А все-таки, мне кажется, Игорь не прав. Далеко не в каждом глянце использует такую бумагу и шрифт. Так, у меня ведь есть практически все журналы, связанные с искусством. И моя интуиция убеждает меня, что права я. Итак, посмотрим. Листаем. И сравниваем. Это все не то. Но отрицательный результат тоже результат. Как любят повторять мою свекровь. Так, а что если посмотреть в зданиях более узкой направленности? Интересно. Ну вот. Кажется, это то, что нужно. Мне кажется, знаю ее первого мужа. Точно, Вячеслав Соколовский. Мы встречались пару раз на артусовках. Вот он, похититель. Ребята, ребята, вы же на втором этаже всю краску ободрали. Кто это ремонтировать будет, а? Мать, там все так и было. Ну, конечно, так и было, так и было. Ой, Саня, скажите, пожалуйста, а это дом номер шесть? Да. А что такое? А мне нужен художник Соколовский. А, так вот за ними идите. Распродает все вчистое. А почему распродает? Ну, говорят, он взял какой-то большой кредит под свою выставку. А она провалилась. Так что наш художник остался без штанов. Спасибо большое. Пожалуйста. Хозяин, ну хотя бы на пузырь дайте. Бог поднажды. Пока, дочь. Все, я пошла. Пока. Ага. Здравствуйте. Здрасте. Простите. Пришли квартиру смотреть? Нет, я пришла к вам с деловым предложением. Ну, проходите, не стесняйтесь. Дело в том, что в своем доме я заканчиваю ремонт, и мне нужно, чтобы на одной из стен вы написали море. О, это будет недешево. Деньги не имеют значения, но вот содержание пейзажа. Я уже голову себе сломала. Ага. Думаю, мы вам что-то подберем. Подождите, вы думаете, я не листала Азовского? Знаете, ближе всех к моей идее такой неизвестный маринист, забыл, как его зовут. Он был в журнале «За декабрь», в том же, в котором ваш слониха. Да не оброзь. Сейчас посмотрим. Вот. Да. А его картина на второй странице, вот. Это? Нет, вот это. Прекрасный выбор. А можно воды? Да, да, конечно. Ну вот, что и требовалось доказать. Итак, у меня есть грандиозный план и немного времени. Ой, конечно, это, скажем так, не совсем законные методы расследования. Да, Игорь бы их ни за что не одобрил. Но я уверена, игра стоит свеч. Ну, можно же отнестись к моим действиям как к следственному эксперименту. Я сейчас сама склею письмо с угрозами, а в нем намекну на похитителя. Надеюсь, в суете Игорь не поймет, что это письмо фальшивка. А когда в последний раз я занималась аппликациями? Кажется, в классе в пятом. Ох, если бы ты только знала, Игореша, что сейчас делает твоя жена? Чтоб я тебя больше не видела! Тварь. Извините, можно? Клади на стол. Всех отмени, меня сегодня нет. Хорошо. Игорь, мне снова пришло письмо. Привет. Привет. Я так понимаю, что мальчика не нашли? Нет. И работать приходится грубо, жестко. Я так не привык, хочется руки после этого вымыть. В управлении все по-другому. Там свои процедуры, свои алгоритмы. А здесь пытаешься помочь конкретному человеку. Подожди, а от похитителей ничего нет? Есть только смысл от них. Гореша, смотри. Слава Соколовский. Вячеслав Соколовский, первый муж Ольги. А я про него слышала, что он художник. Что он брал кредит под выставку, а выставка провалилась. А значит, кредиторы требуют деньги назад. Егений. Что вам от меня нужно? Что вы там хозяйничаете? У вас вообще есть ордер на обыск? Есть. Это что? Не знаю. Шрифт совпадает. Вырезанные буквы тоже совпадают. Вы ничего не хотите объяснить? Мне нечего объяснять. Ислав Антонович, юлить не надо. Где Денис? Сын Ольги Трубниковой. Вашей бывшей жены. Да откуда я знаю? Конечно, Варя сказала мне про это несчастье. Вот доказательство того, что вы похитили мальчика. Я. Интересное кино. У вас вообще с головой все в порядке? Вы прогорели с выставкой. А долги кредиторам надо отдавать. И вы решили воспользоваться деньгами своей бывшей жены. Верно? Подобного бреда я в жизни не слышал. Так, по этому поводу мне нужно убедить. Да у меня денег сейчас на пять Ольгиных агентств хватит. Откуда, если не секрет? Купили все мои картины, выставленные в галерее Эртвистов в Барселоне. Там умеют ценить настоящее искусство не то, что здесь. И еще мне предложили пожить и поработать в деревушке Рупит. Это в Каталонии. Так что через неделю я уезжаю. А ты шантаж, похищение. Пока что я слышу неубедительные слова против конкретных доказательств. Билеты, приглашения, виза. В блокноте на столе. Там же документы, подтверждающие покупку картин. Папа, ты дома? Это кто? Наверное, Варя. Здравствуйте, Варя. Здрасте. Папа, я думала, тебя нет. Ну, я лучше завтра зайду. А что за жальчик у вас в лодках? Варя, не валяй тварька. Варя, не валяй тварька. Есть. Ну, мам. Беги к себе. Тебя слушаю. Я забрала его из школы, сказала, что ты уехала в командировку и он будет жить у меня. Почему он мне ни разу не позвонил? Не был в школе. А я поставила деньги и условия. Сказала, что он может не ходить в школу и играть на приставки, но взамен, чтобы дал телефон, ноутбук и не выходил из дому. Естественно, он с радостью согласился. Как ты могла? Могла. Мне негде было взять денег, чтобы заплатить Аркадию. А он пригрозил, что убьет меня, если не отдам ему всю сумму. Кто такой Аркадий? Директор фирмы «Роскошь». А какое, простите вы, к этому эти отношения? Варя получила статус золотого партнера фирмы. Сетевой маркетинг? Да. Я не смогла продать украшения. А в договоре, оказывается, был один пункт мелким шрифтом, что при передаче товара для реализации он считается проданным и обратно не принимается. Ну, а вся сумма должна быть выплачена в полном объеме. Если бы я отказалась платить. Да я ни на секунду не сомневалась, что ты заплатишь. Это же Денечка. Ненаглядный сыночек. А я у тебя так, да? Сбоку припеку. Это неправда. Правда, мама. Я не нужна ни тебе, да и ни отцу. Да никому я не нужна. Решила отомстить? Я просто решила разобраться со своими проблемами. Разобралась, ничего не скажешь. Я думала, мы стали ближе. Я тоже. Ну же, забирайте меня скорее в тюрьму. Успокойся. Никто тебя никуда не заберет. Игорь, этого Аркадия можно привлечь за мошенничество? Думаю, да. Иду. Иду. Привет. Привет. Ну, я тебя поздравляю с Днем Рождения. И желаю, чтобы ты была счастлива. И хочу, чтобы у тебя было пятеро детей, потому что ты лучшая в мире мама. Спасибо тебе, родненькая моя, спасибо. Так приятно. Представляешь, Мишка не поздравил, забыл, наверное. Не может быть. Угу. Закрылся в комнате, прям не знаю, что думать. Мам, мама, тут вот, с Днем Рождения. Сыночка, родненький ты мой, Господи, спасибо тебе огромное. Это что, ты сам, что ли, сделал? Да, выжигателем, как в интернете. Выжигателем? Так вот откуда этот странный запах. А вентилятор ты в окна направлял. Угу. Понятно. А третий велик зачем? Не зачем, а для кого? Для кого? Для папы. Он же когда-нибудь у меня появится. Ну, когда-нибудь появится. Личный состав, благодарю за добросовестный подход к наведению порядка в документации. Правда, некоторые товарищи еле успели впрыгнуть в последний вагон. Разрешите, товарищ полковник, а тем, кто все сделал вовремя? Третьяков, ты что, до сих пор не понял, что искренняя благодарность начальства лучшая премия для подчиненных? Да, и вот еще Логинов. А мне вот тут коллеги из экономического отдела говорили, что благодарны тебе за помощь в аресте Аркадия Варницкого, создателя мошеннической организации «Роскошь». Очень хотелось бы понять, в чем там дело, а? Минутку. Да. Минуту. Через час зайдешь, доложишь. Все свободны. Да. Привет, Оля. Да не, не поздно. Ну, молодец, поздравляю. Трубникова звонила. Отец Денисский отказался от претензий. Суда не будет, будут договариваться. Хорошо, что никто не убегает на ночь глядя. А давайте телевизор включим. Мы раньше всегда по вечерам всей семьей смотрели новости. Мам, Игорь, в курсе. Это очень укрепляет семью. Угу. А что ж это за семья такая, которую нужно укреплять просмотром телевизионных новостей? Прекрасная семья. Спокойной ночи. Валентина Сергеевна, ну. Ну, завтра будешь извиняться. Я тебе говорю, что ты у меня самая красивая. Самая умная. И самая необыкновенная женщина во всем мире. Я не помню. А с чего вдруг такое откровение? Да мне тот Маринкин Мишка рассказал про одну ревнивецу-велосипедистку. С хорошей фигурой? Самой лучшей фигурой. КОНЕЦ Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе. Я Лера Логинова, дизайнер и художник. Моя жена. Лерчик. Она моя невестка. Моя дочь. Валерий. Лучшая подруга. Выскочка. Булководец. Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Греш, ты суперский. У меня трое детей. Я была его любовницей. Дизайнер от Кутёта. Я помощник следователя. А я как распишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? Все, сдаюсь. Ты победила! Вика, выходи. Твоя взяла. Загадывай желание. Что случилось? Ой, тихо-тихо-тихо. Спокойся. Вкуснотища. И никаких лишних калорий. Так. Приятного аппетита. Спасибо. Правильное питание — это решительное нет ожирения. А главное — гипертония, панкреатита и сердечная недостаточность. Анна Сергеевна, вам нужно будет попробовать себя в рекламе. У вас определённый талант. Чувство юмора — это тоже определённый талант. И даётся он далеко не всем. На работу вызывают. На работу? Подбросишь меня? Конечно. Спасибо. Как? Моголь, ну прости. Было очень вкусно. Спасибо. Такси один-два-три выручит вас в любой ситуации? Я много о тебе не знаю. Ты первоклассный врунишка? Жизнь научила. Интересно, а какая профессиональная или семейная? Пожалуйста, с этого момента попади, погоди. М-м-м, очень вкусно. Хотя утро не предвещало ничего, кроме здоровой растительной пищи. Угу. Не, ну конечно могу подъехать, тем более здесь недалеко. Хотя ты знаешь, сегодня я собирался как раз постричься. Но работа есть работа. Давай я скоро буду. Что случилось? Труп случился. Выловили из реки, и Коля хочет, чтобы я занимался этим делом. М-м. Ну, значит он считает, что тебе не помешает еще одно раскрытое дело. А что с должностью старшего следователя? Вопрос в процессе рассмотрения. В общем, ресторан за мной. Мама, не обижай, салат доешь. А давай я тебя довезу? Вдруг там все быстро. Ну вот. О, Логинов. Лучше поздно, чем никогда. Добрый день. Хорошо тебе. Лично водила всегда под рукой. Безотказный и очень симпатичный. Хорошо, что Лера согласилась меня подвезти. Ты что здесь делаешь? Прикинь, тоже водилой. Все наши в разъездах. Вот, подбросил нашего стажера. Лариса Лузина. Стажер. Ее ко мне прикрепили. Валерия. Моя жена. Здравствуйте. Очень приятно. Показывай. Пойдем. Вообще-то мы тут уже и без тебя все выяснили. Повелом черепа, удар твердым тупым предметом. Денеги мобильного не обнаружено. Банальное ограбление. Гарри Иванович Веселовский. Сорок лет. Сотрудник НИИ органической химии. Командировочный лист ПГТ «Гора». Это вверх по течению… Километров пятьдесят. В целом все понятно. Мне пока не все. А что-то непонятно. В поселок приезжает хорошо одетый мужчина. Светится с бабками. Его выслеживают, дают по голове, забирают деньги, телефон, труп в реку. Командировка с какого числа? С четвертого. С четвертого. А сегодня пятое. Разве тело могло проделать такой путь? Течение вон какое, слабое. У тебя жена не только водила, а еще и личный эксперт-криминалист. Нужно прокатиться в этот поселок «Гора» и отработать все на месте. Я с вами. Лера, ты езжай, наверное. Мы тут надолго. Удачного расследования. Пока. Пока. По прогнозу, вероятность дождя семьдесят процентов. Значит, беру зонт и ветровку. Да-да, зонт обязательно возьми. С твоей удачей дождя точно не будет. Я тут тебе салатик собрала и котлетки куриные. Поровые. Я ж на всех готовила. А мы с Лерой много не едим. Стажера своего угостишь. Да, Лариса не едет и, по-моему, она не ест мясо. Лера. Что? Мне вчера были выданы котлеты паровые рыбные. Так вот, они до сих пор на работе в пакете под столом. Ну, рыбные — это жесть. Представай, какой там сейчас запах. Ну, давай я съезжу, заберу. Забери. Бухтинов, выпишите ей пропуск и проведите ко мне. Меня прикрепили к следователю Логинову. Мы вместе должны были поехать. Лариса, послушайте, это не та командировка, в которую стоило бы отправлять двух сотрудников. Мне нужно здесь. Но у меня завтра выходной. Ну, вот и отдохните. Николай Петрович, мне скоро нужно подавать полковнику отчет о стажировке. Вы представляете, как эта поездка может его украсить? А как это Логинову командировку украсят? Коля, ну ты зверь. Девушка хочет прокатиться со старшим коллегой на пленэр. Да. Привет. Лена, привет. Что случилось? Нет, но Игорь просил забрать кое-что. Можно? Что-то важное, наверное. Важное для него. Слушай, Лера, у нас как раз вопросик по твоему профилю. Пока официальная экспертиза не пришла, можешь глянуть эти вещички? Ого. Что думаешь? Итальянские аксессуары фирмы Кастозе, премиум-класс. Если не подделка, конечно. Предлагаю взять нового эксперта на полставки. Неплохо жил. Рядовой сотрудник НИИ. Ну, не совсем рядовой. Без пяти минут доктор наук. Пописал диссертацию по органическим блокираторам раковых клеток, между прочим. Владёша, а не правильно вам обидеть, а? Что-то вы как-то за режимом совсем не следите. Прекрасно. Там сейчас как раз очереди нет. Это что, этот ваш утопник? Да. Слушай, ну, на всякий случай, ты, конечно, дождись экспертизы. Потому что я, конечно же, не профессионал. Разумеется. Как вам? Ну, классно. Валентин Сергеевне. Огромный привет. Да. Кстати, может вечером поужинаем у меня? Вместе. Посидим, как раньше? Классное предложение, но уже есть план. Ага. Планы? Ну, жаль. Пойдём, проводишь меня. Да. Попробую видеть. Спасибо. Помогла. Так, зачем Коля показал мне эти вещдоки? Он наш друг и старается помочь Игорю занять вакансию старшего следователя. Стоп. Неужели он знает, что я тоже участвую в расследованиях? Да нет, не может быть. Даже Игорь ни о чём не догадывается. А вот и Кастоза. Качественные красивые аксессуары. Ух ты. В эту серию входит и брелок. А если есть брелок, то должен быть и ключ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Коль. Привет. Слушай, я насчёт этих вещей скажи, а кроме портмоне и визитницы ничего не находили? Нет, ничего. А что? Просто так. Ну всё, давай, пока. Марин? Алло, привет, Лерус. Представляешь, Кирилл проезда в нашем городе. Всего на два часа. Надо же как-то развиртуализироваться. Всё-таки два месяца с ним переписывались в чате. Как романтично. Ага. А у Мишки учительница заболела по продлёнке и замены нет. Представляешь? Ну, давай я приеду. Уверена, Миша может полчаса посидеть один. Ну да, спасибо тебе огромное. Всё, пока. А-а-а. Миш, ты в порядке? Да. Что это? Мне нужно было развить первую космическую скорость, чтобы моя ракета могла выйти на орбиту Земли. А для этого мне нужно было топливо. Вот именно с этой скоростью ты будешь бежать от мамы, когда она увидит кухню. Опыт номер 17 закончился провалом. Последствия разрушительны. Возможны санкции владельца космодрома. Хорошая штука. Скажи. Угу. В памяти 20 часов мама подарила. Теперь отберут в наказание. Ладно, попробуем спасти тебя от маминого гнила. Слушай, а что, в первом классе уже проходит физику? Нет, конечно. Это я ипотерику в программе «Полёт научной мысли» увидел. «Полёт научной мысли»? Ага. Там про открытия, изобретения, про разных учёных. И про наших? Про наших редко. Так, Миш, знаешь что, давай-ка мы договоримся. Ты мне на два дня даёшь свой диктофон, а я помогаю тебе замести следы преступления. Изобретения. Следы изобретения. Гони диктофон. И посуду в раковину. Нет, доктор, ай-ай, отход курен-проход. Ага. Ну что, Антоныч, опять у тебя кружок умелые руки, да? Да чёрт бы побрал эту антенну. Сегодня такой футбол вечером, а я получаюсь без телека. Ну ладно, застрял ты в прошлом окончательно. Здрасьте. Вам кого? А мне к директору. Только вышел. Ой, спасибо большое. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вам звонила. Я с телевидения. А-а-а. Полёт научной мысли. Моя любимая телепередача. Польщён, что вы заинтересовались нашим институтом. Мы просто хотим менять формат передачи. Больше будем говорить об отечественной науке. Я боюсь, что именно сейчас мы не сможем оказать вам должного внимания. У нас проблемы. Погиб человек. Идутся следственные действия. Вы говорите о Гарри Веселовском? Журналисты всегда обо всём всё знают. Просто свою первую передачу мы хотели делать именно о нём. Он же великий учёный, разрабатывает лекарства от рака. Хочет человечество спасти. Прошу вас. Только не нужно преждевременных сенсаций. Следователь законченный. А теперь вообще… Ну, что ж. Тогда, как нам и предлагали, придётся нашу первую передачу делать в институте проблем материаловедения. А жаль. Мне тоже. Но, может, вы пока просто познакомитесь с работой института на будущее? Давайте. А могу я пойти в лабораторию, в которой работал Веселовский, поговорить с коллегами, которые хорошо его знали? Нет. К сожалению, попасть в лабораторию вы не можете. Почему? Ключ потеряли? Лаборатория опечатана. Возможно, потом, когда закончится следствие. Но я думаю, что Сергей Маслов, коллега покойного Веселовского, с удовольствием с вами пообщается. Серёжа, здравствуй. Да, это я. Спустись, пожалуйста, на проходную. Да. Не за что. Алло, Кать. Да не вижу я здесь никакой парикмахерской. Ага. Девушка, подождите. А не подскажете, где здесь женская парикмахерская? Существует. Девушка, подождите. Главное? Расскажите мне, пожалуйста, подробнее, над чем вы с Гарей Веселовским работали. Ну, так не о чем рассказывать. Как ты не о чем? Уже препарат от рака разрабатываем. Татьяна, простите, но я не хотел бы обсуждать эту тему. Леночка, будьте добры, отнесите документы в 117 и скажите, что я к ним зайду после 4. Да, и… Другой вариант. Давай, ты на спине. И узнаете, что вы сами понимаете. Хорошо? Спасибо. А кто эта женщина? У вас и хватка. Это Татьяна Веселовская, жена Гарик. Точнее его вдова. Она у нас работает старшим лаборатором. Такое странное поведение для женщины, которая недавно мужа потеряла. А у них были нормальные отношения? Жена шептали. Вы знаете, это не наше с вами дело. Билл значит любил. А в какой лаборатории она работала? А вот мы прошли. 133. Спасибо. Не за что. Привет, Игорёш. Как дела? Ну, здесь неплохо. Красивая местность, дождей нет. Никаких научных учреждений тоже нет, а библиотека закрыта. Ты что, собрался там в библиотеку идти? Представь себе. Адрес, который указан в командировочном Веселовского, обычная поселковая библиотека. Я звонил в институт, чтобы хоть что-то узнать про его командировку, но там никто ничего толком сказать не может. Хотя это странно. Нужно разобраться, зачем он вообще сюда приезжал. А ты уверен, что он туда приезжал? Выясняю. Слушай, а что, Третьяков тебе помогает в расследовании? Зачем? У него своих дел полно. Ну, просто он был на берегу, и я подумала. А ты знаешь, что Веселовский разрабатывал лекарства от рака? Может, его командировка как-то была с этим связана? Ну, не думаю. По крайней мере, научный мир про эти разработки явно не проинформирован. Много шума из ничего. Тем более, где лекарства от рака и где поселок Гора? А еще говорят, что он бил свою жену. Где говорят? В институтском чате. Лера, ты стала коллекционировать сплетни? Ладно, я тут пару дней задержусь, не скучай. Давай, целую пока. Игорь, спасибо вам. Пока не за что. Только давайте договоримся в следующий раз без самодеятельности, ладно? А можете проделать какой-нибудь эффектный опыт для кадра? Ну, не знаю, например, чтоб вода поменяла свой цвет? Не трогайте. Ничего не трогайте без спроса. Хорошо. Вы очень сильная женщина. Ваш муж недавно умер, а вы уже вышли на работу. На работе мне проще. Думаю, все о Гарике напоминает. Ну, самым серьезным напоминанием о вашем муже будет спецвыпуск нашей программы. Кстати, он в 302-й лаборатории работал? В 215-й. Ваш муж был не совсем обычный ученый. Но он был такой эффектный. Всегда дорого и стильно одевался. Да. Зарплата в нашем ней не ахти, но у Гарика всегда была коммерческая жилка. Крутился. Находил программы, гранты, заказы. Вы имеете в виду фармацевтическую линию? В основном, да. Это лекарство от рака, которое он с Масловым разрабатывал? С Масловым? Он здесь вообще ни при чем. Он завистник и неудачник. А можно личный вопрос? Скажите, а вы с Гарри были счастливы в браке? Разумеется. Знаете, я не буду участвовать в вашей программе. Не хочу уносить свое горе на показ. Извините. Нет. Что нет? Нужно привлечь местную полицию. В первые сутки ограбление реально раскрыть. Уверен, у них есть свои шестерки информаторов. И что? Это будет конец моей стажировки. Я не смогу работать в комитете. Ведь что получается? Я самовольно уехала, ослушалась начальству. Вот именно. А зачем вы это сделали? Я хотела вам помочь. И все? Ну, и себя проявить. У вас получилось. Ладно, попробуем разобраться в этом своими силами. Сколько их было? Вы что-нибудь запомнили? Какие-нибудь приметы? Их было двое. Одного я не увидела. А второй высокий, с бородой и на правой руке татуировка с пауком. Ну, это уже что-то. Даже представлять не хочу, что сказал бы Игорь, узнаю на моих намерениях. Но у меня нет другой возможности помочь ему. И я почему-то уверена, что был у Веселовского брелок кастоза. А на нем ключ, который вполне может быть ключом к тайне убийства. И вполне возможно, что эта тайна хранится в лаборатории Веселовского. А значит, мне нужно проникнуть туда через запечатанную дверь. Кстати, вариантов, как это осуществить, великое множество. Выбирай, не хочу. Зачем ты вообще туда сунулся? Дело идет Логином. Ну и где он? В поселке. Звонил, задерживался на пару минут. Вот, а я как раз пробегал мимо НИИ, так думаю, взгляну, обмогу товарищу, следствие. Ну что, помог? Судя по всему, наш штопленник был редкой сволочью. Судя почему? Ну, потому что безутешное удавание сильно по нему убивается. А это, во-первых. А во-вторых? А во-вторых, все в институте знают, что наш Гарик любил бабло и умел его косить. Годами разрабатывать лекарства от рака для спасения человечества он вряд ли стал бы. Его интересовали быстрые деньги. Факты есть. Будут. А мужское обаяние? Моя сильная сторона. Я, конечно, понимаю, что это крайне негуманно, но другого выхода у меня нет. Так, теперь самое главное ничего не разбить. Опа! А меня кто-то опередил. Скорее всего, в лаборатории сейчас находится убийца. Так, спокойно. В крайнем случае, буду звать на помощь охранника. И опять интуиция мне не подвела. У Веселовского был сейф-тайник. Вот он, мотив для убийства. Ключ от этого сейфа. Интересно, что же он в нем такого хранил, что стоило ему жизни? Ключ от этого сейф-тайник. Сейф-тайник. Итак, сейчас еще одного хранит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один ключ с брелком покойного Веселовского был от его лаборатории, а другой – от сейфа. Очевидно, что человек, проникший ночью в лабораторию, и есть убийца. А вычислить его мы можем по брелку, который наставил на месте преступления. А что это ты бормочешь? Мам, да меня попросили написать сценарий для детского утренника у Миши в школе. Странный текст для утренника, очень сложный. Ну, сейчас и дети пошли непростые. Сегодня у города видела Колю Пухтинова. Какой он хороший. Мам, пожалуйста, не начинай. Ты сейчас в 115-й раз скажешь, что нужно было выходить замуж за него, да? Ты сама это сказала. Спокойной ночи, мамуль. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да-да. Здравствуйте. Если вы ко мне, то надо было предупредить. Подождите, я спешу. А как вы проникли в печатанное следствием помещение? Директор снял печать с разрешения соответствующих органов. А зачем вам понадобился сейф Веселовского? Это что, допрос? Это ваше? Нет, это не мое. Простите, я тороплюсь. Подождите. Я помощник следователя, моя фамилия Лузина. Лариса. Веду дело об убийстве вашего коллеги, которому вы, я думаю, завидовали. Ведь это он синтезировал лекарства от рака. Неплохой мотив для убийства, да? Здесь поговорим? Или в кабинет следователя поедем? Давайте здесь. Присаживайтесь. Так что там насчет сейфа? Гарик у нас сменил себя гением уровня Пастера. Ну и любил пропустить рюмочку коньяку с великим портретом. Таким образом, я и вычислил его тайник. Каюсь. Очень хотелось узнать, что там. Получилось? В смысле? Ну и живо убили Веселовского. Вскрыли сейф. Украли содержимое. Что там было? Запись формулы? Образцы? Слушайте, а вы случайно не пробовали писать детективы? Мне кажется, у вас это получилось бы лучше, чем расследовать реальное преступление. Борис, я здесь работаю. Если бы у меня были ключи, я мог бы открыть сейф до того, как дверь опечатал. Кстати, что там? Ничего пусто. Пусто. А знаете, ведь ни секунды не завидовал Гарику. Это он мнил себя гением. А на самом деле был фееричный бездарь, интриганом и бездельником. Фактически формулой занимался один я. А он мутил свой сомнительный бизнес с бадами. А что за бады? Это дела, Гарик. Сомнительный развод для доверчивых невеж. Меня это никоим образом не касается. Да. Ну, я у себя. Пусть поднимается. А вот и ордер на обыск подоспел. Следователь Третьяков из ваших? Третьяков. Ну вот, он меня и сменит. А, Сергей, а если формулой занимались вы один, почему вам было так интересно содержание сейфа? Ну, мало ли. А вдруг? И что, ты говоришь, было в этой библиотеке? Уникальное научное издание? Не совсем. Уникальное Любаша. В каком смысле? Бабником наш утопленник оказался. Это значит, что в этот поселок он к девушке ездил? К очень эффектной девушке. Настолько, что ему в институте командировку давали? Любаша рассказала, что у нас Гарик мог получить командировку в любую точку земного шара. Хвастался, что директор института у него в кармане. Я, скорее всего, завтра приеду. Тут еще остались слегкие дела. Я тебе перезвоню. Ладно? Пока. Целую. Давайте я провожу вас до автобуса. А вы разве не едете? Нужно разобраться с вашим ограблением. У меня такое предчувствие, что это дела гастролеров. Шансов маловато. Пойдемте. Чуть нельзя. Хоть ходит, как? Буквы. Ага. Ну, тогда вот так. Так тоже нельзя. Да, ах, нельзя. Я просто сделала, мне скоро выйду из этой игры повести. Собо? И встали. Это была моя фишка. Конечно, была твоя фишка, я ее сняла. Ага. Вон. Давай. Тогда я тебе. Ну... Вешал. А я, конечно. Ну, ладно. Тогда... Ты? Ну, тут... Ты, что-то, королеву. О! Так, плохи дела. так ты меня съешь конечно хорошо тогда вот так стоп-стоп-стоп есть такое правило если взялся запеку ею и ходи даже если подставляешься под удар понятно ну тогда шах о мама пришла привет привет мой хороший и чести себя как дела ты сама себя не похожа шифруется не появляется в чате это твоя развиртуализация кирилл в реальность он оказался хуже скорее то я его разочаровала я не хотела тебе говорить он тогда сбежал за полтора часа до отправления поезды лир ну что во мне не так это с ним что-то не так добрый вечер добрый вечер сколько заказывали 3 возьмите спасибо спасибо до свидания у мамы что это это витаминный комплекс правильное питание это решительное нет ожирения а значит гипертония панкреатита и сердечной недостаточности хрень какая-то дай сюда это не хрень это новейшая разработка местных ученых улучшающие качество нашей жизни тебе между прочим тоже не помешал бы попринимать этот комплекс хочешь дам баночку нет мама спасибо до свидания и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А почему так мало? Это всё, что осталось. У нас возникли некоторые форс-мажорные обстоятельства, но всё решаемо. Если дело пойдёт хорошо, можно будет говорить об опытных поставках. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Валим? Что происходит? Улыбнитесь, вас снимают в открытой камере. Второй бери крупнее. Итак, биодобавка силы жизни. Ингредиенты на банке не обозначены. Сегодня мы сдадим это в экспертизу и поймём, что же именно продаёт директор Института органической химии Илья Петрушин доверчивым пенсионерам, укорачивая их жизнь. Что за ерунда? Я ничего никому не укорачивал. В банках находится просто прессованный мел. Снимаем, снимаем. Слушайте, Валерия, я вижу, вы делала моя женщина. Давайте договоримся. Сколько вы хотите, чтобы эта программа не вышла в эфир? С Веселовским вы тоже пытались договориться? Это же был ваш общий бизнес. Вы пытались устранить партнёра? Почему? Это чудовищная инсинуация. Я не травил людей, я не убивал Веселовского. Стоп, камеры. Кто убил? Да кто угодно. Гаррика ненавидели буквально все. Но больше всех профессор Краснов. Кто такой профессор Краснов? Бывший научный руководитель Веселовского. Между ними что-то произошло? Драка. Я собственными глазами видел, как Краснов ударил Веселовского по физиономии. Где он сейчас? Понятия не имею. Он уволился из ней как раз перед тем, как Гаррика убили. Совпадение? Не уверен. Мы проверим вашу версию. А вам настоятельно рекомендую прикрыть ваш нелегальный бизнес, иначе всю информацию я передам коллегам из криминальных проник. Адрес Краснова дадите? Да. Да уж, нешуточные страсти кипят в этом скучном, на первый взгляд, научном институте. А Сидор Амэо в звании доктора химических наук явление далеко не тривиальное. Вот он. Да. Любовь способна низкое прощать и в доблести пороки превращать. Андрей Игнатьевич, подождите секунду. Я помощник следователя Ларисы Лузина. Вам знакомы эти ключи? Нет. Я расследую дело в убийстве Гарри Веселовского. А, ну и как? Нашли убийцу? Да. Только непонятно, почему именно вы убили своего ученика? Вы с ума сошли? Это не вы потеряли? Нет, я ничего не терял. Почему вы ударили Веселовского? Он оскорбительно выразился о человеке, который мне небезразличен. И кто этот человек? Оля. Ольга Чаусова. Практикантка в лаборатории Татьяны Веселовской, жены Гаррика. Это ее браслет. Только уверяю вас, она тут ни при чем. Вы так уверены? Почему тогда этот браслет нашли рядом со взломанным сейфом Веселовского? Привет. Привет. Ну что, Лариса Станцеви? Зачем? Не зачем, а как? Может, на столе пока начальства нет? Или эта прекрасная вещица будет моей? Это что? Ну ты даешь. Твой диктофон, ты его мне и забыла. Хорошо, что ученые порядочные люди вернули, не покарманили. Лариса, это не мое, я не была никакой у меня. Да? Один ключ с брелком покойного Веселовского был от его лаборатории, а другой – от сейфа. Очевидно, что человек, проникший ночью в лабораторию, и есть убийца. А вычислить его мы можем по брелку, который он оставил на месте преступления. Опа, следствие ведет детектив Логинова. Лариса, ты ничего не видела, ничего не слышала, никого ни слова, хорошо? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Татьяна Сергеевна? Ей еще пока нет. А вы, вы Ольга? Да. А где браслет, который вам Краснов подарил? Я не знаю. Я его где-то потеряла. Вы потеряли его около сейфа Веселовского, когда его открывали. Очень интересно, что же там такое должно было лежать, чтобы за это убить человека? Я не убивала. Гарик взял его у меня и положил в сейф. Он хранил там некоторые вещи. Вещи своих любовниц. Трофеи, как он их называл. Здравствуйте. Ищите жареные факты для своей программы, Валерия? Ну, не совсем. Значит, Краснов ударил Веселовского, а потом уволился. Почему? Наш профессор очень боится, что его бросит жена. Она владелец сети магазинов и финансирует его хобби. Яхтинг. Ого. Зачем вы так, Татьяна Сергеевна? Помолчи, а? Краснову захотелось романтического приключения. Он стал ухаживать за Олей. А Гарик решил утереть ему нос. Ну, в науке не получилось, так хоть на бабах отыграться. А эта дуреха повелась на три розы и два стихотворения. Я думаю, Гарик пригрозил профессору, что все расскажет его жене. И за это Краснов его убил? Нет, это неправда. Андрей Пнатьевич никого не убивал. Да помолчи же ты. Мой муж был редкой сволочью. Это все, что нужно знать зрителям вашей программы. А теперь уходите, нам с Олей надо работать. Татьяна, подождите. Присядьте. Я не журналист. Я следователь. Моя фамилия Лузина. Это вы убили вашего мужа? Что за чушь? Почему же чушь? Ночью пришли, открыли сейф. Взяли из сейфа то, что вам было нужно. Оставили браслет Оле, чтобы подозрение пало на нее и Краснова. Как? Татьяна Сергеевна, мы уже договаривались. Значит, плохо договаривались. Вам придется все рассказать. Ну, не обязательно мне, но все равно придется. Мы поссорились из-за очередной любовницы Гарька. Нарисовалась какая-то Любаша. Он меня ударил. Для него в последнее время это было в порядке вещей. Вошла Оля, она вступилась за меня. Он ударил ее. Я бросилась на него, оттолкнула. Он упал и... Ударился головой. Умер же сразу. Оля, я не хотела тебя подставлять. Просто кто-то вошел в лабораторию, и я случайно обронила браслет. Вам нужно было сразу звонить в полицию. В полицию? Мне очень не хотелось садиться в тюрьму из-за этого ничтожества. Это была моя идея. Избавиться от дела. Мы вывезли его ночью на моей машине. Чисто сердечное признание. Можно тебе, ради секундочку? Девочки, без глупостей. Ну, что будем делать? Что ты имеешь в виду? Я расследование. Но Игорь ничего не должен знать о моем участии в этом деле. Никто не должен знать. Договорились. Рука. Следователь Третьяков. Машинку с конвоем Кудрявская, 13. Да, институт. Неожиданный ход. Но самонадеянный. А мы вот так. А я пожертвую королевой ради короля. Знаешь, Лера, я думаю, дяде Игоре с тобой очень повезло. Я тоже так думаю. А, смотрите-ка. А вам тем временем. Шах, сударь. Предлагаю ничью. Отвергаю ваше предложение, вы загнули в угол. Ходите. Шах и мат. Про ныра. С вас шоколадка. А ну за математику, азартный игрок. А что, Кирилл не появлялся? А что ты думаешь про Пухтину? Я? Что ты так реагируешь? Прекрасный парень. Стройный, высокий, надежный. За ним, как за каменной стеной, кстати. Прямо узнаю слова твоей мамы. Дамочка, по Игорю не соскучилась? Намек поняла. Соскучилась. Давай, Дуя. Все, пока. Пока. Представляешь, пока я безрезультатно искал грабителя Ларисы, Третьяков тут на месте поймал убийцу. Обидно. Для меня сейчас каждое раскрытое дело на вес золота. Ну, ему-то просто повезло. А ты классный следователь. Я? Ты намного лучше анализируешь. Да? Ты наблюдатель. Ага. Делаешь правильные выводы. Ага. А еще у тебя есть я. Вот это в точку. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Три квартала превратились в двенадцать. Я бы сказал, в двенадцать с половиной. Довольно странная ситуация. Ты видишь собственного мужа с молодой сотрудницей вдали от рабочего места. А он в это время звонит тебе. Пожалуй, лучше не отвечать, а постараться выяснить, куда это они так спешат. Вот здесь вот, распишитесь. Вот. Спасибо. Здравствуйте. Старший лейтенант Дмитрохин. А? Я так понимаю, вы участковый. Так точно. Почему не по форме? Да я в отпуске уже. Только собрал свою жать от вот этого. Кто труп обнаружил? Гражданка Карина Фоминых. Приехала забирать своего померанца у покойного следака. Шпица, значит? Собачку. Можно ознакомиться? Да, пожалуйста. Все ясно. Игорь сюда пришел по делу, опрашивает свидетелей. Кстати, компания тут собралась, на удивление разношерстная. Интересно, что их объединило. Ладно, нужно уходить, пока мой муж меня не заметил. Стоп. Скажите, пожалуйста, какая трогательная картина. Заботливый стажер сдувает пылинки с мужественного плеча следователя Логинова? В такие минуты мне кажется, что моя мама абсолютно права. А, меня все-таки заметили. Фу, хорошо, что не Игорь. Ну, в принципе, все понятно. Лариса, опросите соседей. Хорошо. Простите, а можно мы поедем? Задержитесь, пожалуйста. Ночью, думаю, где-то около часа. Удар прямо в сердце, смерть наступила мгновенно. Угу, старинный морской офицерский кортик. Ох, тут этого добра. А, замок смотрел? Да. Дверь открыта изнутри, своим ключом. Думаю, покойник пустил убийцу сам. Мобильный? Нету. Убийца забрал, чтобы подарить контакты. Ну, да. Компьютер, ноутбук. Тоже нету? Да что ж такое-то? Ничего нету. Карты памяти тоже нету. У частного детектива должен быть архив. Да я тут не видел ни одной похожей бумаги. Ты лучше посмотри. А, вещь, а? Вот это вещь, Михалыч. Можно? Легко, отлично. Тем более, все отпечатки я уже снял. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, давай. Ага. Опаньки. Я же говорю, я ищу. Держи. Ну-ка, 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 ну-ка. Дарья Рогова, Павел Тоцкий, заказчик роман Рогов. Очевидно, обманутый муж. Слушай, Михалыч, судя по дате, это последнее дело до такого Волкова. Это че? Колпачок. Ручка? Ручки нет. Поищи ручку. Будет сделано. Пропустите, пожалуйста. Зачем? Пропустите, это мой брат. Следователь Логинов, предъявите ваши документы. Пропустите, пожалуйста. Черт, пожалуйста. Примите мои соболезнования, но туда сейчас нельзя, там работает эксперт. Как вы узнали, что ваш брат убит? Я приехал в отпуск, Рому проведать. А соседка во дворе сказала, что мы в суре были почти десять лет. Вот, приехал помириться. Подождите меня. Ну, наконец-то. Что у тебя с телефоном? Не знаю. Он упал и не включался. А когда тебя ждать? Может, но подожди. Брат убитого врет. Он был здесь вчера вечером. Где свидетель? Милая, мне сейчас некогда. Я тебе перезвоню. Ну, давай, пока. Да что ты будешь делать, а? Алло, Вальдемар. Ну, я не привезу вам сегодня костюм вашего узника. Он не успел высохнуть. Нет, нет, что вы. Я просто применила новую технологию покраски и обработки ткани. Подумала, что ваша авангардная постановка требует, ну, такого же решения для костюма героя. Да, конечно, завтра все будет готово. И вам всего доброго. Ну, вот. Как только стемнело, я в магазин за молоком пошла. А когда возвернулась, он в первый подъезд заходил. А в котором часу Антон Волков уходил, вы не помните? Я... Подождите. Нет, не помню. Спасибо. Но далеко не уходить. Так в котором часу вы пришли к брату? Ну, женщина все же сказала. А точнее? В начале девятого. Зачем приходили? Помириться, я же вам уже говорил. Ну, а дверь когда открыл, смотрю, он еле на ногах стоит. Ну, в смысле, выпил много. В квартиру меня не пустил. Сказал, к нему придет очень важный клиент. Даже нахамил. Ну, а я думаю, пускай протрезвеет, утро вечера мудренее. Сколько длился ваш разговор? Минуты пять. А потом? Потом куда? Потом пошел с друзьями в бар. Они, кстати, могут подтвердить. Часа два разошлись. Вам нужно будет проехать с нами в управление. Старлей! Отвези в управление. Простите, а вы... Муж. А как вы здесь оказались? Карина позвонила, я приехал. Вы знали Волкова? Нет. Оказывается, Карина наняла его, чтоб он разыскал, нашел пса. Какое впечатление он на вас произвел? Очень неприятный человек. И вы все-таки воспользовались его услугами. Я позвонила по первому попавшемуся в интернете номеру. Вот попал на этого Волкова. Скажите, вспомните, пожалуйста, когда вы утром сюда приехали, что-то подозрительное вам показалось во дворе или в подъезде? Да нет. Ну, разве только пудреница под дверью валялась? Так. Михалыч, пудреница, на пудренице есть отпечатки? Какая пудреница? У двери валялась. Да не было никакой пудреницы. Была. А что я думала? Вещь бесхозная, валяется, пылится. А может, та дамочка подозрительная потеряла? Кто за вами из-за дерева подглядывала? Какая дамочка с этого момента поподробнее? Юбка длинная, бирюзовая, яркая. Кофточка синяя, бант, белый горох. Красивая. Ну, волосы такие светлые. Блондинка точно. Спасибо. Лера, это ты? Ага. Немедленно позвони своему мужу, пусть приедет и починит кран. Я не вмешиваюсь в вашу личную жизнь. Но если я не в состоянии сделать себе чай... Сейчас, мамуль. А в мое время, между прочим, краны чинили мужчины. Ну, здорово. Так, мам, ничего не трогай, я сейчас сантехнику вызову. Ну-ну, если больше вызвать некого. Да, здрасте, Антонина Игорьевна. Игорь еще на работе. Я это понимаю. Я звоню ему уже два часа, он мне берет трубку. Что у него там стряслось, не знаешь? Я не в курсе. А должна знать, если хочешь сохранить семью. Валерия, ты где у нас? Потоп! Что опять у вас случилось-то? Все в порядке, Антонина Игоревна. Конечно, в порядке. Кран сломан, в квартире потоп, а в остальном все хорошо. Да-да, я поняла. Любой школьник может починить кран с помощью интернета. Я ей непременно передам. А ты еще ей передай, что если в доме настоящий мужчина, то у него все работает без всякого интернета. Спасибо, Антонина Игоревна. До свидания. Что еще она сказала? Мам, ну, она сказала, что настоящая хозяйка может вызвать сантехника, и я сейчас позвоню в ЖЭК. Надо было дать трубку мне. Я бы ей все объяснила про настоящих мужчин. Пожалуйста, маму, не надо напрягать мои и без того непростые отношения со свекровью. Если ты не будешь позволять своим родственникам садиться себе на шею, то отношения обустроятся сами собой. И еще я бы сказала этой провинциальной учительнице, что моя дочь... Мам, она завуч. И, пожалуйста, позволь мне самой наводить порядок в моей семье. То есть ты хочешь сказать, что мои советы тебе не нужны? Ну, прости, нет. Мне стоит уехать? Этого я не говорила. Лера, я все понимаю без слов. Все решено. Я еду к Сашке. К Сашке? Да, к Сашке. Может быть, Сашку имеет смысл предупредить? Зачем? Твоя сестра всегда рада меня видеть. Так, с Визой у меня все в порядке. Когда ближайший рейс в Гамбург. Понятия не имею. Тогда пойди и посмотри. По своему интернету. Поймите. У меня, кроме брата, в мире никого роднее нет. Хотел поговорить с ним по душе. Угу. И в ходе душевной беседы вы его пырнули, да? Попросите меня. Это полный бред. Вы говорили, что брат не упустил вас в квартиру, потому что ждал какого-то клиента. Да. Имя, фамилию он не называл? Не называл. Алиби подтвердилось. С девяти вечера до двух ночи Антон Волков находился в баре в большой компании. Наверное, настало время встретиться с Романом Роговым. Мам, ближайший рейс завтра, и он через Прагу. Отлично. Бронируй билет. Ни одной минуты здесь лишней не останусь. Живи, как знаешь. Честно говоря, я не совсем понимаю, чем могу быть полезен следствию. Последнее дело, которое было у Волкова, было ваше. Вернее, присаживайтесь. Спасибо. Вашей жены, Дарьи Роговой. Да какое там дело? Так пустяки. Попросил его понаблюдать за Дарьей. В смысле? Организовать за ней слежку? Ну, пусть будет так. Но детектив доложил, что Даша верна мне. Единственное, на что она тратит своё время, как оказалось, это её магазин. Игрушки, еда для собачек, кошечек. Я ей купил пару лет назад. Пусть развлекается. Где вы были вчера с девяти часов вечера до полуночи? В это время и всю ночь я играл с компанией на бильярде. А ваша жена? Я тоже играла на бильярде. Это мы обязательно проверим. Дарья, ваш муж уверен в том, что вы ему не изменяли. Но в архиве Волкова есть доказательства обратного. Ваш муж до сих пор ничего не знает? Нет. Чем же вы так приглянулись Волкову, что он ему ничего не сказал? Деньгами. Я заплатила ему приличную сумму и выкупила компромат. Это была идея покойного Волкова? Да. Но все-таки копию он для чего-то сделал. Он вас шантажировал повторно? Нет. Но у меня будет к вам важная просьба. Ничего не говорить вашему мужу. Да. Сделаю все возможное, но в ходе следствия информация может всплыть. Ой, Маринка бы, конечно, сказала, что я делаю из мухи слона. А вот мама... Хочется, естественно, чтобы права оказалась Маринка. А ведь если сравнивать меня и эту Ларису Лузину, то наверняка... Привет. Привет. Хорошо. Я стараюсь. А можешь покрутиться? Да. О, все совпадает. Что? Цвет волос, синяя кофточка с бантиком и юбка. Какая юбка? Лер, твоя юбка. Тебя опознали. Давай, признавайся, что ты делала на месте убийства Волкова? Ну, я просто в нем проезжала, увидела тебя с Ларисой. Решила выяснить, куда ходит мой муж с молодой сотрудницей в рабочее время. Ну ты даешь. Твой муж ходит на место преступления. А я вообще-то пошутил. Тоже мне сыщик неудачник. Ты сама себя только что выдала. Голодный? Нет. На работе покормили. А у нас сегодня был поток. К нам в сантехнику приходила. Ясно. И мама завтра уезжает. Ого, я буду очень понять, скучно. Где мама? Да, пошла свежим воздухом подышать. Ага. Хорошо. Лерочка. А где у нас была такая большая книга по истории холодного оружия, а? Ой, не ищи. Я давно ее подарила. Жаль. Она бы мне сейчас очень пригодилась. Ну, может быть, я могу тебе помочь? Захотела знать, что это за вещица. Что это за стилет. Орудие убийства? Ты уже профессиональными терминами владела. Может быть, и преступление за меня будешь раскрывать? Вполне возможно. Лерочка, ну я тебе говорил, пожалуйста, прекрати играть в сыщика. Это бредно для здоровья, а в отдельных случаях даже смертельно опасно. Ой, не нагнетай. Нет, сегодня ночью был убит частный детектив Волков. Вот. За что? Может, нос засунул куда не нужно. Хотя есть предположение, что он вел двойную игру с своими клиентами. Это как? Бизнесмен Рогов пришел к детективу и просил последить за его молодой женой Дарьей Роговой. Через какое-то время детектив приходит и сообщает, что жена ему не изменяет. Ну и что тут странного? Ты хочешь сказать, что нет верных жен? Возможно, есть, но тут-то как раз совсем другой случай. А, ты имеешь в виду, что детектив обманул заказчика? Зачем? Хороший вопрос. Например, для шантажа. Детектив приходит к любовникам и показывает им фотографии. Просит за это денег. Те не хотят платить и убивают его. А, звучит правдоподобно. А, только если на маленькое но. У Дарьи Роговой стопроцентное алиби. А у ее любовника? Тоже. Он работает в ночном клубе барменом. И в тот день у него была смена. Смотри, а вот эта подреница улика? Да, валялась под дверью. Странное дело. Судя по фотографиям, Дарья в деньгах не нуждается, а пудра дешевая. Соответственно, скорее всего, там была еще одна женщина. Меня больше интересует не пудреница, а вот этот вот стилет. Судя по каталогу, у него должны быть ножны, но в квартире их не оказалось. Ну, значит, нужно воспользоваться помощью специалиста. Я уже как-то проголодался. Зади мои руки. А я уверена, что если осторожно и с умом совать свой нос в чужие дела, хотя вряд ли дела собственного мужа можно считать чужими, опасности удастся легко миновать. А вот моя помощь окажется очень кстати, потому что я знаю, кому обратиться за консультацией. Да уж, эти ножны целое состояние по нынешним временам, понимаете? Ну, пока не очень. Валерия, я же вам в свое время по декоративно-прикладному искусству пятерку поставил. Посмотрите, черненое серебро девятьсот двадцать пятой пробы, драгоценные камни ручной огранки. Одно тысяча девятьсот третий год. Константин Федосеевич, вы не перестаете меня поражать. Как вы это все можете разглядеть на фотографии сомнительного качества? Ну, если быть до конца уж честным, то я когда-то имел возможность изучить все это. Я хотел купить у Волкова и ножны, и этот стилет. Вы были знакомы с Волковым? Ну, мир коллекционеров очень тесен. В нашем городе особенно. Мы не сошлись в цене. Волков запросил астрономическую сумму. Хотя однажды у него эту коллекцию чуть не отобрали. Кто? Бывшая жена. Она судилась с ним, наняла хороших адвокатов. Но и Волков оказался отличным юристом. Она не получила ни копейки. Как интересно. Да, спасибо, я передам. Вам привет от Михалыча. На пудренице обнаружено два типа отпечатков. Один принадлежит дворничек и второй неизвестному лицу. Сейчас привезут бывшую жену Волкова. Вот у кого был серьезный мотив. Какой? Чрезвычайно дорогая коллекция холодного оружия. Она уже пыталась ее завладеть, но безуспешно. Почему она взяла только ножны? Пырнула бывшего мужа стилетом. Увидела труп, кровь. Сходила самая ценность, поглаз и сбежала. По стоимости ножны, как треть коллекции. Когда вы успели все это выяснить? Жена помогла. Вернее, ее учитель. Тоже оказался коллекционером. А вчера Третьяков слопал все пирожки, которые предназначались вам. Я вспоминал о них. Правда? Тогда у меня. Да? Отлично. Ведите ее в допросную. Лариса, быстро к Михалычу и принесите мне пудреницу. Хорошо. Я не видела Волкова с тех пор, как мы развелись. У вас нет алиби в ночь убийства. Да. Если я живу одна, то кто, по-вашему, должен подтверждать мое алиби? Вы хотели отсудить коллекцию вашего бывшего мужа. Дело вы проиграли. Вас это разозлило? Конечно. Я прожила с ним полжизни, и он начал собирать коллекцию на наши общие деньги. Ваша? Нет. На ней отпечатки пальцев. Если они окажутся вашими, я получу постановление на ваш арест. Хорошо. Это моя вещь. Но я Волкова не убивала, когда я пришла к нему рано утром. Он был уже мертв. Воспользовались ситуацией и взяли ножны. Я взяла свою. Он наставил меня ни с чем. Я увязла в кредитах. Мне очень нужны были деньги, но я... Я его не убивала. Но все факты против вас. Хорошо. Хорошо. Кто мог его убить? Кто угодно. У него была масса врагов. Он... Он не был разборчив в методах ведения дел. А мог он одновременно работать и на заказчика, и на того, кого заказали? Вполне. Вполне. Могу тебя поздравить? Дело закрыто. Да нет. Жена Волкова действительно прикарманила ножны. Но убийца не она. А почему? У нее алиби? Нет. И пудринца оказалась ее. Но насколько разбираюсь в людях, она не убивала. Мальчики. Тупик. Просто мне еще рано завтра. А что, если Рогов узнал об измене жены, но почему-то скрывает это? Жена, ведь не слышь меня. Это моя работа. Мой муж считает, что шпионские игры семейства Роговых всего лишь плод моей бурной фантазии. Но интуиция все-таки заставила меня сегодня полдня следить за Дарьей. А логика подтвердила, что это было не напрасно, и я права. Есть ощущение, что разгадка вот-вот наступит. Привет. Привет. Даша, что случилось? Сколько можно это терпеть? Разведись с ним. Иначе я просто сообщу в полицию, что Рогов избивает свою жену. Он откуда-то узнал, что мы продолжаем встречаться. Тогда почему он сам не подаст на развод? Ты что-то не договариваешь. Понимаешь, Волк не захотел денег. Попросил меня рассказывать коммерческие тайны Рогова. И? Я подумала и рассказала все Рогову. Он понял, что за Волковым кто-то стоит. Скорее всего, его конкуренты. И решил обернуть ситуацию в свою пользу. Заставил меня подбрасывать ему ложную информацию. Пока его не убили. И что сейчас? Сейчас? Я прошу тебя. Нам нужно расстаться. Я знаю, что так будет лучше нам обоим. Кому лучше? Зачем тебе такая жизнь? Даша, уходи от него. Я не могу. Я тогда все потеряю. Значит, твой магазин для тебя дороже наших отношений. Я этого не говорила. Именно это ты и сказала. Ну вот, что и требовалось доказать. Лерочка, я сейчас немного занята. Поговорим. Послушай, это очень важно. Я только что встретила девушку, вот эту, за которой Волков следил, Дарью. Жену Рогова? Да. И у нее под глазом огромный фингал. Я думаю, что Рогов узнал, что жена ему изменяет и избил ее. Послушай, и Рогов, и Рогова утверждают обратное. Правда, у меня такое ощущение, что они что-то недоговаривают. А может быть, что Рогов через жену использовал Волкова в какой-то своей игре? Вполне мог. Окей, я тебе перезвоню. Ларис, пошуршите в интернете, чем конкретно занимался Рогов. Все, что найдете. Будет сделано. А у меня возникла еще одна сногсшибательная идея. Здравствуйте. Здравствуйте. Я следователь Лузина. Могу задать вам пару вопросов? Спрашивайте, конечно. Меня интересует ваш погибший сосед, ну, которого убили, Волков. Кто приходил к нему? Может, кого-то вы видели чаще, чем других? Ой, да много к нему приходило. Барышня какая-то на желтой машине. И потом местный босяк, этот Батон, приходил к нему. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Батон! И что местный делать? Батон, ты че? Мы же договаривались. Мы договаривались, пока этот сыщик еще жмуриком не стал. Где отсюда-то? Батон? Батон. Следователь Лузина. Сидеть! Ты что, не знаешь, что в полиции женщины ежемесячно сдают норматив по стрельбе? Я по мишени десять из десяти выбиваю. Поговорим? Ну, поговорим. Синь, Синь. Не за что. На интернете о Рогове немного, но кое-что вот удалось найти. Недавно он выиграл крупный тембр на строительство железнодорожного моста. Мм, ничего себе. Такой заказ миллионов на сто тянет. Когда это было? Вот. Так, это накануне убийства Волкова. Так, а кто? Он выиграл у Фоминых? Логинов, молодец. По отпечаткам с колпачком мы такую акулу вычислили. Криминальную. Прямо из девяностых. Пять баллов. Коль. Ну, как я еще могу зарабатывать? На работу меня никуда не брали, потому что я малолетка. А у меня мамка инвалид и батя Бухарь. А Волков предложил наладить бизнес. Знаете, сколько богачи за своих кошечек и собачек платят? Ого! Значит, вы питомцев воровали, а Волков делал вид, что их находят? Ну да, типа того. Значит, ты часто у него бывал? Ну, это не я его убил. Я просто кошек и собак вырывал. Не буду я это больше делать, обещаю. Угу. Женщину эту видел? Ну да. Она к нему приезжала так ненадолго. А после нее мужик еще какой-то. Что за мужик? Ну, мы у него собаку украли такую рыжую, пушистую. Он к нему ночью приезжал. А утром этого уже мертвым нашли. Так, подожди. Давай по порядку. Кто в ночь смерти к Волкову приезжал? Тот мужик, у которого вы собаку рыжую украли? Ну да, этот на черном джипе. Он ночью приезжал, а потом утром. Но утром уже за женщиной своей. Она с собакой под подъездом стояла. Ну, с этой рыжей, которую мы украли. Этот? Этот. Знаешь о нем что-нибудь? Как зовут? Где живет? Еще как-то знаю. Крайний дом на клинической улице. Здоровый особняк. Как зовут тебя? Андрей. Значит так, Андрей. Я забываю про твоих кошечек-собачек, а ты летишь в управление, находишь следователя Логинова. Фамилию запомнил? Да. Фотографию мужика показываешь и все про него рассказываешь. Фотографию пришлю. Телефон отставай. Телефон отставай. Телефон отставай. Телефон отставай. Вот она, логово преступника. На улице ни души. Во дворе тоже тихо. Представляю, что бы сказал мой муж, если бы он узнал, чем я сейчас занимаюсь. Можно было бы, конечно, где-то спрятаться и подождать, пока приедет Игорь с группой захвата. Но, боюсь, он сразу не поверит Батону и начнет проверять его слова. А преступник тем временем может скрыться, если, конечно, он уже не укатил с женой на какие-нибудь дальние острова. Надо же, сколько у Фоминых собак. Интересно, кто их кормит, если хозяева уехали? Есть кто дома? Это не дом, а целый дворец. И зачем двум людям такие хоромы? Хотя, возможно, к ним тоже то теща, то свекровь приезжает. Конечно, в таком дворце эти визиты выглядят немогучим ураганом, а легким ветерком. Хочешь жить, веди себя тихо. И в девяностые таких вещей, как ты, бетон закрадывал. Я ж тебя узнал. Ты за мной следила у дома Волкова. Кто такая, что нужно? Я не за вами следила, я за мужем своим следила. Я спрашиваю тебя, кто ты такая и что тебе от меня нужно? Я журналист. Я веду независимое расследование. Денег хотелось заработать. Лучшая жена. Я ж ты шутки шутить любишь, да? Давай, пошел. Вперед, вперед! Вперед, вперед! На колени! На колени! Посмотри справа! Руки сюда! Здесь чисто! Понял! Сережа, лови! Игорь, а это правда? Третьяков сказал, что Фомяных во всем признался. Да. Вы умница, я вас поздравляю. Спасибо. Мне очень приятно слышать эти имена от вас. У нас были только косвенные улики. Но благодаря вашему свидетелю у нас появились веские причины для ареста Фомяных. Свидетелю? Не надо только тайны мадридского двора устраивать. Бурков рассказал, что видел Фомяных в день убийства у дома Волкова. Бурков? Подросток. Андрей Бурков. Батон. Вообще странно. Я бы на него не обратил внимания. Вы молодец. Стараюсь. А след-таки из девяностых, да? Да. Рогов и Фомяных были партнерами по бизнесу. Волков каким-то образом догадался об этом. И решил сыграть по-крупному. Нарыл где-то факты о неверности жены Рогова. Стал шантажировать Дарью. И она была вынуждена сливать информацию Волкову обо всех контрактах мужа. А Волков сливал все это Фомяных за огромные деньги. Все оказалось так банально? Нет. Не совсем. Дарья призналась своему мужу в неверности. И они затеяли двойную игру. Решили использовать Волкова вслепую. А Фомяных получал через Волкова заведомо ложную информацию? Да. Пока он не проиграл несколько важных тендеров. А потом поделал контракт на реконструкцию моста. И тогда он понял. Его вводили за нос. И вычислил виновного? Да. Я не очень понимаю, почему Волкова убили? Его же самого обманывают. Но Фомяных-то этого не знал. Он считал, что это Волков обвел его вокруг пальца. Пришел выяснять отношения. Волков был пьян. Завязалась драка. Волков схватил кортик для самозащиты. Но Фомяных им же его и убил. По крайней мере, так он написал в чистосердечном. А собаку жены почему не забрал после убийства? Не знал, что она там. Волков запер ее в комнате. Возможно, в колоснотворное, чтобы соседи не слышали лайк. А, а утром приехал. Ага. Если бы Лариса не нашла ценного свидетеля во дворе Волкова, Фомяных никогда не написал в чистосердечном. Она мне очень помогла. Лариса молодец. Ну, пойдем быстрее к маме в аэропорт. Лер, ты мне бутерброд в дорогу приготовила? Самойечка, я забыла купить сырное. Я сейчас что-нибудь придумала. Не утруждай себя. Я уж как-нибудь поголодаю. Несколько часов. Я не позволю им голодать. Лер, возьми у меня в сумке пирожки. Да. Пару минут, я все починю. Угоряша, что это? Пирожки. Лариса приготовила? Лариса приготовила. С какой стати? Угостила. Зачем они тебе? Пирожки существуют для того, чтобы их есть. Вот. Кстати, очень вкусные. Как это называется? Называется пирожки. Мама говорит, очень вкусные. Да? И зачем она приносит тебе пирожки? Так, мне пора. Пока. Меня ждет такси. Так. Лер. Лер. Лер! Тащи тряпку! Что случилось? Ты же сказала, что сантехник все починил. Да он был. Они с мамой ругались, ругались, я нашел. Злой он. Понятно. Мама, молодец. Ну, что, одни? Ну, не одни, мы с пирожками. Да кто тут пирожками? Кто? Не знаю. Ну, посмотрим. Сюрприз! Здравствуй, сын. Здравствуй, Лера. Мама, здравствуй. Здравствуйте. Не вижу радости. Ваши глаза, дорогие дети. Ага. Ага. Понятно. Я вовремя. Нет, кажется, не вовремя. Нет. Мне кажется, не вовремя. Девушки отдыхают Дизайнер и художник Моя жена Лерчик Она моя невестка Моя дочь Валерий Лучшая подруга Выскочка Полководец Не стрелять! Мой муж следователь по особо важным делам И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях Как мне удается обойти профессиональных сыщиков Греш ты, суперский У меня трое детей, я была его любовницей Дизайнер отключил А я как раз пишу С телевидения С социальной службы Я ваша поклонница Я журналист И тем не менее Мой муж часто задается вопросом Что же делает его жена? А лекции точно не будет? Да на крайняк старостный ответит Она мне все равно Сейчас в лабораторику по физике торчит Здесь вообще живого места нет Глянь вниз Офигеть Что делать вы? Что в полицию звонит? Ну что там у нас, Михалыч? Вообще ничего Ни документов, ни денег По одежде не бомж Все чистое Под ногтями грязи нет По татуировке пока не определился Татуировка в арабском стиле, но что это нам дает? Так вариант выходить с Востока или Азии Ларис, идите в машину, Михалыч проводи Ну что, Александр Ковальцев Я ничего не помню Что? Я ничего не помню Как лицо уродовали тоже, нет? А как оказались здесь, помните? Да Шел Вот здесь вот Наверное, упал А потом, потом полиция И Это что, я его так, что ли? Я не знаю, вам беднее Вы были знакомы с Убитой? Ну же я знаю Жильца нет Я же говорил, я шел Темнота Собаки лают А потом Потом вы Этот Хорошо Вы арестованы По подозрению в совершении убийства неопознанного лица Сегодня ночью в заброшенном бассейне было совершено зверское убийство Лицо жертвы изуродовано до неузнаваемости И, как мы видим, уже даже есть подозреваемый Но не означает ли данный арест элементарное желание следователя Логинова Повесить преступление на первого попавшегося пьяницу-стрелочника Время покажет Ну а мы Будем, как обычно, внимательно следить На сей раз За делом человека без лица С вами была Светлана Мирская Криминальные хроники Ну, Мирская, как всегда, в своем репертуаре Какая неприятная журналистка Ну и сразу же понятно, что убил этот парень Ну, на самом деле, непонятно, кто убил Я думаю, Игорь во всем разберется Я в этом не сомневаюсь Вот только мой сын настолько порядочен Что все этим пользуются И садятся ему на шею И ты в том числе Ну, вы о чем, Антонина? Вы вместе уже три года, а у вас нет детей А Игорю нужна полноценная семья Ну, мы стараемся Ну, видимо, плохо стараетесь Ты учти, что у них с первой женой не было ребенка Поэтому они расстались Мы сами как-нибудь разберемся с этим вопросом Хорошо? Подготовьте ориентировки Рост, возраст, приблизительный, конечно И тату Обязательно тату Покажите, что мужчина мог быть, скорее всего, выходцем с Востока Будет сделано Обойдите все тату-салоны Покажите фото татуировки Может быть, есть мастера, работающие в этом стиле Угу Я забыл, стучаник сломался А что, вы хотели кофе? Да ладно Так это не проблема Как интересно И что это будет? Накота И кто собирается есть эту гремучую смесь Из жирных сливок и непригодного для организма желатина Вы? Я? Боже упасть, я жить хочу Мне еще внуков меньше Насколько я знаю, это ваш любимый десерт Пища должна быть простой и полезной Если хочешь, я дам тебе несколько рецептов Любимых блюд, Игоря Любимые рецепты Игоря, вы удивитесь, я знаю Ну, панакотты там нет Конечно, нет Вчера Ковальцев вернулся из командировки И узнал, что его невеста Екатерина собралась замуж за другого Ну, понятно, напился и грохнул соперника Ну, неизвестно, еще был ли это соперник А поговорить я с местным только завтра Игорь, ты что, никогда не снимал убийцу, что-то? Ну, тогда примет подарок без возмездных Попишь даром? Игорь, ваш кофе О, из ресторана Кто добился-то, а? Можно? Нужно Спасибо Возьмите мой Спасибо Привет Привет Ну, как там у нас? На передовой? Оппозиционные бои с переменным успехом Мы смотрели криминальные хроники и разошлись во мнениях По поводу Ковальцева? Ну, у нас была более глобальная дискуссия А что это он? Ну, а там пока не все так ясно Экспертиза показала, что на его руках кровь убитого Это, конечно, серьезно, но недостаточно в леках Как и твоя мама? Обживается у Саши, ругает Германию, все как всегда Бедные немцы Нет, бедные мы А мы-то чего? Ну, потому что иногда очень хочется расслабиться И чтобы в соседней комнате никто не чекировал, чем мы занимаемся Аааа, мама, у меня эти проблемы остаются? Угу Да, ты меня подставил, зачем? Зачем сказала, что твоя мама любит панакотту, а на самом деле она ее не ест, а я старалась Да? Да Тихо ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ты чего не спишь? Да никак не удается установить личность убитого. Отпечатков пальцев в Базе нет, как и заявлений о розыске подходящих мужчин. А помнишь, татуировкой в репортаже видела такая арабская? Вот эта? Да. С татуировкой пока не понятно, но она дала нам направление, что убитый мог быть выходцем с Востока. А этих выходцев у нас знаешь сколько? Пруд пруди. Знаешь, что я подумала? Давай спать. Ты сам начинаешь, а потом говоришь спать. Спокойной мать. Неожиданно. Ассалям алейкум. Алейкум ассалям. А что у вас такие удивленные лица? Решила молодость вспомнить? Я, между прочим, в институте шахеризату танцевала. Ты знаешь, Лера, ты очень плохо шьешь. Швы натирают и застежка очень плохо застегивается. Да просто это не на вас костюм, но я могу подогнать. Ну да. Глупо было бы не воспользоваться, когда твоя невестка портниха. Ну да, я же пользуюсь тем, что моя свекровь воспитательница. Завучий. Бывший. Бывших завучей не бывает. И отличного кулинара он, кстати, это не ест. Мне больше застанется. Мам, Лера как бы не портних. Все у вас как бы, как бы. Все как не у людей. Ну, не в каждой семье шахеризата завтраки готовят. Лариса, вы почему так поздно? Я в тату-салоне была. Ты все-таки сделала бабочку на пояснице? Так, давай без этого. Меня следователь Логин поручил. Решил отработать линию с татуировкой. Я была в трех, пока все мимо. Лариса, а должны были успеть в десяти. Игорь, делай, что хочешь, но преступление нужно раскрыть срочно. По Ковальцеву улив предостаточно. Может, это непростой выходить с востока. Нам международный скандал не нужен. Кипятильничек оставь. Дело раскроешь, будет идти кипятильничек. Близка к сердцу не принимайте. На него давят, он срывается. Может, все-таки Ковальцев убил? Разберемся. Сейчас на допрос придет его бывшая девушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Боже, какая ты красивая. Давай заходи. Ты будешь искать его дядьку? Какого? Из криминальных хроник, который с татуировкой. Я не знаю. Зато и я знала. Ну, что ты знаешь? Будешь. Ну, иди. Марин, руки! А-а-а! Екатерина Васильевна, проходите. Ковальцев точно не знал, что у вас сидит, сидит, сидит. Вы менялись планы. Конечно, не знал. Я как раз думала о том, как ему об этом сказать. А он свалился, как снег на голову. Мы как раз с Назиром собирались. Он иностранец? Иорданец. Когда вы последний раз его видели? Он позавчера уехал домой и к свадьбе готовится. У него знаете, как с этим все серьезно. А вы не могли бы сейчас ему позвонить? Да, конечно. Может, телефон разрядился? Вам придется пройти с нами на познание. Лариса? Угу. Марин, а что это будет? Ресторан в греческом стиле. Угу. Скажи, а тебе приходилось сталкиваться с арабской каллиграфией? Нет. Но у меня есть клиент, бывший профессор-востоковед Ермолов. Такой эксцентричный мужчинка, но очень толковый. Ага. Дядя Яша тебе точно поможет с наколкой. С наколкой? Лера, ты что, наколку решила сделать? Да. Лера, где? Ну, где-то. Как многого я о тебе еще не знаю. Ну, да. Могли бы предупредить, что у него лица нет. Можешь простить, но зато он может быть уверен, что это не Назир. Точно не Назир. У него татуировки не было. А что будет Саша? Ковальцева, шанс теперь доказать свою невиновность. У вас здесь прям восточный салон, красота. Так и есть. Надоело сидеть за книжками. И запах такой приятный. Это сандал. Аромат Востока. Имеет массу волшебных свойств. Вот она какая волшебная палочка. Зря ей иронизируете. Сандал издавна использовался в духовных практиках. Повышает чувственность у женщин. Так вкратче уговорите, как будто нашу встречу организовала не Марина, а моя обожаемая свекровь. Я отрабатываю индуистскую технику наги, что-то вроде нашего змея-искусителя. Но мне достаточно только знаний аюрбеды, чтобы утверждать, что с чувственностью у вас. Все в порядке? Ну, по вашей интонации невозможно понять, хорошо это или плохо. И вообще, мне создается впечатление, что Марина что-то перепутала. Дело в том, что мне нужна консультация по арабской культуре, а Индия это же совсем другое. А вас устроит профессор искусствоведения, чья докторская касалась графической составляющей древнеарабских манускриптов. Да, конечно. Что вас интересует, Валерия? Что скажете? Виртуозно. А с первого раза даже непонятно. Ну, я вас уверяю, что и с двадцать первого раза тоже непонятно. В эту картину тонко вплетен арабский знак Луны. А в нем написано популярное имя – лунный цветок. Чрезвычайно популярное. У меня на работе целых три лунных цветка и один кактус. И опять вы зря иронизируете. Имя достаточно популярное в мусульманском мире. Оно звучит как «Айгюль». Но меня кое-что смущает. Странно, что это тату. Ведь Коран запрещает их наносить. Наверное, мастера тату об этом не знают. Скажите, а кто мог это сделать? Я знаю одного мастера, который работает в подобном жанре. Я дам вам его координаты. Но вы мне должны кое-что сделать. Жаль, что это оказался не Назир. Кофе. Спасибо. То есть, я хотела сказать, жаль, что версия оказалась ложная. Теперь нужно новую выдвигать. О, я понял. У вас только что зародился маленький циник. Поздравляю, вы почти следователь. С вашей помощью. Привет всех. А тут дело такое. Бумаги я потом оформлю. Что-то удалось выяснить? Я определил время убийства. Час ночи. Не точно, конечно. Плюс-минус два часа. Да. И что это нам даёт? Пока ничего. Прекрасно. Пушественно. А теперь давайте как Айшвария рай в принцессе специй. А это как? Да-да-да-да-да. Грандиозно. Грандиозно. Вы уж меня простите за такой шантаж, но я никак не мог без вас в своей статье обойтись. У вас такая мощная энергетика, вы такая настоящая, искренняя. Вы говорите, говорите, не останавливайтесь. Я до сих пор не могу поверить, что в этом участвую. А эти Мэнди, Мэхэнди, надеюсь, они не навсегда? Нет-нет, она удаляется очень легко с помощью перекиси водорода и мочалки. А знаете что, теперь давайте в профиль. Профиль. Грандиозно. Прекрасно. Прекрасно. Вы понимаете, я давно искал модель для своей статьи «Влияние ведической культуры на западную духовную традицию». Но меня никто не устраивал. Людмой. Хорошо, что ваша статья не о Камасутре. А, до Камасутре я ещё не добрался. Но я уверен, что ваши фотографии потрясут научный мир. Знаете, вы даже не представляете, как эти фотографии могли бы потрясти мою свекровь. Благодарю вас. Что вы делаете? А что это за парфюм? Я как вошла, сразу почувствовала запах постороннего мужчины. Потрясающее обоняние. А можете сказать имя, дату рождения, образования этого чужого на мужчины? Ты зря иронизируешь. Это дорогой французский одеколун. Я такой Игорюшиному папе покупала в девяносто восьмом. Не современный мужчина в возрасте, да? Сандал, благовоние. Девочки на работе жгли. Да? Угу. Мы с Маринкой смотрели криминальные новости. И там Мирская злорадно сообщила, что Ковальцева отпустили. Твоё чутьё тебя не подвело? Он действительно не виноват? Михалыч, установлено, что убийство было совершено, когда Ковальцев ехал в поезде к своей неверной девушке. А, кстати, татуировка интересная. Это я тебе как художник говорю. Прости, но мне сейчас не до высокого искусства. Ты обрати на неё внимание. Там может быть вписана важная информация. Наши спецы проанализировали. Это тату не имеет отношения ни к символике зоны, ни к криминалу, ни к сектам. Это просто модная блажь. И вообще странно, что ещё не было заявления о пропаже иностранцев. Хорошие новости. Мои стихи о школе напечатали в Устьгорском вестнике. Господь и могущий, да вы ещё и поэт. Просто букет талантов. И обоняние у вас необыкновенное, и кулинарные навыки на высоте. Не хватает для полной картины только татуировок на руках, нарисованных хной. А что, Мэнди, это красиво. Хотя мне не по статусу, а то бы я с удовольствием, хотя и не индианка. Ну, так, для справки, этнический рисунок не всегда говорит о принадлежности к какой-либо группе. Игорь, мне нужно срочно с тобой поговорить о Лере. Мам, с удовольствием поговорю с тобой о своей любимой жене. Сын, ты слеп. Она пропахла мужскими ароматами. У неё наверняка кто-то есть. Мам, перестань. Не перестану. Потому что я люблю тебя. И не хочу, чтобы тебя обманывали. Вам не заставляй меня жалеть, что я не сирота. Жестоко. Я тебе докажу. Ларис, доброй ночи. Простите, пожалуйста. Завтра нужно возобновить обход тату-салонов. Но с корректировкой. Жертва не обязательно восточный человек. Добрый день. Следователь Лузина. Скажите, пожалуйста, вы делали кому-нибудь вот такую татуировку? Нет. Девушка, я с таким материалом не работаю. Извините. Палыч, потом закончим. Алло. Игорь, это я. Нет, не нашла тут другой. Помните, они меня напали в командировке в горе? Так вот, я случайно встретила этого бандита в тату-салоне «Чёрный бес». Да-да-да, вот этот, который с татуировкой, с пауком на руке. Ну, вроде не узнал. Я думаю, надолго тому. Есть. Спрятаться и ждать. Да, это моя работа. Хотите, и вам набью? Нет. Из ваших уст, знаете, звучит как угроза. А кому вы её делали? Юрке. Она до сих пор не расплатилась, кстати. Ага. А как его найти? Я уже несколько дней звоню, телефон отключу. Не знаю. Угу. Это жаль. Мне он очень нужен. Очень? Значит, у него есть подруга Инга. Она держит продуктовый магазин. Он находится возле ипподрома. Здесь, в крепостном переводчике. Примерно вот так. Ага. Спасибо. Можно? Конечно. Ага. Да. Да. Я здесь, напротив салона, за гаражом. Смелая, да? Да. Пожалуйста. А чё ты от юбки-то пристал, а? Почему вы без оружия? В оружайку не было времени забежать. Гад. Пуговицы порвал. Ну, ничего. У меня есть в кабинете еще одна рубашка. Это ерунда. Я пришью. На. Спасибо вам большое. Только я не юбка. Провоцировал. Здравствуйте. Я знакомая Юры. Мы вместе татуировки делали. Ну, в одном салоне. И мастер цену поднял, а у него денег не было. Понятно. Я дала. Он сказал к вам в магазин прийти, и вы будете в курсе. О, скотина. Значит так. Не знаю ни о каком долге. Этот гад бросил меня, даже не позвонил. СМСку прислал. Ужас какой. Ну, ты представляешь, тварь. Да я представляю, сама два раза замужем была. Да, и оба раза. Вот сегодня развелась. Плохая карма с этими парнями. Ненавижу мужиков, но без них, зараза, скучно. И с ними обхохочешься. Дайте мне вон ту черную смородину. Нет, не дам. Химия одна. Бери лучше колгановую настойку. Подружески советую. О, хорошо. О, это ну и пить так тоскливо. Чё, подружек растерял? Ну, да. Ну, я бы с тобой выпила, но сейчас… Так, а можно вечером после работы? Ну, давай. Говори телефон. Спасибо большое. Телефон забыл, дам. Не за что. Да? Алло! Мне нужен следователь Логинов. А его нет? Что-то передать? Я звоню по объявлению в криминальных хрониках. Запишите номер телефона. Передайте следователю Логинову. Возможно, это номер телефона гражданской жены погибшего в заброшенном бассейне. Одну секундочку, я запишу. Спасибо, я передам. А это кто? У нас открылся кружок в кишече. Николай Петрович, по-моему, я нашла женщину, с которой жил убитым. Молодец. Я вообще не понимаю. Сдался вам этот Юрка. Бросил меня, уехал. Не знамо куда. В вашем телефоне смска от Юрия Мизлева пришла 17-го числа. 17-го? Да. А вы видели его в тот день? Нет, не пришел ночевать. Написал смс-ку, встретился с друзьями. А уже на следующий день козел. Да. Игорек, отпечатки, снятые в квартире Инги Иволгиной, стопроцентно совпадают с отпечатками нашего безликого труба. Спасибо, Михалыч. Люсечка, скажите, зарплату еще не дают? Вы простите, что пришлось вести вас на опознание, но таковы правила. Юрочка, боже мой, ну как это? Садитесь. Я понимаю ваше горе, но нам нужно найти убийцу. Вы нам сможете в этом помочь. Да, конечно. У нас есть личные вещи, Юрия. Лариса, посмотрите, пожалуйста, может там что-то пропало, что-то, что он постоянно носил с собой. Спасибо. Это паспорт, бумажник и часы. Я ему подарила дорогие такие браслеты. Спасибо. Золотой. Японский Дасю. Получали сообщение от Юрия уже после его убийства. Может быть, есть догадки, кто мог их посылать? Только откуда же я с тобой? С кем-то был в ссоре, угрожали ему. У меня тут так, чтобы он насмерть с Петькой был на ножах. Кто такой Петька? Это бывший мой Петр Баранов. Он мне деньги был должен, так Юра ходил с ним разбирался. Морду ему набил. Успокойтесь. Мастер тату, ничего про имя Айгуль, вписанное в рисунок, не знал. Может и убитый был не в курсе. Просто картинка понравилась. Да. Алло. Наташа, это Инга. Ты можешь приехать? Ой, понимаешь… У меня все есть. У меня есть водка, у меня есть вино, закуска есть. Ты только приезжай ко мне, пожалуйста. Юру убили. Хорошо, я сейчас приеду. Ты что, тоже уходишь? Да, меня на фирму вызвали. Если на фирму, то ладно. Телефон убитого сожителя вашей бывшей жены был обнаружен у вас в квартире. Как вы можете это объяснить? Как, как? Подкинули. Угу. В телефоне часто повторяется абонент Айгуль. Я думаю, надо найти этого абонента. Лариш, действуйте. Я свободен. Не спешите. Нам есть о чем с вами поговорить. Нам есть о чем с вами поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помянем Юру моего. Ох, я чувствовала. Петька подлец. Молодость мою украл и надежду последнюю. Еще и смс-ки слал, будто бы от Юрчика мразь. Алкаш конченный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему ты думаешь, что это он? А кто? Как у него телефон мог оказаться? Часы пропил, наверное. И их Юре на день рождения подарил. Телефон подкинуть могли? Кто? К нему не ходит никто. Только Ванька. Долги выколачивает. А Ванька это? Сын. Два месяца назад из армии пришел, а во флоте служил. Сейчас в такси работает в России. Ты знаешь, я в тот день не почувствовала ничего. На работе задержалась. И вдруг из-под сутки слышу, пришел кто-то. А я обрадовалась. Думаю, Юрочка пришел. А это Ванька в туалет забежал. Ой, мне тут как оборвалось что-то внутри. Я поняла, он не придет. Ни сегодня не придет, ни завтра, вообще никогда. Сказала об этом Ваньке, а он мне что-то так зло отвечает. Говорит, ну и хорошо, не нужен тебе этот нахлебник. Нахлебник. А тебе чисто психологически нужно идти работать. Нет, что ты, я не могу. Я продам магазин. Вместе с квартирой. Давно хотела продать. Нинка. Извините. Иди поспи. Нет, нет, я посижу. Здрасте. Здрасте. Мам. Все хорошо? Вань, ну подружка моя, Наташа, посиди. Ну, я, наверное, такси вызову и поеду. Такси можно не вызывать, оно внизу пришвартованное. Я вас подвезу. А, ну хорошо, спасибо. Поеду, ладно? Мне очень жалко вашу маму. И мне жалко. Но она сама виновата. Нельзя голову терять в ее возрасте. Ну, каждая женщина в любом возрасте ищет любви. Чего ищет? Приключения она на корму себе ищет. Мужиков собирала с помойки. Папаша мой чего стоит. Меня сострогал, поднял паруса и за горизонт. Потом с этим, с Петькой сошлась. Не дня без пол-литра. Мичман у нас такой на флоте был. Царствие небесное. Волной смыла. Ну, жесткий, Иван. Я не жесткий, я справедливый. Ну, видишь ты, ну не идет у тебя с мужиками. Так нет. Она за Юрку хочет замуж. А Петьку по пьяни заштормила, а вот он и грохнул Юрку. Мать теперь страдать будет, пока нового хахаля не найдет. Ну, может ей в жизни не хватает чего-то. Тепла, например. Водоизмещения в голове ей не хватает. Вот чего. Да, то у тебя о работе слова не вытащишь, то ты прям по ролям рассказываешь. Спецэффекты будут? Будут. Лариса действительно умница. Без нее мы бы не вышли на этого Петра. В смысле? А она шла информатора. Кто он? Инкогнито. Находчивый. Я вот только одного не понимаю. Но убил этот Петр. Но лицо-то зачем уродовать? Как-то слишком сложно для алкоголика. Но он не так и просто. Этот Баранов понимал, что после ссоры с Мезелевым подозрения в первую очередь пойдут на него. А так, нет имени, нет связи. Еще он преуспел в жанре сообщений. Прости, что покидаю твою гавань. Поэт. Заключение на на корму судей ищет. Поднял паруса из-за горизонта. Водоизмещение в голове. Игорь, можно тебе на минутку? Забавно. Это что у Игоря за такие фиалки в голове, что он совсем потерял бдительность? Он думал, что я не замечу пуговицу, пришитую чужой рукой? О, хотелось бы мне знать, при каких обстоятельствах оторвалась эта пуговица. О том, кто ее пришивал, я, кажется, догадываюсь. Мам, у Леры масса всевозможных клиентов. Прекращай за ней следить. Ты просто слепой, как крот. Что, не видишь? Это не деловая встреча. Кафе, калья на двоих. Чай из одного чайника. Не из одной же чашки. Иди спать, мам. Лиха беда начала. А по мне ты не скучаешь? Прости, просто мама испортила настроение. Да, мама испортила, а Лариса завтра поднимет. Так, ты опять за свою. Причем к Ларисе? При пуговице. В смысле? В смысле, это не она тебе на рубашку пуговицы пришила? Как ты догадалась? Ну, во-первых, она очень плохо это делает, не умеет. А во-вторых, когда она нитку откусывала, помаду оставила на рубашке. Чувствуется, чувствуется. Что тебе чувствуется? Жена следователя чувствуется. Слушай, ну, чего ты суету-то навозь? Тебе же меньше работы. Убийственная логика. То есть, одна жена готовит, другая метет, а третья пуговицы пришивает. Гюльчатай, Зухра и Айгуль. Тебя так расстраивает? Меня это бесит. Я сделал выводы. Только не Айгуль. Почему? В телефонном списке убитого был такой контакт. А ты знаешь, что Айгуль с арабского переводится как «лунный цветок». Именно это имя было искусно вписано в татуировку твоего трупа. Лариса, вы же нашли Айгуль? По месту жительства ее не оказалось, телефон не отвечает. Завтра подключайте Козьму. Это ее имя вписано в татуировку. Спасибо и спокойной ночи. Спасибо и спокойной ночи. Телефон. Если телефон твоя Айгуль, ну видно, конечно, включен, то моя программка ее засечет. А если выключен? Ну, тогда пойдешь за Шариком. За каким Шариком? Почему тебя тут на твои доставники учат? Шарик – это служебная собака. Очень смешно. Орик, обижаться команды не было. Есть. Смотри, вот эта красная точка – твоя Айгуль. Направляется, судя по всему, к окружной трассе. Там сейчас пробки. Давай, езжай на перехват. Будь на связи. Служба такси Рапира. Здравствуйте. Девушка, помогите мне, пожалуйста. Я понимаю, что отвлекаю, но у меня такое ощущение, что муж мне изменяет. Я вчера видела, как он садился в машину вашего такси. Пожалуйста, скажите мне адрес, по которому ехал автомобиль номер 175. Во вторник вечером. Извините, но мы такой информации не предоставляем. Пожалуйста, девушка, у меня трое детей. Я вас очень прошу. 175-й, говорите. Минуточку. Так, так. Так, вы что-то напутали? В тот вечер этот водитель заказа не брал. Наверное, сломался. Всего доброго. Спасибо. До свидания. И вдруг из подсобки, слышу, пришел кто-то. Думаю, Юрочка пришел. А это Ванька. В туалет забежал. Айгуль Аслановна, то есть вас вообще не удивило отсутствие Мезелева, да? Нет. Мы поссорились неделю назад. Из-за чего? Он был очень ревнивым. Как давно вы состоите в интимных отношениях? Три года. Татуировку он сделал в вашей части? Да, очень меня любил. Куда вы направлялись? Из города? И с какой целью? Отдыхать. Без Мезелева? Почему? Я вам уже сказала, не поссорились. С моих слов записано верно. И подпись. Вы не имеете права покидать город. Дальше можете не продолжать. Я очень хороший юрист. Лариса, проводите. Я смотрю, у вас подозреваемые уже в очередь выстраиваются. Да какая она подозреваемая? Может быть, вредит на кого-то. На кого? У тебя есть убийца. Ты алкоголик с реальной уликой. Слишком много белых пятен. Как он и жертва оказались в бассейне. Как убивал. Что ты там с тобой дома делал в последнее время? Такой въедливый стал. Женой проблемы. При чем тут Лера? Ну, если не молодые в семье, то человек переключается на работу. Прекрати говорить ерунду. У Маранова недостаточно доказательств. Телефон. Подбросили. Иди к черту. Привет. Привет. Голова? Угу. В аптеку сходить? Нет, не надо. Голова пройдет. А на сердце. Ну, как жить, Наташа? Как жить? У тебя же сын есть. Эй, ты держись. Говорят, время лечит. Ой. Можно у тебя в туалет сходить? Даже не знаю, что сейчас сыграло большую роль. Интуиция или логика? Но все факты говорят о том, что к убийству причастен сын Наташи. И если я найду где-то здесь документы этого Юрки и часы, подарок Наташи, последние сомнения уйдут. Ну вот. Так и есть. Бедная Наташа. И как сообщить об этом Игорю? Соседка подтверждает, что в ночь убийства Айгуль с ней периодически скандалила из-за громкой музыки. А Петру тоже осечка. Пил с соседом. Ночью заказывали доставку водки. Курьер подтвердит. Наслышим, наслышим. Дело вашего человека без лица валится в хлам. Товарищ полковник, так вы его мне передайте. Со всем хлам и стажерам. Я его миг раскрою. У тебя ж последние два дела в суде рассыпались. Так там защита какая была? Плохому следователю адвокаты мешают. Вот что, Логинов. У меня уже пресса бог где. Завтра сделаю заявление, что в течение 48 часов убийца будет арестован. А иначе последуют только выводы. Мысль понятна? Так точно. Вот и славно. Пойдем, Коля. Сорок восемь часов. Удачи. Ну и что будем делать? Работать. Следователь, стажер Лузина, слушаю. Мир продуктов на крепостном. В санузле над электрощитовой в подвесном потолке вы найдете артефакт, который приведет вас к разгадке тайны заброшенного бассейна. Ваня и Волгин. А кто это? Алло. Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. Честно говоря, я тоже люблю эти городские квесты играть. А что у вас там на кону? Может можно как-то присоединиться? А, нет. Это семейный квест. Поэтому спасибо. Пока. Не за что. А? Игорь! Доказательств достаточно для того, чтобы признать вас виновным. На часах принижавших Мезлеву нашли отпечатки ваших пальцев. На коврике от машин нашли частицы кирпичной крошки, идентичной той, которая была на месте убийства. Алиби нет. Но есть мотив. Мезлев втерялся в доверие к одиноким небедным женщинам. Включая вашу мать. Давал обещание жениться. Далее он убеждал продать квартиру, чтобы расширить жилплощадь. Сделки оформляла нотариус Айгулька Лебаева. Далее он исчезал с деньгами. Так я ж червяка убил. Афериста. Ты убил человека, каким бы он ни был. Ладно, пишите. Как это у вас называется? Чистосердечное. Короче, подорвал его туда, к гаражам. Ну, говорю, мост-машины надо помочь. Приехали туда. Я и говорю, давай дрейфуй отсюда. На квартиру не зарься. А он смотрит на меня и улыбается. Вот тут я его с первого раза на дно и посадил. Потом оттащил туда, к заброшенному бассейну. Потом размазал кирпичом морду, чтоб не узнали. Матери с его телефона написал, чтоб не волновалась и в розыск не подавала. Паспорт сжег. А часы пожадничал. Волной накрыла. Вот и спалился. И как сообщил наш источник в управлении, убийцу человека без лица нашла стажер Лариса Лузина. Как это? И у меня в связи с этим вопрос. Может, старых и опытных следователей стоит заменить на молодых и рьяных стажеров? Какой шустрый стажер. Всех смогла обойти. Скажите мне, Игорь, такой опытный следователь. Вроде же неплохой парень, а стал убийцей. Ну, не все убийцы, ассасины в капюшонах. Откуда вы узнали про афера Мезлиева? Это таинственный информатор? Нет, на этот раз Мирская. Я показала ей фото Айгуля, а та узнала. К ним просто в программу обращались люди, пострадавшие от его обмана. Так оно и раскрутилось. Давайте помогу. Спасибо. Лариса, вы… Что? Молодец. Сынок, какой ты у меня молодец. Я смотрела на криминальные новости. Так быстро нашел убийцу. Мам, просто повезло. А где Лера? Да кто ее знает? Сказала, что это тайский слоник. Артефакт приведет тебя в сказку. Семейный квест какой-то. Прекрасно выглядишь. Все хорошо? Информатор Ларисы снова сработал. Убийцу поймали, тот сознался. Ну, здорово. Пусть так и будет. Что будет? Тебе здесь нравится? Мило, принимается. В смысле, принимается? Ну, ты ресторан устроил для того, чтобы извиниться за свою глупую ревность. Извините за свою глупую ревность? Лер? Лер, ты пуговицы на рубашке намного лучше перешила. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо Мы гонимся за ней Мы ищем ее Мы обретаем ее и снова теряем Наша жизнь не может быть полной без любви По сути, самое главное, что нам нужно в жизни, это любовь Дорогие мои, время нашей презентации подошло к концу Все желающие могут приобрести новинку авторской серии Ивана Рассветова А также получить автограф творца совершенно бесплатно Ну что ж, переходим к автограф-сессии Иван Тимович, подпишите мне, пожалуйста Елечка, ну я бы мог вам и дома подписать Ну что, я очень хотела вас поддержать, это же очень важно, правда? Спасибо большое Спасибо Дай-ка, Ванечка, и мне автограф Простите, пожалуйста И ты забыл мое имя? Антонина Игоревна, вас невозможно забыть Ну, я вот очень рад вас видеть Я тоже буду рада узнать о твоих новых успехах Может быть, после автограф-сессии ты пригласишь меня на чашечку кофе? С удовольствием Иди Так, ну А я вам говорю, что это убийство Я все видел своими глазами и могу подтвердить судьбу Ну, до суда еще дожить надо Прочитайте, распишитесь Антон Вавилов Пресса, передали из раздевалки Че только подъехал, тут кипиш какой-то, трассу перекрыли Кого убили? Повернитесь, молодец Он? Точно, он Что значит он? Я же говорю, я только подъехал, у меня колесо на старте слетело Вот, если бы вы мне его велосипед показали, черный с зеленым Да у меня синий велосипед Разберемся, отведите его в машину Спасибо И тут она ему заявляет Пока я жива В доме моей дочери Ничего подобного не будет Ну и ты знаешь моего мужа Бедный Хельмут Ничего смешного Это может быть Игорь пропустил бы что-то такое мимо ушей А тут совсем другие Понятия про границы приватности Короче, два дня не появлялся дома Да ладно, а ты что? А я позвонила в турагентство И заказала круиз На две недели по скандинавским странам Ну и когда вы едете? Мы пока никуда А вот мама уже звонила с борта лайнера Все прекрасно, ее даже пока не укачало Хельмут вернулся домой И мы наконец-то дышим свободно Саша, ну ты просто молодец Мне бы тоже тут кое-кого На пару недель Что, свекровь, да? Достала? Ну, понимаешь, просто По-моему, она поселилась у нас всерьез и надолго А я даже намекнуть не могу Ну, а Игорь? Ну, что Игорь? Игорь в этих вопросах Мне не союзник Вообще, мы немножко ругались на днях Игорь просто обожает свою маму Все смотрел Игорь там нет На старте настоящий номер 17 У него что-то с колесом После пятого километра И почти до самого финиша Камер нет Двойник мог въехать на трассу И выходить где угодно, не засветившись Скорее всего, прось Думаешь, заказали? Вавилов журналист Да Как показывает статистика, такие дела практически не раскрываются Раскроем Звучит пафосно А вы хоть помните, что у нас в субботу? Выходной? Точнее Помним мы, помним Я просто думаю, сколько мяса брать Я, ты, Лариса, Михалыч, Кузьма, Логинов Лера твоя будет? Не знаю Ну так узнаю, в чем проблема Меня не оставят у вас работать, я чувствую У других стажеров куча собственных раскрытых денег Убийства, ограбления, изнасилования А у меня не отчет, а сплошная скука Полковник смотрел в окно, даже не кивнул окна ни разу Тоже мне проблема Будешь снова писать отчет Возьмем раскрытые дела у меня, у Игоря, у Коли, наконец Ребят, поможем стажеру? Логинов, у тебя есть что-то в загашнике? Дам только те дела, в раскрытии которых Лариса принимала участие Логинов, ну, ты как всегда Ну, в принципе, это правильно Да Ну, вот у меня сложилось такое ощущение, что Убийство любителя татуировок Лариса раскрыла практически сама Да И вот эта брошенная молодая женщина Уже третью неделю ждет возвращения из рейса своего отца, капитана дальнего плавания Надеюсь, что он ей поможет и спасет Предстоит жестокое мордобитие Сунечка, пришла моя невестка, я перезвони себе Лера, нам нужно серьезно поговорить Да Вот ты обвиняешь в проблемах с Игорем меня Танина Игоревна, а зачем вы подслушиваете мои разговоры с сестрой? Тем не менее, главная ваша проблема с Игорем То, что у вас нет детей Лера, почему ты не хочешь ребенка? Ты обязательно должна прочитать этот роман Чтобы понять, к чему приводит подобное женское легкомыслие Слушайте, у вас какие-то радикальные изменения в мировоззрении Вы раньше уже читали только детективы Да, сама от себя не ожидала Просто автор, Ванечка Рысюк, мой бывший ученик Такой был хулиган, но я сделала из него человека Теперь он известный писатель Пишет под псевдонимом Иван Рассветов Лера, ты должна прочитать этот роман И ты увидишь, что ты найдешь в пути решения многих своих проблем Спасибо, Антонина Игоревна У меня пока, слава богу, нет проблем Четыре месяца назад на Антонова Вилова напали и избили Но дело закрыли, потерпевший забрал заявление Это он зря Вы что-то нашли по нему? Да, он работал как журналист-фрилансер Я уже писал в несколько изданий, я записала сейчас Спорт и город, дамский журнал, веломоты, литературная жизнь, экстремальная кулинария Кулинария Что? Не обращай внимания, это у него семейник Что? Ну, у нашего коллеги мама с завод школы В прошлом, правда Кстати, думаю, из-за этой экстремальной кулинарии его и заказали Ларис, а ты как шашлык предпочитаешь? Специк замачиватель или в красной вине? А я вегетарианка, начинается этой суббот А еще я нашла профиль Вавилова в соцсети Много фотографий с разными девушками, вот, смотрите Отрабатываем все связи, профессиональные, личные, любые Логинов слушает? Спасибо У нас есть ордер на обыск квартиры Вавилова Едем? Угу Лер, привет Я не понял, ты с нами? В смысле? Ну, у меня днюха в субботу, а Логинов у тебя узнавать не хочет? Так я не понимаю, ты едешь с нами на шашлыки? Ну, дело в том, что просто я мясо не ем сейчас У меня диета вегетарианская И вообще, я в субботу договорилась со своей подружкой, что с ее сыном посижу Ну, Игорь знает Ну, вы даете Вы что, с Ларисой заговорились, мясо не есть? Кстати, попроси Игоря меньше уделять ей внимания и сосредоточиться на деле А то у нас опять висяк образуется и группа останется без премий Висяк? Какой? Ну, резонансный, я думаю Заказали журналисты, с моста сбросили А ты что, ничего не знал? Тебе, Игорь, ничего не рассказывал? Не-а Ну, ладно, давай Жаль, конечно, что тебя не будет Да, мне тоже жаль Пока Пока Михалыч Если еще что-нибудь найдете, зовите Игорь, не могли бы мне помочь надеть перчатку? Я палец вывихнула Спасибо большое Лариса, за вами стеллаж, приступайте А что конкретно искать? Ну, кто ж вам так скажет? Просматривайте все бумаги, найдете что-то интересное, покажете мне А наш Вавилов был коллекционером Ты мое все Мне кажется, что вот эта девушка не очень сильно его любила Михалыч, уже зовем Да Простите А пальчики-то женские Женские Ну, нет, висяки нам точно не нужны А это значит, что я должна опять незаметно подключиться к расследованию Нужно постараться найти то, мимо чего прошел сыщик Логинов Что-то очень женское Судя по фотографиям в сети, убитый журналист был слишком любвеобилен А его увлечения достаточно разнообразны Ух ты, а ведь незнакомая ты детская площадка Ух, Эльвира Борисовна, ну зачем же мы сейчас туда прям поехали? Ну, конечно, пол работы же заказчику не показывают Одну минутку Марин, тебе на мобильную не пробиться Скажи, можно я сегодня Мишку заберу из школы? Ой, Лерка, спасибо тебе огромное Ты прям почувствовала, что мне помощь нужна Спасибо, давай, давай, пока, пока Эльвира Борисовна Да, я тогда сейчас прям подъеду Отдай! 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 Назар, отдай мальчику мяч, слышишь? Немедленно Арсен, ну куда ты залезу? А ну слезайте! Слезайте оба! Быстро! Вот берите самокаты и катайтесь, чтобы я вас видела. Давай, давай. Давай, быстро. Боже мой, как вы справляетесь с двумя? И с одним-то не знаю, что делать. Да я привыкла уже. Правда, возраст у них такой. Все время куда-то лезут. Просто с ума можно сойти. Машмар, а я тут газету решила почитать от Влесева. Там такие ужасы пишут. Ну-ну. Журналисту убили, представляете? Да, Антон Вавилова. С моста сбросили. Ехал в чат на велосипеде, в соревнованиях участвовал. Ну, можно посмотреть? Да, конечно. Надо же, Антон, с ума сойти. Вы что, тоже его знали? Знала. Светлая память. Правда, гадом был, как все мужики. Он что, вас как-то обидел? Ну, можно и так сказать. Он бросил меня неделю назад. Как и муж мой первый, когда мальчиком всего по месяцу было. Ну, правда, мой папа ему такой устроил. У меня отец, но он капитан дальнего плавания. Как только из рейса вернулся, сразу разыскал эту сволочку. Вы меня сюда Антона Вавилова? Да нет, что вы. Нет, эту сволочь, другую сволочь, их папеньку. А, Антон что? А, Антон что? Он конфеты ему приносил, леденцы на палочке. Ну, правда, эти самые дешевые. Ну, конечно. Ему ж надо было еще своей еды и стервой подарки делать. У него что, еще кто-то был? Да, как оказалось. Маша. Позвонила мне вчера и так и заявила. Здравствуйте, я вас, влюбленная Антонова Вавилова, представляете? А что хотела? Да встретиться хотела. Она мне надо триста лет. Я ее послала куда подальше. Арсен, я говорила, далеко не ехать. А телефон ее у вас есть? А вам зачем? А мы с Антоном работали вместе. Я тоже иногда пишу. Ну, может, надо ей позвонить, вдруг она не знает, что его убили. Ну, если хотите. Вот номер ее. Арсен, а ну иди сюда. Иди сюда. Я кому сказала? Если я еще понадобюсь для прикрытия, располагайте мной, миссис Холмс. Иди, гуляй. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я Маша Фокина. А я Нелли Синиченко. Я набираю новую команду для стартапа по IT-технологиям. Кем вы себя в ней видите? Ну, я не на собеседовании. Я знакомая Антона Вавилова. Я вам звонила. Седьмая ему. В смысле? Ты была седьмая из его списка. Ну, кому я звонила? А зачем вы нам звонили? Тем более накануне убийства. Ну, откуда мне было знать, что его убьют? Ну, только в том случае, если вы это организовали. Не говорите ерунды. Я хотела открыть им, вам, глаза из женской солидарности. С какой сволочью они имеют дело. В чем вы так говорите? Он вам что-то сделал? Оставил без команды на стартапе. А так ничего. Обычная сексистская свинья. Ну, как это оставил без команды? А вот так. Как это? Работать с людьми, которые хихикают у тебя за спиной. И отпускают шуточки по поводу твоих интимных привычек и узорчиков на пижамке. Все эти подробности он рассказал вашим подчиненным. Ну, не то, чтобы рассказал. Катька, менеджер, прочла новый модный роман. А там наша словила вам историю во всех подробностях. Он же, кроме глянцевых статей, еще подрабатывал помощником у этого писателя. Какого писателя? Не помню. Ну, а роман-то как назывался? Его читали? Не читала и не собираюсь. Если у вас все, извините, мне нужно работать. Да, и, кстати, сто процентов о Вилал слил не только мою историю. Так что, если встретишь описание своей большой любви в книжонке с пошлыми сердечками, не удивляйся. Спасибо. А вы так поздно еще на работе? Что-то задержался. Третьяковский кофе кончился, чай будете? Не откажусь. Вы представляете, мне кофе предложили только в одной редакции. В экстремальной кулинарии. Ну и что вы там выходили? Вовилов в редакции давно не появлялся. Он туда с гонорарами приходит только в конце месяца. А сейчас середина, поэтому... Что там о нем говорят? Раздолбай. Дедлайны часто срывал, но перо бойкой. Затем обрался очень смело. Например? Ну, например, писал о путешествиях, о мотоциклах, спорте, косметике. Об отношениях мужчины и женщины. О политике, о бизнесе писал? Это нет. Странно. Обычно из-за этого людей убивают. Я, представляете, нашел у нее в компьютере роман, который он писал. Бред полный. Читать невозможно. В последний раз Вовилова видели в редакции дамского журнала с некой Нелли. Я нашла ее в соцсети, наведилась к ней домой и... Вот. Очень похоже на ваш телефон. Так это он и есть. От этой Нелли просто мало чего можно было добиться. Так я взяла у нее отпечатки пальцев. Ну, специально выронила свой телефон, чтобы она подняла. А Михалыч, на месте? Думаю, нет. Лариса, вы молодец. Спасибо. О, картина маслом. А я смотрю, во всем управлении одно единственное окно светится. Ну, тебе-то, стажер, внеурочен, работать полезно. А вот следователю Логинову дома жена ждет. Я к Михалычу. А что, Игоря нет? Сказал, что скоро будет. Ты волна. Что, дочитали шедевр вашего ученика? Зря иронизируешь. Самый модный роман сезона. И что там? Очень жизненная история. Героиню романа бросил муж с двумя детьми и близнецами. А потом появился ее отец, капитан дальнего плавания и нашел мужа? Звучит банально, но у Ванечки стиль. А я, пожалуй, прочту. Потом прочтешь. Муж пришел. Ты знаешь, этот Расцветов, он очень интересно пишет. Я всегда думала, что сюжет женских романов, он вымышленный. А тут реальная история. Я даже немного знакома с прототипом. А ты погоды на выходной не смотрела? Волнуешься из-за третяковских шашлыков? Забыл спросить. Угу. Ты не волнуйся, я не пойду, как ты и говорил. У меня же вегетарианская диета. Что я говорил? Ой. Да, Ларис. Добрый вечер, Игорь. У нас тут пальчики совпали. Какие пальчики? На открытке с угрозами вавил его отпечатки Нелли Синиченко. Откуда информация? Михалыч установил. Конечно, поворчал немножко, но все сделал. Вы умница, Ларис. Спокойной ночи. Спасибо вам. Михалыч, ваш кофе. Лариса. Спасибо вам. Позавтракал? Угу. Спасибо, мама. Хорошо, что мама есть. Правда? А тот так бы и ушел на работу, не позавтракал. Да, да, я зачиталась. А что этот ваш Шасветов? Откуда он сюжеты берет? Может, у него помощник есть? Или, может быть, журналист какой-то ему эти сюжеты из жизни приносит? Нет. Про помощника Ванечка ничего не говорил. Мы с ним беседовали о мировоззренческих вопросах. О добре и зле. О любви. О, у него собака есть. Он с ней гуляет по набережной, у памятника к крейсеру. Там его посещает вдохновение. Дорогие мои, спасибо, что ты привел. Все-таки не зря я говорила, что надо почитать Рассветову. Все-таки не зря. Целиком и полностью заслуга Ларисы. Это она разыскала Нелли Синиченко, догадалась, что она подписала открытку «Ты сдохнешь, сволочь!» и доказала это. Молодец. Всенепременно надолжу сыну полковнику. Лариса Михайловна, я надеюсь, вы все-таки почтите мое скромное торжество? Я подумаю. А что нас там поделало об избеянии Вавилова? Нападавших было двое. Но так как Вавилов забрал заявление, то их отпустили. Одного вызвал он допрос, второй ехал из страны. Логинов. Спасибо. Синиченко привезли. Пойдемте. Ай, мой хороший. Мой хороший. Сидеть вместо. Проходите, не бойтесь. Он не тронет. Я не боюсь. Ой, сколько у него медалей. Да. Да. Сегодня еще одну заслужил. Этот сморчок отравить его хочет. Кишка тонка. Да я сам его отравлю. Вместе с крысо его визгливой. Кого? Доброе утро. Доброе, Алиночка. До соседа моего. Говорит, будто бы мой Муга чуть его псину не разорвал. Да врет он все. Несравненный Иван Рассветов. Да ладно. Он действительно популярный писатель. А вы тоже поклонницы творчества Ивана Филипповича. О, пошли, Муга. Нам здесь делать нечего. Не знаю, что наговорил вам этот приятнейший сосед, но вы не верьте. Иван Филиппович — прекрасный, чуткий, внимательный человек. Он гений. Ну, не все гении. Чуткие, внимательные и добрые. Ну, уж поверьте, я работаю Ивана Филипповича. По домашнему хозяйству я все-все про него знаю. Все книги его читали? Вчера закончила новый роман. Только немного любви. Да? Я на половине. Я вчера плакала всю ночь. Особенно на том моменте, когда она ему говорит, мне так много тебе нужно сказать. А он… Это прекрасно. Да, удивительная вещь. Скажите, а правда, что Рассветов часто здесь гуляет? Да. Вот он. Ну, подождите, его нельзя беспокоить. Вы собьёте вдохновение. Хорошо, хорошо. Здесь ваши отпечатки. Отрицать бессмысленно. Ну, это всего лишь открытка. Вы убили человека. Все улики против вас. Да, какие улики? Зачем вы угрожали Антону Вавилову? Да потому, что он сволочь был. Но я его не убивала. Я его просто припугнуть хотела, чтобы он знал. Ну, послушайте, вы долго меня здесь держать будете? Вы у меня дети. Четыре месяца назад вы наняли двух парней, и они избили Антона. Тоже, чтобы знал. Четыре месяца назад? Я его даже не знала. Мы с Антоном познакомились только в августе. На речке. Где сейчас ваши дети? В садике. До пяти. Мы вас отпустим под подписку, а не выездим. Иван Киликевич, я вас сразу узнала. Я так люблю ваши книги. Тише. Да. Вот, особенно вот это место довело меня до слез, когда она говорит, всем своим существом она чувствовала любовь, и больше ей ничего не было нужным. Я как раз обдумываю новый сюжет. А я как раз пишу. И за свой образец взяла ваш неповторимый стиль. Пытаюсь у вас учиться. Если у вас будет минутка… Вы хотите, чтобы я прочитал ваши опусы? Хорошо. Перешите мне страничку, не больше. Признание в любви. Фугорация. Я всю ночь думала о вас. Мне от вас ничего не нужно. Только немного любви. Как мило и сладко. Ай да я. Да. А, да, Марин, конечно помню. Все, сейчас принесу. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот материал и дело. Вы с другом засветились в офисном центре, вас опознали. Так что операция бессмысленна. Так ведь столько времени прошло. Славку вон успел в Польшу слинять, а мне отдуваться? Достанем мы Славку. Антона Вавилова убили. Кто вам его заказал? Не убить же. Чисто проучить, пару синяков поставить. Вопрос был, кто заказчик? Да не знаю я. Славка с ней договаривался. Ее зовут Нелли? Нет, точно не Нелли. Машка вроде. Дернете Славку из Польши, он вам точно скажет. Дернем. Нажмите, пожалуйста, кнопочку. Проводите. Из вас отлично получается злой следователь. На самом деле я добрая. Но очень старалась. Поищите в сети этого Славку. Простите. О, я люблю вас. Да, у авторов любовных романов нелегкий хлеб. Угу. Я придумала. Я ведь как бы должна наследовать стиль Рассвета. Ну. Его старые тексты должны быть в сети. Так давай посмотрим, как там люди признаются в любви. Угу. Ни фига себе. Смотри, 10 романов только за прошлый год. Ты что, почти по одному роману в месяц? Как один человек может столько написать? Один точно не может. Значит, на него пашут литературные негры. А, понятно. То есть он и меня хочет заполучить афроамериканцам и свою плантацию? Вариант. Как ты говорила, его зовут? Иван Филиппович. Угу. Ой, прям герой Достоевского. Так может не будем нагло использовать произведение Рассветова? А прибегнем, скажем, к классикам? И посмотрим, узнает ли он пюромастера. А это идея. Что-то Игорь домой не торопится. У него серьезное расследование, журналиста убили. Угу. Ну, что это такое? Быстро, быстро. То есть тебя не волнует отсутствие мужа по ночам? Антонина Игоревна, вашего сына? Работа такая. Работа такая. Куда там Достоевскому до Рассветова? Продолжайте. Вы горды, Иван Филиппович. И может быть вы уже до того несчастный, что действительно виновным себя считаете? Читайте, читайте. За вами нужно много ходить, Иван Филиппович, и я буду ходить за вами. Зачем за мной ходить? Ну, в смысле, ухаживать, как за больным. А, Иван Филиппович, сажайтесь. И как я должен об этом догадаться? Читатель Валерий все и всегда воспринимает буквально. Ну что, и перо у вас есть, а со стилем и еще работать, и работать. Спасибо. Вы знаете, я увижу у вас большое будущее. Главное в себя верить. Вот я в вас верю. Спасибо. Извините. Лера, а ты где? Я на выставке. А почему шепчешь? Ну, ребенок спит. Какой ребенок? Какой ты женщина? Что прямо на выставке спит? Да нет, нет, он в коляске спит, в троллейбусе. Я просто еду еще. В троллейбусе? А почему ты не на машине? Голова разболелась, и очень тяжело машину везти. А почему так тихо? А, ну, остановка. Какая остановка? Ой, подождите, контролер идет. Я вам попозже перезвоню, ладно? Пока. Теперь вы извините. Рысюк, как ты себя ведешь? Я знала, Ваня, что ты не ангел. Но такого я не ожидала даже от тебя. Как ты посмел? Не понимаю, Антонина. Стыдись, Рысюк. И знай, что я больше никогда в жизни не возьму в руки ни одной твоей книги. Никогда. Извините. Я считаю, что вам нужно продолжать писать. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. О том, что вы четыре месяца назад Мария Фокина наняли двух своих знакомых, чтобы они избили журналиста Антона Вавилова. Да кому нужен был этот ваш Вавилов? Графоман и бездельник. Но нужен был кому-то, раз его убили. Да, я попросила ребят проучить его. Было за что. Предупредила, чтобы без члена вредительства. Вавилов узнал, что это я. Ему стало стыдно, он забрал заявление. Но к убийству я никакого отношения не имею. Так, напишите, пожалуйста, подробно, кого, где и как вы попросили. Моя героиня, на самом деле, очень добрая, нежная и честная. Спасибо, я сам. А все считают, что она идиотка. Ну, потому что она все время этого алкоголика-наркомана Ивана Филипповича спасает, из три бара забирает. Ну, имя надо изменить. Как-то неорганично. А сюжет любопытный. Принесите мне пару глав, и мы вместе поработаем над текстом. Вам сливок добавить? Нет, спасибо. Типичная ошибка молодых, талантливых авторов. Стремление, что бы то ни стало, увидеть свою фамилию на обложке. Для настоящего писателя важно творчество, ну и возможность донести свою замысел. До читателя за хорошее вознаграждение. Как? Читатель покупает бренд. Раскрученное имя. Валерия Быстрицкая звучит. Да. Да. Но вас никто не знает. Мы бы могли поработать вместе. Я чувствую созвучие наших творческих струн. Угу. А с Антоном Вавиловым у вас тоже было созвучие творческих струн? Или он вам просто сюжет предлагал? Ему именно обложки тоже было не важно? Только творчество? Наоборот. Очень тщеславный юноша. Очень. Знаете, я вспомнил, мне сегодня еще в издательство нужно съездить. Поэтому извините меня. Лиля вас проводит. Лиля! Проводите гостю. До свидания. До свидания. Ну-га, пошли! Ну-га! Давай. Давай вот это. Да она ни о чем вообще. Нет, не о тебе говори. Давай это все. Ребят, ну поставьте что-нибудь повеселее. Я тут ни при чем. Это очень весело. Давай я тебе помогу. Шашлык не терпит женских рук, Лариса. Ну все, не надо, я поняла. А вам помочь? Нет, нет, спасибо. Ну что ж такое-то, я вам помогу. Игорь лучше не помоги. Игорь лучше не помоги. О чем задумались, Игорь? Задумался. Задумался об убийстве журналиста Владимира. Ой, я совсем не могу думать о работе. Здесь так хорошо, так пахнет лесом. Я, наверное, еще не стала настоящим следователем, да? Не волнуйтесь, этот недостаток легко устраняется в стенах нашего управления. Пойдемте ко всем. А вы были правы, ваш сосед оказался неприятным типом. Еще бы. Вы пейте. Сам закатывал. Я тут недавно вашего Мугу вспоминала. Если бы вы согласились участвовать с ним в выставке, у моего друга он бы всех там порвал. Я не сомневаюсь. Алло, добрый день. Послушайте меня внимательно. Мы оговаривали повышение ставки роялти на допечатку. Ого. Ну и слышимость у вас. Вы и не говорите. И литературные вечера, наверное, приходят слушать. Еще бы. Вся его жизнь проходит у меня перед ушами. Не нравится, да? Конечно. Меньше знаешь, лучше спишь. Вот тут на днях такой скандал был. Какой-то парень права качал. Кричал, у меня такие связи, в куче редакций. Да я всех журналистов позову на презентацию, и пусть все узнают, какой ты жалкий импотент. Ну, это, наверное, в творческом смысле. А кто его знает? Скажите, а ваш сосед часто на велосипеде ездит? Бывает. Обхохотишься. Как он такие зигзаги выписывает, а крыса его все время под колеса бросается. Ну что, это Игорь Кислый. Давайте его развеселим. Ага. Сергей Лунинов, как старший по званию, приказываю веселиться. Немедленно. Ну, на самом деле, Игорь. Лариса, давайте, может, мы его постижем? Я не хочу. Мне так нравится. Хочу участвовать в этом мандаризме. А полковнику не нравится. Да. Мы уже спасли. Я вас поцелую. Я вас поцелую. Разуться не хочешь? Хорошо погуляли? Неплохо. А где мама? Ну, тоже где-то гуляет. В этом доме все замечательно гуляют. Это кто? Ну… Иван Рассветов. Между прочим, ученик твоей мамы. Бывшей. Откуда у тебя фотография? Оперативная съемка? Оперативная съемка. Вы уже вышли на него? То есть, ты знаешь, что Вавилов был у него литературным негром, писал за него романы на сюжеты из жизни своих любовниц. Откуда ты это знаешь? Игореш, я соблазнила Ивана Рассветова, когда он на велосипеде по парку катался. Пожалуйста. Сосед его мне все сдал. Слышал, как Вавилов Рассветова угрожал, что журналистам расскажет о его творческой импотенции. Какой сосед? Где? Что ты там делала? Можешь дверь закрыть? Что? Дверь закрой, пожалуйста. Тебе нравится? Мне это слово «нравится». Дети, вы ужинали? Ой, извините, я, кажется, не вовремя. Да нет, мама, что ты всегда вовремя. Здравствуйте, проходите. Бренд Иван Рассветов принадлежит издательству. С каждым из авторов подписан договор о неразглашении псевдонима. Да, Антон Вавилов нервничал. Да, кричал, даже угрожал. Но это был блеф. Он за всю жизнь не рассчитался. А какие книги за вас написал Антон Вавилов? Почему он нервничал и блефовал? Уязвленное самолюбие. С авторами-призраками, как говорят на Западе или по-нашему, с литературными неграми, всегда происходят нервные срывы. А вы знали, что Антон Вавилов писал серьезную прозву? Недавно заключил контракт с издательством актуальной литературы. Они собираются опубликовать его роман и ждали следующего. Правда? Вы же говорили, это невозможно читать. Он что-то подобное говорил, но он меня это мало интересовал. Серьезно? И то, что он собирался уйти от вас, тоже не интересовал? Ну, если бы Антон Вавилов ушел, не выполнив обещание по контракту. Ему бы пришлось заплатить издательству серьезнейший штраф. А, и он собирался решить этот вопрос через вас. А когда вы отказались его отпустить, начал шантажировать. Ну, допустим, так оно и было. Но вы же понимаете, что я не мог воспринимать его угрозой всерьез. Ну, рассказал бы он во всеуслышанном, что являлся моим литературным афроамериканцем. И что? Не знаю. Гражданин Рысюк, вы не покажете нам ваш велосипед? Ну, вы же понимаете, насколько нелепы ваши подозрения. Если вы так настаиваете. Мы настаиваем. Прошу. Вот, пожалуйста. Запишите протокол. Черный спортивный велосипед. Да-да-да. С зелеными вставками. Фирмы «Байсикл». Распишите, пожалуйста, протоколе. С удовольствием оставлю вам автограф. Я бы на вашем месте так не радовался. А что ж вы мне плакать? Где вы были тринадцатого числа в семнадцать тридцать восемь? А я был здесь дома. Свидетели есть? Нет свидетелей. Извините, не подумал про алиби. Рысюк Иван Филиппович, вы арестованы по подозрению в умышленном убийстве Антона Вавилова. Вам нужно будет приехать с нами. Чушь какая-то. Бред. В вашем случае лучший вариант – чистосердечное. Что чистосердечное? Я никого не убивал. Что с этим? Руки. Идиотизм какой-то. Да пожалуйста. Через час вы пожалеете об этом. Стойте! Иван Филиппович Киричев, мне не надо это слышать. Это я сбросила этого журналиста с моста. Потому что он хотел навредить Иван Филипповичу. Он хотел рассказать всем ту гадость. А я не могу позволить, чтобы о нем говорили так плохо. Потому что я люблю вас, Иван Филиппович. Вы самый прекрасный! Вы самый честный! Вы самый замечательный! Так, заберите от меня эту сумасшедшую! Чего вы стоите? Заберите! Соберите ее! Чего вы стоите? Я люблю вас! Ну, заберите еще от меня! Помогите! Вавилов случайно увидел Русюка в выписку из клиники. С диагнозом – ректальная дисфункция. Проще говоря, импотенция. Ого! И взял это на вооружение. Да, убийственный удар по имиджу писателя сердцееда. А Лиля Гречкина оказалась у нас мастером спорта и велосипедистом разрядником. Вообще, странно, какие безумства может пойти влюбленную женщину. Ты мне так и не сказала, что ты тогда у него делала? А, да я просто его увидела и взяла автограф. А ездила к его соседу. У соседей собака чемпионка, а у Марины друг устраивает, ну, эту, как она, собачью выставку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Девушки отдыхают Выскочка Полководец Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях Как мне удается обойти профессиональных сыщиков Брюш, ты суперский У меня трое детей, я была его любовницей Дизайнер отключил А я как распишу? С телевидения С социальной службы Я ваша поклонница Я журналист И тем не менее, мой муж часто задается вопросом Что же делает его жена? Да что же он тяжелый такой Вот откормили Есть? Нестандартный Слишком глубокое дно Попросите, пожалуйста, всех свидетелей Есть, и просим свидетелей Кто заказывал гроб? Я... Я позвонила в фирму Последний путь Нашла ее в интернете Какие параметры вы называли? Они спросили Рост Приблизительный Вес покойного Вроде все Беги Зоя Михайловна, почему Вашего зятя хоронили в закрытом гробу? Такова была его воля Мой муж строил этот дом сам И он всегда хотел, чтобы в последний путь его провожали именно отсюда Но не хотел, чтобы его фотографировали в гробу Да Василий был юрист, он все предусмотрел Да А вы уверены, что не видели раньше этого человека? Все Стой, малышечка Как тебя зовут? Аня Анечка Ты живешь в этом большом красивом доме, да? Ну что ты здесь знаешь? Заковори Спасибо 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 Валерия, а как вы здесь оказались? Я была знакома спокойно Откуда вы его знали? Василий Федорович – отец моего бывшего гражданского мужа Олега Петрова Руки! Руки! Отставить Направлялся в дом Увидел нашу машину Развернулся Пытаться уйти Я дом обходил На окрик не отреагировал Я на окрики не отзываюсь Пришлось задержать Так он еще и сопротивлялся Правильно сделали Это Олег Сын моего мужа от первого брака Я вообще-то пришел на похороны Что здесь произошло? А здесь произошло убийство Кого убили? И волнущего совершенно незнакомого человека То есть отца хоронить сегодня не будут? Нет Туда пойду? Зоя Михайловна, я вам позвоню, хорошо? Так, руки убери свои Руки убери! Гражданин Петров Вы задержаны За неподчинение представителю органов правопорядка Побеседуем в отделении Ух А Игорь? Ну что, Игорь, он при исполнении даже ко мне не подошел Стажера, просите свидетеля Кстати, что он сказал относительно фотографий в объятиях этой рыженькой стажерки? Ничего, я пока не спрашивала Почему? Ну как ты себе это представляешь? Очень просто Показываешь Игорю фотографию и спрашиваешь, что это было Не знаю, надо подумать Чего Игорю звонишь? Нет, Олегу Не подходит, неужели они до сих пор его не отпустили? Твой Игорь, судя по всему, Олега тоже терпеть не может? Не-не, он нормальный Да? Да Значит, скоро отпустят после допроса Куда он денется? А если нет? Так, ладно, мне пора Угу, давай Заберешь, ладно? Угу Давай Валеринь, привет Привет Игоря ждешь? Ну, да След не виделись Может тебя проводить к Игорю? Ну, нет, я думаю, он занят Так у нас есть полчаса, чтобы выпить кофе? Думаю, есть Отлично Пойдем? Пошли Пошли Я вам уже сказал, я никогда раньше его не видел Вам нечем заняться? У вас убийство, а вы тратите время на какого-то меня Олег, я понимаю, вас сдали нервы Никто вас не собирается задерживать Но раз уж вы здесь потрудитесь, ответьте на наши вопросы Вы живете в доме отца? Нет Жил около месяца, теперь нет А почему? У меня были временные проблемы с жильем, теперь они разрешились Когда вы в последний раз его видели? Дня три назад В тот день, когда он умер Да, но я видел его живым А о смерти узнал только позавчера, Зоя Михайловна позвонила В тот день вы поссорились Это не относится к делу? Относится Из-за чего? Наш последний разговор касался музыки Насколько я знаю, для вас это ни о чем Ну, можно и так сказать Почему вы опоздали на похороны? Я живу в частном секторе у друга Окружная стояла и за ДТП на мосту, можете проверить Проверим Почему вы пытались бежать? Я не пытался бежать Я свободный человек, шел туда, куда считал нужным Логинов Ваш коллега был без формы, забыл представиться Я забыл сказать, что я, не зайдя в дом, уже под подозрением Угу Спасибо Можно ваш телефончик? Гражданин Петров Вы задержаны по подозрению в убийстве Лосева Андрея Александровича, восьмидесятого года рождения Кто это? Коль, скажи, ты не знаешь Игоря Олега? Отпустил уже? Олега? Не знал, что вы все еще общаетесь Он в отец умер, а он на похоронах А, два в одно Прости Сыничный, юмор-следователь Угу Так а почему ты самого Игоря не спростишь? Послышишься? Понимаю Ну, давай я все разузнаю и тебе расскажу Ну, давай Подайте, пожалуйста Хорошо, тогда вечером созвонимся Попозже, потом уже встретимся у меня Что будешь? Кофе? Да, ну кофе полностью Ну, как там два в одном? Везет же некоторым, нарочно не придумаешь Завидую молча Дело как раз несложное Личность убитого установлена Подозреваемый задержан Да, может уже и сознался Вопрос времени Какой-то Логинов сегодня быстрый Сам на себя не похож Может помочь? Ну, в смысле признания Всем привет Как успехи? Логинов Говорят, ты уже сдержал кого-то Хвалил за оперативность Не, не за что Половину работы районные пера сделали К ним обратился с заявлением о пропаже напарника дальнобойщих Владивосток Только что он опознал наш труп в желтых кроссовках Это Андрей Лосев Три дня назад он ушел на встречу с местным музыкантом И так и не вернулся Мобильным задержанного музыканта Олега Петрова Числиться звонок с номером Лосева Трехдневной давности И что музыкант Олег Петров? Факт знакомства отрицает Игорь, ты от дела отказаться не хочешь? Не хочу Ты же не маленький, понимаешь Личная неприязнь, подозреваемый Ну, все-таки Никакой личной неприязни к музыканту Олегу Петрову у меня нет Ну, хорошо Недалеко мы собрались В гости В гости кому? Да, Нина Игоревна, у вас профдеформация Синдром матери следователя Вы знаете, что взрослые люди могут ходить в гости без обязательной дачи показаний? Ну, незамужней женщины А как насчет женатых мужчин? Новенькая Можно покрашу? Конечно Вот что бы вы сказали ну, чисто теоретически если бы узнали, что у Игоря кто-то есть Мой цвет Дарю Спасибо Ну, во-первых, у него никого нет и ты об этом знаешь во-вторых, меня это мало волнует а в-третьих мудрые женщины даже если знают о своих мужьях что-нибудь такое этакое закрывают на это глаза чтобы сохранить семью Двойные стандарты Тройные Хорошего дня Вчера наконец-то моего Граппелли растаможили Раритет? Ты помнишь, как я начал их собирать? Ну, конечно Ты мне вкус меда подарил Стащил в родителей Нет, это папа тебе передал ему какой-то пациент подарил Стащил в родителей Скажи, а Олег еще в СИЗО? Ну, да Валерия Давай за нашу встречу Давай Чтобы это случалось чаще, чем раз в сто лет Потанцуем? Коля Ну, давай, когда ты в последний раз танцовала? Я не помню Вот, видишь? А когда со мной помнишь? Ну, с тобой на выпускном После института И все девчонки меня завидовали Потому что у меня одной был кавалер в форме Оп Ты помнишь? Конечно Слушай, а может ты заберешь у Игоря это дело? Мне кажется, он не объективен Я даже про это думал Да? Ну, конечно, такая возможность уничтожить соперника Ну, пусть и бывшего Тут мало кто устарел бы Я об этом не думала Какие-то ваши мужские дела Мои тогдашние предложения до сих пор сели Я повторял его два раза Готов повторить в треть Мишка, надо Марине позвонить Сделаешь чай? Щасик Это хорошая идея О, Мер, уже есть, тортик Мер Все, 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 все Ты так много работаешь Тебе нужно хорошо питаться Ешь ради меня Ты же меня любишь? Мам, лучше бы ты спросила, люблю ли я макароны Мне надо с тобой серьезно поговорить Это связано с Лерой Значит, ты тоже заметил? Что? Что она пропадает неизвестно где, неизвестно с кем Я бы самым настоятельным образом тебе посоветовала Мам, мне тридцать шесть лет Я взрослый мужчина И способен самостоятельно принимать решения Лера тоже взрослый человек И моя жена Я ей полностью доверяю Я рада, что у вас семья атмосфера доверия Более того Нынешняя жена мне нравится намного больше, чем предыдущая Вот я надеюсь, этими своими мыслями ты с Лерой не делилась? Конечно, нет Невестку нужно держать в тонусе Народная мудрость Я не об этом Так А давай на выходных мы съездим тебе домой Отвезем тебя Ну и Сами проветримся Как скажешь Хотя я собиралась на следующей неделе в оперу сходить И Аланту хотела послушать Но радио тоже неплохо Правда у меня Еще целый месяц не будет горячей воды Ничего, я буду греть ее в большой кастрюле Два раза в день Ты не помнишь такая зеленая, эмулированная? Помню Хорошо Съездим, когда захочешь Двенадцать часов Ты считаешь это нормально? Добрый вечер О, романтический ужин с веном Но вина была совсем чуть-чуть Как и романтики Ну вот это я и верил Смеялся над фотографиями Что я смеялся? Я ничего не смеялся Давайте вместе посмеемся У меня тоже есть фотографии Очень интересные Ты о чем? Спокойной ночи, Марла Спокойной ночи Ну и? Ну и как ты это объяснишь? Она упала, я поймал Третьяковские шашлыки там все были Те самые? Больше там никто не падал? Кузьма два раза оступился Михалыч в костер сел Ты издеваешься? Почему издеваться я? Как Олег? Нормально Дело веду я, если он виновен сядет Если не виновен тоже сядет Прекрасный способ разобраться с соперником Даже с бывшим Твое поведение отвратительно Мам, придай, пожалуйста, масло Игорю передай Ну сколько времени Бежать надо Поссорились? Нет, что вы Так обменялись нотами протеста Ладно, Антонина Игольевна Я тоже пойду Далеко? К Марине Хорошего дня Олег не мог убить человека Прям не мог? Запросто В состоянии этого Аффекта Аффекта Миш, надень наушники и не послушивай Кого-то они справедливо обвиняют в убийстве? Ну, типа того Шерлок Холмс в таких случаях Искала настоящего убийцу Пока инспектор Лестрейд сажал в тюрьму Кого попало? Лестрейд Угу Опять читал с фонариком под одеяло Ты доиграешься, ты в очках будешь ходить Да ладно Смотри Это Анфиса Петрова Угу А это ее дочь, сводная сестра Олега, ей шесть лет Угу, а Люська Слушай, а для шести лет она неплохо рисует Ее бы в художку отдать Угу Кудашку Хорошая идея Угу Лер Я не имел дел с похоронной конторой «Последний путь» И не приплачивал за глубокое дно гроба Ты где труп прятал? Я никого не убивал А, в несознанку идешь? Зря Не расскажешь ты, гробовщик расскажет Тиму, какой смысл тебя выгораживать? Ну так допросите вашего гробовщика Спасибо за совет, сопляк Сами вы сопляк Голос прорезался Че, самый умный? Ты что мне тут исполняешь? Превышаем полномочия, товарищ следователь Не боимся служебного расследования Ты че творишь? Допрашиваю по следственному, а ты что сделаешь? Тебя же отстранили Из-за особого отношения Выбивать показания я не позволю Уведите под следственного Да это кто так решил? Я надеюсь ты меня услышал Ну, мы подтянем технику Я дам ей определенные навыки для поступления в художественную школу Помогу ей найти свой стиль Вообще, Аня очень способная девочка Я согласилась с вами встретиться, потому что вы в курсе наших обстоятельств Я надеюсь вы понимаете какой это стресс для девочки Да, конечно Вы должны постараться сделать так, чтобы Аня немного отвлеклась от этих событий Вы же знали моего мужа? Да, Василий Федорович очень хорошо ко мне относился Но в последнее время мы совсем не виделись А что он умер в этом кабинете? Да Анфиса Павловна, простите, поминали обед у нас теперь на когда? Вы не видите, я занята Спросите у Зои Михайловны Ужасное происшествие Надеюсь вы не будете обсуждать это с Аней? Нет, конечно нет Так вот, гроб-то оказался с двойным дном Да что вы говорите? Ну да Юрьевна своими глазами видела, она ж у них убирается А, а убийцу то поймали? Да, конечно поймали и посадили Сынок оказался убийца Чей сынок? Так Петрова Ой, хороший же мальчик был, Олежка Я вот с такусеньких лет знаю Такой и здрасте, и до свидания, и пожалуйста, и спасибо Ну прям, работать не хочет Нет, музыка целыми днями, бум-ца-ца-бум-ца-бум-ца-ца-бум-ца-бум У меня вот это вот, вот такая голова Музыка, Олег Петров Да А как же его жена всё это терпит? Да какая жена? Не было у неё никакой жены Была, ну как сейчас современные говорят, гражданская Да что вы, а как звали то её? Валентина. Нет. Валерия. Валерия, точно. Валерия. И она была, ну, какая-то творческая натура. То ли художница, то ли модельер. Богема. Одним словом. Ну, и та не выдержала. Сбежала. Сбежала, вышла замуж за какого-то мента. Вот. И... Так, значит, его задержали. Ну, да. Юлина сама видела. А может, отпустили? Под... Подписку? Ну, я бы знала. Вот. Мне нравится. Очень похоже. Срисовывает картинки из мультфильмов. Ну, это хорошо. Руку ставит. Но мы, конечно, пойдем дальше. Так, нам понадобится бумага, простой карандаш, акварель, все есть. Ну, тогда, как договорились, полтора академических часа. Угу. Слушайся, учительница. Да. Так. Смотри. Проводим линию горизонта. Мы будем рисовать небо и море. Ты море любишь? Да, очень. У настоящих художников есть такой прием. Называется заливка акварелию. Смотри, вот точка. Она должна не засохнуть, а перейти в следующую линию. Когда дойдешь до горизонта, нужно начать рисовать море. Море темнением. Угу. Поэтому краски нужно больше, а воды меньше. Угу. Попробуешь? Да. Все. А я скоро приду. А ведь за последние семь лет этот дом практически не изменился. Здесь по-прежнему пусто, морочновато и не очень уютно. Несмотря на роскошь. Да и мои ощущения остались такими же. Как тогда, когда мы с Олегом приходили в гости к его отцу. Теперь, когда Олег под следствием. Завещание можно и оспорить? Думаешь, его все-таки обвинят в убийстве? Знаю, наше топливное орган. Не исключено. Жалко, если так, парень. В принципе, неплохой. Ты у меня просто мать Тереза. Забыла уже эти его постоянные ссоры с Васей? Бородать в дружку, в музыку по ночам. Устроилась в домопроходной двор. Сто процентов это был кто-то из них. Ну, может быть. Мама. Меня другой вопрос интересует. Как считаешь, ресторан уже можно открывать? Я бы на твоем месте не спешила, пока не закончится следствие. Раньше домом занималась совсем другая женщина. Интересно, кто именно решил ее поменять? Кстати, от домоправительницы можно узнать многое. Главное найти правильный подход. Здравствуйте. 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 Вы новенькая? Ага. Вы знаете, я уже жалею, что нанялась. Мне показалось, что ваша хозяйка стерва. Не показалось. Понятно. У вас здесь кухня, как в ресторане. Так оно и есть. Вон зал ресторана, а центральный вход выходит на проспект. Анфиса Наблаш, но как только хозяин умер, она сразу же его и закрыла. Почему? Боится, что не окупится, наверное. Раньше же хозяин, Василий Федорович, за все платил. С других доходов. Так а что, больше не откроется? Да какое там? Она даже мясо с холодильной камеры выбросила. Хорошее мясо. Я говорю, Анфиса Павловна, если вам не надо, я возьму. Не дала. Близко к холодильнику не пустила. А потом это мясо собаки по всему району таскали. Простите, мне нужно закрыть. Ага. Ну, кому бы я еще мог передать дело? Да, Третьяков у нас работает иногда специфично. Но он хотя бы объективен. А я нет, да? К бывшему гражданскому мужу своей жены, Игорь. Я обязан тебя отстранить. Ну, что там? Молчит, как рыба облёт. Коля, я представляю, что тебе наговорил Логинов, но… Я могу его разговаривать. О, я представляю эту идиллию. Ты мне доверяешь? Ну, официально ты еще в деле. Полковника на месте нет, так что приказ не подписан. Понятно. Как дела? Молодцы. А почему фломастерами? А нельзя фломастерами? Конечно можно. Основное правило художников знаешь какое? Можно все. Знаешь, что нам нужно? Нам нужно с тобой научиться рисовать людей. Да, Лизбумаги? Не нужны. А вот. Это те, которые не получились. Можно брать любого. А можно посмотреть? Угу. А это кто? Да, дядька какой-то. Я его плохо срисовала через окно. Ну, успела. Он в ресторан зашел. А когда это было? Ночью. Я не спала. А потом мама зашла и сказала мне ложиться. А утром оказалось, что папа умер. Скажи, а могу я эту картинку сфотографировать на память? Да. Ну что? Тебе понравилось? Да. Очень. Тогда ждем вас на следующее занятие, как договаривались. Угу. Ну, вы не провожайте меня, я сама дойду. Пока. До свидания. Спасибо. До свидания. Я эту игру знаю. Злой следователь, добрый следователь. Ты мне сейчас предложишь кофе и закурить. Здесь не курят. И меньше всего я хочу играть с тобой в какие-то игры. Олег, послушай, мы с тобой взрослые люди. И давно между собой все решили. Да, в твою пользу. Но все равно приятно же меня посадить, да? Я хочу раскрыть преступление. Тебе звонил Лосев. Что тебя с ним связывало? Лосев, Лосев, Лосев. Я только теперь понял, кто такой Лосев. Что ему нужно было от тебя? Да не ему от меня, мне от него. Мне ребята из Владика передали с ним инструмент. Китайский гонг старинный. По почте не передашь. Контрабанда. Она. Ну согласись, по сравнению со статьей за убийство – фигня. Где вы встретились? А в том-то и дело, что мы не встретились. Я… Я ему забил стрелку в ресторане при доме. А потом не смог перезвонить и отменить. Почему хотел отменить? Я у отца денег попросил. А он меня послал. Вот я и пошел. Куда? Куда глаза глядят. В парке вечером был сейшн. Там несколько групп зажигало. Тебя там кто-то видел? Там было человек триста. Кто-то уж наверняка. Это же нужно разыскивать людей и опрашивать. А я здесь. И без алиби. О, кажется, воровство ключей входит у меня в привычку. А что делать? Интуиция уверенно ведет меня в ресторан, как бы намекая, что с ним не все чисто. Ни души. Наверное, именно в таких местах и совершаются классические преступления. Нужно будет спросить у Антонины Игоревны. Так, главное, чтобы сюда никто не зашел. Вот где искать подсказку? Может в холодильнике? Эх, сейчас бы Михалыча свое чудо приспособлениями. Ах! Здрасте. 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 А вы кто? Новенькая Валерия. А меня Валера зовут, вы ходите тезки? Работаете здесь? Работал водителем у хозяина, а сейчас уволился и пришел вещи собрать. А что, Анфисе водитель не нужен? Он, может быть, и нужен, но я решил снова в дальний бой податься. Хозяин того был. Ой, ну, у меня много работы. Приятно было познакомиться. Взаимно. Напугал. Но разве можно так набрасываться? Это нужно. Что ты здесь так говоришь? Я соскучился. Иди ко мне. Валера, ты же знаешь, нас на том не должен лететь. Не сейчас. Не когда? Не сейчас. Когда? Приходи сюда вечером. Вечером? Да, на сегодня. Вот тут поворот. А ведь это новое звено в цепочке расследования. Лер, послушай, я… Коль, ты прости меня, пожалуйста, что я вчера ушла. Это все в порядке. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Извини. Ты заместите, пожалуйста. Ну, понимаешь, мне нужна помощь. Давай встретимся как можно скорее. Я буду ждать тебя в том же кафе. Хорошо. А где Пухтинов? Вошел. Не сказал надолго? Нет, не сказал. Коля, где? Логинов, ты чего, фнарил? Ты какого лысого его отпустил? Под подписку невыезде. Его алиби подтвердит более десяти человек. Он был на музыкальном сейшене. Я веду это дело. По документам я. Решил напоследок мне западлено устроить. Был на музыкальном сейшене. Фига себе алиби. Ты хоть сам на этих сейшенах бывал? Там беспорядочная толпа всех приходит и уходит. Мальчики, а хотите кофе? Давайте я вам кофе сделаю. Лариса, сделайте себе. Желательно у Михалыча. Ну вы же не драться будете? Ларис. Какого черта ты моей жене фотку отправил? Ничего я твоей жене не отправлял. Фоткай с моей днюхи. Ну-ка, подожди. Ну, если Ухтинова отсюда убрать, то такая фотка, как у тебя на телефоне, получится. Кому ты сливал фотографии? Ну, я слил в нашу группу в сети. Кто угодно мог скачать. Понятно. Мне удалось узнать кое-что. Может быть эта информация поможет талебу? Конечно. Рассказывай. Смотри, девочка видела, как он входил в ресторан. На нем были желтые кроссовки кислотного цвета, такие видны даже в темноте. Любопытно. Можешь мне фотку спросить, хорошо? Да, конечно. А что-то еще? Да. В ресторане. Морозильная камера была пуста. А кухарка мне сказала, что совсем недавно покупала мясо. Камера огромная. Туда мог поместиться труп. А любимец Ель. Извини, извини. Я тебя, правда, очень внимательно слушаю. Продолжай. У жены покоен два Анфисы. Роман с Валерой. Водителем Петрова. И незадолго до его смерти они поругались. Кто с кем? Я запутался. Ну, у Василия Петрова с водителем. Он его уволил. Возможно, потому что узнал об измене жены. Так. Ну, поскольку Василий Петров умер естественной смертью, а убили как раз дальнобойщика Андрея Лосева, то личную драму Анфисы Петровой смело выносим за скобки. А так спасибо. Правда, Лера, информация очень ценная. Особенно тот факт, что Лосева был в доме. Правда, не знаю, как это поможет Олегу. Скорее наоборот. Почему? У Олега были какие-то темные делишки. Послосил. Контрабанда из Китая. Ну, мы выясним. Может быть, тебе еще взять что-то? Здесь очень вкусные десерты. Нет. Тортик мой вчера не попробовала. В другой раз. Ладно? Ладно, на слове. Мне надо знать, откуда ушел исходник. Что, расследуем, стесняюсь спросить? Правильно стесняюсь. Эту хрень кто-то прислал аноним на моей жене. Телефон занесешь. Я уже в путь. Подозреваемого отпустили под подписку. Что-то как маленький. Надо будет, сынок задержишь. У тебя уже все полномочия. Полковник все подписал. А сейчас бери ордер на обыск. Иду с Михалычем к Петровым в особняк. И что искать? Третьяков, у тебя труп. Есть информация о том, что он заходил в этот дом живым. Вернее, в ресторан, что в левом крыле. Вот, начни с ресторана. Понял. На морозильную камеру проверь. Не маленький. Растет прям по минутам. Анфиса с любовником убили старого мужа, который их разоблачил. Ну, из-за одного случайного свидетеля. А крайним сделали Олега, который к тому же претендовал на наследство. Все сходится. Ну, да. Кроме того, что Василий Федорович умер своей смертью. А кто тебе сказал? Коля Пухтинов, у него есть заключение. Суд нет экспертизы. Ну, я в этой истории меньше всего бы доверяла Пухтинову. Почему? Потому что у него есть свои резоны отомстить Олегу. Помните, как раз, когда вы должны были с Олегом съехаться, Пухтинов делал тебе очередное предложение. Боже мой, это было сто миллионов тысяч лет назад. И что? У него что, память отшибла за это время? Так, прекрати. Давай исходить из фактов. Убит дальнобойщик Андрей Лосев. Ну? Дальнобойщик. А что, Анфисе водитель не нужен? Ну, может быть и нужен, но я решил с новым дальнобой бодаться. Есть еще один след. Лер! Занятие в протокол есть следы крови. Ну, разумеется, это морозильная камера. Там хранилось мясо. Не переживайте, гражданочка. В лаборатории мы выясним, что это за кровь. А вот и частицы одежды. Не могу поверить. Олег, конечно, не подарок, но чтобы убить человека… А когда вы в последний раз видели Олега на похорон? В тот самый день он поругался с отцом. Довел его до сердечного приступа. Ушел и хлопнул дверью. Демонстративно ушел. Потом я слышала, играл в своей комнате эту отвратительную музыку. Анечка все ночью не могла уснуть. Да. И вы не сказали ему, чтобы он перестал? Я пошла. Но затем раздался грохот в кабинете мужа, звук падения, и мы с мамой бросились туда. Да. Нам было уже не до Олега. У меня здесь все. Ну что ж, перемещаемся в жилую часть дома? Да, конечно, пожалуйста. Начнем с кабинета? Прошу туда. Благодарю. Пардон. Обознался. А ты, скажи, что здесь делаешь? А меня Анфиса Павловна прислала и сказала передать, что она не придет. У нее следователи в доме. Понятно. А вы бывший дальнобойщик? Так бывших не бывает. Я выгляжу, ты у нас перспективный сотрудник. Да. А вы знакомы с Олегом Лосевым? С Олегом Лосевым? Ну, из Владивостока. А, это мой кореш. Слушай, деска, у меня там и литочки осталось немножко. Может быть, поближе, как говорится, познакомимся, да, потанцуем. А это вы с Лосевым пили? Ну, запал. Лосев, да Лосев, фея, между прочим, лучше. Вы говорите. Валера. О, органика светится. И здесь тоже. Кто-то, кроме члена семьи, был в доме, когда у меня Петров? В доме оставались только… Секундочку. Мы с тюремной приходящей, как ушли после обеда, только утром узнали, что хозяин умер. Может, Валера был? И полы замывали. А кто такой Валера? Будучи здесь. Валера, ты что? 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 Ты как? В порядке? Да, нормально. Как ты здесь оказался? Да меня твой муж отпустил. Ребята, совершенно подтвердили алиби. А дома третий кофт торчит. Вот я здесь и отсиживался. Слава Богу. Тебе было мало убойной статьи, теперь добавим нанесение тяжких телесных. Нет, Валер, ты все неправильно понял. Это Валера, водитель Петрова, воднобойщик, признался, что знает лос свое, не пили в день его смерти. Можно мы пойдем? Игорь, ничего не говори. Ну что, Валера, давайте знакомиться? Я никого не убивал. Понятно. Василий Петров нанял частного детектива. И тот установил, что у его жены был любовник не кто иной, как водитель Валерий Камышев. Какой странный вкус у этой Анфисы. Ну, всякое бывает в жизни современной женщины. Прошу. Петров Камышина уволил. Анфиса пообещала развестись. А согласно брачному договору, в случае супружеской измены, она не получала ничего. Спасибо. Кофе? Да. Два кофе, пожалуйста. Так, а при чем тут Лосев? Лосев пришел в ресторан, чтобы встретиться с Олегом. Там его увидела Валера. И они, в общем, забухали. Валера, естественно, стал жаловаться на хозяина. И в Лосеве, подогретым парами, проснулась классовая ненависть. Мол, как вот так моего кореша обижают, он собрался идти бить тому морду. Камышин, как мог, его удерживал, но в какой-то момент усилил. И что? Лосев пошел восстанавливать справедливость? Угу. Теперь представь себе, Василий Петров с утра поссорился с сыном. Это раз. Закатил огромный скандал жене. Два. Теперь еще явился какой-то хамурик, хамит и лезет драться. Видимо, нервы мужика не выдержали. Так что, это Василий Федорович убил его? Да. Потом, конечно, осознал, что сделал, и сердце не выдержало. Инфаркт. Так и умер. На руках у жены и тещи. Они что, ни скорую, ни полицию не вызвали? Ну, безусловно. При расследовании убийства спала бы история с любовником Анфисы. Тогда все, прощайся надеждой на следствие. А тут появилась возможность все уладить. Поэтому они спрятали труп в холодильнике. Как могли, и отмыли кабинет, и заказали через знакомых гроб с двойным дном. Значит, с Олега все обвинения сняты? Абсолютно. Я рада. И, Игорь, я думаю, рада. Ему бы было очень неловко, если бы Олег оказался за решеткой. Кстати, именно поэтому я попросила тебя забрать у него это дело. Ты замечательная женщина, Валерий. Ты замечательный друг Николя. Так, все, я побежал. А заказать? Пока. Я надеялся. Конечно, буду. Все, увидимся. Олег звонил завтра похорона, я передам от тебя соболезнования. Хорошо. Я не знала, что Третьякову дело передали. Правильно сделали. Он был беспристрастен и раскрыл преступление. Лер, можно я тебя отвлеку? Да. На, конечно. Это фото ты знаешь. А вот это? Это ведь Третьяков фотографировал? Фотографировал он. Но присылал мне он. А кто? Тот, кто хочет нас поссорить. Я бы даже сказала, тот, кто хочет, чтобы мы расстались. У меня даже пока нет рабочих версий, кто. Помнишь фотографию с Рассветовым? Мама. Она очень хорошо к тебе относится. По крайней мере стала хорошо относиться. Твоя мама великий конспиратор. Она очень умела скрывать свои чувства. Перестань. Я обязательно узнаю, кто это сделал. Может быть так любезен. Мама. Мама. АПРЕД! Мама. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Как мне удается обойти профессиональных сыщиков Грюш, ты суперский У меня трое детей, я была его любовницей Дизайнер отключился А я как распишу? С телевидения С социальной службы Я ваша поклонница Я журналист И тем не менее, мой муж часто задается вопросом Что же делает его жена? Субтитры создавал DimaTorzok Миша, а ну-ка быстро отойди от окна И хватит щелкать все подряд Я не щелкаю, а фотографирую Конечно Сейчас опять забьешь мне всю карту памяти до отказа Мам, нам Ера приехала Вот ее машина стоит Точно Ну так тем более, иди мой руки И ставь для нее третью тарелку О, господи Мамочки Привет Привет Первичная смерть В результате падения А дальше надо смотреть Я в квартиру Ну куда ты полез? А ну быстро за ограждение Камеру выключи Это что запрещено? Снимать нет Мешать следствию да Лариса, поднимите Осмотрите квартиру Хорошо Греша, привет Привет Представляете, это же мой сосед Седьмого этажа А, Завьялов Дмитрий Угу А где Лера? С утра машину на СТО поставила Мариша, ты иди Тебе здесь делать нечего Да, пойду Простите, это вы видели Как он выпал, да? Да Я на заказе был Пассажира ждал А можете рассказать Что подробно произошло? Так капец Это все? Ну а что еще Я сидел, а он это упал Ясно Я могу ехать? Да, если что мы вас вызовем в управление Молодой человек Послушайте, что я вам скажу Вы знаете Он Селился в этот дом Где-то Месяц назад Квартиру купил Сосед хороший И так В общем-то Без шума Без пьянки Никогда Кто у него бывал? Женщины в основном ходили Разные Ну, парень молодой Видный А конкретно Никого не запомнили? Ну, разве всех запомнишь Спасибо вам большое Вы нам очень помогли А Да На подоконнике пепельницы Но окно слишком узкое И высоко от пола Поэтому вряд ли он мог выпустить по неосторожности Дальше Паспорт, водительские права на месте Квартира оформлена на него Но прописан он не здесь, а в Уваровске Женат Штамп о браке тоже Уваровский Но женских вещей в квартире не обнаружено Значит, разбежались? Возможно Но очень интересная деталь Ремонт в квартире дорогой Бытовая техника премиум класса А работал он обычным автослесарем Кремьер мотоспорт СТО А что, что-то не так? Контора знакома Лера там машину обслуживает Угу Леша Девушка, а деньги? О, слушайте Следов насилия нет Значит, самоубийство, либо доведение до самоубийства Жена Завьялова будет в течение двух часов Угу Ой, смотрите Бусы кто-то порвал Жаль, такие красивые были Женщина Она всегда женщина Даже если она без пяти минут следовать Леша, ну что его постоянно Это люди, ты это уже видел Это я! Не кричи, я вижу Что ты ищешь? Планшет, мне нужен эвакуатор Представляете, выехала со станции техобслуживания Полтора километра проехала Машина заглохла, все А еще телефон не могу найти Хотя, мне кажется, я его нигде не оставляла Я всегда говорила, что не женское Это дело автомобили водить Тем более, с твоим складом ума Что не так с моим складом? Слишком он творческий А с машиной нужно не в облаках витать А четко понимать, что к чему Вы так говорите, как будто сто лет машину водите На мой возраст намекаешь? Да не, ну Игорьна Здравствуйте, мне нужен эвакуатор Машина заглохла Не могу поверить Зачем он это сделал Ну, может, кому-то денег был должен Угрожали, ему шантажировали Я не знаю Мы в последнее время мало общались Он в городе, я в поселке Отдельно, почему не с мужем? Родители у меня пожилые За ними уход нужен Светлана Андреевна А вы знаете, что по закону Вы наследуете все имущество Вашего мужа, Дмитрия Завьялова? Я? Да Давно женат? Шесть лет Ну, и как семейная жизнь? Скандалы, ссоры? Были? Вообще-то мы собирались на развод подавать Кто инициатор? Дима Поворот В смысле? Мотив появился Какой мотив? Вы... Вы думаете, что я имею отношение к его смерти? Да нет, прямого нет Моя коллега вам звонила на домашний телефон Вряд ли вы за 30 минут отсюда бы добавились до Уварова Ну да Но подозрения с вас не снимаются Мы вас спускаем Вот здесь, распишитесь Да, конечно Все Ваш телефон у нас есть Мы с вами свяжемся Вас там проводят До свидания До свидания Несколько соседей указало, что В последнее время к Завьялову приезжала женщина На темно-сером форде А сегодня? Сегодня тоже приезжем Лариса, сделайте, пожалуйста, Михалычу кофе Нет-нет-нет-нет-нет Я эту растворимую бурду пить не буду Жаль, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Кружка Завьялова И там следы этого снотворного Опять угадала Но на этой чашечке есть и пальчики двух видов Завьялова и? И... и... Нет, я не угадаю Неизвестного лица В нашей базе их нет, я проверял Михалыч, ты умеешь переносить новости? Лариса, поздравляю, у нас убийство И вызовите мне этого светля-таксиста Есть Валерия, смотрите, есть небольшая проблема По-моему, у вас засорился бензобак И засорился так, конкретно А из-за чего? Причины разные могут быть, скорее всего, некачественный бензин Я все время на одном и том же бензине езжу И утром к вам на нем приезжала Но вы же сегодня мою машину смотрели Я понимаю, но пойдемте лучше посмотрим Ребята, вы меня совсем голодным оставите Я и так с вами целых четыре часа потерял из-за вашего трупа Сначала из-за него заказ сорвался Потом вы задержали и вот опять Присаживайтесь К вашему сорванному заказу мы точно никакого отношения не имеем А я вас и не обвиняю Человек, наверное, увидел труп Испугался и отказался ехать А я, кстати, ему звонил, а он не отвечал Так давайте по существу Кого увидели возле подъезда до и после падения тела? Да никого там и не было Это уже потом люди начали собираться, когда он выпал Или вы думаете, что он… Все возможно, так был там тот или нет? Бабуля была на лавочке Ах да, девушка вышла из подъезда Увидела все это, закричала, какой ужас Ах да, у нее еще бусы рассыпались Она начала их собирать А потом оставила и села в машину и уехала Вот эти бусы? Ну, вроде один Ага, девушка, как она выглядела? Рост, цвет волос, во что была одета? Светлый плащ, цветочки, шляпка, очки темные Я еще удивился, солнца нет, а она в очках Странная какая-то Машина какая была? Темно-серый Ford Focus Номер вы не запомнили? Номер я не запомнил Там мальчик какой-то снимал своим телефоном Может он заснял, если это так важно Да не расстраивайтесь вы так, Валерия День-другой починим вашу машинку и будет как новенькая О, кстати, вот ваш мобильный телефон нашел Где? В вашей машине, возле заднего сиденья Как он там оказался? Не знаю, может выпал Так странно, он в сумке лежал А, вы все, не переживайте, с машинкой все будет хорошо Ну все, видео я вам скопировал Видите, а вы возмущались Пригодилось же Спасибо вам большое, вас там проводят До свидания До свидания Погодите, погодите, я тоже хочу к фильму О, наверно похоже Так это она и есть Она утром точно такой же плащ и шляпу одевала Это Маринкин дом, она сюда часто к ней ходит Так давайте позвоним, узнаем Может она что-то заметила Лера, ты когда у Маринки сегодня была? Ты… Игорь, ты что забыл? Я не была сегодня у Маринки Я же с самого утра на станцию техобслуживания поехала Ну, у нее проблемы, бензобак засорился Эвакуатра вызывала Машинная станция осталась Все, нет времени разговаривать Давай вечером созвонимся Ну? Она не была у Маринки? Анна, ты блядь не она Ну, какого ты… А что ты думаешь, такие плач и шляпы только у твоей жены что-ли есть? У меня есть еще одна мысль А вдруг этот несостоявшийся пассажир что-то видел? Давайте позвоним на таксисту и узнаем, кто его вызывал Здравствуйте, вас беспокоит Следователь Логинов Скажите, вот несостоявшийся пассажир, который заказывал машинку по адресу Березный дом 4 и не вышел Можете продиктовать его телефончик? Боже кто-то порвал Жаль, такие красивые Женщина Всегда женщина Смотри, красиво получается Смотри, красиво получается Это Лерин номер А, Игорь, может тебе навязку? А, Игорь, может тебе навязку? Я теперь подозреваемый? Дело Пухтинов у меня забрал и ведет его теперь Третьяков Ты мне веришь, что разберешься во всем? Конечно верю и конечно разберусь Как? Нам нужно устоять весь твой день До секунды Володь, погоди Спасибо Что-то узнал по Завелого? Ну, пока не густо Уволился приблизительно месяц назад Специалист говорит, хороший клиентов много было Почему уволился? Никто не понял Откуда деньги и квартиру тоже никто не знает Ну, на данный момент только одна зацепка есть Да нет у нас этой зацепки Где Лера? Где этот Завьялов? Ну, в том-то и дело Где работал Завьялов? На СТО-премьер Где обслуживали машину Валерия Лобинова? На СТО-премьер Ну и что? В то утро она приехала на автосервис в девять часов утра Уехала в двенадцать Убийство произошло в час десять То есть алиби у нее нет Заказала такси к часу дня, чтобы уехать с Березни четыре На чем заказывать такси? У меня уже машина была Ну, пока еще не знаю На видео она выходит из подъезда приблизительно через десять минут после убийства Со слов таксиста уезжает на свою машину Чепуха какая-то По словам работяг с автосервиса Завьялов был тот еще владык Ни одной клиентки не пропускал А это может означать что? Это может означать, Третьякова, что если б ты не был мой подчиненным Я бы чаще с ним морды дал Коля, успокойся. Я ничего не утверждаю Я просто прорабатываю версию Теоретически У Леры и Завьялова мог бы быть роман Потом он переключился на кого-то другого Лера натура творческая, эмоциональная Ну, могла не простить Так, я тебя в последний раз предупреждаю Заканчивай с этими версиями Свободен Я не вызывала машину, наверное, это диспетчер ошибся Хорошо, когда у тебя машина заглохла Может быть кто-то видел, как ты там копалась Там магазин рядом, люди ходят Я не знаю, у меня не было время рассматривать людей Там все были случайные Хорошо, таксист, который у тебя домой ведешь Я просто поймала машину Первый попавшийся Название такси, номер телефона Были написаны на машине? Нет Если бы у меня был телефон Я бы вызвала эвакуатор И у меня было бы алиби Но он оказался в машине на заднем сидении Что вообще очень странно И механик подтвердит, что он был на беззвучном режиме Да, я точно помню, что положила его в сумку Когда ты домой вернулась, не помнишь? Тринадцать сорок пять Я как раз на часы посмотрела Поздно не подходит А жена завьяла Живет в Варове, работает медсестрой в больнице И ухаживает за больными родителями Сказала, что собираются разводиться Ну вот Мама, у нее стопроцентное алиби В отличие от нас Ну, значит надо все проверить И особенно там, где машина сломалась Может быть там есть видеокамеры Хорошо, я проверю А что еще ты собираешься делать? Пока не знаю Не такой поддержки от тебя ожидала жена Ой, Дарина Игоревна, вы чего не отдыхаете? Да так Ты нервничаешь, Игорь переживает И мне не спокойно Вы понимаете Ситуация действительно какая-то фантастическая Меня видели там, где меня не было Ты знаешь, девочка Я уверена, что Игорь во всем разберется Он очень хороший следователь Ложись спать Я на тебе не хочу Ты нервничаешь работу? Ты нервничаешь? Да, да, да Да, 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 да Ну, блин, блин Давайте, хорошо. Привет. Доброе утро. Игорек, а что ты здесь делаешь? Тебя же Пухтинов отпустил в увольнительную. Можно я тебе не буду отвечать на твой вопрос? Ну, Логинов, тебе, как всегда, всё можно. Всем доброе утро. Доброе, сын, доброе. Привет, Лорик. Кстати, вы уже придумали алиби Лерри? Лорик, Лорик, очень хочется тебя врезать. Но я не буду этого делать. Ну, это уже становится трендом в нашем маленьком коллективе. Ну, ты правда веришь, что жена Игоря могла убить этого Зоялова? Борис, с Верой это в церковь. А у нас правят Балфакты. И они пока против Валерии Логневой. Ты куда сейчас? На станцию техобслуживания. Машину надо забирать. Механик звонил, сказал, что можно, а потом на работу. Ну и хорошо. Ну, пока. Пока. Спасибо. Да, пожалуйста. Николай Петрович, скажите, а вы верите в виновность жены Игоря? Нет. А он верит? Почему эти вопросы, Лариса? Мне кажется, он как-то странно себя ведёт. В чём, по-вашему, странность? Ну, не знаю. Жену обвиняют. Он самоустранился. Пусть не он ведёт следствие, но всё-таки… Стажёр Логвина, закон запрещает вести следствие в отношении близких родственников. Вы считаете, что следователь Логинов должен пойти против закона? Нет. Что? Всё должно быть по закону. Что-нибудь ещё? Эта девушка выбегала в тот день из подъезда. Она в солнцезащитных очках была. Ну, а цвет волос вроде… тот. Я больше на труп смотрел. Столько кровищей было. Игорь, это ты? Ага. Там на плите картошка с мясом. Разогрей себе, сынок. Мам, я пока не хочу. Мам, я проверяю, сынок. Мам, я не знаю. Сынок! Ау, вот эту дамочку я знаю. Она часто сюда ходит, к Марине Сорокиной. С сыном её гуляет, Мишкой. Такая вежливая, всегда так здоровается. А в день убийства вы её тоже видели? В день убийства? Да вроде нет. Вот это она? Да. По одёжи. Вроде она. Всё, держите. Подлечили вашего железного коня. Спасибо. Я без машины, как без ног. Так что, это бензин? Нужно заправку менять? Да нет. Вы скажите, после нас вы куда-то ещё заезжали? Нет. Домой спешила. Ну, а накануне, может, кому-то ключи там оставили, либо машину открытой? Не может быть такого. В общем, кто-то в бензобак сахара насыпал. В смысле сахара? Да, насыпали. И так скажу вам, нормально. Это только если у вас. Не-не, у нас то исключено. У нас такого быть не может. Вот. Эээ, скажите, вы машину где на ночь вставляете? Ну, около дома, во дворе. А, вот теперь ясненько. Дело в том, что некоторые умельцы, если хотят подляну сделать, вот открывают отверткой бензобак и насыпают туда сахар. А хозяин сразу не замечает, потому как машина ещё какое-то время шуцонько так ездит. Вот. Вы, кстати, там подумайте на досуге, кто вам мог такую подляну сделать. Всё. Всего доброго. Пока. Ой, подождите, пожалуйста. Да? У меня подруга просила выяснить, у вас такой мастер есть, Завьялов. Ну, а подруга богатенькая. Какая разница? Дело в том, что Завьялов, вы не подумайте, просто он всегда с богатыми клиентками общался. Ну, теперь уже всё. В смысле? Ну, чё в смысле? Убили его. Менты вчера приходили. Так что, сонного с балкона выброси. Ужас какой. А кто это мог сделать? Тьф, бог я знает. Может, муж какой ревнивый. Не поняла. Ну, чё? Димка всегда любил с богатыми клиентками шуры-муры там заводить. То с дорогим телефончиком придёт, то часики такие, что нам с бригадой… Костя, ну ты идёшь! С бригадой нужно в месяц пахать. Ладно. Не буду я тут сплетни разводить. А покойники тем более. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Здрасьте. А вам кого? А Светлана Завьялова здесь живёт? Ну, здесь, конечно. Держи ещё. Прошу. А вы по какому вопросу? По вопросу страхования профессионального. Понятно. Свет, к тебе. Я сейчас. А это касается только работающих? А пенсионерам как? И пенсионерами непременно займёмся, но позже. Пенсионерка, иди помогай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я помощник следователя Ларисы Лузиной. Просто вы просили меня пожилой. Пойдёмте. Я ушла. Ну, вы же говорили, у вас родители пожилые. За ними ухаживать надо. Я, да, да. Ну, понимаете, мои родители, они не одобряли моего брака с Димой. Ну, и что он потом уехал. Я… Не волнуйтесь. Я им обязательно скажу. Я просто не хотела, чтобы они видели, что мной следователи интересуются. Я потом им обязательно скажу, что Дима умер. Но Дима не умер. Его убили. Убили? Да. И у вас очень серьёзный мотив. У меня? Что вы такое говорите? Подождите. Зачем мне его убивать? Квартира, машина. Ну, деньги, в конце концов. Подождите. Я месяц назад подписала бумаги, что я не претендую на его собственность и на его деньги. Зачем? Не знаю. Дима настоял. Он сказал, что так будет лучше для нас обоих. Хотя… Конечно. Там любовницы на красном джипе и с собственным рестораном. А здесь, вон, старенькая двушка и пожилые родители. Ну, тогда другой мотив — ревность. Какая ревность? Мы давно чужие люди. У меня есть парень. Василий, мы встречались ещё до Димы. Давно. Он ухаживал за мной. Сейчас мы собираемся пожениться. Я правду говорю. Ну, Светлана, про родителей вы меня обманули. Почему вы в ворове остались, тоже обманули? Ну, очень сложно вам верить. Попросил, несколько клиентов завяло. Мужик молодец. Они ему подарки, деньги, путешествия, теплые здравы. Смотрят на меня, как щенки побитые. Говорят, вы что ли, король богу, при мужу ничего не скажите? И купюры мне в карман засылали. Да, боже упаси. Так вот, так как наш покойник был знатным бабником, ну, возможно, его вера был с ним. Роман. Мне кажется, мы это уже с тобой обсудили. Колич. Ну, я веду это дело. Есть улики. Я обязан вызвать её на вопрос. Не надо. Я сам с ней поговорю. Мне больше нечего сказать. Про джип говорили. Марку помните? Марку нет. Так, тогда попробуем определиться с этим джипом. Этот? Вот, 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 вот. Кажется, кажется, вот такой. Ну, красный только. Ну, хорошо. Спасибо. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Лариса. Эта ситуация просто ужасная. Я не верю. Да я тоже не верю. Подождите. Я хотела вам сказать, если вам нужна будет моя помощь, обращайтесь. Я всегда рядом. Спасибо. Здрасте. Зачистили вы там, Валерия? Что, опять что-ли глухнет? Нет, машина прекрасно летает. Я просто только что подругу свою встретила. А, это которая Завьялова интересовалась, да? Нет, другую. Она просто в этом автосервисе была и видела девушку на красном джипе, которая у Завьялова обслуживалась. Ну да, была у него такая клиентка. Так вот, она машину моей подруги поцарапала и уехала. А, мажоры. А можем мы ее телефон найти? Потому что подруга моя страховую ждет. И, наверное, в суд будет подавать. Ну и правильно делает. Костя, ты где застрял? Да иду я две минуты. Короче, смотрите, я сейчас готовлю всю базу Завьялова для следователя. Пройдемте вовнутрь, я вам сейчас копию лучше сделаю. Угу. О, спасибо. Пойдемте. А вы не могли бы мне продиктовать свой номер? А, извините, я ошиблась в последний цех. Да, спасибо. Евгения? Слушаю. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Мне очень нужно с вами поговорить по поводу Дмитрия Завьялова. Послушайте, я ваша Емирская уже сказала. Никаких интервью. Да, согласна. Неприятная барышня. Я тоже стараюсь с ней не пересекаться. А что вам от меня нужно? У меня такая ситуация. Меня подозревают в убийстве Завьялова. А я с ним даже не знакома. Я не понимаю, почему это меня должно волновать? Давайте так. Приезжайте, я сейчас в ресторане на Покровской. Спасибо вам большое. До встречи. Здравствуйте. Я ищу Евгения. Здравствуйте. Проходите. Вы Валерия, да? Ага. Присаживайтесь. Рассказывайте, Валерия, что вам от меня нужно? Ну, я же уже говорила, меня подозревают в убийстве Завьялова, а я даже его не знала. Угу. А следствие не сдалось вопросом, зачем ему это нужно? Полагаю, следователь думает, что я была его любовницей. Вы любовницей Димы. Простите. Ну, что вас так развесили? Нет, просто вы и Дима, это как-то, знаете, вы не вписываетесь в систему его ценностей. В каком смысле? Ну, Дима всегда выбирает, вернее, выбирал женщин. Не эконом-вариант, а бизнес-класс, а вы. Хотя у вас очень хороший вкус и стиль у вас есть. Спасибо. А, Евгения, скажите, пожалуйста, вы знаете что-то такое о Диме, что могло бы мне помочь снять обвинение? Ну, что вам сказать, ну, профессиональный Альфонс. Падок на деньги, красив, хороший постель, но страшно жадный и труслив. Я подарила ему на день рождения часы Брегет. Вы же понимаете, что это целое состояние. А он вдруг решил, что так будет всегда. Да, он мне вскоре надоел, я решила его бросить. Этот лживый слезняк вздумал меня шантажировать. Угрожал, что расскажет моему мужу о нашей связи. И вы что сделали? Нет, я его не убивала. Овчинка выделки не стоит. Я просто попросила друзей, чтобы они его припугнули. Он позвонил, извинился, даже предлагал вернуть часы. Ну, я его не захотела видеть. А как вы думаете, кто мог его? Да кто угодно. Я думаю, что желающих было немало. Ревнивые мужья? Не знаю. Мне добавить больше нечего, поэтому если у вас все, мне нужно работать. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня. Взаимно. Да. Привет. Как ты? В каком смысле? Валерий, слушай, я не буду ходить вокруг да около. В общем, ситуация у нас фиговая. У нас один подозреваемый, и это ты. Хоть театр абсурда меня видит там, где меня не было, и мою машину видят там, где ее не могло быть. Да, да. Я тебе больше скажу, на чашке, из которой Завелов выпил снотворное, твои отпечатки пальцев. Как? Откуда вы знаете, что они мои? Меня никогда не снимали отпечатки. Я не хотел тебя мучить. У меня дома есть твои поделки. А, значит, ты все-таки меня подозреваешь. Лера, мне надо было исключить твои отпечатки пальцев. Ну, кто знает, пошел мне с Третьякова раскрывать дела. Представляю, чем это мне грозит. Пока у Третьякова начальник я, Лера, это тебе ничем не грозит. Коль, ты же профессиональный опытный следователь. Ты что, не понимаешь, что меня подставляют? Интересно, кто? И зачем? Я не знаю. Ты же знаешь, что я всегда на твоей стороне. Но так нельзя. Как нельзя? Вы с Лерой живете уже три года. Она самый родной для тебя человек. После меня, конечно. Но ты видишь себя странно. Мам, что для тебя значит странно? Твою жену обвиняют неизвестно в чем. А ты не расследуешь это дело. Мам, следствие идет в Третьяков под руководством Пухтинова. А что делаешь ты? Делаю то, что нужно. Волнуйся, все будет хорошо. Надеюсь, что так. У него была куча любовниц. Квартира, машина, шмотки, дорогие часы и все от них. Одну он даже шантажировал. Ну, я не знаю, одну или нет. Так. А что у них есть против тебя? Смотри, с моего номера вызывали такси по адресу Березин 4. И какой-то парень снял меня на видео около дома и в квартире Завьелова нашли чашку с моими отпечатками. Вот что это? Это хорошо спланированная подготовленная подстава. Миш, иди к себе на компе посмотри мультик. У тебя ж здесь не было. Конечно, не было. У меня машина заглохла в городе. Кто-то в бензобак сахар подсыпал. Мишка! Да. Весь в маму. Ты помнишь, ты фотографировал двор и сказала, что к нам Лера приехала? Да. Но ты, Лера, почему-то к нам не дошла. А ты уверен, что это была моя машина? Точно. Твоя. Сейчас. Угу. Действительно моя. Жалко, номеров не видно. А диски не мои. Ну, ну вот. Вы здесь кого-нибудь видите? Нет. А почему моя машина висит уже здесь два дня и к ней никто не подходит? Так я же вам говорил по телефону, что нужно подождать еще четыре дня. Вы говорили сутки. А теперь четыре дня? Дело в том, что нас подвели поставщики и теперь придется немножечко подождать оригинальную деталь из Германии. Там проблемы с растаможкой. Но вы не переживайте. Наше СТО даст вам на это время другую машину. Это ж спасибо. Развалюха у меня и саму имеется. Здравствуйте. Вы уж извините, что сегодня не получилось. Давайте, наверное, приезжаете во вторник. Девушка. Девушка. Вот. Простите. Во вторник сделаем все за пару часов. Добро? Да. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. И логотипа нет. Какой логотип? Ну, на ее машине был логотип. Слово «Максимум». Наверное, название какой-то фирмы. И, скорее всего, эта барышня была с ней как-то связана. Добрый день. Добрый день. Надеюсь, сегодня наши машины я не перепутаю. Слушайте, у вас такая шляпка интересная. Можно мне посмотреть? Ой, это не шляпка интересная, а лента. Я сама ее пришила. А шляпку в парусе купила несколько дней назад. Костя! А, смотрите, ваша машинка будет готова где-то к двенадцати часам. Вы здесь будете ожидать или… Простите, вечно все роняю. Или будете уезжать? Потому что, если будете уезжать, то наш автосервис может предоставить для вас бесплатное такси. Я подожду. Угу. Давай. Мишка. Ты просто самый лучший фотограф. Угу. Здрасте, Антонина Викторовна. Лера, ты куда? Я только что пол помыла. Извините, очень опаздываю. Так. Парш Каен свернул Валентину, зарегистрировал на ЗАО «Максимум». Какой «Максимум»? Не обращайте внимание. Так еще одна моя бумажка. Может быть, поешь? Нет, я потом пойду. За эти пару дней у меня не было ни секунды, чтобы остановиться, взять голову в руки и подумать, что все это значит. Тем не менее, интуиция твердит мне, что развязка вот-вот наступит. И я почти уверена, что во всех моих нынешних проблемах виновата незнакомка из автомастерской. Ну, чем же я так ей насолила? Чтобы спасти саму себя, я обязательно должна выяснить ее мотивы. Ведь не ради же развлечения она все это затеяла. Вылезай из машины. Руки держи так, чтобы я видела. Ну? И зачем тебе все это? А что мне было делать? Меня в убийстве подозревают. Ну, правильно. Я постаралась, чтобы все было по правде жизни. Но почему именно я? Ну, считай, что тебе не повезло. Машина у тебя практически такая же, как у меня. Ты в тот же дом ходила, что и я. Я даже поначалу думала, что так к Димке шляешься. А ты потом уже поняла, что у меня соседки. Нет, нет. Я с Завьялой вообще знакома не была. В отличие от вас, как я понимаю. Правильно понимаешь. Я же тому засранцу. Квартиру купила. Машину, на курорты его возила. Я его любила. А ему баб все было мало. Я могу все понять, простите. Но предательство. Очень хорошо, что ты у меня встретилась. Подождите. Подождите-ка. Кружка с моими отпечатками в квартире Завьялова оказалась, я понимаю. При вас я пила из нее в кафе от сервиса. Как мой телефон исчез, я понимаю. Вы сумку мою специальную уронили, он выпал, и вы на время его взяли. Как вам удалось убедить всех в том, что дома была именно я? Ну, здесь пришлось постараться. Шляпку-то я по твоей наводке быстро нашла. А вот за белым плащом с цветочками пришлось побегать. Ладно. Покалякали и хватит. Давай. В багажник полезай. Зачем? Ну, ты же не думаешь, что я тебя буду убивать возле собственного склада? Давай, давай, залезай. Нет, пожалуйста, я никому ничего не скажу. Пожалуйста, вы просто не делайте еще одну ошибку. А ты здесь где ошибку нашла? Я все сделала правильно. Как он со мной, так и я с ним. Я же сказала, я предательство не прощаю. А ну, живо в багажник. Муха, невестка, невестка. В опасные игры ты играешь. Да еще и в одиночку. Антонина Игоревна, как вы здесь оказались? А? Оказались, говорю. А у меня сын следователь. Не забыла еще? Женщина, ну вы идете или нет? Полдня по городу колеси. Понял. Понял. Все, понял. Ну, вот. Денег сэкономила. Придется тебе, невестушка, меня домой подвезти. Вы что, сидели за мной? Потрясающе. А что делать пришлось? У моего сына одна жена. Как некрасиво с вашей стороны, Антонина Игоревна. А это что, место спасибо? Спасибо большое. Девушки, а вы не подскажете, что здесь происходит? Здравствуй, сынок. Игорь. Псс. Давай. Заливку. У тебя потрясающая жена. Знаю. Ну и баба, дьявол в юбке. Что, не справился? Не подписала? А, у меня не подписала. Сейчас. Ну, мы жаждем подробностей. Угу. Ну, надо подумать, рассказывать или нет. Значит так, улюбилась тетка страшное дело. Так как деньги у Смирновой водятся прилично, Завьялов подумал, что выиграл джекпот и ни в чем себе не отказывал. Любленная женщина способна на многое. Это то, стоп. Так мы услышим продолжение этой истории сегодня или нет? Вот. Вскоре он обнаглел в край и решил разнообразить свои любовные приключения за счет Смирновой. Она об этом узнала и решила отомстить. Типа классика. Так не доставайся же ты никому. Так, значит, кружку и мой телефон она украла в автосервисе тем утром, а дальше? Там же насыпала сахарных забак и выкрала твои бузы из бардачка. Ага. Она тщательно все продумала, затем отправилась к Завьялову. Подсыпала в сок снотворное, взялась пока он начнет и отправилась покупать похожую одежду. Подожди, а как она узнала, что в девять я буду в автосервисе? Позвонила в автосервис, представилась с Валерией Волгиновой и уточнила время записи. Ага. И когда поняла, что я остаюсь там до двенадцати, с моего телефона вызвала такси? На тринадцать ноль ноль по адресу Березина, дом четыре. Таким образом она обеспечила себе свидетелей. Как просто. Потом она вернулась к любовнику из спящего, перекинула его через перила. Подожди, а где и когда она подкинула мой телефон? Там же в автосервисе. И она понимала, что с сахаром в бензобаке ты далеко не уедешь. Ну, остальное мы все знаем. Подожди, а как ты оказался на складе? Зацепился за покупку квартиры. Потом узнал, как переводили деньги и таким образом вышел на Смирнову. Правда, пришлось воспользоваться не совсем честным методом. Тебе? Каким именно? Вам лучше об этом не знать. Но без этого я не нашел бы сегодня утром в машине у Валентины вот эту бусинку. Тебе придется делать новый бус. Потом я позвонил Пухтинову и… Так, а теперь давайте поговорим серьезно. Давай. Отныне я хочу знать, что делает моя жена и что делает моя мама каждую минуту. Ты о нас беспокоишься или о себе? Волнуешься, что нас кто-нибудь обидит? Или то, что мы можем составить тебе конкуренцию? Так, мы кого-нибудь ждем? Нет. Давайте не будем открывать. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Ну что, я сама чемодан должна тянуть? Или ты все-таки возьмешь? Ничего не меняется. Валентина Сергеевна. Отправим! Валентина Сергеевна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают 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 Взрыв всколыхнул общественность Неужели 90-е возвращаются? Взорван бизнесмен Бугаев, рекламой жилья которого Завешаны все улицы города Многие состоятельные люди Приобрели недвижимость в его домах И теперь весь город сфокусировал свое внимание На этом деле Вероятно, деятельность Бугаева Пошла вразрез с интересами конкурентов И теперь следователям предстоит Проявить недюжинную смелость Игорь сейчас между двух огней С его характером Наверное, он полезет А там такие бандиты Но отговорить его все равно никак не удастся Естественно Значит так, мы должны вмешаться и помочь ему Идея хорошая, ну как Информацию можно получить только изнутри Значит, мы должны познакомиться С кем-то из этой фирмы А, надо же залезть на сайт своей крыши В раздел Вакансий О, вакансия уборщицы С опытом Так, у меня с карнавала надо что-то придумать Но опыт-то у меня есть Я уже работала в уборщице в ресторане Ну нет В этом со мной никто не может сравниться Уборщицей буду я Детонация была огромной силой С очень высокой температурой Специфические взрывчатые вещества Трупа практически нет Я схожу, сниму записи с камер наблюдения для Кузи Лариса, и подготовьте, пожалуйста, к утру Всю информацию к Попугаеву Будет много работы И вряд ли она принесет вам удовольствие Работать с вами для меня всегда удовольствие Топс индуанс Два билета Бортер Спасибо Японский театр Одежда, на кровать Что за хластяцкие привычки А почему так пахнет химией? Пахнет не химией Пахнет моей работой Я в душ Добрый вечер, Валентина Сергеевна Добрый вечер Валночка А ты чего так понял? Вот, в подъезде нашла Может, все-таки как-то прикрутишь? Надеюсь, вы расстроены не из-за того, что вам приходится ночевать на кухне Хотите, поменяемся? Сходил, называется, в душ Может, как-то прикручу Немотивированная латентная агрессия Внутренний защитный механизм На угрозу личностного разрушения Антонина Игоревна А вы не слишком увлеклись психологией Думаю, что маме просто таксист нахамил Вы готовы к завтрашнему дню? Угу Резюме на три страницы Знание английского языка Стрессоустойчивость И т.д. и т.п. Кого, как не менее, брать в уборщицу? Ну, знание английского Это именно то, что надо Анализ показал, что применялся гексоген Используется в боеприпасах и промышленной взрывотехнике А вот это вот уже интересно Придется делать официальные запросы Требовать переучета на складах С моей стороны полное содействие Пиши, я придам ускорение Лариса, принесла видео с камерой на парковке? Да, я его уже смотрел Ну, давай, показывай Вот он подъехал Выходит Через четыре часа возвращается Хромает Ну, мог просто ногу подвергнуть за это время Сейчас самое интересное Эффектно Значит, он приехал уже на заминированной машине Взрывали, скорее всего, дистанционно Бизнес-разборки уже отрабатываешь? Улижайший конкурент, фирма «Спецстрой» Директор там Андрей Шимов Лариса туда отправил А я Собираюсь в свою крышу Вотчина Бугаева Там только одна комната выгорела на восьмом этаже С разрешительными документами Поэтому акт о пожаре мы передаем в отдел дознания пожарного надзора Не возражаю, но пожар может быть связан с делом подрыва джипа Бугаева Поэтому копию акта нужно передать нам Не вопрос Причем уже известны Вначале решили на проводку А потом просто поняли, что поджег Разрешите? Поджигали чем-то более мощным, чем летели Например, в селитре Ну, помнишь, мы в детстве селитрой делали такие Так нам можно пройти? Нельзя обходить ее Ну, что еще достану Ладно, всегда Удачи тебе Ну, рассказывайте Значит так, я там со всеми познакомилась Порасспрашивала Так вот Бугаев недавно уволил одного проектировщика Романа Ворсова Скандал, говорят, был большой У меня и адрес его есть Да не нужно, молодец За что меня задержали? Ишимов Андрей Викторович Присаживайтесь, пожалуйста Вот тоже сидите Так, директор фирмы спецстрой Вы указали, что с убитым Бугаевым У вас были натянутые отношения И что? Это повод взрывать человека? А фирма «Своя крыша» ваш главный конкурент? Да Нет Как-то нет Ну, вот так нет Последнее время мы сотрудничали У нас общий проект даже был Еще у вашей фирмы есть лицензия на взрывные работы Вы провели опись и на складе не хватило Пяти Пяти брикетов гексогена Далее Алиби у вас нету, потому что в момент убийства вы якобы спали дома Живете один, подтвердить некому Я виноват в том, что не женат? Да? Виноват и вину устанавливают в суд Я готов ответить за пропажу гексогена Но Бугаев тут при чем? Бугаеву не повезло, потому что его взорвали Вам не повезло, потому что вы взорвали именно гексогеном Поэтому, ваше задержание считаю абсолютно оправданным Извините Игорь Ну, секундочку Вот Сначала думали, что от радиоприемника А оказалось, от приемника дистанционного взрывателя А вдруг у этого проектировщика Уорсина электроплита? Ну, сориентируемся, я не в таких ситуациях была И танцовщицей, и велосипедисткой Здравствуйте, мы из Горгаза, нам нужно проверить счетчик Здравствуйте, но у нас его нет Вот, установим, только вам нужно будет заявление заполнить Можно мы прямо сейчас сделаем? А то отключим газ Проходите Уорсина сработала, она отлично Это не спорю, извини Игорь, я сейчас в столовую возьму вам солянку и гречку с битками, как вы любите Только не задерживайтесь, хорошо? Хорошо Какая трогательная забота Начальство сыты, стажеру хорошо А что в шапке писать? Какой у нас номер ЖЭКа? Семнадцатый Хорошо Ну, на самом деле, шапку я сама заполню, вы просто роспись поставьте А где ваш муж? Мы могли бы место для счетчика определить Рома на работе Да? А где он работает? Муж недалеко? Да нет, что далеко, на другом конце города В компании своя крыша Папа у нас проектировщик А когда он вернется? Часов в девять вечера Знаете, как мы поступим? Вы с мужем посоветуйтесь, а мы к вам послезавтра придем Лучше через неделю Заявлений очень много Да Хорошо Я же тебе говорила, ворс, но уволили А где же он тогда бывает с раннего утра до позднего вечера? У любовницы Любовницу деньги нужны, у него даже работы нет Если он убийца, то все еще сложнее Ладно, Лера, отвези меня на работу, а то мне еще третий этаж будет Ну, без проблем, коллега Ну, прошу Борис Как успехи? Я уверена, что Игоря не подведу Мне очень нравится, как в последнее время пошла работа у следователя Луны На него явно тут положительно влияет Возможно Как вам с ним работают лица? Хорошо Он помогает мне, опекает меня Очень внимательно Очень внимателен Николай Петрович, следователь Логинов женат Хотя, мне кажется, он не особенно счастлив в семейной жизни Ведь они же на разные люди и совсем не подходят друг другу Но это не мое дело Ну, абсолютно верно Здравствуйте, вы Валерия Логинова? Да, а вы кто? Меня зовут Тоня Мне мой знакомый из следственного управления, посоветовала к вам обратиться По поводу Андрея Ишимова Андрей – это мой любимый человек У меня очень сложная жизненная ситуация, я хочу уйти от мужа Дело в том, что он у меня дважды судим, вот, сейчас вышел из тюрьмы, но завязывать не собирается Я давно бы с ним развелась, просто он угрожает убить меня, если я подам на развод Я не понимаю Так вот, мы с Андреем уже год встречаемся И он обещал разобраться с этим моим мужем И вот Андрея арестовали Я вам очень сочувствую Как могу помочь? Просто Андрей не виноват Он не подрывал Бугаева, он не мог Эта дочка Бугаева, Аля Она, я не знаю почему, наговаривает на него Тонь, послушайте, это мой муж следователь, а не я, почему вы мне ответы рассказываете? Потому что вы женщина, вы можете меня понять Андрей в тот день, он был со мной И он не захотел в полиции об этом признаваться, потому что не хотел мне навредить И теперь он сядет в тюрьму, из-за меня А почему в полиции это не сказали? Я не могу, я боюсь, мой муж меня просто убьет Боже, он каменный век какой-то Здравствуйте Здравствуйте Я вас очень прошу, я вас просто молю, поговорить я с мужем Ну да, я постараюсь Кто это? Что-то случилось? Какой интересный поворот Игорь, можно мне самой составить обвинительное заключение на Ишимова? Для стажера это дело прекрасный рывок Я смотрю, методы Третьякова становятся популярными И не стоит на него равняться, Лариса Я что-то не так сказала? Послушайте, у нас всего одна улика, и та косвенная, гексоген Да Алиби у Ишимова нету, но ведь существует еще презумпция невиновности Но ведь он вполне мог взорвать, владел навыками, имел возможности Зачем Ишимову взрывать Бугаева? Для этого должны быть веские какие-то причины, а их нет Я допрашивала дочь Бугаева-Алевтину Она показала, что отец опасался Ишимова Угу, отлично, замечательно Слова родственника о словах мертвого, которые проверить нельзя Послушайте, я понимаю, вам обидно, вам хочется посадить преступника Но поверьте мне, будет еще хуже, если сядет невиновый Я поняла Да, не знала, что на свете есть еще такие рыцари, как Ишимов Вы видите, Тоня говорит, что дочь Бугаева намеренно пытается убедить следствие в виновности Ишимова Я видела ее в офисе, странная девица, заторможенная какая-то, в аэропорту работает Ну, надо нам с ней тоже встретиться Есть еще новость У нас бухгалтер исчез, взял и пропал Сразу после взрыва Ренат Погорелов Я думаю, что он нам многое мог бы рассказать Ну, так нам нужен целый полк, чтобы все это охватить Погорелов, Ворсин, это Аля Охватим сами Для начала нужно закончить Герштальт с Ворсиным Эти ваши увлечения психологией, детективами, придают нашему расследованию совершенно особое очарование Мамулечка Валентина Сергеевна, а мы тут с Лерой обсуждаем новый романчик про убийство Присоединяйтесь Я такую литературу не читаю Этого следу удалось ожидать, что ты так волнуешься Да пойми, на Сергачева давят Звонят серьезные люди, которые купили квартиру Бугаева Боятся, что следствие заморозит стройку Расскажи, ты абсолютно уверен, что Ишим мог убиться? Конечно, нет Значит, я не удивлен Тебя поражать ты умеешь В смысле? Третьяков болтает Слушай, Игорь, я считаю, что вы с Валерией прекрасная пара Да, они без разногласий, но это нормально Что у тебя с Борисой? Ух, все Или ты стал коллекционировать юбки? Я коллекционирую скальпы Первый будет Третьякова Вячеслав, месяц, год рождения еще Хорошо, гражданин Ишимов Вы же признаете, что угрожали Бугаеву? Угрожал Выгнать с рынка Я же понимал, что Бугаев готовит аферу А так как наши фирмы сотрудничали, я понимал, что это может негативно сказаться В первую очередь на моей репутации Простите, о какой эфире идет речь? Это один из его авантюрных проектов Восемь свечек Элитное жилье в зеленой зоне По низким ценам А там что-то не так? Если строительство идет полным ходом, значит все разрешения получены Девушка, а вы съездите на строительную площадку и сами все увидите Да ладно Хорошо, понял Ну вот, я настоятельно рекомендую тебе не распространять гнутости обо мне и Ларисе А что будет? Ничего хорошего Будем проверять Положи мне Есть Слезняк Слышь, ты неудачник Чего ты вообще стоишь без своей жены? Не понял А ты поинтересуйся, что делает твоя жена, пока ты на работе Мы пару раз с ней пересекали в самых необычных местах В каких местах? Это ты у нее спроси Трепло У твоей мамы депрессия Этого не может быть моя мама образец рацио Послушай меня Ей нужно принимать антидепрессанты Она конечно откажется Но ты должна их посыпать каждое утро в чай Представляю, что будет, если мама узнает об этой вашей идее А я вот смотрю страницу Уорсина, он такой странный И Женя врет Да, и все посты у него ужасные на одну тему Обрушение зданий по вине проектировщиков Минуточку А может он такой же, как этот немецкий пилот Который направил самолет с пассажирами в гору Ну, в смысле, что он хотел, чтобы эти свечи обрушились И люди погибли Бугаев его уволил, он и отомстил А не слишком ли много сумасшедших на один квадратный метр? Во всяком случае, коллега, у нас двое подозреваемых Это Ворсин и Погорелов Один из которых пропал Думаю, пора найти Погорелов Бюрократ-буквоед Игорь, вы здесь? А я так устала, Женька, эта стройплощадка для элитных домов находится в совсем не вылитом районе Машина не добраться, пришлось идти пешком Ну, закладывается Ну, стройка обнесена забором Но котлован так и не начали рыть, хотя сдача в эксплуатацию была заявлена в четвертом квартале А квартиры все уже распроданы, да? Да Версии Шима было однорациональное зерно, а тут пахнет аферой Надо смотаться в офисе своей крышей, посмотреть, может какие-то документы сохранить Я с вами Вы же с полей, с ног валитесь Ничего, следователя ноги кормят Догоняйте Угу Слушай, Игорь Иванович, а кто тебе сказал, что у нас буратый Пареянов рыбак? Девочки из бухгалтерии болтали, что он любит судака ловить, а что? А то, что никакой он не рыбак, а одно издевательство, недоузумение одно Он за полчаса столько спиртного на грудь перенимает, что спиннинг удержать не может Да и ленивый он очень только на платных озерах и ловит Нам крупно повезло, что поджигатель не уничтожил Сервера И удалось спасти всю учетную информацию Не просто так бугать Нужно будет распространять ориентировки на него Только одного не могу понять, почему на счетах посту? Где все деньги за проданные квартиры? Там должно быть около ста миллионов долларов Вот это будет первый вопрос, который может видеть бухгалтеру, когда его найдем? Слышь, Легеновна, из-за ренту подай Ты оглохла там, что ли? Из-за ренту, говорю, подай Заболтал ты меня совсем? Мне еще в приемной надо убираться Был бы я храстой, не уплывал бы ты от меня просто так Слышь, друг, из-за ренту подай Спасибо, друг, друг Ты у нас башковитый Передумай Я хотел биологического материала взять со стилика Или внутри А его нет В смысле нет? Человеком и не пахнет Не пахнет? Никто его не надевал Ботиночки-то не ношены Михалыч, подошва стерта Вот я репу и чешу Но он точно из машины Понял теперь, чего я в потере Понял, вопрос Давай Игорю скажем, что бухгалтер Погорелов может скрываться на платных озерах И все, эти газеты продают на каждом углу в городе, он ничего не подумал Мы же не знаем точно, я посмотрела на всех рыбацких сайтах Судака разводят или в Зорьке, или в Пасторале Обе базы назовем О, Лариса постаралась с ориентировкой, сразу вечерний тираж А, это я в маршрутке ехала, а мужчины газету читали Один из них говорит, вроде как видел этого на фото на днях на рыбацкой базе Только я не расслышала, то ли на Зорьке, то ли на Пасторале Мам, как можно спутать два таких названия? Ну, я же говорю, я не расслышала Я подумала, может для тебя это важно, а если нет, забудь Зорьку Или Пастораль Да, Погорелов, заставили его нас затем оставать Ну, говорят, хочешь улов, вставай до петухов Садитесь, пожалуйста Хозяин базы сказал, что вы не особо рыбкой промышляли, только пили с утра до вечера Не без этого И вас не уделил наш визит? Я знал, что все всплывет Можно водички? Пожалуйста А можно еще воды? Может вам еще пивка налить? Очень хотелось бы услышать ответы на наши вопросы Где деньги от продажи квартир в недостроенных свечках? Вы их присвоили Бугаев об этом узнал и вы его убили, так? Не так Это все Бугаев А вы невинная жертва? Да брось его и Я ж понимаю, что сгорел Привет! Привет! Так, что случилось? У тебя по телефону такой голос был? Слушай, Димка оказался козлом Кто такой Димка и почему он козел? Да и мы с ним познакомились Садись! Мы с ним познакомились на открытии арт-кафе Ну такой приличный мужчина, импозантный Ну стильные очки какие хорошие на него Ну стал ухаживать за мной Подарки всякие дарить Ну понятно безделушки, но ты же понимаешь приятно Я по среду в ресторан сводил Начало-то хорошее А вчера приходит весь такой возбужденный Вот, мол предлагают ему старинную икону Там десять тысяч за нее просто А она стоит все сто, а у него нету И ты да ладно? Десять тысяч? Лер, откуда? Нет конечно, у меня же нету таких денег Дала пять Марин А сегодня звонит моя знакомая одна и говорит Мол видела тебя вчера в парке с Димой Я говорю да, ну и что? Она говорит, ты хоть не сдумай ему дать деньги Потому что он аферист Звонила ему? Да звонила, конечно, вне зоны Козел, ты как раз машину собиралась менять Пять тысяч долларов что ли? Йен, Лера, йен Ну и где он живет? Да не знаю я Мы то там встречались, то там, понимаешь Лера Так, подожди Во-первых, выше нас Во-вторых, ну муж-то у меня все-таки следователь Телефон его нужен И фотографии, если есть Да нету фотографии, но я смогу его нарисовать Хорошо Вот Ты думаешь, правда Игорь сможет найти? Да конечно сможет Лер Спасибо тебе Лугаев уговорил меня Увести деньги инвесторов Сумма была такая, что Овчинка стоила выделки Ну и сейчас же не проблема отследить Путь бы знала и заморозить счета в офшорах Правильно Поэтому мы пошли другим путем В помойках обналичили Это как? Через черные фирмы однодневки Мы обналичили Около ста миллионов долларов Пять процентов должен был получить я Щедро Дугаев деньги спрят Я не знаю где Предполагалось, что он По своему каналу Переместил офшор Там друзья помогут их легализовать Вы ему так доверяли? Свою долю я должен был получить здесь До того, как он исчезнет Иначе мог его сдать Боялся, что он может меня убить Завалили его Видно, не все гладко было у него Всего канала Я тогда понял, что не выкручусь Бежать без денег было бессмысленно Вот и поехал на базу Значит так Пока подозрения об убийстве Бугаева Вам выдвигаться не будут Вами займутся наши экономисты Они ведут все дела О фирме своя крыша Спасибо Спасибо за водичку Я пойду в вашей комнате Новости посмотрю Мам, ну мам, ну в кои-то веки мы все вместе собираешь Лер, потом Я же говорила тебе защитная реакция И сладкое тому подтверждение Слушай, а что твой вчерашний друг из газеты нашелся? Нашелся В Зорике Вот, я же говорила, что Ишимов не виноват Не факт Погорелов к убийству не причастен Бугаев провернул с ним аферу Похитил деньги инвесторов А, это те самые дома, которые своя крыша строила Возможно деньги это и есть мотив для убийства Ишимов не дурак Он смог сопоставить А и Б в деятельности Бугаева Как только я пойму, каким образом Бугаев собирался переправить стойку налички за границу Тогда я пойму планы Шимова Подожди, такое ощущение, что ты подгоняешь новые факты под удобную версию Милые мои дамы, против гексогена в машине Бугаева и на складе Ишимова не попрешь Но гексоген мог украсить кто-нибудь другой А еще мне кажется, что нужно искать реально обиженных на Бугаева Уволенных, например Да что ж такое, это семейка Холмсов, что ли? Сынок, слушай маму Мама плохого не посоветует Лариса, подготовьте пожалуйста на завтра по поводу своей крыши уволенных за последний месяц Два месяца За последние три месяца Спасибо большое Еще указания будут? Ну кто тебе указывает? Вон пирог ешь, мы же старались А? В поте лица Упаковка из порошковой мусорки Вы в своем уме? Что хотите? Хватайте человека прямо в гараже С силой везете на допрос Ворсин, присаживайтесь Вы средневековье Присаживайтесь Послушайте, мы вас пока просто пригласили У вас же был конфликт с Бугаевым по поводу вашего увольнения, да? Вы только давайте без этих ваших штучек, хорошо? Да Я по глупости подписал проектную документацию, в которой были нарушения строительных норм Бугаев обещал, что все переделает, главное получить разрешение, но не переделал Когда я обратился к нему с претензией, он выгнал меня вон Ваша подпись настолько существенная Ну а как же, в случае обрушения каких-либо зданий судили бы меня, а не его А где вы были в момент убийства? В момент убийства я, не помню, наверное, гулял А откуда вы знаете во сколько убили Бугаева? Я вас очень прошу, пожалуйста, не ловите меня на слове Но я ведь тоже смотрю телевизор Ну просто, просто жена не знает, что меня уволили Она беременна, я не хотел ее расстраивать Поэтому грачую, вот сегодня был заказ перевезти в холодильник Теперь этот заказ сорвался То есть вы не знаете, что Бугаев не собирался строить свечки? Как не собирался? Можете спать спокойно, здание не обрушится Посмотрите Это по канистрам из гаража Ворсина Там гидрозин и аммиачная селитра Я не улавливаю ход твоих мыслей Если добавить азотную кислоту, получим гексоген Антонина Игоревна А? Ну я все время про этого Ворсина думаю Зачем? Он в тюрьме, Игорь на высоте А что если он не виноват? Ну вот почему он тогда не сбежал? Он что дурак? Вот смотрите, вот эти горючие смеси, про которые вчера Игорь рассказывал Может быть ему в гараж их подкинули? А что вполне может быть Вам кто про Ворсина рассказал? Так это от электрика дяди Вовы Он его увидел в офисе В тот момент, когда Бугаев взорвался в машине Вот Ты права, это не Ворсин А как же нам Игоря намекнуть? Он же нас в миг раскусит Да, у меня есть план Дядя Вова Но здесь все зависит от вашего обаяния Этого у меня в избытке Лариса, это очень простой документ Контр, альт и тянете Ну и ничего не происходит Да все прошло Здравствуйте Вы мне и за ренту подавали Я электрик из своей крыши У меня информация о пожаре Присаживайтесь, что за информация? Вот так это Я в офисе Ломку Ворсина видел Но в эвакуат перед пожаром Вопрос А чего ему там делать, если он уволен? Ну и я сразу к вам Может это пригодится информация? Ну и начальник пожарной части рассказывал, что горючее, которым подожгли офис, было на основе мячной силы Силитр Да То точно А они на меня уже пальцем стали показывать, мол, колодкое замыкание, все такое, но, слава Богу, разобрались А Ворсин во время взрыва возле склада находился далеко в офисе Ну, значит, Ворсин не убийца, а мы нашли поджигателя Секундочку Это я нашел поджигателя Вы нашли Я думаю, это подойдет Спасибо, мама О, Боже, ты пришел вовремя, мы идем в театр, это самый счастливый день Ты с этими бугаевыми, гексогенными, проектировщиками, ты просто зарушаешься Представляешь, этот проектировщик Ворсин, что за человек был, так боялся, что от обрушения здания могут погибнуть люди что сжег всю документацию, чтобы задержать стройку А Ишин, его ты отпустил? Нет, Пухтинов уперся Нет Нет, нет, просто сказал, что это был в театре Логинов Дежурный по управлению Кураков Пришла женщина, представилась Надеждой Суховой, хочет подать заявление о пропаже брата Это не к нам Я знаю, но ее брат Сергей Сухов работал у погибшего бугаева А вот это вот к нам, пусть пишет заявление и подъезжает к драмтеатру, я встречу с ней у памятника моряка И скинь ее номер телефона Это ненадолго, мы все успеем, сестра какого-то Сергея Сухова Сухов? А что с ним? Пропал, а вы что его знали? А Сухов, мне послышалось Суханов Его не Сергей звали, а Влад, кажется, Саша с ним встречалась Помнишь, Лер? Нет, мама А, ну, значит, она тебе не говорила Скоро все, пока, мама Пока Пока Вы простите, что вот так вот, просто на выходной семейный план и управление совсем не по пути Да нет, это вы простите, я все понимаю, просто у меня нет другого выхода Мой брат работал менеджером по продажной движимости в Бугаево Угу, квартиры в несуществующих домах продает? Это Валерия, моя жена Так вот, в прошлый понедельник он прислал мне смс-ку, что возвращается из командировки И больше от него никаких вестей не было Так как он человек разведенный, его отсутствием как бы никто не обеспокоился Я на море была Вот вернулась, звоню, телефон заблокирован, дома его нет Тут я новости про взрывы слышала, я очень помню Вы правильно сделали, что обратились сразу к нам Ну, я сразу к Але пошла, дочери Бугаева, хотела у нее узнать Они встречались? Нет, нет, что вы, Бугаев должен был с ним расплатиться, ну, за проданные квартиры Около семидесяти тысяч долларов И что, Аля? Аля сказала, что она никакого отношения к долгам отца не имеет И что, мол, вообще из-за того, что его тут обвиняют в афере, у нее проблемы Но мне-то деньги не нужны, я просто о брате хотела узнать Скажите, а ваш брат разбирался во взрывотехнике? Я не знаю, а в армии в каких войсках служил? Да вы что, какая армия? Он инвалид, у него стопы нет, у него протез Он в детстве между вагонными трамвайчиками покатался Хромает? Прихрамывает Надя, вы извините за такой вопрос, а может быть вы знаете, какую обувь носил ваш брат? Знаю, конечно Ферма Рикс, у нас такую не продают Он все время из заграничной командировки себе новую пару привозил Риксы, значит? Да Да Кузя, ты в городе? Слушай, отменяются шашлыки, давай дуй в управление Я тебе сейчас скину номер Сергея Сухова Давай-ка выбью у оператора звонки и сообщения за последние две недели Мигом, Кузя Лер, ну… Ну, я поняла Ну что, может быть ты сама или я Маринке позвоню? Нет, я уж лучше дома тебя подожду Хорошо Вы не волнуйтесь, мы обязательно разберемся Спасибо Мамочка В последнее время ты как-то очень… Я могу уехать Нет, мам, я просто хочу выяснить, что случилось Ну не трогай меня, пожалуйста Эр, нам нужно поговорить с твоей мамой Ну хорошо Валентина Сергеевна, вы знали Сергея Сухова У меня есть подтверждение вашей переписки Я ничего не знала, я… я… я совсем ничего не знала Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тах, давайте по порядку Я привезла от Саши деньги Она выбрала дачу, чтобы ездить с мужем отдыхать Саша хотел, чтобы я оформила эту дачу на себя Ну, так проще избежать налогов в Германии По дороге домой, в самолете Со мной сидел Сухов Заигрывал, рассказывал о своей работе Он продавал квартиры И я так поддалась его обаянию Что согласилась купить последнюю двушку Дешевую в строящемся доме Ну да, я же хотела подарить вам с Лерой А Саше купить дачу в кредит Но после оформления документов Сухов исчез А дома, сам знаешь Ой, ты только Лере ничего не говори Она очень расстроится Не волнуйтесь, в деле вы фигурировать не будете А деньги Деньги будем искать Игорь, я так на тебя надеюсь Боже мой, я так рада, что у Леры есть ты Мамочка, да, Лер, все хорошо Я завтра уезжаю А ты береги Игоря Мамуль, подожди, я ничего не понимаю Мне очень хотелось бы выяснить Так, мама вправе делать то, что считает нужным Мамуль, давайте на секундочку Да Игорь, присядь Я уверен, что мама тебе на днях все обязательно расскажет Простой, что-то так с театром получилось Думаю, он приедет еще раз По пути домой взял билеты в цирк, там тюлени будут Тюлени, так тюлени, а что с Суховым? Плохо Это он был в машине, а не Бугаев Поэтому ботинок уцелил, слетел с протеза Тебе спасибо, ты Наде задала правильный вопрос А как Сухов оказался в машине у Бугаева? Вот-вот А что там с Маринкиным мошенником? Ну, ниточка есть Кузьма пробил историю его телефонных звонков И я уверен, что кто-то обязательно на него выведет Почему не по телефону? Иди сюда Смотри Бугаев В кабинете нашла Ну что? Чуть на это Я дяди Вове ненароком показала А он мне так уважительно Убка моя, сапером служил Опасная работа Стоп! Поняла? Значит, в взрывной технике разбирается Именно Пазл номер один сложился Антонина Игоревна Это значит, он, Бугаев Разорвал свою машину вместе с Суховым Украл деньги, замел следы, а сам Смотри, Альфтина Кто? Дочь Бугаева Веща отца из офиса Вовозит Она в частной авиакомпании работает На маленьких таких самолетиках Богатых вывозит Пазл номер два сложился Антонина Игоревна звонит С дядей Вове Скажите, чтобы он срочно звонил Игорю И сказал, что дочь Бугаева вывозит Украденный отцом деньги на его самолете Ну, прямо сейчас звонит Там он и попался В салоне бизнес-джета вместе вот с этим А ты их положи, положи Электрик вовремя позвонил Странно, что не женщина Бугаев давно планировал свой подрыв Никак не мог найти подходящую куклу Случай Сухов вернулся из командировки И стал требовать свои проценты Мы же просматривали камеры наблюдения Очень похож был Хромал только Ну да, лысоват Один и тот же возраст Корпоративный дресс-код Бугаев заранее украл из Шимова гексоген Поглазил в машину Заминировал ее Позвонил Сухову Сказал, чтобы забирал в качестве долга Дальше вы знаете Как Бугаев оказался в самолете? Дочь помогла Ты что, там почти целую неделю проторчал, что ли? Да Пока Алифтина не нашла подходящего пилота В смысле? Бугаеву снова не повезло Его личный пилот попал в серьезную аварию Найти настоящего профи оказалось очень сложно Поэтому не торопились Вывозить деньги из потайного сейфа Алло Я только что смотрела криминальные хроники Там сообщили, что всем обманутым пайщикам своей крыши Будут возвращены деньги Я рад Спасибо тебе большое, Игорюша У меня завтра выходной Не возражаю, послужил Может к черту эту работу Шучу Шучу Привет Теня, здороваюсь Пусти Игорь Спасибо тебе огромное, спасибо Ты не только Леркин замечательный Может, ты его спасите А что ты с этим делом будешь делать? Я пока не решил Отпустишь? Не знаю Спасибо тебе Спасибо тебе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, совсем пустой вечер. Нет, ничего не снял. Осень, холодно. Я перезвоню. Светлана, да я. У меня сейчас, возможно, будет эксклюзив. Уграбление ювелирного магазина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Что у нас плохого? Убийство? Так не первое же и не последнее. Игорь, у него никого нет. Пассажир Лузин, когда вы научитесь докладывать по форме? Павла Алексеевича Погодина, убитого в ювелирном доме, никого из родственников не оказалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу. Коллеги, внимание. Чего представить вам? Мария Максимова. Наш новый криминалист с помощью Михалычу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улучшенная версия Михалыча. Игорь Логинов. Рада знакомству. Мария. Владимир. Ну, теперь преступникам конец. Лариса Лузина. Наш без пяти минут следователь. Ясно. Бонжур, бэрна. Ой. Я бы хотела обсудить некоторые принципы нашей будущей работы. Да, договорились. Как тебе бы то было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адруа. Давай еще раз. Спокойней. Я не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Николя? Валерий, привет. Мне пришла в голову одна идея. Приехал мой старый знакомый, искусствовед из Франции. Бернар Марон. А давай мы покажем твою работу? Ну, не знаю. Ты меня застал врасплох. Тебе кажется, я уже готова выходить на международный рынок? У меня всяких сомнений. Давай я по всем договорюсь и перезвоню тебе. Ну, пока. Ну, а действительно, почему бы и нет? Наш институтский преподаватель по рисунку часто повторял. Валерия, пусть сейчас ваши пастели не в модном тренде, но не опускайте рук. Признание обязательно придет. На данный момент единственный человек, который пока не воспринимает всерьез мою живопись, это свекровь. Лер, сделай кофейку, у тебя вкусно получается. И последнее. Я очень не люблю, когда на меня перекладывают чужую работу. Приятно было познакомиться. Всего доброго. Зачем нам это? А вдруг она криминалист экстра-класса? Женщина и сыск две вещи не совместны. Ах, ну тогда я пошла. Тебя-то не касается. Конечно. Там поднимается Светлана Мирская. К чему бы это? Я думаю, к стихийному бедствию. Кофе готов. Ага. Слушайте, к нам приезжает искусствовед из Франции, Бернар Муро, и собирается искать себе партнера для нового модного дома Кеннель. Это, по-моему, переводится как «корица». А с Францией приезжает искать сюда партнера? Ну да, у нас же есть два неплохих ювелирных дома. Голден Фокс и датского дом. Я думаю, из них он и будет выбирать. Вот, смотрите. Вот это Бернар Муро. Вот листайте сами в ту сторону. Он же. Это лесовский, это датский. Интересная машина. Спасибо. Ничего себе. А ювелирный дом датского ограбили. Здравствуйте, господа сыщики. Добрый день. Прошу вас, проходите. И что привело к звезду криминальной журналистики в логово Муро, а? Я должна расценивать эти слова как официальную позицию вашего управления по отношению к нашей программе? Конечно же, нет, Светлана. Прошу вас, присаживайтесь. Это реплика частного лица. Кофе хотите? Спасибо, не откажусь. Так, чем мы можем быть вам полезны? Я знаю, что вы расследуете убийство в ювелирном доме датский. Вы, как всегда, прекрасно осведомлены. Дело ведет следователь Логинов, но пока у нас нет информации, которую мы могли бы поделиться с вашими телезрителями. Понимаю. Понимаю, но я сама пришла вам кое-что сообщить. Какая-то в державе датская гниль. Будем считать, что ваш каламбур я оценила. Нам это как? Дело в том, что убитый Погодин был нашим добровольным помощником. Он часто присылал нам видео с места происшествия. Вы хотите сказать, что и в этот раз он вам прислал видео? К сожалению, нет. Но он позвонил и сообщил мне о том, что у него есть эксклюзив с ограблением ювелирного магазина. Потом пропал. Утром я узнаю о том, что он убит. Спасибо. Это для нас новая информация. Не за что. Мы же все стремимся к одной цели. Теперь я жду от вас ответной любезности. Мне нужно видео из телефона убитого. Понимаем, но у нас нет его телефона. Надеюсь, это правда. И очень рассчитываю, что когда вы его найдете, я получу это видео. Ставьте номер Погодина. Мы, может быть, попробуем его отследить. Пожалуйста. Хотите, можем дать вам видео с ковер наблюдения? Конечно. А что там? Ничего. Я оценила ваше желание помочь. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Володя, спасибо тебе. Ты, надеюсь, сделал, как я люблю, да? На здоровье. Только не говори, что у тебя нет этого чертова телефона. Нет. Убийца увидел, что Погодин снимает происходящее, убил его и забрал телефон. Хорошо. Ну, зачем было убивать? Михаил сказал, что удар по голове был не смертельным. Погодин просто упал и сломал себе шейный позвонок. Да. Удивительно. Здесь и следа не осталось от ночного ограбления. Но если интуиция так решительно привела меня сюда, значит, это кому-нибудь для чего-нибудь нужно. У нас раньше столько людей за неделю не было, сколько сегодня за полдня. Ночное ограбление. Любая реклама хороша. А что, много взяли? Что хозяин говорит? Прилично. Да его не это больше всего интересует. Он долго расспрашивал у меня, кто и когда накануне вечером ушел, а потом заперся с Адалиной. И они целый час орали друг на друга. Паня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Мне все очень нравится. Просто какая-то невероятная красота. Но... Адалина. Аня, зайдите ко мне. Вы мне нужны. Хорошо. Извините. Привет. Милый мой, наконец-то. Я уже начала волноваться. Ну, прости, не мог говорить. Ты же слышала про убийство в Датском? Убийство? Я думала, там ограбление. Кого убили? Охранника? Нет, случайного свидетеля. Слушай, ну я уверена, ты очень быстро найдешь преступника. Преступника. Уже нашел двух бестолковых студентов. Ладно, Леруш, давай до вечера. Целуй, дорогой. Итак, Голубцов Алексей. Что же произошло? Деньги нужны были. Мы решили грабануть этого буржуя. Ну, а что? У него этого добра полно. О, классовая ненависть. Очень любопытно. Поймите, у нас не было только выхода. Совсем голяк. Многим денег не хватает. Но далеко не многие идут на грабеж и убийство. Э, не, гражданин следователь. Так дело не пойдет. Нечего нам шить убийство. Какое убийство? Там никого не было. Мы ювелирку взяли и все. Ну? Что? Решили свой висяк на нас спихнуть? Так вот не получится. Придет нормальный адвокат и все ваши липовые доказательства по стене размажет. Ясно? Ты свой тон умерь и характер придержи. На месте ограбления найден труп. Человека убили. Мы никого не убивали. Сашка, ты же хороший парень. Ты чего? Ты должен понимать, что ограбление-то одно, а убийство совсем другое. Саня дебил. Если бы он не понес цепочку ломбард, фиг бы вы на нас вышли. О, вышли бы, не сомневайся. Значит так, даю сутки. Потом чистосердечное не приму. Ну что, Антонина Игоревна, кафе открыт, и вы первый клиент? Нет, Лера. Первым клиентом я была час назад. Теперь я постоянный. Здесь варят потрясающих. Да? А я была в ювелирном доме Датского. И мало того, что их сегодня ночью ограбили, там еще и человека убили. А это дело же передали Игорю. Какое время я прочитала про Датского? Что? Представляешь, он потерял контракт с домом Кенель. И этот контракт перешел к его конкуренту, Бесовскому. Ого. Слушайте, а ведь, возможно, все эти события как-то связаны между собой. Игорь, а вы уверены, что студенты имеют отношение к смерти Погодина? У вас есть другая версия? Ну, я не знаю. Может, он зашел через разбитую витрину. Глаза разбежались. Там же много всего оставалось. Кто-то шел мимо, а тот же решил поживиться. Конфликт интересов. Хорошо. Но сюда не вписывается версия мирской. Может, она тоже врет? Может. А зачем? У меня как раз с ощущением, что врут наши студенты. Игорь, упаскал меня? Да. Четыре часа назад. Кофе ком не побаловите? Поздно кофе пить, Кузь. Есть номер телефона. Мобильник отключен. Нужно достать из него информацию. А что конкретно интересует? Там контакты, фото? Видео. Убитый снимал видео, выкладывал в интернет. У меня есть его страничка. Отлично. Давай тогда номер телефона и страничку в интернете. Я похолдую. Всем пока. Пока. Номер. Ну, я не знаю. И у одних красиво, и у других. Как этот эксперт из Франции выбирал? Ну, здесь же все зависит от цели. Просто Муро знает, в какой коллекции нужны украшения, а мы — нет. Антонина Игинна, можете мне помочь, пожалуйста? Угу. Я пыталась тут найти хоть что-то про эту Канель-корицу, но очень мало инфы. Инфы? Вы теперь продвинутый юзер? Да. А еще, кстати, я читала про Датского, что у него был джокер в рукаве. Комплект Адель. Но он никому его не показывал. Он готовил его для конкурсных отборов, но так и не продемонстрировал. Адель. А потом заперся с Адельной, и они целый час орали друг на друга. Аня. Здравствуйте. Привет, сынок. Привет. Как дела? Что нового? Как идет расследование? Студенты в СИЗО. В убийстве они не признались. Мам, а что сейчас делает моя жена? Чешу хвостик. Извини, сегодня только рабу. Я вот думаю, зачем убили? Случайно. Во время ограбления нечаянно там оказался любитель папарацци. И грабитель его шандарахнули бронзовым бюстом Шекспира. Какая ты в державе датской гниль. Ты же второй человек, который за сегодня цитирует меня Гамлета. Сынок, это говорит о том, что рядом с тобой образованные люди. А ты уверен, что убили студенты? Ну, послушай, Лариса предложила версию конфликта интересов двух случайных прохожих. Я отказалась. А Лерочка считает, что конфликт интересов вполне реальная версия. Но только не двух прохожих. Так. По поводу того, что считает Лерочка. Немедленно прекратить вмешиваться в мои дела. Злобный муж. Так, послушай, мама, я могу понять, она постоянно читает детективы. Но ты-то… Как всегда, оплошность допустила Антонина Игоревна, а на орехи получила я. Нет в мире справедливости. Значит, если я захочу поменять свой ноут, ты мне помашешь? Ну, конечно. Только возьму твоими пирожками вкуснейшими. С яблоком и корицей. Договорились. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кузя, вы так весь Третьяковский кофе уничтожите. Вот и помогай после этого людям. А я, между прочим, кое-что нарыл по твоему телефону. Так, и где телефон? Понятия не имею. Ну, нужно скачать информацию, если пароль за мной. Если? Там есть сложности. Орик, тебе спасибо за доброту и внимание. Я работаю. А может, нам попробовать самим подобрать варианты? Мариса, надежный пароль — это не меньше шести знаков. Миллион комбинаций. А это должно быть связано с личностью владельца. Имя, фамилия, адрес. Простите. У вас листик. Привет. Привет. Привезла? Привезла. Давай быстро, а то мне еще наряды подбирать под твои украшения. Обычно делают наоборот. Ну, обычно делают обычные люди, а мы же с тобой не попадаем под эту категорию людей. Мы и нет. Ну, как? Ну, нормально. Ну, так не пойдет. Мне нужен конструктивный совет, а не твой постный. Ну, нормально. Если я знала, куда ты собираешься, я бы могла тебе дать конструктивный совет. Значит, рассказываю. Господин Лисовский, владелец Голден Фокс, подписал контракт с Кенель. По этому поводу устраивает сегодня вечеринку. А Вадик Москальцов, который делает для него полиграфию, звал на меня на этот вечер. Ого, а Мишка где будет? Он всем так везет, как нашему Мишке. Он идет на день рождения к своей однокласснице Алинке и будет там до утра, потому что они будут наблюдать звездное небо через телескоп. У нее такой прикольный папа. Ну, как? Это очень хорошо, глазам подходит. Можно я с тобой пойду на эту вечеринку? Конечно, можно. Лера, в чем дело? Им же не нравятся тусовки. Мне просто нужно узнать, почему Лисовский обошел Датску. А зачем тебе это? Ну, Игорь ведет расследование об убийстве человека в ювелирном доме Датского, и мне кажется, что это как-то связано с этим французским контрактом. Ну, понятно, что ничего не понятно. Но зато у нас есть прекрасный повод потусить. Ну что, поехали выбрать наряды? Просто наша с вами логика, Лариса, не подходит. У людей в возрасте она другая, она особая. Ну, не расстраивайтесь, Игорь. Вы обязательно найдете правильное решение. Другому и быть не может. Так всегда моя мама говорит. Мам, нужен твой совет. Сын, мне приятно это слышать. Послушай, если бы тебе нужно было запомнить пароль, что бы ты сделала? А он сложный или простой? Примерно шесть знаков. Такой точно не запомнишь. Надо записывать. Спасибо, мам. Ты молодец. Пока. Лариса, тащите сюда Кузьму. Лариса. Здравствуйте. Добрый день. Вы позволите? Все столики заняты. Да, конечно, пожалуйста. Благодарю. О, вы любите детективы? Да. Ясно. И я даже знаю, о чем вы подумали. Лезет с разговорами старый дурак, который не знает, чем ему заняться. И самое смешное, что вы правы. Да нет, что вы. Просто книжка очень скучная. Сюжет надуманный. Диалоги вялые. А мы же знаем, как в жизни бывает, какие интересные повороты встречаются. Правда? Бери и пиши. Да. И опять вы правы. Вы знаете, в течение многих лет моя работа это подтверждает. А кем вы работаете? Работал. Разрешите, разрешите представиться. Следователь по особо важным делам. И преподаватель кафедры уголовного процесса. В прошлом. А звать вас как? Павел Анатольевич Игнатов. Очень приятно. А меня Антонина Игоревна, завуч младших классов. В прошлом. Сейчас работаю мамой и свекровью. Это, вы знаете, это прекрасная должность. Да, да. Вы позволите… Жахты? О, нет-нет. Вы позволите угостить вас горячим чаем. С удовольствием. Спасибо. Так, ноутбук. Скорее всего, это ноутбук, планшет и телефон. ПРТ. Вот, а первая строчка, это, наверное, обозначает дату рождения Погодина. 25 сентября 1958 года. Лариса, молодец. Да, только это не имеет уже никакого значения. Слушайте, я вот это не люблю, когда над душой стоят, когда я работаю. Вот так. Так, значит, я каждый день хожу мимо вашего дома. И, видимо, неспроста. Спасибо вам, Павел Анатольевич. Давно я не получала такого удовольствия от беседы за чашечкой чая. Это вам спасибо, Антонина Игоревна. Я так очень давно не отдыхал душой. Давай, пока. Пока. Антоничка. Не скучна вам ночь? Есть. Ну что, кто хотел кино посмотреть? Ну что, кто хотел кино посмотреть? И это всё? Очень богатый. Спасибо. Это видео нам ничего не даёт. Ну как, теперь студенты должны им ящик шампанского. Почему? Они не виновны в убийстве. Был ещё третий человек, который и убил Погодина. Лера, сейчас придёт Лисовский. Выходи. О, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим, может быть представишь меня своим очаровательным знакомствам? Аркадий Лисовский. Властелин колец, браслетов и серёжек. Если поменять серёжек на сердец, замечательный слоган получится. Властелин колец, браслетов и сердец. А это Марина, Валерия, художники и мои давние подробности. Ой, старик, как я тебе завидую. Давайте выпьем за процветание моего ювелирного дома. Так, извините. О, одну минуту. Я скоро вернусь. В левую нишу направо. Ну, нет. Ну, это абсолютно нет. Да. Поигрывать тоже нужно уметь. Да, да, моя дорогая. Не ты ли это высокомерно так заявила мне несколько лет назад, а? Так что всё честно, честно. Просто не нужно блефовать. Слышишь? Нету твоего датского никакой Адели. Ну, всё, пока. Меня ждут гости. Угу. Ребята, а что может связывать датского и лисовского? Понятия не имею. Зачем тебе это надо? Надо. Да. Вадик. А вот нам прям интересно, что происходит в мире властелинных колец и сердец. Слушай, ну ты офигенный слоган придумал. Требует лисовского гонорара. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ну, так что общего у лисовского с датским? И что? А кто? Ну, кто? О, девушки. Бесплетенно как? Ой. Короче, Аделина до того, как стать женой датского состояла в длительных отношениях с лисовским. Угу. Подождите, а что, лисовский не женат? Женат. Ну, когда это кого-то останавливало? Да, действительно. Поэтому сей факт скрывался от широкой общественности. Но недавно сынок датского Антон, изрядно выпив, дал интервью на какой-то тусовке и выложил все грязное ближко наружу. Довряд, отец ему даже врезал по физиономии. Добрый вечер. Добрый. Игорь, а не от дома? Звонил, сказал, что не скоро будет. У меня телефон разрядился. Ну что, какие новости в «Голден Фокс»? «Голден Фокс»? Ты думаешь, я не знаю, что это была на форшете у Лисовского? Опять следите за мной? Да, боже упаси. Просто интуиция развита не только у тебя. Интернет рассказал о событии. А я еще в состоянии складывать два плюс два. Ну что, какие факты новые есть? Факты есть, но непонятно, что с ними делать. Игорь сказал, что грабителей было трое. Угу. Но студенты молчат, как партизаны и не колются. Я не перестаю удивляться вашему словарному запасу, Антонин Эйклин. А вдруг третий был убийца? Это рабочая версия. А Игорь тебе не говорил, где они учатся? Говорил. Здравствуйте. Вы сестра Леши? Да, вы Настя? Да, староста курса. Очень приятно. Мы все очень расстроены тем, что произошло. Просто никогда бы не подумала, что Леша с Саней на такое способны вообще. Знаете, мы тоже, честно говоря, в шоке. Скажите, а в последнее время вы не замечали в их поведении чего-то странного? Я не знаю даже. Просто я с Лешкой-то практически не общалась с вашим. Он у вас, как сказать, вы простите, но он у вас грубый и высокомерный. Санька, другое дело, проще, добрее. Настя! Там Лешкина тетя приехала, ищет тебя. А вы не договорились? Обе приехали. А откуда она приехала? В смысле, Леша говорил, вся родня в Вознесенске живет, нет? Я ошибаюсь? Да, да, так и есть, просто нет. Тетя Тоня! Племяшка! А что вы не предупредили, что приедете, а? Ну, вот подумала и решила. Надо же помогать лоботрясу нашему. Прошу прощения, нужно бежать на пару. У нас препод просто зверь. Танька, пойдем. Ой, Настя, а как нам эту Иру найти? Я знаю, что она на электротехническом только. Ни фамилии, к сожалению, ни курса. Я убежала. Удачи. Спасибо. Смотрите, если вам очень нужна эта Ира, я знаю, что она возле парка собака работает. Кем? В смысле, в костюме собаки. Ну, листовки раздает. Ну, все, извините, мы побежали. Спасибо большое. Ну, что делать будем, тетя? Работаем, племяшка. Работаем. Приходите, покупайте лучший корм, супер корм. Хорошего вам дня. Эй! Это вообще-то мое место. Прости, я не знала, привет. Привет. Что рекламируешь? Карнавальные костюмы. Классно. Классно. А я вот корм для собак. Мм, прикольно. Эй! Вон, сам дурак! Фу, достали. По пять раз в день дергают за хвост. Я через день пришиваю. Смотри, на стыке живого места нет. Мм, ну да. А у тебя? Мм. Слушай, ну у тебя крепко пришито, не оторвешь. Я просто способ придумала. Дети же все время на утренниках дергают. Хочешь ночью? Да. Ну спасибо, друг, кот. Пожалуйста, друг. Пес? Пес. Слушай, ну людей еще часа полтора не прибавится. Может быть, чего-нибудь съедим? Ну давай. Слушай, сегодня какой-то день такой неудачный. Людей мало. Ну ничего, ты посмотришь. По праздникам и на выходных здесь намного круче, правда? Да праздников меня уволят десять раз. Ого. Сурово у тебя. Угу. Слушай, ну если тебя уволят, приходи, я тебя пристрою. У меня нормальная хозяйка. У тебя и Люпса. Ах. Слушай, ты такая классная. Мы с тобой столько здесь хохочем. У меня даже как-то на душе легче стало. А что, было тяжело, проблемы? Угу. Ну еще какие проблемы? Ну не хочешь, не рассказывай, но... Послушай, у меня парня арестовали. А мы пожениться хотели. Ну мой Санька хотел заработать денег на свадьбу. Ну ладно, пошел бы каким-то курьером или вон флеера раздавать. А он пошел к мажору в карты на деньги играть. Ну и проиграли они этому мажору кучу денег. Он начал их шантажировать. Сказал, что они должны ограбить ювелирный магазин. И если все пройдет гладко, он им даже заплатит. А мажор не побоялся, что горе грабители попадутся и его сдадут? Ну Ира там всех подробностей не знает. Насколько я поняла, все должно было пройти гладко. Ну так и шло, если бы этот Саша по глупости своей не прикарманил цепочку и не сдал бы ее потом в ломбард. Хотел он своей невесте подарок сделать. Ну сделал. Игорь говорил, что там мог быть третий грабитель. А может быть вместе с ними был этот самый мажор? Я думаю, это рабочая версия. Единственное, что я не понимаю, почему они не побоялись сигнализации? Ведь в ювелирном магазине она по-любому должна быть. А сколько нужно времени, чтобы приехала полиция после того, как сработала сигнализация? А я не знаю. Нужно в интернете посмотреть. Вкусный очень чай. Чебрец. Мне надоело повторять одно и то же. Мы были только с Саней. Больше никого не было. Мы были вдвоем. Никого не видели. Мы были вдвоем. А я смотрю, здесь царство абсолютной гармонии, да? Может мне обратно на работу пойти? Нет. Игорюша, мы сегодня видели в криминальных хрониках видео ограбления ювелирного дома «Датский». Но почему-то без звука. Ну, как почему? Вообще-то это видео я Мирской сам дал. Его Кузьма скачал с телефона убитого. А почему тогда сигнализация не слышно? А сигнализация не слышно, потому что… Сигнализация не слышно. Опа. Она позже сработала. Выходит, кто-то предварительно выключил сигнализацию, а потом её включил, когда всё было сделано. Я в душ. Ага. Значит, комплект Адель не блеф. И кто-то намеренно украл его из ювелирного дома «Датского». И как раз в тот момент, когда французский эксперт должен был принять решение? И он принял решение в пользу Лисовского. А это значит, что Лисовский нанял этих студентов, чтобы ограбить конкурента? Ну, этого мы не можем утверждать. Но это точно сделал тот, у кого есть доступ к сигнализации. А это «Датский», жена «Датского» Аделина, охрана и сын. Но сам «Датский» этого сделать не мог. Аделина, судя по разговору с Лисовским, тоже остаётся охрана и сын. А сын у него кто? Мажор. Вы должны об этом рассказать, Игорю? Увольте. Вы помните, что было в прошлый раз, когда мы ему рассказали? И что же нам делать? Мариночка, привет. Слушай, скажи, можешь спросить своего друга Вадика из Кольцова, где мне сейчас найти сына Тимофея Датского? Да, срочно, очень срочно надо. Ага. Ага, спасибо, дорогая. Коля? Ты мне не рада? Ну, конечно, я рада тебя слышать. Ну, вот и хорошо. Сегодня ужинаем с Бернаром Оро. Сегодня, но… Никаких «но». Это деловая встреча, единственная возможность с ним переговорить. Да, хорошо, давай сегодня. Хорошо. Тогда в семь часов вечера, ресторан «Датат». До встречи, Валерий. Сын, ты будешь крайне недоволен, но я должна тебе кое-что сказать. И это Антон Тарский. И ты уверена, что он связан с этими студентами? Ладно, вам спасибо. Это полезная информация. Я перезвоню. Логинов. Ну, замечательно. Ведите его ко мне. Студент Алексей Голубцов, по словам дежурного, хочет сделать важное признание. И что это значит? Это значит, что скоро мы поедем брать убийцу Погодина. Две линии сходятся в одной точке. А я тебе не нравлюсь, да, Дэн? Не нравишься. Еще. Тебе хватит. Добрый день. Я вас слушаю. Кофе и подборку прессы за последнюю неделю. Кофе сейчас будет, а вот прессы, к сожалению, не держим. Очень жаль. Думаете, что пропустили что-то важное? Нет. Судя по всему, я потеряла неплохие комиссионные. Может, расскажете? Не думаю, что это будет вам интересно. Почему? Ну, потому что речь пойдет о женских украшениях. Нужно было на деньги спорить. В смысле, действительно интересно? Ну, конечно. Его отец создает украшения. Вы сын Лисовского? У Лисовского две дочки. И Антон Дацкий. Это потрясающе. И, понимаете, я приехала из другого города специально, чтобы купить комплект Адель. Но его презентация почему-то отменилась. Конечно, отменилась. Говорят, что этого комплекта вообще не существует. Заткнись. Ну, значит, я зря приехала. Пойдем. Кого интересует Адель? Кто твой босс? Я неуполномочен называть его именем. Он очень известный человек. Почему? Дело в том, что комплект предназначался для подарка, который он не хотел бы афишировать. Понимаете, о чем я? Сиди здесь, жди меня. Ну вот. Если Антон принесет мне комплект Адель, значит, мы с Антониной Игоревной молодцы. Мы нашли убийцу этого несчастного папарацци. Правда, сразу же возникает извечная проблема. Как намекнуть об этом Игорю, чтобы он не очень рассердился? Антон, может быть, все-таки ты объяснишь мне свое поведение? Где я тебя носила всю ночь? А что, прекрасная Адель больше не заполняет твои ночи? Тебе остается время следить за мной? Да ну заткнись! Иначе я опять врежу тебе пофизиональничек! Тимоша, не нервничай. Иначе у тебя опять прихватит сердце. А этот злобный мальчишка этого не стоит. Если ты считаешь, что прибрала к рукам половину папиного бизнеса и можешь здесь распоряжаться, ты глубоко ошибаешься. Антонина мне помогает развивать компанию. В отличие от тебя. А ты способен все только разрушать! Господи, какие вы все тупые и нудные! Как вы меня достали! А ну остановись! Я еще не закончил! Дорогой, успокойся. Успокойся. Успокойся, все будет хорошо. Успокойся. Дыши, дыши. Все-таки нужно звонить Игорю, а там будь что будет. Вот это да! Получается мой муж тоже вышел на Антона Датского. Да, глупый разбалованный мальчишка. Испортил себе жизнь. Да и папаша его тоже хорош. Поворонил сына. Блеск и нищета ювелиров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете объяснить, что он опять натворил? Позовите сына и объясню. Я так понимаю, что официального разрешения на вторжение в частное владение у вас нет. Позовите сына и мы обо всем с вами поговорим. Послушайте, я сама адвокат и прекрасно понимаю, что я… Антон! Антон! Тебе пришел следовать. Что ты еще натворил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адель. Ну вот, очередной детектив с участием моего мужа подошел к своему логическому финалу. Быстро и эффектно. Хотя чему тут удивляться? Игорь – профи. Но ведь и мы с Антониной Игоревной внесли свою лепту в это расследование. Господин Датский. Ваш сын арестован подозрением в убийстве Павла Алексеевича Погоди. Зачем? Я хотел, чтобы тебе было очень больно. Зачем ты понимаешь, что я не могла посылать тебе похитить в характер. Я могла не сообщить Игорю версию о мажоре. Ну, конечно. Цель оправдала средства. А вы часом не на свидание собрались? Нет. Просто хочу хорошо выглядеть. А ты далеко? Я. К Маринке. Ей нужна моя помощь. Пока. К Маринке. Я опаздываю. Леруша, привет. Ну, как ты, родная моя? Я нормально. А ты? Да. Может быть, вечером сходим куда-нибудь поужинаем? Думаю, мама не обидится. Слушай, понимаешь, я сегодня пообещала Марине вечером помочь аксессуары сделать для одного интерьера. Очень неудобно. Мне ей будут отказываться. Ладно. Ничего. Тогда дома поужинаем. Милый, я тебя очень люблю. Давай, пока. Целую тебя. Пока. Игорь, а может быть, мы сходим с вами куда-нибудь поужинаем? Отметим успешное расследование. Простите, Лариса, но я домой. Странно. Ваша жена от предложения не отказывается. В смысле? А у меня сейчас свидание с Николаем Петровичем. В ресторане Тет-э-тет. Николай Петрович, это Пухтинов? Не несите бред, Лариса. Видели бы меня сейчас, мои бывшие ученики, вот посмеялись бы. А меня мои бывшие студенты. Я что, так комично выгляжу? Да ну что вы, что вы, Антонина Игоревна, вы, вы выглядите просто прекрасно. Просто я, я, я ведь, я ведь никогда не был женат. С мужчинами это случается, когда они не хотят брать на себя ответственность. Это прекрасная шутка. Человек, который отдал под суд сотни опасных преступников, очень боится ответственности. Какая дамажа, какая дамажа. Жаль. Жаль, что мы раньше с вами не познакомились. А ведь я этой ночью должен улетать, но мы будем держать связь. Николя, ты ведь дашь Валерии мой электронный ракет справа? Обязательно. И вы пришлете мне свою работу. Сама. Я вынужден вас покинуть. Очень, очень приятно было с вами познакомиться. Валерии. Но ведь у нас еще все люди. Правда? Николя, я тебе позвонил. Коля, что это было? Что именно? Мне показалось, что твоему роскошному французу не интересно ни я, ни моя работа. Нет, ну что ты. Просто еще много чего запланировано сегодня. Выставку мы тебе сделаем. Он мне пообещал. Ну хорошо. Я делаю вид, что поверила тебе. Правильно, да. Ты мне верил. И после того, как я выпустила четвертый класс, я стала заучиваться. Да. Я уверен, что вы были прекрасным руководителем. Что? Валерия, ты удивительная. Замечательная. Нет, ты лучше всех. Для тебя не секретное отношение к тебе. Там моя невестка. Ай, с ней, я так понимаю, вовсе не ваш сын. Я вижу, что в последнее время ты не очень счастлива с Игорем. А ты не реализуешь весь свой потенциал? Игорь. Коля, подожди. Мы закрыли это тело много лет назад. Я тебе очень благодарна за нашу дружбу. И десять тысяч раз признательно за то, что ты познакомил меня с Игорем. Я его очень люблю. Я его очень люблю. Все, друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе. Я Лера Логинова, дизайнер и художник. Моя жена. Лерчик. Она моя невестка. Моя дочь. Валерий. Лучшая подруга. Выскочка. Полководец. Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Урешь ты? Суперски. У меня трое детей. Я была его любовницей. Дизайнер отключился. Я помощник следователь. А я как распишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? Аппарат абонента выключен или находится в... Богдан. Есть кто дома? Так. И вот здесь зафактурим немножко. Класс. Только учительница догадается, что я не сам делал. Ну и что? Ну ты же первоклассник. Нет ничего преступного, если ребенку в первом классе помогают взрослые. Ага. Расскажи об этом моей маме. Сам, все сам. Не честно получать хорошие оценки, потому что у тебя мама художник. Серьезно? Мама так делает? О, подожди. Если это она, я ей сейчас все скажу. О, Марин. Алло, Лерочка. Тут везде кровь. Я ничего не трогала, только дверную ручку, а дверь была открытая. Стой, ничего не трогай, звони в полицию, а я сейчас Игорю позвоню. Может, не надо в полицию? Я просто протру дверную ручку и убегу. А соседи рано или поздно увидят, что дверь открыта, Лерочка, пожалуйста. Успокойся. Соберись. Ты не преступница. Ничего не трогай, потому что, возможно, тебя кто-то увидит и подумаешь, что ты сбежала. И тогда действительно начнутся проблемы. Давай лучше я сейчас приеду. Адрес пришли? Хорошо. А Мишка? А Мишу я отдам свекрови, она же все-таки завучка. Не надо! Я не хочу к завучу! Собирайся. А ты в полиции звони, Марин. Слушай, ну, закрутился. Забыл. Что еще? Актуально? Жена занимает? Нет. Кто-то в нашем маленьком тесном коллективе хотел сделать мне гадость. Я хочу выяснить, кто. Ну, напомни, какого числа это было? Телефон в кабинете. Ну, это было сразу на следующий день после Терчаковского дня рождения. Хорошо. Пробью. Кто это к нам пришел? Проходите. Добрый день, Антонина Игоревна. Меня зовут Михаил Сорокин. Очень приятно. Так, Антонину Игоревну слушаться без препка словно. Лера, у меня 35 лет педагогического стажа. Я справлюсь. Судя по степени загустения, убийство произошло около двух часов назад. Почему ты так решила, что это убийство? С такой артериальной кровопотерью не живут. В этом месте крови много, а у порога ее нет. Значит, тело здесь запаковали в нечто по типу герметичного пакета и вынесли. Чья ты квартира? Павеленко Богдана Ивановича. Это мой заказчик. Я ему разрабатываю дизайн интерьера. Он трубку не берет. Конечно, трубку не берет. Он знал, что вы должны прийти. Да, да. Ответили. Замок не сломан. Похоже, Павленко сам впустил в квартиру убийцу. Нет. Мария, что здесь? А ты что здесь делаешь? Марина, моя подруга. Понятно. Будем иметь в виду. Спешила на помощь? Угу. Расслабься. Я не Логинов. В твоих советах не нуждаюсь. Она тут ни при чем. Разберемся. Тут вообще ведутся следственные действия. Посторонних просим покинуть помещение. Фу. Лера, я не шучу. Выйди отсюда. Пожалуйста, можно я останусь? Не имею права. А вот выставить тебя с места преступления вполне имею. Пожалуйста. А старший следователь Пухтинов разрешил бы мне остаться. Сейчас проверим. Кто? Ее подруга. Ну ладно, Володь, чем она тебе реально мешает? Ладно, не психуй. Просто делай свою работу. Где все? Пичаков на вызове, а Лариса просилась сегодня. А что? Пройдемся на кухню. Состаем протокол. Да. Ты можешь мне внятно объяснить, что конкретно ты делал в ресторане с моей женой? Внятно? А. Угу. Ну, во-первых, мы поужинали. А во-вторых, обсуждали с Бернаром Моро возможную выставку твоей жены. А... обсуждали с кем? Бернар Моро. Искусстворед. Язницы. Приехал по делам, я решил показать ему Леру на работу. И ты знаешь, ему очень понравилось. Или ты против карьеры своей жены? Может, по-твоему, она должна знать свое место? Кендеркерхе КХ? Нет. На это. Игорь, ну, ты не изображай от Элла, а? Не идет тебе это. Кстати, ты в курсе, что сейчас делать твои жены? Ну, на месте преступления, в котором, возможно, замешана ее подруга. Марина, знал бы сначала, отдал бы дело тебе. Лер, что случилось? Как хорошо, вы знакомы с Павлинкой? Я разрабатывала дизайн его дачного домика. И как долго вы его разрабатывали? Около месяца, наверное. Получается, вы много общались? Нет. Нет. Я просто утверждала у него эскизы и показывала проделанную работу. Ну, нет, я подожду, пока Третьяков Марину отпустит. Я очень жаль, что это дело ведешь не ты. Все, милый, дай пока. Что здесь происходит? Это что? Вы кто? Это кровь? Богдан! Следователь Третьяков, представьтесь, пожалуйста. Елена Павленко. А где Богдан? Богдан! Вы его жена? Да. Какая группа крови была у вашего мужа? Я не помню. А где он? Нам пока неизвестно. Пойдемте на кухне, я задам вам пару вопросов. Вы видели, что кровь кто-то стер? Все, что не нужно, я видела. Не мешайте. Мария, ты не понимаешь, это Валерия Логинова. Эксперт широкого профиля. Консультант нашего следователя, Игоря Логинова. Ага. Пошли отсюда, он меня отпустил. Из города не выезжать, как вы понимаете. Да, конечно. Ножик мы берем правой ручкой, белочку левой и не перекладываем. Неудобно, конечно, но как скажете. Антонина Игоревна… Забыл, главное правило за столом. Когда я ем, я глухо не ем. Это устаревшая концепция. Сейчас детей учат поддерживать тейбл-ток. Чего? Искусство застольной беседы. Спросите меня о чем-то, что вам интересно. Или могу спросить я? Пожалуй, я спрошу. А скажите мне Михаил… Простите, как ваше отчество? Можно просто Михаил. Кто такой Павленко? Жадина он. Это мамин работодатель. Мама уже месяц на него пашет. А самокат мне так и не купила. Теперь уж точно не купят. Не перекладывай его. Ну, ладно. У меня поезд завтра вечером, понимаешь? Я полгода к этому фокуму готовилась. Там все будут, вся международная элита дизайна. Так, давай я поговорю с Игорем, попросит Третьякова тебя отпустить. Сомневаюсь. Малерка, зачем я тебя послушалась? Почему я сразу не ушла? Так, ты хорошо знала Павленко? Лер, я тебя прошу, давай вот без этих дополнительных допросов. Я только что Третьякова все как на духу рассказала. Образцовая законопослушная гражданка. Чего ты трешься там? Заходи все свои. Вообщем… Искомый файл отправлен с рабочего компьютера. Ларис Лузин. Ты сейчас берешь? Обижаешь. Привет. Здорово. Аппарат обоим. Что по делу Павленко? Сори, Логинов, я уже отчитался твоему советнику. Молодец. А теперь отчитайся своему непосредственному начальству. Да нечем пока. Кровь, скорее всего, Павленко. Группа совпала с указанной в медицинской страховке. Как вы носили, тело никто не видел. Соседи по площадке были в отпуске. Бабури на лавочках не было, мам с колясками тоже. Холодно. В окна никто не глазел. А что жена Павленко? У нее алиби. Заезжала на автомойку. Я проверял. Мойщик его хорошо знает. А кто он вообще такой, этот Павленко? Они оба со студенческой скамьи. Поднимали бизнес. Женились в один год. Ага. Саниславу Котову Третьякову не смог дозвониться. Жена Людмила сказала, что она ехала на рыбалку и забыла телефон. Но обещал завтра быть в офисе. Третьяков Марину подозревает? Он обязан отработать все версии. Ага. А у нее подписка о невыезде? Ага. Гореш, а ты можешь сделать что-нибудь? Мне надо ехать на очень важный дизайнерский международный форум. Пойми, дело ведет другой следователь. Я не имею права вмешиваться. Быть в курсе — да, вмешиваться — нет. Для нее это очень важно. А у тебя выставка во Франции намечается? Это еще не точно. Я поэтому тебе не говорила. Пухтинов сказал? Угу. Он очень рад за тебя. Я тоже. Поможешь Марине? Ам, ты чай будешь? А? Нет, спасибо, сынок. Доброе утро. Странная деталька. Мой тебе подарок на восьмое марта за батареей. Враги. Кругом враги. А ты знаешь, что Игорь видел вас с Пухтиновым в ресторане? Ага. Теперь все понятно. А вы откуда знаете? А что, меня некому пригласить в ресторан, что ли? Я думаю, в квартире у Павленко зеркало было протерто. А там были капли крови, значит, в него кто-то смотрелся и протер его после убийства. И, скорее всего, это была женщина. Логично. Золотое правило классического детектива Шершеля Фамы. Ну, впрочем, Третьяков, по-моему, так и делает. Ну, подождите. Кроме Марины же в деле фигурирует как минимум еще одна женщина. Это Елена, жена Павленко. И меня она уже видела. Ну, наконец-то. Я готова. Вдохновленная прошлыми успехами, Антонина Игоревна ринулась покорять новые вершины сыскной профессии. Искренне веруя в свое обаяние и коммуникабельность, она быстро опросила соседей Елены Павленко и выяснила, что та уехала на дачу. А узнать адрес дачи было уже делом техники. Ну, теперь мы с тобой партнеры. Да ты не волнуйся, я веду тебя в курс дела и все объясню. Я смотрю, ты Богдана уже похоронил. Ну, дай Бог, чтоб я ошибся. Я позвоню. Простите, я подыскиваю дачу в вашей поселке. Не подскажете, никто из соседей не продает? Нет, я не знаю. Хорошее место у вас, очень тихое. А комары ли там бывают? Не знаю. Вот это машина. Ваша? Вы в салоне покупали? Интересно мне просто. Простите, это подарок. Это подарок. Ну да. Подарок. Здравствуйте. Елена? Копали недавно. Возможно, это ночью. Вы копали? Да вы что, я только что приехала. Возможно, мой садовник, но он с осени не приходил. Не приходил, говорите? А следы тогда чьи? Снег ведь только выпал. Я не знаю. Получается, что Третьяков тоже заподозрил о убийстве Елены. А иначе зачем бы ему ехать за город в такой снег? Ух ты. А что это он там выкапывает? Вовремя. Спокойство, Антонина Игоревна. Хороший чернозём у вас здесь. Сами привозили. Лицо оба жену Негашина и известью. Как думаете, это он? Лицо оба жену Негашина и известью. Как думаете, это он? Костюм. Он, может, похож. Ну, посмотрите ещё раз. Может быть, какая-нибудь деталь, аксессуар? Значок на Лацкане. Предприниматель года. Понятно. А кто вам помогал закапывать тело? Что? Ну, кто ваш сообщник? Я ничего не знаю. Послушайте, может быть, это всё-таки не он, а? Не принадлежащий вам участке земли обнаружили тело. Кто-то, кроме вас, имел доступ на ночью? Нет, только Богдан. Но я не знаю, кому он мог дать ключи. Разве что... к своей любовнице? Так, а здесь давайте поподробнее. Она приезжала сюда как бы по делу. Я направила камеру видеонаблюдения на беседку. У меня есть видео. Я могу показать. О, Боже. А ну? Но они нашли труп. Ясно. Здравствуйте, Игорь. А у меня для вас новая головоломка. Это зачем? Зачем это? За тем, что я вас люблю. Я отдавал какой-то повод. Вы знаете мою жену. Я люблю её. Мне казалось, что... Мне никто не нужен, кроме моей жены. Эта Елена ведёт себя очень подозрительно. Так сразу и опознала тело мужа. Ну, не очень уверена. И сразу выдала Третьякову версию о любовнице. Очень подозрительно. Ну, пожалуй. И главное, зачем приезжала к ней Котов? Кстати, жалко, что Третьяков его не застал. Внимание, моя версия. Елена и Котов в любовнике. Павленко узнаёт о их связи и угрожает разводам и разделам компании. Они решили его убить и прибрать бизнес к рукам. Круто. Но нужны доказательства. Да, будем. А главное, нужно в первую очередь проверить алиби этой Елены. Едем, едем, едем. Ещё, ещё, ещё. Стоп. Минутку. Что вы делаете? Машина чистая. Надо же мойщику чем-то заняться, пока я с ним беседую. А ты погуляй где-нибудь, хорошо? Знаете что, в следующий раз, пожалуйста, спрашивайте. Машина всё-таки моя. Ну, в общем, пылесосить будем за ваши. Хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Вас как зовут? Артём. Очень хорошо. Артём, а можете ликвидировать последствия вот этого стихийного бедствия? Вы видите ли, что досталось моему единственному сыну? Чем могу помочь? Минуточку. У нас на заднем сиденье ехал мальчик. Так. Внук моей подруги. И ел кукурузные палочки. Вдруг нас резко подрезает красный седан с брюнеткой за рулём. Моя невестка еле успела притормозить. Притормозить. Ясно. Я эту пару людей терпеть не могу. Заполучила себе богатого мужа, получила в подарок права и машину в придачу. Ну, зачем же вы так о незнакомых людях? А вдруг вы ошибаетесь? Нет, я не ошибаюсь. Я тридцать пять лет проработала в школе. И сущность человека я вижу издалека. А с этой девушкой я обязательно разберусь. Я ведь запомнила последние три цифры и её номер машины. Да. Там девять один один. Разно. Ой, я перепутала. Один девять девять. Вы знаете, а я хочу подать на неё суд. За то, что устроила аварийную ситуацию на дороге и за материальный ущерб. Как вы считаете? Ну, какой же здесь материальный ущерб? А пылесос? Уже денег стоит. А если я с вас денег не возьму, вы оставите эту женщину в покое? Наверное. А вы всегда такой добрый? По четвергам. Я запомню. Просто я Лену, хозяйку этой красной машины, знаю очень давно. Можно сказать, со школьной скамьи. Поверьте мне, она очень хороший человек. Вот как жизнь разбросала одноклассников. Одна на дорогущей машине разъезжает, а второй её моет. Через пять минут будет готов. Угу. Коля, у меня к тебе будет просьба личного характера. Пожалуйста. Ты должен освободить меня от опеки над стажёром Лузиной. Это что так? Возникла неловкая ситуация, мне не хотелось бы всё усугублять. Усугублять что? Что? Ну, понятно. Эх, кто-то дал волю чувствам. Ты? Она? Оба? Коль. Ну, ладно. Ладно, хорошо. Время её стажировки заканчивается. Так что, если ты настаиваешь, можем перевести её к экономистам. Дам ей наилучшую характеристику. Характеристики раздают. Я в очереди. Это же служить надо. Что там по трубам Павленко? Ну, пока не понятно. Ждём результатов экспертизы. А Павленко этот был красавчиком. Целый месяц переводил свои активы за границу. Так что его партнёр Котов ничего об этом не знал. Сбежать хотел? Очевидно, я похожа не с женой. Коль, подходи. Есть интересное видео. Ну, видео я люблю. Логинов, ты тоже подходи. Для тебя оно будет особенно любопытно. Ты видишь? Запах лодочей ложных показаний. Похоже, этот мойщик в неё безнадёжно влюблён ещё со школы. Угу. И что думаете, Елена попросила его подтвердить её алиби? Он и не такое для неё бы сделал. Короче, я думаю, что убийца она. И в зеркало смотрелась тоже она. А Котова она попросила перевести труп на дачу и там его закопать. Почему на даче? Почему не в ближайшей лесополосе? Ты меня об этом спрашиваешь? Да что ж такое? В общем, первая статейная наша задача — раскрутить Котова. А для этого нам нужен план. Простите, это вы заказывали обеды на вынос? Нет. Я заказывал. Простите? Минут десять ещё нужно подождать. Хорошо. Есть план? Какой? Ты будешь раскручивать великого босса Котова? А я тех, кто хоть что-то о нём знает. Кстати, вот его машина. Значит, он точно на месте. Угу. Станислава Петровича нету на месте. Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним. Алло. Котова нет. Какой Павленко? Павленко вообще нет. Ты не знала или забыл? Да я всем так говорю. Ну, а что я должна была? Вот только не надо на меня орать. Здрасте. Я знаю, собачья работа. Сама года четыре проработала в приёмной. К вечеру страшно устаёшь. Да не то слово. Да ещё и день такой. Перезвонят. Скажите, а Котов давно ушёл? Ну, часа два назад. Он сказал только жену в клуб забросить и всё. А в какой клуб? А это вкусно. Кушайте пока горячее. Горячий обед — это вещь. Ну, то сидишь тут целыми днями в сухомятку. Вкусно? Будете брать? Если заказывать оптом на весь офис, будет хорошая скидка. Петровна, чё думаешь, шеф закажет? Котов-то? Держи карман шире. Ему один чёрт. Поемшимые или голодные. Вот Пабленко он бы, конечно, заказал. А что, у вас два шефа? Было два. Вчера одного кокнули. Как это? А так убили его. Да да какая. А кто же это его? Так Котов, поди, кокну. Петровна. Что Петровна? Что я не видел своими глазами, как они друг другу морду били? Из-за пиджаки таскали. А из-за чего? Из-за бабы. Он с его женой спал. Кто из чьей? Кота с женой Пабленко. Ну, кушайте, кушайте. Все сходится. Пабленко узнал, что его жена изменяет ему с Котовым. Устроил скандал, который перешел в драку. Конфетку будешь? Да. Короче, Елена и Котов решили, что проще его убить. Так странно, в офисе Котова не видели, а машина стоит. Лера, он что, спит? Ага. Вечным сном. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мария. Посмотрел? Скорее всего. Пальцы сними. Разумеется. Видишь, зря приехал. Никто твою жизнь подозревает. Пока. Вы видите, зеркало заднего вида направлено в салон. Она? Не знаю. Мальчики, я могу идти, а то у меня очень важная встреча. Обрати внимание. Можно тебя на секундочку? Марина серьезная проблема. Она заведомо дала ложные показания. Она прекрасно знает, кто такой повленок. Любовники. Этого не может быть. Есть видеосдача. Ого. Но ты же понимаешь, что это не значит, что она замешана в убийство. Ого. Алло, Марин. Привет. А это правда про тебя и Павленко? Угу. Ольша, ты ничего не забыла мне рассказать? Угу. Только там, пожалуйста, не ври. Все, пока. Ну, ей уже прислали повестку на допрос. Опа-на! Она... Я убил друга, соблазнил его жену, не думал, что будет так паршиво. А сообщение отправлено на страницу в социальную сеть приблизительно час назад. Мария, время смерти можешь сказать навскидку? Около час назад, плюс-минус. Хорошая штука социальной сети. Значит, он признался, что убил Павленко и Марина ни при чем? Слушай, у человека серьезная поездка срывается. Отпусти Марину с подписки. Посмотрим. На телефоне пальцы есть? И не одни. О, Коль, привет. Здравствуй. А меня ваш этот Третьяков на допрос позвал. Он звонил, сейчас подъедет. Проходи. У меня есть для тебя хорошая новость. Какая? Котов, партнер твоего Павленко, застрелился. А перед смертью признался в убийстве Павленко. Очень хорошая новость. Ну? Для тебя — да. Присаживайся. А можно водички ко мне? Да. Цветочки на могилу своему возлюбленному принеси. Коль? Марин, вообще-то за дачу заведомо ложных показаний полагается статья. Ну ладно, Третьякова. Почему Лера не сказала? А ты откуда издеваешь? Ну, если Лера была в курсе, она б тебя сама к нам на допрос притащила. Почему-то его. Что? Связь с женатым мужчиной? Марина, с убитым женатым мужчиной. Вы уже здесь? Отлично. Здравствуйте. Алин, а сколько у тебя поезд? 20-40. Пойдемте в допрос. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Можно приобрести у вас абонемент? Где вы были сегодня два часа назад? Дома. Работала над заказом. Кто-то может подтвердить ваше алиби? Алиби? Убит еще один человек, Станислав Котов. И алиби, насколько я понимаю, у вас снова нет. Погодите. Котов не убит. Он покончил жизнь самоубийством. И оставил признание в убийстве Павленко. Ну да. В соцсетях с телефона. Мне плохо придумано. Только он за пятнадцать минут до этого звонил с того же телефона. И назначил себе деловую встречу. А потом подумал. Чего ты? Все тлен. Накатал признание, застрелился. Ну, не знаю. Значит, мужчины такие непредсказуемые. Кто угодно мог написать сообщение с его телефона, когда Котов был уже мертв. Зачем вы вчера вернулись в квартиру Павленко? Забыли что-то? Чья там была разлита кровь? В смысле разлита кровь? Чей труп вы закопали на даче Павленко? Вы совсем уже с ума сошли? Ой. Давай помогу? Я сама. А ты здесь занимаешься? Угу. Только не выдавайте меня. Я сессию завалила, так предки в этом месяце абонемент не оплатили. А если пропускать тренировки, форму потеряешь. Я в могилу. А занятия-то у вас опасные, как я погляжу. С чего вы взяли? У девушки фингал под глазом. Тренировки тут ни при чем. Это Люся Котова. Ее муж бьет. Сволочь. А ты откуда знаешь? Олька, моя подружка, сама видела. Прямо в машине. Я думаю, Люся и заниматься пошла, чтобы защищаться от него. Но ей это не поможет. Почему? Да потому что в боевой практике главное смотреть в глаза противнику. Быть уверенным в себе. Победить раньше, чем ударить. А Люся? Она ж его боится. Ладно, я пошла. Пока. До свидания. Привет. Меня Лера зовут. Я новенькая. А ты Люся Котова? Мне просто сказали, ты недавно занимаешься и серьезный скачок сделал. Может посоветуешь, с чего начать? Ну, я поняла в другой раз. Ну что, отпустил девушку? А как же, я сегодня добрый предложил остаться в СИЗО, так она сразу перестала возмущаться насчет подписки о нему из дожди. Ты что, все еще подозреваешь Марину? Володя, это абсурд. Я ее знаю много лет. Коля, при чем здесь знаю, когда речь идет о двойном убийстве? Пожалуйста, заключение баллистической экспертизы. Обе пули выпущены с одного стрелкового оружия, зарегистрированного на Котово СП. Ну, и при чем здесь Марина? Ты бы говорила, что Павленко вывел свои активы за рубеж. Так вот, моя версия. Павленко решил смыться и предварительно инсценировал свою смерть. Ну, как Бугаев из своей крыши. Ну, помнишь дело в Игоре со взрывом автомобиля? У этих жучил коммерсантов с фантазией неочет. Ну, допустим, при чем здесь Марина? Ну, она была его сообщницей. Вот твоя версия, да? Гениально. А что не так? Павленко спер пистолет у Котова. На станции переливание крови раздобыл кровь своей группы. И разлил по квартире. То есть, у тебя есть свидетельские показания сотрудников станции? Ну, пока нет. Но это дело времени. Куда пошел? Дальше, Володя. Дальше наши голубки подобрали подходящий труп, вывезли на дачу и облили извести. А почему они разлили кровь в квартире, а не на даче? Было бы логичнее. Это вопрос не ко мне, а гражданке Марине Сорокиной. Куда ты говоришь, она собиралась уехать? Подозреваю, у Павленко билет в том же направлении, только на другое имя. А доказательства? А смерть Котова? Когда я допрашивал Котова, он как раз обнаружил махинации Павленко и, внимание, пропажу пистолета. Видимо, кое о чем догадался, но не стал мне об этом говорить. А зря. Я вызвал Марину Сорокину на разговор, припер к стенке. Вот она его и шлепнулась. Результаты генетической экспертизы. Мария, вы кстати как никогда. Уверен, это не Павленко. Уверен, что это он. Уверен, что это он. Но ведь зеркало заднего вида было развернуто в салон, значит в него смотрелись. И вот наша героиня решила, что это она, черная вдова Елена. Мало того, что она убила своего мужа, она на этом не остановилась. Какие интересные книги вы читаете. И что же было дальше? А вы догадаетесь. Вы знаете, если бы мне встретилось в реальной жизни такое дело, то я думаю, что я бы усомнился в виновности Елены. Почему? Да потому, что уж очень нелогично она себя ведет. Автомойщик подтвердил ее алиби. Ну, допустим. Но ведь у нее такая заметная машина. А если кто-то видел ее в это время возле подъезда? Потом, ведь это же крайне неразумно с ее стороны закопать труп на собственной даче. И подстраивать якобы самоубийство Котова в людном месте на офисной парковке. Ну, знаете, женская логика… Ну, поверьте моему опыту, женская логика – это стереотип. Равно, как и сугубо женская монополия на зеркала. По статистике, мужчины смотрятся в них ничуть не реже. Ну, вот, давайте представим. Это автомобиль. Прошу. А я за рулем. Вы пассажир? Угу. Меня только что убили. Угу. И вам непременно надо посмотреться в зеркало. По-моему, с вашего места удобнее отогнуть солнцезащиту. Ну, конечно же. Надо об этом Лере рассказать. Кому? А, я понял. Автору вашего детективного романа. Нет, скорее героини. Вы знаете, Павел Анатольевич, мы с недавних пор с моей невесткой помогаем моему сыну Игорю расследовать преступление. Втайне от него, конечно. А, так значит, все эти ваши детективные рассказы, это… Да. А убийцу уже поймали? Нет. Но этим делом сейчас занимается дядя Игорь. А он умный, значит, поймают точно убийцу. Игорь, знаешь, ты сказал, что Третьяков страшно обломался. Не мог этот Третьяков с утра обломаться, чтобы я спокойно собралась на поезд. Сколько времени до поезда? Сорок минут. Хоть бы успеть, потому что я боюсь, что пробки будут. Это не будет сейчас пробок. Так. Где ты там? Так, ты остаешься с Лерой. Значит, слушаться ее нужно без… Прикословно. Молодец. Так. Только чувствую, она все равно меня сплавит, Антонине Игоревне. Ты поменьше чувствуешь, ты остаешься со мной на беденях. А что? Не против? Она мировая бабулька. Пойдем, бабулька. Понимаешь, я действительно делала этому Павленко интерьер дачного домика. У тебя первый такой? Да, сюда. Ездила к нему в это Луговое. Потом он начал подкатывать. Цветы там, подарки, ресторан. Вот он мужчина такой видный, красивый. Был. Ну да, был. Я подумала, почему бы и нет. Марин, при живой жене. Ой, Лера, у него этих интрижек было миллион. Я думаю, что и жена к этому привыкла. Поверь мне, и я иллюзий никаких не строила. Не, ну меня возмутило. Он теперь решил, что не стоит унижать меня гонораром. Понял? Типа духи бюджет не будет. Мне кажется, он просто принял тебя за кого-то не того. А я тебе о чем? Вот поэтому я к нему и пошла вчера, чтобы расставить все точки на «и». Да, и это ты тоже от следствия скрыла. Ты хотела, чтобы я до третьего повара сказала? И он подумал, что я якобы убила Павленко за долги. А-а-а! Михаил, пора спать! А-а-а! Спать значит спать! Я постелю тебе здесь. А вы где будете спать? А я на кухне лягу. Ага, давайте тогда я постелю. Хорошо. А мы быстро чистить зубы. Расскажи Игорю про зеркало. Что за зеркало? Понимаешь, в машине у Котова зеркало было повернуто внутрь салона. Как будто в него кто-то смотрелся. Не знаю, может тебе это поможет. Скажи, а тебе удалось выяснить что-то про Котову? Муж ответственный на тренировку. Его видели на рецепшене администратора. Потом он вернулся в машину и доехал до офиса. Видимо, убийца залез в машину на парковке у клуба. И его же пистолетом его и убил. Взял телефон и отправил сообщение в соцсети. Очень дерзкое преступление. Согласен. На парковке нет камер, но там же все время ходят люди. И что, никто ничего не видел? Видимо, убийца был в состоянии аффекта. Такой убийца без тормозов. А ты проверил алиби Людмилы Котовой на момент убийства Павленка? Проверил. Она была на тренировке два часа. Это могут подтвердить на рецепшене. Ой. У Людмилы Котовой нет алиби, потому что в спортклуб можно забраться и выбраться оттуда совершенно никем не замечено через окно в любое время. Можно? Угу. Доброе утро. Здравствуйте, Людмила Вениаминовна. Десять. Собери, пожалуйста, всех на совещание. Сейчас без двадцати. Люди просто не успеют. Отдавайте на одиннадцать. Тем, кто не успеет, передайте, что уволены. Выполняйте. Людмила Вениаминовна. Здравствуйте. Вы кто? Следователю Логинов я веду дело об убийстве вашего мужа. Самоубийстве? Об убийстве. Послушайте, на смартфоне вашего мужа обнаружены ваши отпечатки пальцев. Да логично. Это телефон моего мужа. Я звонила с ним. На пистолете тоже. Там не может быть. Конечно, не может быть. Вы стерли отпечатки пальцев. Так же, как и видеозапись камер видеонаблюдения. Какие камеры? Их там не было. Это блеф. Правильно. На парковке камер не было. Но были на складе, которые выходят на окно раздевалки клуба «Тень дракона», где вас зафиксировали дважды, когда вы убивали Павленко, когда вы убивали Котова. Да убивала! Они это заслужили! Мы были близки с Богданом пять лет. Я его любила. Очень. Муж ничего об этом не знал. Отправляюсь к Павленко и взяли с собой пистолет у мужа. Зачем? Я узнала, что он собирается уезжать навсегда. Я просто хотела ему сказать, что… что застрелюсь, если он не возьмет меня с собой. Мы пришли в квартиру. К Павленко. Дальше. Он кого-то ждал. По всей видимости, с женщиной. На столе стояли фрукты или но… Я хотела остаться, но он стал выгонять меня. В коридоре пистолет выстрелил. Случайно. Я этого не хотела. Вы попали в сонную артерию. Фонтан крови – мгновенная смерть. Кто помог избавиться от тела? Муж. Он всегда мне звонил. Каждый час. Чтобы узнать, где я и с кем. Что делаю. Я ему сказала, что убила человека. Как отреагировал Котов? Тут же приехал. Взял с собой скотч и полиэтиленовый пакет, чтобы запаковать труп. Мы поехали на дачу. К Богдану. А вы не подумали, что совершаете гораздо более тяжкое преступление, чем непреднамеренное убийство. Я надеялась, об этом никто не узнает. Оказалось, убить человека – это Коляков. Подожди, значит, если бы Марина пришла чуть раньше, когда они избавлялись от тела, они бы и ее убили? Не исключено. Я вообще не понимаю, как Людмила жила с этим Котовым? Ну, как? Он ее кормил, одевал. Обеспечил красивую жизнь. Бьет – значит, лежит контролирует, значит, заботится. Видимо, ее это устраивало. Да нет, она же пошла на единоборство, завелась ее любовником. Кстати, хотела с ним уехать. И вообще, мне кажется, она была на грани. Она принимала эти депрессанты. А они, как известно, притупляют чувство опасности. А Котов после случившегося ее еще и сбил за измену. Тогда она подумала, что хватит, пистолет у нее уже был. Пошла в машину, выстрелила в него, пистолет положила в его руку и от его имени написала письмо в соцсети. И напоследок посмотрелась еще в зеркало. Женщины, они всегда женщины. Нет, она сидела на пассажирском сидении. Значит, ей удобнее было отогнуть солнцезащиту. А в зеркало, скорее всего, смотрелся сам Котов. Любовался собой, как и в квартире Павленко. Ты рассуждаешь, как настоящий следователь? Да? Молодец, да. Это факт. Что? Самокат, говорю, классный. Антонине, игры мне спасибо. Я уже почти не падаю. Слышишь, Антонине, не игру. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что случилось? Что там случилось? Пожар! Я вижу, что пожар! Что там произошло, я спрашиваю? Там Виталик и Женя сгорели. А перекрытия? Перекрытия там целые остались? Люди там сгорели. А ведь я мог бы быть вместе с ними. Хвала мирозданию. Хвала мирозданию. Кто же у меня ущерб оплатит? Хвала мирозданию. Подойдите. Хвала мирозданию. Хвала мирозданию. Хвала мирозданию. Лера, хорошо, что ты ничем не занята. Я затеяла миндальное печенье. Пойдем на учу. Да, но я просто не могу… Лера, это любимое печенье Игоря. Ясно. Ой, секундочку. Ой. Здравствуйте. Очень приятно, Родион. Да, хорошо. А вы откуда? Ну да, конечно, я могу. Угу. Ну тогда до встречи. Мне звонили из международного арт-агентства «Энигма». И они считают, что я перспективный художник, хотят посмотреть мои работы. Ну пойдем. Ну, пойдем. Куда? Ну, готовить любимое печенье Игоря. Эй, нет. Сиди рисуй. Мама сама все сделает. Мама. Да, понял. Петяков, готовься на выезд. Двое художников сгорели в мастерской. По пьянке? Ну, вот ты выяснишь. А ничего, что у меня труп нали сну. Давай я съезжу. Ну, давай. Ну, в общем, натрез отказывается праздновать свой день рождения. Говорит, что дата не круглая. А как, достаточно? Давай сюда. Это кризис середины жизни. В смысле, кризис среднего возраста? В практической психологии это называется кризис середины жизни. Это когда человек прошел уже половину пути, а сделал намного меньше, чем хотелось бы. Пожалуйста, машь маслицем пообильнее, а то иначе печенье подгорит. Да, Нина, я вас умоляю, даже если оно пригорит, Игорь, она его съест и скажет спасибо, я вас уверяю, вот увидите. Ты относишься ко всему очень легкомысленно. Да. А мужчина в период кризиса требует особого внимания. Даже если он говорит, что ему все равно. Я обязательно учту. Угу. Нужно будет все смотреть вокруг здания. Вы все еще сомневаетесь, что я знаю свои бизнесные обязанности? Вообще-то сомневаюсь, но не в этом. Добрый день. Что-то вообще? Я не знаю, что-то вообще. Я не знаю, что-то. Я не знаю, что я знаю. Я не знаю, что я знаю. Я не знаю. Я знаю. Вы знакомы? В дворе ничего интересного. Пойду осмотрю тела. Что вы делаете на месте преступления? Ты изменился. Времени мало, работы много. Я позвонила утром Виталию, а он мне ответил. Поэтому я решила приехать в мастерскую. А здесь пожарная, полиция. Я, конечно, понимаю, что для большинства людей художники Ян Маск пьют по-черному, но я уверена, это не самоубийство и не несчастный случай. Почему вы так решили? Потому что Виталий не употреблял алкоголь. Но он пил раньше, а потом закодировался. Давно вы с ним знакомы? Около двух месяцев. Я помогала Виталию организовывать его выставку при посольстве. Ты же обо мне чего не знаешь. Я уже давно одна. Очаг возгорания, скорее всего, вон там. Проводка, розетки, электрочайник. Пламя распространилась сразу по всей мастерской. Обратная тяга, сквозняк, горючие материалы, краски, растворители. Самовозгорание или поджиг? Пока не знаю. Я в лабораторию. Виталий мне вчера прислал СМС. Хотел показать цикл своих новых работ. Это около десятка больших картин в рамах. Но я здесь ничего не вижу. Картины у крана. А мастерскую потом подожгли, чтобы следов не было видно. Не факт. Лера не заперта. У них была возможность скрыться. Игорь! Ты будешь расследовать убийство? Естественно. А вы можете идти, вы свободны. Я позвоню тебе. Чтобы узнать, как дело идет. Я сам вам позвоню. Все, я побежала. Может, оденешься по изысканье? В смысле? Надеюсь, он будет оценивать мои картины, а не мой гардероб. Вообще классно одета. Интересно, как будет себя чувствовать Игорь в роли мужа продвинутый художниц. Он уже три года в этой роли и привык. Не скажи. Одно дело – дамское хобби, позволяющее обеспечить себя шпильками и булавками. И совсем другое – международный арт-рынок. Это большие деньги. Мне кажется, вы рано начали считать прибыль, Антонина Игоревна. Я пошла. Угу. С Богом. А может и небольшие. Ты чего здесь? Я думал, тоже думал. Пришел за результатами экспертизы. И что там? Похоже, убийство. В крови обнаружена большая концентрация клофелина. Что за люди? Хозяин мастерской Виталий Малецкий и его друг Евгений Рощенко. И жил там, потому что поссорился с женой. Малецкий? Малецкий – знакомая фамилия. А, кстати, Алла Морозова, по заявлению которой нам передали дело. Просто однофамилия-то? Нет, это она. Это она? Приехал? Да. Избереги. Надолго? Коль, я не знаю. Я вот знаю. Игорь, это мой карандаш. Твой карандаш в карандаш. Ты идешь? Мне надо кое-то еще доделать. Валерия, привет. Скажи, пожалуйста, фамилия Малецкий тебе о чем-то говорит? У меня был однокурсник Виталий, да. Да, Игорь просто взял сегодня дело. Его нашли мертвым. Я поняла. Нет, мы не общались после института. Ладно, давай, Коль, пока. Извините, пожалуйста, я вас слушаю. Так вот, наше агентство работает по такому принципу. Мы заключаем договор опцион с художником на все его творчество. Вы же понимаете, что в нашем мире, Валерия, продаются имена, а не картины как таковые. Ну, а мы существенно вкладываемся в создание этого имени. А откуда вы обо мне узнали? Я никогда нигде не выставлялась. Ну, у вас же есть страницы на арт-портале пастельной живописи? Да. Конечно же, нам необходимо посмотреть на ваши работы вживую, но общее впечатление мы уже для себя составили. Кроме того, вас рекомендовал очень известный европейский искусствовед. А, Бернар Муро? Да, да. И именно он. Очень вас хвалил. Понимаете, для нас большая удача открыть новое перспективное имя. Прошу меня простить. Да. Уверены? Хорошо, я понял. Извините, мне необходимо уйти. Не беспокойтесь, я расплачусь. Угу. Не надумал еще подстричься? Нет. Неужели и в тридцать шесть лет ты будешь ходить лохматый, как мальчишка? И в шестьдесят шесть. Мама, ты меня со своими учениками не путаешь, нет? Ладно, что-то Леры давно нет. Международное арт-агентство, это серьезно. Ага. Пока обсудят все нюансы. Кажется, уже обсудили. Привет. Привет. Ну как? Да никак. Говорили об искусстве, конкретных предложений никаких. Только ничего не подписывай без консультации с юристами. В этой сфере много мошенников, а художники — анмас, наивные люди. Анмас? Мы заговорили по-французски. Это по-французски? Угу. Слушай, мне Коля сказала, что ты расследуешь убийство Виталия Малецкого. Он мой однокурсник. Круто. Расследую. Пойду почитаю. Угу. Угу. Вот видишь, не хочет говорить о расследовании. Сам не свой. Очевидно, там какие-то проблемы. Может, ему помощь наша нужна? В чем? В расследовании. В чем? Это очень хорошо, что ты знала убитого. И что он из вашей богемной среды. Это может нам пригодиться. Мне кажется, Игорю не нужно наше вмешательство. Ты ошибаешься. Потому что слишком увлечена собой и не чувствуешь эмоциональных сигналов. А его явно что-то гложет. Это точно кризис. Он не похвалил мое печенье. Да ладно. Простите, что опоздал. Здорово. С ума сойти. Я-то, наверное, должен был догадаться. Мадам Морозов. Да? Я тоже могла догадаться. Месье Николя. Сколько мы ели ведь? Около десяти лет. Ну да. Присядем? Да. Морозовтра прилетает. Он будет на выставке во французском культурном центре. Просил все внимательно изучить. Скажи, а сгоревшие Рощенко и Малецкий тоже сотрудничали с Бернаром? Нет. А откуда ты вообще потом знаешь? Ну, бля, саблиш. Положение обязывает. Я прямой начальник следователя Лодного. Ох, как удивительно тесен мир. Ну да. Ты надолго из Брюсселя? Не знаю. Возможно, даже навсегда. Большой у тебя парень. Да? Дети растут быстро. А как твои дела? Женился? Нет. А как Логина? Женился. Три года уже. Жена художник. Ну и как он? Счастлив? Перефразирую, классика. Все счастливые семьи несчастливы по-своему. У тебя проблемы на работе? Нет. С чего ты взяла? Я почувствовала. Все будет хорошо. Жпи. Игорь, привет. Ты очень спешишь? Нет. Я уже сказал, что я сам пользуюсь. Игорь, я все понимаю, но я не спала всю ночь. Мне было очень тяжело. Ладно. Может, все-таки, Надежда, у меня время. Хотя бы 20 минут на кофе. Пойдем. Антонина Игоревна! Что случилось? Мне четыре дня назад от Виталия Ковалецкого сообщение пришло. Лерка, мне нужна твоя помощь. Заодно и встретимся. Как же ты его не заметила? Я не знаю. Но как-то в спам попало. Какой ужас, если бы я заметила. Наверное, все было по-другому. Знаешь, нам не дано предугадать. Это точно связано с его смертью. Потому что после института мы уже не общались. Ну, может быть, ему угрожали? Он узнал, что у тебя муж следователь и написал тебе? Надо Игорь позвонить. Угу. Ценит, наверное. А ты не хочешь съездить к мастерской и узнать у других художников, что от тебя хотел Малецкий? А я не могу. Мне нужно новогодние костюмы в фирму Хроновал отвозить. Там Вероника с утра уже ждет. Она не учла, во сколько у некоторых начинается утро. Ну что ж, если не я, то кто? Поеду, расспрошу соседей. Да, попробуйте. Но Игорь там вчера всех опрашивал. Слушайте, Вероника в институте общалась с Малецким. Ага. Слушай, а про Виталика знаешь? Да ужас. Хоронить, наверное, будут в закрытом гробу. Кстати, на похороны придешь? Когда? Завтра в одиннадцать. Да, я приду. И Маринке скажи. Хорошо. Слушай, а вы после института так же плотно общались? Да нет. Он же сильно пил одно время. Был невыносим совершенно. Такой себе непризнанный гений. Мог в час ночи заявиться и до утра втирать о смысле жизни. Ну, какая тайна следствия? Погиб близкий мне человек. Я не имею права говорить. А я имею право знать. Игорь, ты выяснил, куда исчезли картины из мастерской? Нет. Ну, они же не могли исчезнуть так, чтобы никто не заметил. А, могли. В стык с мастерской расположен мебельный склад. Туда часто подъезжает фургон. Что-то разгружают, загружают. Ты мне лучше скажи, картины этого Малецкого имели какую-то ценность на художественном рынке или нет? Ну, после выставки – да. А что это за выставка вообще была? А я не знаю, кто ему ее организовал при нашем посольстве. Повезло ему просто. Ну, кому-то его картины понравились, многое даже удалось продать. И он вернулся совершенно другим человеком. С деньгами. Окрыленный. Пить бросил. И отчасти это моя заслуга. Я познакомила его с нужными людьми, стала продвигать. Виталий, он же был как ребенок. Абсолютно не приспособленный к реальной жизни. Бедный Виталик. Мне говорили, что твоя новая жена тоже художник? Молодой человек. – Посчитать? – Да. Ты – герой. Жизнь с художником только со стороны выглядит романтично. А в реальной жизни это очень тяжело. Игорь, когда я встретила тебя в мастерской на пожаре, я поняла, что это судьба. Огромный город. Я приехала из другой страны. И вдруг ты… Моя работа. Игорь, я… Я совершила чудовищную ошибку. Все, что было у меня после, да все, что было у нас после, да не имеет никакого значения. Нам… Нам судьба дает еще один шанс. Алла, я все понимаю. Тебе одиноко, плохо, но и ты меня пойми. У меня совсем другая жизнь. Своя жизнь. С человеком, которым я дорожу больше всего на свете. Я поняла. Хвала мирозданию. Ну, зачем вы это делаете? У меня же сердце слабое. Все с вашим сердцем будет в порядке, если на то будет воля мироздания. Уж я-то знаю. Ужас какой, да? Говорят, здесь люди сгорели. Да. Виталик и Женька. Представляете, я мог бы тоже быть вместе с ними. А это, наверное, мироздание вас спасло. Да. В виде женщины единой красоты. Какая интересная история. А что за женщина? Я не знаю. Она направлялась в мастерскую. Черные волосы, как смоли. Бездонные глаза, алые губы, манящие тату на запястье. Она прошуршала мимо меня, как ветка полная цветов и зелень. Я замер. И потом позвонил Вован по поводу надгробия Бати. Кто? Вован, вполне конкретный заказчик. И через полчаса начался пожар. Если бы я ее не увидел, все. Я бы пошел в мастерскую там, где Виталик и Женька. И мы бы с вами здесь не разговаривали. Потрясающая история. А вы ее рассказали следователю? Следователю? Я не помню. Я вас благодарил мироздание. В общем, этот вечер помню смол. Я даже догадываюсь, почему. Извините. Алло, Владимир Сергеевич? Да. Да я воял. Воял, да. Так, конечно. Почти все готово. Здравствуйте. Добрый день. А вы хозяйка этого прекрасного помещения? Ну, да. Замечательно. А я как раз подыскиваю подходящие площади под сеть магазинов. Ой, как чудесно. Ну, вы осмотрите здесь. Только, простите, у нас не убрано. У нас пожар был. Я же ему дураку говорила. Женька, доиграешься. Ищи нормальную работу. Будь мужиком. У тебя же семья. Долго ваш муж жил в мастерской Малецкого? Да с полгода уж, как его выгнала. Почему вы его выгнали? А что, мне его кормить, одевать? А он к своей девке ночевать будет бегать, да? Ну, вы ее знали? И знать ее не хочу. Знаете, я этому Малецкому все время говорила. Гони ты своего этого дружка. Этот же Жень, короче. От него же не проблемы. У него вечно то пьянки, то гулянки. И женщины. Не женщины, конечно. Ходила тут одна Клара. Прям, понимаешь, фамфанталь из Кацапетовки. С такими красными губами. Натурщица типа. Ну, это катаказ. И татуировка на самом видном месте. На запястье. Ну, я вижу, вы знаете таких. Клара Жукова. Если вам это интересно. Натурщица. Дура деревенская. Из общаги рабочей. В рот ему заглядывала. Великим художником называла. Как давно вы видели своего мужа? Я же вам сказала. Полгода тому назад. На прошлой неделе нарисовался. Звонил. Денег просил кто-то. У него долг выбивал. Кто выбивал? Мне не интересно. Я послала его куда подальше. Договорчик подпишем. Ой, машина пришла. За мной, наверное. Извините. А договор? Я вам звоню. Ага. А вот и я. А вот и я. Ну, что там у Вероники? Удалось что-нибудь выяснить? Ну, минимально. У Виталиков в последнее время дела пошли на лад. Была выставка в Бельгии. И появились деньги. А мне удалось узнать гораздо больше. Перед самым пожаром в мастерской была натурщица Клара. Любовница второго погибшего Евгения Рощенко. Видимо, из-за нее между ними вспыхнул конфликт, который перешел в драку, а закончился убийством. И кого убили? Я думаю, что Малецкий убил Рощенко. Ну, случайно, может быть, не рассчитал удар. А Клара отомстила Малецкому. Взяла какой-нибудь тяжелый предмет и проломила ему голову. А потом подожгла мастерскую, чтобы скрыть следы преступления. Ну, а тогда в заключении судмедэксперта должно быть свидетельство о проломленном черепе. А его там не было. Да. Ну да, ты права. А она могла их чем-нибудь опоить? Я читала один детектив о конфлинщице. Она грабила своих собутыльников, а они потом утром не могли вспомнить ее лица. Тем более, что у Малецкого, как ты говоришь, были деньги. Ну, Рощенко, ты должен был помнить лицо своей любовницы. Так поэтому она и подожгла мастерскую. Неплохая версия. А где вообще эта Клара? Никто не знает. Эту информацию мы должны подбросить Игорю. Ты скажи, что Виталик тебе написал в письме ее имя, и пусть он ее ищет. Ну, Игорь же захочет увидеть письмо Виталика. А ты скажи, что ты его случайно стерла, нажала не на ту кнопочку. Хорошо. Почему-то так рано. Как дела? Более-менее. Привет. Как идет расследование? Объявил в розыск любовницу Рощенко. На турщицу. Слушай, а у Виталика же завтра похороны. Может, она там будет? А ты что, собираешься туда идти? Ну, да. Лера, тебе это надо. Кризис. Я сейчас занята. Но все договоренности в силе. Подойду к самому открытию выставки. Ви. Да. А что это за францужинка? Ну, или бельгийка. Виталик же недавно в Бельгию ездил. Скоро уже? У нас все сроки прошли. Еще минут пять. По-русски она говорит без акцента. Угу. И главное распоряжается, да. Слушайте, может она знает что-то, что поможет нам выяснить обстоятельства смерти Малецкого? Ты опять в свою мисс Маркл играешь? Стой и скорби спокойно. Ну, скажи ей. Ну, я пойду выражу свои соболезнования. Дай вот сюда, пожалуйста, поставьте. Да. Так лучше. Я вам соболезную. Спасибо. А мы с Виталиком учились вместе. Я так понимаю, вы его знакомы из Бельгии, да? Он про вас рассказывал? Да, интересно. А что именно рассказывал? Восхищался. Говорил, что встреча с вами перевернула его жизнь. Ну, Виталик преувеличивал. Он был слишком эмоционален. А еще я слышала, что его картины произвели фурор. Ну, фурор не фурор, но пресса была хорошая, да. Много картин продала в частной коллекции. Да, кстати, именно тогда Виталия заметила международное агентство «Энигма». И они начали очень активно продвигать его имя. Наше агентство работает по такому принципу. Мы заключаем с художником договор опцион на все его творчество. Вы же понимаете, Валерия, что в наше время продаются имена, а не картины как таковые. Международное арт-агентство «Энигма». Договор опцион? Да, но какое теперь это имеет значение? Для ушедших никакого, только для живых. У нас все готово? Спасибо. Привет. Алло, Николя. Привет. Слушай, мне нужно срочно связаться с Муро, а визитку я потеряла. Да, конечно, не вопрос. А знаешь что? Он ведь прилетел сегодня. И будет на открытии выставки при французском культурном центре. У меня с ним встреча. Может, ты подходи к часам двума. Да, хорошо. Ну, а ты здорово. Да. Привет. Такой день сегодня безумный. Кладбище, поминки, а сейчас по делам бегу во французский культурный центр. Андре целый день в Агролензе. Забери его, пожалуйста. Я просто к шести не успеваю. Это совсем рядом с твоей работой. Ну, у меня сейчас рабочий день. Я все понимаю, но мне больше некому обратиться. Забери его. Подождите меня в кафе, а я подойду к вам. Хорошо. Прошу. Благодарю. Где Муро? Мне кажется, он сейчас появится. Очень, очень рад. Спасибо. У Николя мой друг. Приветствую. Очень рад. Надеюсь, у нас все получится. Кстати, Валерий хотел с тобой переговорить. Валерий? Валерий Логинова. Пастель. Ах, Валерий. Валерий, а вы так и не прислали мне свои роботовые? Как так? Я проконтролирую, она вышлет. Бернар, а это вы порекомендовали мне артогенство и унигмо? Я прошу прощения. Унигмо? Прошу прощения, Николя. Я бы вам не советовал с ними иметь дело. Почему? Бернард! Я очень рад снова видеть тебя в наших краях. Филипп! Прекрасно. Все хорошо. Николай, я прошу прощения, но у меня сегодня здесь много встреч. Понимаю. Как всегда. Спасибо, Николай. Все как договорились. Удачи. До свидания, Валерий. Мне надо на работу возвращаться. Ты останешься? Ну, конечно. Слушай, значит, он не рекомендовал меня инигом. Валерий, ты почему не прислал ему свои роботы? Ну, что за велозалаберность? Искусство — это очень серьезный бизнес. Николя, привет. Здравствуй. Ты ее знаешь? Я так поняла, это хорошая знакомая Малецкого. Это бывшая жена Игоря, Алла Морозова. Она проходит нас главным светилем по делу. Ты не знала? Нет, я не знала. Мы просто хотели съездить в отпуск. Отдохнуть. За Полярным кругом. Ну, да. Женя очень любил путешествовать. Ну, конечно. Лучше уехать туда, куда глаза глядят, чем долги отдавать. Лара. Вам лучше начать говорить правду. Вы подозреваетесь в двойном убийстве с целью ограбления. Нет. Я не убивала никого. Я там вообще ничего не трогала. Я не знала даже, где Виталик деньги прячет. Рощенко знал. Мы будем говорить правду? Жене угрожали убить, если он долг не отдаст. И он попросил денег у Виталика. По-хорошему попросил. Но тот ему не дал. Они там начали ругаться. И Виталик кричал, что, мол, он не для этого свел Женю с какими-то людьми. С кем свел? Я точно не знаю. Я… Просто Женя думал, что они должны были ему там что-то заплатить. Но этого не произошло. А деньги-то нам срочно нужны были. Вот мы… Решили ограбить Малецкого. Мы пришли к нему… Домой якобы мириться. Я должна была ему подсыпать снотворное. А Женя говорит, все остальное сделает сам. Но Виталик же не пил. И мне пришлось этот… Клофелин… Подсыпать в минеральную воду. Но не в стакан Виталику, а в бутылку. Женя из нее тоже выпил. Я просто не успела его предупредить. Оба уснули. Дальше. А что дальше? Что? Ничего дальше. Я пыталась Женю как-то добудиться. Но это же этот… Клофелин этот… Ну и ушла от греха подальше. А куда мне идти? Из общаги я выписалась. Вещи на вокзале. Пошла к подруге Райки на эту… На Северную. Можете проверить. Я только утром узнала, что был пожар. Клара… 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 Куда девались картины из мастерской? Я не знаю. Я когда уходила, они там стояли, запакованные… Кризис середины жизни, говорите. Да нет, все оказалось намного проще. Прежняя любовь, прежние отношения. Прошлое Игоря внезапно вторглось в нашу жизнь. Лера, Игорь ее взял. Кого? На турщицу, Клару, на вокзале, когда она в электричку садилась. Класс. Дело раскрыто. Я очень рада. Какой лучше? Ну, точно, не этот. Слушайте, наверное, это Виталик порекомендовал меня в «Энигму», об этом и хотел поговорить. Вполне возможно. Но ты ошибалась. К его смерти агентство не имеет никакого отношения. Ну, почему же? Виталик писал, что ему нужна помощь. Бернар Мороз сказал, что не надо иметь с ними дело, а Родион теперь телефону не подходит. Слушайте, не надо никакого шарфика. Найдете что-нибудь другое? Ну, может, за границей уехал? Наверняка. Вернется, перезвонит. Не забудь. Ужина тебе. Я буду поздно. Ну, у вас очень насыщенная жизнь. – Я ушла. – Пока. Пока. Алло. Да, здравствуйте. Мне нужен Родион. Это Валерия Логинова. Мы не завершили переговоры, а мне нужно уезжать. И, может быть… К сожалению, мы сейчас не заключаем новых договоров. Всего доброго. Подождите, пожалуйста. Мне Виталик Малецкий звонил перед своей смертью и просил решить ваш с ним конфликт. Вас устроит угол Луговой и Герцена через час? Да. Я могу. Спасибо. Спасибо. Да. Так вот, я думаю, что в данный момент она уже во всем созналась. Мой сын умеет найти подход к людям и к преступникам в том числе. Но он у меня против. Да, скажите, а когда он заканчивал юридически? Десять лет назад. Постойте, постойте. А вы не преподавали, случайно, у моего сына? И не вас ли называли студенты стариком? Да, меня. И это несмотря на то, что я был тогда еще довольно молод. А вы сейчас ничего. Я должна была догадаться. Подождите, я позвоню сейчас Игорю. Алло. Игорь, ты сейчас упадешь. Знаешь, с кем я познакомилась? Мам, давай потом. Я сейчас очень занят. Ты же уже закрыл дело об убийстве художников. Или тебе новое дело подкинули? Нет, до раскрытия дела еще очень далеко. А что, Клара не созналась? Мам, она не убивала. До вечера. Это не она. Странно. Почему? Скульптор сказал, что видел Клару, подходящей к мастерской, за полчаса до пожара. А что, что конкретно рассказал он скульптору? Сейчас. Хвала мирозданию, хвала мирозданию. Потрясающая брюнетка, дивные глаза, алая помада, татуировка на запястье. Правда, квартирная хозяйка описала ее несколько иначе. Ну, восприятие женской красоты, это дело, конечно, сугубо индивидуальное. Но, если ваш скульптор хорошо знал Малецкого и Рощенко, то как он мог не знать эту Клару? Конечно, не мог. Ну? А что это значит? А то, что он мог видеть совсем другую женщину. Правильно. Павел Анатольевич, вы гений. Что же нам теперь делать? Ну, и искать еще одну брюнетку с красной помадой и татуировкой на руке. Ага. Здравствуйте. Это вы Кристина? Да, здравствуйте. Меня зовут Валерия, я опоздала, извините пробки. У меня ровно три минуты. Так что вам рассказал Малецкий об энигме? Он был очень рад с вами сотрудничать и незадолго до гибели сокрушался, что возникли проблемы. Так вы представляете его интересы. А доверенность на ваше имя я могу увидеть? Виталий сказал, что все конфликты между вами могут быть решены полюбовно. Вы ведь пойдете на уступки? На какие? Ну, это я от вас хотела бы услышать. Насколько я знаю, картины Виталия в последнее время продавались достаточно неплохо. Да, неплохо. Соня, ты сухой. Да, Антонна Игоревна. Алло, Лера, этот скульптор мог видеть перед пожаром не Клару. Просто приметы совпали. Цвет волос, яркая губная помада и татуировка на запястье. Угу, я поняла. Извините, но у меня нет больше ни секунды. Подождите. Простите. Сформулируйте ваши вопросы конкретнее, а тогда свяжитесь с нами. Договорились. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Вполне возможно, я только что встречалась с этой эффектной брюнеткой. Попробую за ней проследить, а вы будьте на связи. Все, пока. Может, что-то еще? Может, что-то еще? Пицца, чай, сок. Ну… Нет, спасибо. Это не хочешь, да? Почему так долго? Не психуй. Тебе мало того, что ты уже натворила? Малецкий подсунул нам эту Логинову в качестве подставы, как перед тем Рощенко. Я же должна была понять, блефует она или нет. Ну и как, поняла? У нее, кстати, неплохие пастели. Ты смеешься? К счастью, она вообще не в теме, так что… Черт ее. Вот я и выяснила, кто убил Виталика. Но им никак нельзя позволить сейчас уехать. Все нормально. К тому времени, как мы вернемся, дело уже закроют. И к нам вопросов никаких не будет. Зато смотри, какая легенда. Для раскрутки. Два безвременно ушедших гения. Водка. Непонимание. Загадочная славянская душа. Пожар. Кристина. Что? Так, картины будут намного дороже. Давай, что там у нас еще? Одна я не справлюсь. Игорь трубку не берет, значит, нужно звонить Антонине Игоревне. Спасибо тебе большое. Ты меня очень выручил. Андрей, тебе понравилось в игровом центре? Интереснее, чем в Брюсселе? Все то же самое. Только не все работает. Андрей говорит, что ему понравилось. Лохматый. Я совсем не могу его уговорить постричься. Такой упрямый в свои десять лет. Я пойду. Игорь. Андрей, ты тоже очень непрямый. Так вот и не сменил прическу. Ну да. Что ты хочешь сказать, что… Андре совсем не понимает по-русски. Поэтому, если ты не захочешь, он так и не узнает, кто его настоящий отец. Сергей, я по делу. Скажи, у тебя свободная машина есть? Да. Записывай адрес. Что вы делали в мастерской Виталия Малецкого? Приехала забрать картины, переданные нашему арт-агентству по договору. Вам, кстати, грозит статья за мошенничество. Мы никого не заставляли силой подписывать его. Художники, которые с нами работали, не жаловались. Кроме Виталия Малецкого. Вы хоть немного себе представляете, что такое арт-рынок. Это лотерея. Из десятков принятых в работу художников хорошо, если выстреливает один. Малецкому повезло. Платили мы ему, кстати, очень неплохо, но этот непризнанный гений решил качать права. И вы решили от него избавиться, да? Я приехала в мастерскую забрать картины. Хорошо, что эти алкоголики успели их упаковать до того, как напились. К тому времени, как я приехала, они оба уже были вообще в полной некондиции. Кстати, по-моему, там закипал чайник. Возможно, он был неисправен. Я загрузила картины в машину и уехала. Какие ко мне вопросы? Никаких. Нет, есть один. Сколько времени вам на это понадобилось? Картины же было несколько десятков, да? А вы одна. Отвечайте. Сейчас вместе посчитаем. Значит, вас свидетели видели в 12.30 входящие в мастерскую. В 13.05 приехала пожарная команда. К тому времени мастерская выгорела уже дотла. Вы подожгли мастерскую? Нет. Но вы видели возгорание. Видели спящих людей. Вас интересовали только картины. Их вы сумели спасти, а спящих людей нет. Позвольте? Антонина Игоревна, если бы в тот момент, когда я увидел вас в кафе, и решился с вами заговорить, мне кто-то сказал, как изменится моя жизнь, вы знаете, я, я бы не поверил. Что же изменилось в вашей жизни? О, все. Все, Антонина Игоревна. Во-первых, я снова почувствовал в себе азарт сыщика. Во-вторых, я понял, что могу приносить еще пользу. А в-третьих? А в-третьих, самое главное, я от этого помолодел еще лет на двадцать. Вы же помогали своему бывшему ученику. Антонина Игоревна, я, может быть, не то сказал. Слушай, а мои показания, они вообще помогут? Конечно, сядут оба. Кристина по статье «Преступное бездействие», повлекшая с собой смерть, а Родион по статье «Мошенничество». Я так обрадовалась, когда вам позвонил. Эм, таких рассчитывать талантливых, но не практичных. Каких? Таких. Добрый вечер. Алла, Лера, моя жена. Привет. Да, мы немного знакомы. Я так понимаю, что расследование окончено? Могу я узнать подробности? Конечно. Конечно. Когда Виталий понял, что связался с мошенниками, он порекомендовал Энегме Евгения Рощенко. И попросил Евгения, что когда он будет подписывать договор, чтобы он все снял на видео. С этим видео Виталий собирался идти в полицию. Но Рощенко срочно нужны были деньги. И он рассказал все Родиону и Кристине в надежде, что те ему заплатят. А те всего лишь посмеялись над ним. А Виталий что? Собирался продолжать борьбу дальше. Кстати, он прислал мне сообщение, а я не успела его прочитать. Ну, не увидела вовремя. А главное, я не понимаю, почему он прислал его именно мне. Ну, потому что ты талантливый художник. На посредственность они бы им не клюнули. Потому что у вас муж следователя. Ты стал очень профессионален. Я обязательно расскажу Андре. Ему будет приятно, что он знаком с таким человеком. А вам очень повезло с мужем в материи. Увидимся? Увидимся? Что такое «ым» и кто такой Андре? Это «ым». А Андре сын ее. Звучит музыка. Звучит музыка. Товарищи. Товарищи. Звучит музыка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой муж – следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Грюш, ты суперский. У меня трое детей, я была его любовницей. Дизайнер, откуда. А я как раз пишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие счастливые лица. Да, прежняя любовь так просто не исчезает. Я тут подумала, проанализировала все и твердо решила. С этим надо что-то делать. С чем? С настроением, Игорь. Что с ним? Ну, я тебе говорила, кризис среднего возраста. А мне кажется, что ты к этому как-то несерьезно относишься. А мне кажется, что вы несправедливая, Антонина Игорьевна. Я изо всех сил стараюсь окружить Игоря заботой и вниманием. Жалко старика. До девяносто лет дожил и соскочил. От бедности, наверное. Интересно, зачем старику мог понадобиться целлофановый пакет? Нет. Ты уже не парашютист. Мария, здесь человек погиб. Я учту этот факт. Вообще-то там свидетель ждет. Его можно опросить. Я учту этот факт. А с Аллой он был счастлив? Да они вместе. И были-то недолго. Нет, я не думаю. А почему ты спрашиваешь? Алла давно в Бельгии, Игорь с тобой. А она приехала. И оказалось, что она лучшая подружка убитого Виталика Малецкого. И по этому делу он с ней встречался. А мне ничего не сказал. Ага. А ты откуда узнала? А мы встретились случайно. Ему пришлось нас представить. И она такая девушка, которая точно знает, чего хочет. Не думай об этом, девочка. Алла в прошлом. Может мне поменять что-нибудь? Прическу? Это не поможет. Зачнее не это поможет. Вернее сказать, дело не в этом. Ты прекрасно выглядишь, и ничего не нужно менять. Спасибо. Что вы видели? Я просто хотел о Максиме рассказать. А она, значит, ждите. Максим, это кто? Водила. С маленькой он работает. Максим, водила, машину греет. Стоим, курим. И вдруг Макс говорит, какой-то парень с самого утра к деду дверь ломился. Может, он наркодилер? Максим сказал, что дед наркодилер? Да нет. Ну, Максим сказал, что видел, как парень с утра к деду в дверь тарабанил. Потом уехал, а тот упал. Парень уехал. Макс. Я сейчас телефон дам. Чей? Макса. Только его сегодня не будет. Он в командировку уехал. Давайте телефон. Сейчас. Ну, давай, сынок, бери трубку. Слушай, Игорь, я хотел узнать... Ребята, можете меня поздравить. С сегодняшнего дня я следователь. По особо важным делам в сфере экономики с перспективы роста. Класс, поздравляем. Ну, теперь я за нашу экономику спокойно. Это не завидуй. Работай лучше. Может, и тебя в пенсии сделают старшим следователем. А я не завидую. Я радуюсь. Прессологическая экспертиза по убийству на стадионе. И по старику доложим послезавтра. Так что, может, отпразднуем? А, я нет. А я от кофе не откажись. Субтитры выполню. А, кто этим занимается? Надо было сразу сказать, сейчас упустил момент, скрыл. Ну, ничего плохого не произошло. Потом, насколько я помню, ты всегда захотел сына. Коля, ему десять лет, я даже ничего не подозревал. Бывает. Что теперь делать? Ну, поучаствуй как-то в жизни ребенка. А Лера? Лера рано или поздно все узнает. Ты ей что рискаешь? Теперь поймет. Подумать, что все знал, бросил беременную жену и не помогал сыну. Ну, может, конечно, и так понять. Слушай, пацан хоть на тебя похож? Что ж? Не знаю. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Fiona. Я тебе не помешаю? Где ты? Я здесь. Послушай, а… А что, если бы меня не было в этом доме, в этой квартире, в твоей жизни? Что бы изменилось? Или ты бы просто не заметил? Что-то случилось? Нет, это я. Хочу понять, что случилось. Ты сейчас как чайник? Давай говори, что накипело. Хорошо, чайник сейчас выскажет сам. Ты стал равнодушен ко мне. Вдруг. Я думаю, что причина этому Алла. И, наверное, Коля был прав. Прости, в чем был прав Коля? В том, что у тебя вновь появились чувства бывшей жене. Он так и сказал? Нет, но он… Но я с Аллой общаюсь исключительно в связи с делом Малецкого. Что? Мне вот, например, не нравится, что Пухтинова осталось слишком много в нашей семье. При чем тут Пухтинов? Да при том же, при чем и Алла. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ПЛЕСКУЛ АКРИТ ПЛЕСКИ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лера дома? Сынок, ты принес ей цветы? Почему? Я ж тебе три эсэмэски отправила. Я все знаю. В смысле? Я знаю, что приехала Алла, и что ты познакомил ее с Лерой. И что? А то, что разрушить легко. А вот склеить намного сложнее. Это как стоишь на краю пропасти. Так и тянет сделать шаг. Спасибо. Сегодня уже один девяностолетний старик сделал шаг четвертого этажа с пытили на пакетном руках. Это он, наверное, от одиночества или нищеты. Быть стариком сложно. А, только что ты здесь не сходишь. В квартире чистота, порядок. Старик ухоженный. Старик, ни одиночества, нищеты здесь не… Сынок, я уберу… Все, я сам все сделаю. Мама, мне просто надо побыть одному чуть-чуть, ладно? Сынок, у тебя все будет хорошо. Танина Игорьевна, мы с Игорем поссорились. И у меня плохие предчувствия. А ты гони их. Можно управлять любыми процессами, кроме ядерной реакции. И ни в коем случае нельзя опускать руки. Хорошо. Не опускать руки. А что, все действительно так плохо? Понимаешь? Я думаю, что Алла появилась здесь не случайно. Но я уверена, что Игорь не позволит собой манипулировать. Что мне делать? Ничего. Надеюсь, у тебя хватит на это мудрости? Ну, да, мудрости хватит. Зла не хватает. Эй, хоу, ай! Как твои женщины накормили тебя завтраком после вчерашнего? Я с тобой говорил по душам. Как с близким другом. А ты, оказывается, уже успел все доложить Лере, Абале. Знаешь, как называется, Коль? Превентивное информирование. Зачем? Ну, как же ты у нас такой правильный? Принципиальный. Все должно быть по правде. Только жена это не касается, да? А ты, может быть, уже успел и о сыне сообщить? Пока нет. Но если надо будет, я сообщу обязательно. Ты-то тут при чем, Коль? Коль. А знаешь, не нравится мне, что ты, Вера, убежаешь. Это я тебе как близкий друг говорю. Ну, будь здоров, друг. Лера, привет. Нам нужно срочно встретиться. У твоего Игоря опять проблемы. Что? Алла уделяет мало внимания? Ну, сейчас не до этого. У него старик из окна выпал. Ну, мне жаль. Прости, но у меня тоже есть работа и я очень занята. Ясно. Так, что за рапорт? Прошу перевести меня в другую следственную группу. Логинов, почему? Объяснить не хочешь? В целях улучшения раскрываемости. Ты мне тут легенды не сочиняй. Я не девочка, а ты не в клёшах. Для перевода должна быть причина и уважительная. Меня очень уважительно. Я настоятельно прошу удовлетворить мой рапорт. Рапорт. Какой рапорт? Ну что, сейчас ты занимаешься самоубийством старика. Вот когда закончишь дело, тогда приходи, обсудим. Со стариком не суицид. Есть признаки состава преступления. Я возбудил дело. Логинов, ты ж меня без ножа режешь. Я ведь только что подал наверх отчёт о том, что у нас на сегодняшний день нет ни одного нераскрытого дела. А? И тут появляешься ты! В белом фраке весь такой, да? А мы все в тюрьме! Значит так, с этой минуты ты терминатор. Не спишь, не ешь, на горшок не ходишь. И ты хоть на атомы распадись, но дело закрой до конца недели. И докладывать будешь мне ежедневно. Все понял? Свободен. Лер, привет. О, привет, Николя, что ты здесь делаешь? Да вот тебя жду. Поговорить надо. Я же сказала, никак не могу меня Варяников ждать. А знаешь что? Приходи к нам вечером с Игорем в гости. Не, не, мне Игорь не нужен. Мне ты нужна. Опять? Никогда это не кончится. Никогда. Игорь настроил против себя по управлению. Так его никогда не стать старшим следователем. Да неужели? Да, он как кость в горле у Сергачева с твоим вечным упрямцем. Послушай, Сергачев прям спит и видит. Отправить его куда подальше. Я что-то не поняла, вы друзья или нет? Друзья, поэтому правду говорю. Вчерашнее дело старикасовым убийцей переполнило чашу терпения. В смысле? Вместо того, чтобы закрыть дело, замечательный Логинов решил поискать мифического убийца. Сергачев уже доложил наверх в том, что дело закрыто. Поэтому теперь он будет выглядеть полным идиотом. Этого он очень не любит. И что будет? Не знаю. Правит Игоря в деревне работать чашу. Подожди, а если старика действительно убили? Лера, ну и ты туда же. Теоретически у него есть время до конца недели, чтобы это доказать. До конца недели? Он найдет убийцу. Лера! Максим, спасибо большое, что согласились приехать сразу. Да я, правда, не знаю зачем. Ну, послушайте, вы видели какого-то парня перед дверью старика Задонцева. Возможно, это и есть убийца. Так что он не сам сиганул из окна? Ничего себе. Ну, убийство — это одна из версий. Скажите, вы можете описать того, кого видели вчера утром? Ну, я, правда, ничего особого так не разглядел. Выхожу из квартиры, вижу, парень какой-то звонит. Да так настойчиво. Ну, а лица я его не видел. Да. То есть, если предъявить вам этого человека, вы его не узнаете? Да, кто его знает? Сейчас я не помню. А если увижу, может, что-то в памяти всплывет. Хорошо, с кем общался погибший, кто к нему приходил? Честно, я работаю с утра до ночи, и мы не пересекаемся. И что ты надумала? Я думаю, нужно помочь Игорю расследовать убийство старика. Я только за. С чего начнем? Ну, теперь выяснить подробности дела можете только вы. Злиться будет. Ну, мне он вообще теперь ничего не расскажет. Ладно, я что-нибудь придумаю. Но когда дело будет раскрыто, мы признаемся, что это ты, Игорь будет тебе благодарен, и вы помиритесь. Да? Боюсь, что нет. Игорь, а тебе не кажется, что у нас много лишних книг? Давай отнесем их в библиотеку? Давай, займемся этим на выходных. Кстати, ты нашел того, кто сбросил старика? Начинается. Мам, прекрати. Почему? Мне просто интересно, с чем ты живешь, о чем думаешь, чем занимаешься. Хорошая попытка. Читай-ка ты лучше вам свой детектив. Угу. Предсказуемый результат. Что же нам делать? Ну, у нас есть три факта. Улица, падение, старик. И никаких подробностей ни фамилий, ни имен, ни результатов экспертизы. Все же есть у Игоря на флешке. А можете его отвлечь? Я информацию скопирую. Отвлечь. Игорь! Кажется, у нас кран сищут. Разрешите доложить? А, Логинов? Ну что, три минуты хороших новостей? Так точно. По информации управляющей компании, Задонцев в прошлом месяце заплатил все задолженности по квартплате. В соцслужбе сообщили, что три месяца назад он выхлопотал себе социальную помощь в виде платной сиделки. Но через месяц от нее отказался. Ну вот, Задонцев, человек чести, заплатил долги и ушел из жизни. У него не было таких денег. Жены нет, сына тоже. Есть внук. В эту сторону я собираюсь раскручивать. Но я же просил. Только хорошие новости. Ты давай, давай, ускоряйся. До понедельника осталось совсем мало времени. Ну, судя по всему, вон то окно. Какое? Ну, вон, с антенны. А почему ты решила, что он сам это сделал? Потому что с флешки Игоря я вчера скопировала не только все данные погибшего, но и фотографии. Квартира старика. Там на полу отчетливо видна бетанная крошка. А значит, сверлили и, скорее всего, вешали спутниковую антенну, и она выглядит как новая. А что нам это дает? А вы бы стали вешать спутниковую антенну, а потом из окна выпрыгивать? Кстати, я не понимаю, почему он просто соседи Игоря ничего не дал? Есть идея. Какая? Не скажу. Спасибо. За мной! Ну, возьми ж ты трубку. Не заставляй девушку ждать. Мария, я жду вас с результатами экспертизы. Наконец-то следовал Лугину. Появилось время для работы. Встретимся в допросной. И вообще, какое вам до сего этого дело? Вы покупать что будете, нет? Ну, так вы матываетесь из магазина. Вообще-то мы хотели спросить… Я нет справка. Откуда я знаю, что вы тут выискиваете, вынюхиваете? Может, вы эти, черные риэлторы? Может, вас его жилплощадь интересуют? Откуда я знаю? Ну, вы концу смените, пожалуйста. Я следователь. Моя фамилия Логинова. Ну, тогда я Бритни Спирс. Удостоверение покажите. Дежурный Логинова. О, да, Сереж. Нам нужен наряд на Константиновскую, дом 6. И попроси ребят из экономического пусть тоже подъедут. И позвонят в налоговую пожарную санэпидемстанцию. Ага. Нет, небольшие проблемы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди минуту. Ну, пожалуйста, вы меня неправильно поняли. Все ясно. Я спросила, вы ответили. Девушка-следователь. Спрашивайте. Все расскажу, что знаю. Сереж, отбой. Угу. Нам нужна полная информация. Как часто старик бывал у вас? С кем встречался? С кем знаком? Круг интересов? Вы же все про всех знаете. Так он ко мне вообще не ходил. Он в супермаркете скупался. По дешевке все брал. Может быть, кто-то из ваших покупателей с ним общался? Ну, не знаю. А, так может быть, это баба Зоя. Она все про всех знает. А кто это? Да кошатница. Ну, такая лет семидесяти, белобрысенькая. Ходит с большой клетчатой сумкой. Как ее найти? Да, она у меня каждый день, бывает, за молоком приходит то в два бывает, то в четыре, а то в шесть. Так вообще, она в библиотеке работает. Спасибо. Вы нам очень помогли. Значит, анализ полиэтиленового пакета ничего не дал. В том, мне только не хранили и хлеб, лекарства. Есть еще квитанция из мастерской по ремонту мобильных телефонов. Но ни места, ни времени, ни даты, ничего нет. Ко мне еще вопросы есть? Да, спасибо. Мастерских же сотни. А времени нет. Игорь, как громкую связь сделать, чтоб не пересказывать? Только не говори, что ты рядом стоишь. Это то же самое, что подслушивать. Мы на задании. Нам можно. А, вот она. Да, сын? Мам, нужна твоя консультация. У тебя сломался мобильный телефон. Куда ты его понесешь чинить? А… А у кого сломался телефон? Хорошо. Речь идет о старике, который выпал из окна. Ты хотела помогать? Давай помогай. Ну, куда бы я его понесла? Понесла, наверное, бы поближе к дому, наверное. Это раз. А второе – туда, где дешевле. Для старика деньги важны. Это два. А что еще? Ну, я тоже примерно так и думал. Ладно, надо пока. Подожди. А я думаю, адрес мастерской старику могли посоветовать там, где он купил телефон. Да, только телефон у нас на каждом углу продают. На каждом углу? На каждом углу. Подожди, но старик на каждом углу не стал бы покупать. Это должен быть большой центр, вызывающий доверие и самый близкий к дому. А это хорошая мысль. И, кстати, ты была права насчет цветов, Лере. Нужно было их купить. Сегодня обязательно куплю. Да не надо. Ложка дорога к обеду. Пока, сынок. Пока, мам. Ну, в общем, не надо было включать громкую сервис. Зато Игорю помогли. Классно помогли. Смотри, похоже она. Клетчатая сумка, блондинка. Да. Не мог. Я… Послушай, мне нужно подумать, что делать дальше. Конечно же интересно. Просто… Алла, мне нужно время. Боже упаси меня, что-то рассказывать. Все знают бабу Зою. Баба Зоя с кем попала, болтать не будет. Вот, в прошлом годе, подходит один ко мне и говорит. Возьмите котят. Топить жалко. И что? Вы думаете, я ему что-то сказала? Я ему такое сказала, что он тут же, наверное, побежал топиться. А котята выросли. Один мрамор по серебру, а другой… А мы как раз хотим с вами поговорить о гибели вашего соседа. Рыжий. Такой умный, ну, как у Пушкина. Только по цепи не ходит. Чего же вы Варьку с Каштановой не арестуете? Она целый день на работе, а кошечка плачет. Я ей в форточку мясо кидаю. Так эта Варька мне еще и бить грозилась. А вы нам с этим делом помогите, а мы с Варькой разберемся. И еще два килограмма кошачьего корма вам купим. А что вы можете рассказать про этого старика? Что-что? Что рассказать можете про этого старика? Ой, да не кричите вы так. Вы ж в библиотеке. Извините. Все. У Георгия Даниловича жена умерла давно. Ну, есть дача в Березовке. Первый дом у озера. Хвалился в завидное место. А женщина следователь? Какая у вас будет пенсия? Это государственная тайна. А что последнее время рассказывал Георгий Данилович? Может быть, к нему кто-то приходил? Откуда я знаю? Он вообще не любит его говорить. Если говорил-то только о внуке. Какой он замечательный. Что-то давно я его не видела. Позабыл деда. А вот мой внук… А как его зовут? Дима. Два годика. Он живет с моей дочерью и с зятем. Мы не про вашего внука. А, про Антона. О, это уже большой лоб. А где живет, понятия не имею. Так что насчет корма? Обязательно сейчас куплю и принесу. Угу. Ну, спасибо. Опер заехал в ТРЦ на Константиновской. Там его направили в сервисный центр через дорогу. И опа-на! Телефон Задонцева. А это что? Ремонтный отчет. Убил бы. Дед случайно арабский язык включил. Они с него содрали за ремонт. Я там все покопался в телефоне. Там из контактов только один человек. Некий Антоша. Антоша? Внук, значит. Дача ухоженная. Видишь, пакеты на замке намотаны. Кто-то здесь хозяйничал. Надо поспрашивать у соседей. Пакеты-то зачем готовы? Молодежь. От снега, от дождя. Чтоб не заржавели. Нормально. Кто такие и что здесь делаете? А мы к Георгию Даниловичу Задонцеву. Из управления соцзащитой. А вы кто? Я внук. Но дед здесь не живет, а дача продается. Он мне доверенность выписал на продажу. Вот приехал, показания счетчиков снять. Умер дед ваш. Из окна выпал. Значит, доверенность мне больше не нужна? Продам квартиру и дачу как наследник, получается? Рано или поздно. У вас все? Да. Да, слушаю. Кто? Ну да, уже в курсе. Угу. Хорошо, еду. Поезжаю. Да, понял. Угу. Следователь звонил по поводу деда. Надо ехать. Вопросы решать. Классно мы Игорю помогли. Видите, он сам это в Антона нашел. Ну вот, собственно, и все. Да, не густо. А вы не знаете, что мне теперь нужно делать, чтобы наследство оформить? Какой-то документ от вас? Свидетельство о смерти. Но вы его не получите. Пока мы не узнаем истинную причину гибели вашего дедушки. Скажите, пожалуйста, а недавно у вашего дедушки была оплачена задолженность по коммуналке. Это вы сделали? А что вы смущаетесь? Это хороший поступок, тут смущаться нечего. Вне зависимости от ваших мотивов. О чем вы? Ну как, вам же не нужно имущество с долгами, правильно? Звучит так, будто вы меня подозреваете. Подозреваю, но не только вас. Я за деда ничего не платил. А кто мог? Понятия не имею. Вы были в то утро его квартиры? Нет. Это легко проверить. Нет. Думал, что-то вспомнил. Но это мог быть любой из них. Или никто. Отвернитесь, пожалуйста, к стене. Да. Черт. Ведь зарекался же никого в обед не принимать. Значит, смотри, Логинов. Хочешь задержать? Твое право. 48 часов у тебя есть. Но у меня вопрос. Зачем? Все просто. Антон. Не работает. Жилья нет. Приехал неделю назад. Жил в гостинице. Он наследник. Ему выгодно смерть деда. Да дед уже на ладан дышал. Ну, сам подумай. Какой тупица. Согласиться на убийство. Такой ситуации. А если, то еще наследники объявятся. Хорошо. Еще версия. Звонили соседи с дачи погибшего. Есть информация про сиделку Румянцева. Да ты что? Ты знаешь, нам мне тоже звонили. Знаешь, кто? Кто? Начальство. И спрашивали, кого же я поставлю на место старшего следователя. Ну? Ну? Что, ну? Идея есть? Вам решать. Сидеть? А салфетка влажная есть? Нет. Разрешите идти? Немедленно отпустите меня. Конечно же. Как только будет доказана ваша непричастность к смерти Георгия Задонцева, так сразу же. Ну так доказывайте побыстрее. Ну вы могли бы мне помочь. Как? У вашего дедушки была сиделка Любовь Румянцева. Два месяца назад он отказался от ее услуг, но она продолжала их оказывать. Вы можете это прокомментировать? А лайк вам не поставить, нет? Ну была тетка, да. Деду по дому помогала. Но я с ней не пересекался. Хорошо. Мы выяснили ее место прописки. Развалюха в деревне. В нем никто не проживает. Телефон не отвечает. Ну так ищите ее. Чего вы ко мне привязались-то, а? Слушайте, дайте мне эту справку о смерти деда и отпустите. Конечно. Через сорок восемь часов. Александр Иванович, вы не так поняли. Я Румянцев в розыск не объявлял. Она свидетельница, а не… Я перезвоню. Привет, папа! Привет, папа! А у него большой дом? Андрей так обрадовался, когда узнал, что его настоящий отец полицейский. Сильный, добрый. Мальчик просто ожил. Ты знаешь, я думаю, что ты его полепишь. Ведь он очень милый. А у меня семья. Ну так мы же от тебя ничего не требуем. Просто немножко внимания мальчику. Отцовское слово. Плечо. Разве ты так много для собственного сына, который десять лет тебя ничем и никак не обременял? Да. Алло, Игореш. Слушай, я, я вот тут подумала. Я думаю, что была не права. Ну, вот то, что ты сразу не сказал мне про эту Аллу… Ну, в общем, это нелогично было бы. Ну, как бы ты мне сказал? Ты бы что, пришел и сказал… А, знаешь, Леруш, я встречаюсь со своей бывшей женой. Глупость какая-то, да? Игорь, а кто тебе звонит? Игореш, а ты где? В кафе с Аллой. Ой, ой, слушай, ну и мне пора. У меня там на работе просто катастрофа. Хорошо. Ты что, узнал, кто убил Георгия Даниловича? Мама, мне этот вопрос задают десять раз в день. Давай думай о котлетах и сантехнике. Угу. Возьмешь трубку? Да. Какой Вадик? В смысле домой? Так, давайте завтра в управление. Хорошо, сейчас адрес СМС-кой скину. Сейчас приедет сын Румянцевый в сиделке погибшего деда. Говорит что-то срочное. Ну, раздевайся. Раздевайся. Чай-то слишком. Спасибо. У меня к вам серьезный разговор. Мы вам мешать не будем, я по суту домой. Лерочка, а ты займись стиркой. Я увидел несколько пропущенных звонков на телефоне мамы. Решил перезвонить, оказалось вы. Так, и где же ваша мама? У нее инсульт. Она в больнице. Не может говорить. Правая рука не работает. Вадим, а когда случился инсульт? Это очень правильный вопрос, но не об этом. Это, это я его убил. Так, давайте-ка все сначала и поподробней. Ничего не отбывается. Два месяца назад дед Шора пообещал маме, что перепишет на нее квартиру, если она будет за ним ухаживать. Плакался, что не нужен внуку, тот даже не звонит. Бумаг, конечно же, никаких не подписывал. Нет, конечно. Дед отказался от официальных услуг мамы, чтобы не вычитали из пенсии. А она кормила его за свои. Убирала, одевала, лечила. Даже купила спутниковую антенну. Дед потребовал. Типа все равно квартира ей достанется, так чтобы не скупилась. Дед как вареник в масле катался. Потом явился внук Антон. Тот был на седьмом небе. А когда мама намекнула, чтобы он дарственную оформил, то дед сделал вид, что не понимает, о чем она. Мудрена, ему девянастый лет. Конечно. Мама мне все рассказала, а вечером у нее случился удар. Я утро пришел поговорить слово за слово и столкнул деда с балкона. Ого, Господи. Я не хотел. Так, давайте в десять утра вы завтра придете ко мне в управление. А наручники, арест? Это все еще будет. Пойдемте, вас провожу и задам еще пару личных вопросов. Он все врет. Увы. Я сейчас про этого Вадима. А я сейчас про Игоря, который весь вечер провел сало и делает вид, что так и надо. Ему же надо закрыть дело о поджоге. Вот он оформляет документы, Алла как свидетель. Что тут такого? Мне все это очень не нравится. Я вообще не понимаю, зачем я занимаюсь этим расследованием. Ради чего? Ради семьи. Не знаю. Наверное, надо поговорить с Игорем. Но не сейчас. Отбаха в домо. Изумительно. Женевер. Даже не знала, что здесь его подают. Привыкла пить в Бельгии с кофе. Напиток не для слабых. Мы с тобой знакомы сто лет. Еще с тех времен, когда ты был свидетелем на нашей с Игорем свадьбе. Поэтому давай поговорим с тобой откровенно. Ну, давай попробуем. Тогда давно ты был влюблен в одну девушку из худушки. Верно? Я это здесь причем. Насколько я и выяснила, именно она стала женой Игоря. И что? Тебе неприятно об этом говорить? Мне все равно. А, то есть тебе все равно, что твоя любимая женщина стала женой твоего друга. Ага. Чего ты хочешь? Взаимовыгодное сотрудничество. Миш, что это будет? Пингвинчики. Пингвинчики? Как из этого могут получиться пингвинчики? И где твоя фантазия? Ну, как где? Вот это тело. Мы его покрасим черным. Вот тут белым нарисуем грудку. Глазки. И клюв. Прикольно. Ты мне поможешь шить шапку. Мама вернется. Попросим у нее немножко ткани. А может я тоже что-нибудь сделаю? А кого ты хочешь? А, ну, давай. Маленького хищного поросеночка. Поросеночка. Не, не получится. Чего это не получится? Чтобы сделать поросенка, нужно горушка бутылки. А я их все использовала для антенны. Для какой антенны? Спутниковые, конечно. Зима же. Лед. Снег. Это все портит антенну и ухудшает сигналы. А из пластиковой бутылки можно сделать надежную защиту. Сам догадался. В интернете нашел. Где у вас антенна? Козюли. Привет. Привет, я дома. Привет. Привет. Привет, мой хороший. Чем занимались? Пингвинчиков делали. Мам, дай Лере красную ткань для шапочки. Хорошо, но только сначала обедать. Ну, мам, нам сейчас очень нужно. Дача ухоженная. Видишь? Миша, а можно ли бутылку заменить на пакет? Можно, но ветер порвет. Васил Гений. Ее заменим. Верчик, а ты куда? А мне надо вас покинуть. Какой покинуть? А обед? Обед? Обед потом. Обожаю вас. Целую. Пока-пока. Как? Ничего не понимаю. Игорь, у меня есть соображение по твоему делу. Если позволишь, я его выскажу. Ага. Помнишь, тебя удивляло, почему у старика в руках полиэтиленовый пакет? Меня осенило. Он мог этим пакетом накрывать антенну. Оперся на нее и соскользнул. Могло же такое произойти? Я за что, сынок? Представляешь? Он сказал спасибо, мама. Крутота. Давайте представим, что я Георгий Данилович Задонцев. Только вот такого вот роста. Как вы столкнули его? Покажите нам. Балкон там. Дедуля, похоже, позволил вывести себя под белые рученьки. Может быть, не балкон, а окно? Ага. Точно, простите. Просто все плыло перед глазами в тумане. Ничего. Пожалуйста, ничего. Так. Ну, давайте. А, сейчас. Вот такой роста. Давайте. Так. Вот так вот, да? Подоконник слишком высокий. А вы с разбегу попробуйте. Мария, хватит разыгрывать цирк. Вас никогда не было в этой квартире. Здесь нет ваших отпечатков. Я был тут. Просто ничего не трогал. Хорошо. Я вам расскажу, что было на самом деле. Задонцев хотел прикрыть антенну. Ваша мама стояла где-то рядом. Может быть, придерживала ее. Когда он отказался подписывать дар стену, она разозлилась и столкнула его. Или, может быть, отпустила. Приехала домой, у нее случился инсульт. Это я столкнул. Меня же сосед видел. Сосед видел внука Антона, который приходил сюда просить денег. Антон признался в этом. Что было на самом деле? Это был несчастный случай. Мне мама рассказала, что держала старика. Он действительно хотел прикрыть антенну, ею купленную, в кредит. Когда дед заявил, что не припоминает о разговоре, у мамы сердце кольнуло. Она на секунду убрала руку, а дед… Снято. Мы закончили. Вы не таянули, свободны. А что будет с мамой? Будет суд. Вместо того, чтобы разыграть весь этот спектакль, лучше позаботиться о хорошем адвокате. У вас шаткая грань между непреднамеренным убийством и несчастным случаем. В вашем варианте. Лучше второе. Тогда ваша мать не будет судить. Пойдемте. Мама, ты у меня такая молодец, догадалась с этим пакетом. Теперь дело закрыто и просто как бы гараж вплечь. А повышение? Пока нет. Ну, значит, у нас все по-прежнему, как обычно, хорошо? Маш, ты меня в ресторан подовешь? Запросто. Пуркуапат. Пусть формально, но все-таки я имею право спросить… По работе? Ответишь? Да. Да, могу. Куда мы пойдем? Не мы, а я. У net-кутаary. Пусть формально, но все-таки я не думал. Вплечься в рептитах… Именно у меня такая молодая... Он нас перестанет несколько вопросов, И если у тебя не скажет… Урывы так, куда вы слышит. Пустью пис我的 кошачек. Нападаниеowner, оемочи стрим. Когда они на работе Мой муж пока тоже не в курсе Я Лера Логинова Дизайнер и художник Моя жена Лерчик Она моя невестка Моя дочь Лучшая подруга Выскочка Не стрелять Мой муж следователь по особо важным делам И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях Как мне удается обойти профессиональных сыщиков Грешный, суперский У меня трое детей Я была его любовницей Дизайнер отключился А я как распишу? С телевидения Я ваша поклонница Я журналист И тем не менее Мой муж часто задается вопросом Что же делает его жена? Наташ, сделай, пожалуйста, так, чтобы пятнадцать минут сюда никто не выходил Я сижу Я сижу Вот стол Корнева Я не совсем понимаю Из-за чего Вестербур Сергей Викторович мог Вполне отправиться В какое-то романтическое путешествие С ним такое уже было пару раз Но ведь за день до исчезновения Он зашел в кабинет биологии на урок А на доске была надпись с угрозами Откуда вам это известно? Ну, мне позвонил мой одноклассник Его дочь Учительница химии в вашей школе Вон оно что? А вы выяснили, кто это написал? Нет Сергей Викторович Сказал стереть с доски Он, как и все остальные Не придал особого значения Этому происшествию Мало ли что могут ученики написать на доске Павел Анатольевич Да? Я не могу допустить официального расследования Почему? У нашей гимназии есть имя Есть статус А огласка может повредить Жена? Да Надежда Инвалид первой группы Сахарный диабет Вы разрешите, я сделаю снимок Пожалуйста Спасибо А вы связались с ней? Да Но она тоже ничего не знает И до сих пор не подала в розыск А ведь прошло уже двое суток Я думаю Она тоже в курсе Романтических похождений Сергея Викторовича Ну спасибо вам за информацию Пожалуйста До свидания Всего доброго Тридцать три Тридцать четыре Тридцать пять Тридцать пять Кирилл, вставка, вставка, вставки! Верните ребенка на планету! Держи. Экологически правильные карандаши можно грызть сколько угодно. Спасибо, Михалыч. Поздравляю. Изысканный кофе, но пьем его на рабочем месте. И еще, сегодня всю мелкую работу я беру на себя. О! Приседителях сказал, да? Она ему звонит круглые сутки. И он с ней встречается, я это знаю. Но делаю вид, что не в курсе. И главное, Игорь молчит. Ну, ты что же ему не все рассказываешь? Совсем другое дело, я не могу ему рассказывать о ходе своего расследования, потому что… Ну да, конечно, это нанесет травму его нежной мужской душевной организации. Ну, типа того. Ну, послушай, ты не думала, что он не рассказывает тебе о встречах со своей бывшей женой ровно по тем же соображениям? Я вообще не понимаю, зачем ему встречаться с бывшей женой. Миллион вариантов. Люди встречаются по самым разным причинам. Лер, и правда, Игорь, у тебя классный мужик. Нифига изводить себе дурацкими подозрениями. Я что-то не поняла, это чья подружка? Ты… Ах, ты ревнивеста. Ах, это ревнивеста. И в последней главе мы узнаем, что он двадцать лет связан с преступным синдикатом. Павел Анатольевич. Потрясающий сюжет. А ну-ка повторите мою последнюю фразу. Павел Анатольевич, я все время забываю, с кем имею дело. Вы давно меня не слушаете. У вас мысли улетают где-то в облаках. Понимаете, пропал человек. Учитель биологии в гимназии «Юный разум». Вроде бы ему угрожали, но директор гимназии говорит, что он мог и в любовный загул удариться. С ним такое уже бывало. А у него семья есть? Жена, но она не желает разговаривать на эту тему. Странно. В этой ситуации очень сложно выступать в роли частного детектива. Почему? Да потому, что никто не обязан откровенно с тобой общаться. Павел Анатольевич, а давайте-ка я вам помогу. Сто процентов, что жена учителя будет со мной более откровенной, чем с вами. Антонина Игоревна, а вы уверены? Вы же знаете, что у меня очень большой опыт в расследовании. Что нужно скрепить? Вот это раб мой. Что с отчетом по летающему старику? Глупая шутка. Я вопрос заду. Отчет давно сдан. Сразу было ответить, корона упадет? Эй, мужики, чего вы как пауки в банке? Когда нюху Игоря будем отмечать, а? Если работай. Не на рабочем месте. Что-то докапываешься до меня. Докапывайся. Я исполняю профессиональные свои обязанности. Контролирую процесс. А на беженых Лугинов вот возят. Давай без этих фамильярностей. Да. А? Я как раз сейчас спускаюсь. Договорились? С твоей женой лучше договаривайся. Моя жена тебе вообще никак не должна волновать. А тебя она волнует как-то? Тогда поинтересуйся у нее. А что она делала в мужском клубе гитара? Ну и что она делала? Фантазию включи. Тебе самому не противно? По-моему, ты перегнул палку. Почему? Я правда там видел. В мужском стриг-клубе? А сам что там делал? Вел расследование. Ну, я думаю, Лугинова тоже? Возможно. Ну, пусть позлится. Привет. Ты чего здесь? Приехала поздравить тебя с днём рождения. С днём рождения. День рождения. Ага. Класс. Спасибо. Победа? Да что-то не хочется. Гуляем по набережной. Поехали. 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 А ваш адрес мне дали в нашей полерене. Извините. Милый мой. А помнишь, когда мы только познакомились? Мы здесь гуляли. Помню. И было тепло. Тепло. И красиво. Красиво. Скажи, пожалуйста, а до встречи со мной ты часто ходила в ночные клубы? С какой целью интересуетесь? Может быть, тебе чего-то в жизни не хватает. Почему ты так решила? Не знаю. Я просто подумал так. Да. Мы звоним тебя поздравить. Будь сильным, счастливым. Пусть в работе тебе всегда сопутствует успех. А в личной жизни любви, радости и тепла. Спасибо. Сын тоже тебя хочет поздравить. Андрей, поздравь папу. С днем рождения, папа. Всего самого хорошего. Спасибо, Андре. Спасибо. Это опять я. Спасибо и пока. Всегда рада. Я поняла. И Пухтинов. Ты такой востребованный именинник. Да. Давай на выезд. У нас труп. Ну, а Третьяков не может? Нет, не может. Хорошо. Давай скидывай координаты. Лер, труп. А-а-а. Подвезти? Подвезти. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Увиделись. Пока могу сказать следующее. Тело как минимум двое суток было в воде. Видимых повреждений нет. А что у него с рукой? Более точная информация после скрытия. Что по личности утопленника? Документов нет. Телефон дохлый плавал в бане. Пальцы я сняла. Лер, это убийство? Пусть я тебя в машине подожду. Езжай лучше домой, Лер. Здесь много возник. А кому? Добрый вечер. Ну и как раз вовремя. Скромное семейное чаепитие, это не застолье. Надеюсь, Угорюша, ты не будешь возражать. А где Игорь? Работу вызвали очередной утопленник. Прекрасный подарок коллег ко дню рождения. Да. Ну что ж, давай хоть мы попьем чайку. За здоровье именинника. Выглядит очень аппетитно. И не только выглядит. Запоминай рецепт. Бисквитное тесто нужно взбивать миксером минут сорок. Ну, потом его выплюкать. Но самое главное, это начинка. Ее нужно томить на водяной бане час-полтора. Непрерывно помешивая. Нет, на такие подвиги я не способна. Мне нужно что-нибудь побыстрее, попроще. Да ладно? Ради любимого мужа можно и постараться. Можно. Любимому мужу сегодня опять звонила эта Алла. Что значит опять? У Игоря сегодня день рождения. И ему могут звонить все его сто сорок восемь женщин. Шутка. Классная шутка, Антонина Игоревна. У меня бы ваше хорошее настроение. Ты что, действительно переживаешь из Аллы? Да, переживаю. Они же любили друг друга. И это просто так не проходит, может вспыхнуть в любой момент. Ох, как! Глупости все это. Это было давно и несерьезно. Игорю нужна только ты. Кстати, мне ты тоже очень нужна. Я вся в внимании. Я сегодня потерпела полное фиаско. Причем сама напросилась к Павлу Анатольевичу помочь ему в расследовании. И провалила операцию. Ого. Что за операция? В каком расследовании? Павлу Анатольевичу помочь ему в расследовании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Могу я отнять немного вашего времени? Я из компании, которая производит мелкую бытовую технику. У нас сегодня акция. Если вы ответите на несколько вопросов, мы подарим вам миксер-водыжетель. Но только отвечать нужно честно. Скажите, какой состав в вашей семье? Я и муж. А дети у вас есть? Нет. А кто в вашей семье занимается хозяйством? Муж. Я болею, а он ухаживает за мной. Я желаю здоровья вам и вашему мужу. Вы же не ругаетесь? Нет, конечно. А почему вы спрашиваете? Ну, просто мы проводим параллели между мелкой бытовой техникой и семейными отношениями. Если вдруг в семье разногласия, то мы… Да нет у нас никаких разногласий. Нет и никогда не было. Да. Это очень хорошо. Сейчас это большая редкость. Так живем, как говорится, от душа в душу. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Здравствуйте. Ну да, ну да, от душа в душу. У меня малышка из-за вас спать не может нормально. Постоянно ругаетесь. А это что, ваши соседи? Да, через стенку. Хоть съезжай. Ну, знаете, люди иногда ради бесплатного миксера и не такое готовы сказать. А из-за чего они ругаются? Да, из-за чего угодно. Что кто-то свет не выключил, мусор не выбросил, хлеб не купил. А еще она ревнует ко всем страху. А после последней ссоры вообще из дома ушел. Серега-то мужик видный, а Надька болеет. А у вас еще миксер есть? Нет, на сегодня все миксеры закончились, извините. Молодец. У вас миксер на Новый год. Слушай, я честно хотел подхватить это дело, но Бухтинов уперся. Результаты экспертизы по вчерашнему утопленнику. А впечатки пробили? Естественно. И что? Ничего. Не наш клиент. А где просадина на руке? И о перстне ни слова. Перстень, как перстень. Обычная опечатка. Или вы считаете, я должна каждую царапину на трупе умершего атомпарка описывать? Я считаю, вы должны описывать каждую царапину. У вас, товарищ следователь, очень наблюдательная жена. Вы всегда к ней прислушиваетесь? Всегда-всегда. Мария, а скажите, а что вы делаете сегодня вечером? У меня есть для вас очень важное дело. Мне свои важные дела, спасибо. Ну, они хоть того стоят? Еще бы. Мужик упал в холодную воду, инфаркт, в крови алкоголь. Ребята, дело можно закрывать. Мужик просто свалился в реку папе. Алкоголя в крови 0,35 промилле? Не маловато для того, чтоб просто так свалиться. Ты еще скажи, что его столкнули. Сделай Марии кофе. Спасибо, не надо. Ссадины неизвестного происхождения на кисти правой руки. Профессионально. Павел Анатольевич, тебе понравится. Вот увидишь. Я не сомневаюсь, другое дело, как он отнесется, потому что в его частном расследовании уже участвует куча народа. Не куча, а крепкий спаянный коллектив. Вот он. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Здравствуйте. Это Валерия, моя невестка. Мы с ней работаем в тандеме. Очень приятно. Рад знакомству, Валерия. И я. Наслышан о вас. Присаживайтесь. Ну, как там продвигается наше дело? У Надежды Корневой бывали ссоры с мужем. И часто на почве ревность. Вот после последнего он ушел из дома. Значит, директриса была права. Корнева решила, что ее муж ушел к любовнице и поэтому не подала в розыск. Вполне возможно. А вы что узнали, Павел Анатольевич? Немного. На имя Сергея Корнева были заказаны два билета на сегодня на самолет в Бразилию. Ого. И один из них наверняка на женское имя? Для некой Алисы Новиковой. Корнев решил лететь в Бразилию в конце полугодия, ничего об этом не сказав в школе? Странно. Ну, почему странно? Из-за любви люди иногда совершают нелепые поступки. Наверное, дело закрыто, да? Я не уверен. Самолет уже улетел, но ни Корнев, ни Новикова на регистрацию так и не явились. Ага. Значит, нужно разыскивать эту Алису. Вдруг она имеет какое-нибудь отношение к гимназии. С таким же успехом она может иметь отношение к магазину, куда он ходил, или к парикмахерской, где он стригся, или к трамваю, где он ездил. Вполне возможно. Но с чего-то нужно начинать. Почему бы не начать со школы? Я знаю, какой успех там имеют мужчины-педагоги. Это заключение Марии. Михалыч, меня интересует характер повреждения кисти руки. Я прошу тебя, сходи, пожалуйста, к судмедэкспертом. А если Мария ведет это дело, пусть она и разбирает. Ну, послушай, у меня не сложились ни отношения ни служебные, ни человеческие. Я тебя очень прошу. Хорошо. И то только потому, что ты просишь. Дело в том, что с Нового года нашему мальчику нужна действительно хорошая школа. Мой внук Михаил настоящий вундеркент. И я думаю, что гимназия и юный разум, к сожалению, все классы уже укомплектованы. Речь может идти только о будущем учебном году. А мой муж член совета директоров большого строительного холдинга. Их компания занимается благотворительностью, в том числе в школах. Мне нужно созвониться с председателем родительского комитета. Я думаю, наша гимназия может пойти вам на встречу. А у вас есть учителя-мужчины? Мне кажется, это очень важно для воспитания мальчика. Педагогический состав у нас в основном женский. Пойдемте, я вас познакомлю. Знакомьтесь, это мама и бабушка нашего будущего ученика. Здравствуйте. Анна Алексеевна, учитель истории, и Наталья Михайловна, учитель математики. Они ответят на все интересующие вас вопросы, а я жду вас в своем кабинете. Хорошо. Какая прелесть. Бабочки. Хобби нашего учителя биологии Сергея Викторовича Корнева. Прекрасный педагог, влюбленный в свою работу. Это замечательно. А наш Миша как раз увлекается биологией. А можно познакомиться с Сергеем Викторовичем? Когда заканчивается урок? Ну, к сожалению, его нет сегодня в школе. Он, наверное, нездоров. А английский у вас преподает Новикова Светлана Николаевна, да? Это значит, что нам очень повезло. Кто? Ну, вот. А, Алиса Новикова, студентка пятого курса, ИНЯС. Вот-вот только закончила у нас практику проходить. Ну, хорошо. Спасибо большое. Мы, наверное, тогда пойдем. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. А что это у вас за Академия Бутерфляй? У меня просто сын биологии интересуется. А сколько ему лет? Семь. Мало еще. Сергей Викторович шестого класса берет. А вы к нему ходите? Да, уже три года. Вам нравится? Очень. Новикова учится на последнем курсе ИНЯЗа. И узнать в доконате ее адрес не составит никакого труда. Тем более для такого профессионала, как вы, Павел Анатольевич. Сергей Викторович очень крутой. У него есть целая коллекция бабочек. Он их по всему миру собирает. Был в Африке, в Азии и даже на острове Калимонтан. А как я могу с ним встретиться и поговорить? Ну, его нет в гимназии уже три дня. Нам говорят, он заболел. Но мы думаем, что-то случилось. Я вас поняла. Спасибо большое. Да, Марин. Мишку, конечно, да, встречу заберу. Да, отвезу. Игорь! Телефон оживить не удалось. Новому матрицу считал. Номер зарегистрирован на Корнева Сергея Викторовича. Последний исходящий был третьего в девятнадцать двадцать. За полтора часа до смерти. Кому звонил? Абонент Новикова Алиса Валерьевна. Через полчаса с копейками она ему перезванивала. Это был последний входящий. Молодец. Спасибо. Спасибо. Кто это бабочек коллекционирует? Учитель один. Он еще в своей школе вел энтомологический кружок. Круто. В нашей школе ничего такого нет. Ого. Ну и цены. Вот это да. А ты не знала? Коллекционирование бабочек. Ого-го, какой бизнес. Большущие деньги. Контрабанда. И много криминала. Там такая борьба идет за коллекцией. Да? Я думала, это романтика. Бегаешь по джунглям с сачком. Сачки, кстати, тоже не дешевые. И снаряга. Про экспедиции я вообще молчу. Да? Откуда ты все это знаешь? Я недавно книжку про Олотера Ротшильда читал. У него была одна из самых больших энтомологических коллекций. Ага. То есть, чисто теоретически, Корневу могла угрожать опасность из-за его коллекции бабочек? Запросто. Лер, а давай я выясню. Мне дружить в гимназию, запишусь на этот кружок, пообщаюсь с народом. Там только шестого класса. Так что, пожалуйста, забудь об этом. Позвонил три дня назад вечером где-то часов восемь или в полвосьмого, я не помню. И говорит, собирайте, я купил билеты, мы летим в Бразилию. Нормально? А меня спросить? А что он еще сказал? Ничего. Он сказал, что не может говорить, мол, вечером все обсудим. И все. Отключился с концами. А какая была цель поездки? Отдых, работа? Работа. Он собрался ловить какую-то особую бабочку. В ближайшую неделю она должна выползти из кокона. Любопытно. Ну, а вы зря смеетесь. Сережа – известный коллекционер. Но не понимаю, почему он решил, что я приеду с ним в Бразилию. Я там была, а мне не понравилось. И потом у меня здесь спа-процедуры, фитнес и… ну, сессия, в конце концов. Так ясно. А вы ему об этом сказали? Когда? Он же заявил, что не может говорить. Может, там жена рядом шарилась. Да. Следователь Логинов, я хотел бы поговорить с Алисой Новиковой. Пройдите в дом. И я, как хорошая девочка, перезвонила через полчасика. Но трубку взяла какая-то дама и наговорила мне разного. То есть жена? Не похоже. А что именно она вам сказала? Ну, если коротко, она меня послала. Предварительно расспросив с пристрастием о Бразилии. Да, здравствуйте. Проходите. Ну, здравствуйте, Игорь Логинов. Здравствуйте, Павел Анатольевич. А вы здесь что делаете? Похоже, то же самое, что и вы. Мы расследуем исчезновение Сергея Викторовича Корнева, пропавшего трое суток назад. Мы нашли его труп. Что, какой труп? Что, какой труп? Спасибо. Валерия, какая неожиданная встреча. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я достаточно часто бываю около своего дома. Да? Не знала, что вы дежурете. Мы тоже здесь любим гулять. Это Андре, мой сын. Я поняла. Воспитанный мальчик. Да, хорошо. Весь в отца. Ага. Валерия, а вы не подскажете мне школу где-то недалеко? Это вряд ли. А, ну да. У вас же нет детей. Понимаете, я ищу школу с традициями, чтобы Андре там хорошо приняли. Он очень необычный мальчик. Впрочем, как и его отец. И тоже зимой родился. В декабре десять будет. Вот поэтому, в какой класс его отдать, это вопрос. Я ничего не могу вам помочь. Извините. До свидания. У нас плохие новости, Антонина Игоревна. Труп Сергея Корнева обнаружен в реке. Это ужасно. Убийство? Пока неизвестно, но вероятность есть. Его убила жена. Вы и так в этом уверены? Да. Судите сами. Корнев постырился с женой и, демонстративно хлопнув дверью, ушел к своей любовнице Алисе. Какая женщина это стерпит? Надежда догнала его и столкнула в реку. Может быть, только вот река у нас совсем не на пути от Корневых к Алисе. Ой, что, мало ли зачем он решил сначала съездить к реке. Мы должны это выяснить. Нет, Антонина Игоревна, мы с вами больше не расследуем это дело. Это почему? Да потому что, как частное лицо, я не имею на это права, раз в деле появился труп. Но вы не расстраивайтесь. Всю информацию, которую мы с вами собрали, я передал в надежные руки. Угадайте, кто ведет дело? Ну? И где же ваша интуиция, Антонина Игоревна? Дело ведет один из моих лучших учеников, Игорь Логинов, ваш сын. Вот это да. Простите. Слушаю. Андра, а чего не хочет с тобой сегодня встретиться? Я сейчас немного занят, как освобожусь, я наберу, ладно? Пока. Надежда Андреевна, вам придется проехать со мной, чтобы опознать тело. Такова процедура. Можно я закончу? Конечно, пожалуйста. Видеть их не могу. А почему вы не стали разыскивать своего мужа? А он мог быть где угодно. У Алисы, у Рыжей этой, еще у кого-нибудь. Вы бы очень помогли следствию, если бы назвали конкретные имена. По-вашему, я должна запоминать их имена? У Сергея этих баб было знаете сколько? И всем он говорил, у меня жена больная, не могу ее бросить, люблю тебя одну. Неплохо устроился, не правда ли? Красивая какая. Из меня эти бабочки кровью попили не меньше его баб. Все деньги уходили на снаряжение, поездки. Коллекция вашего мужа стоит больших денег? Нервов она стоит больших. Он ничего не рассказывал. Может, ему кто-то угрожал или шантажировал? Он ничего не рассказывал. Никогда. Может быть, вы что-то слышали? Какие-то телефонные разговоры, звонки? Так, звонила тут одна из этих коллекционеров, просила бабочку продать. Он не продавал. Потом как-то я взяла трубку, и она сказала, что если не продаст, я останусь вдоволь. Имя ее помните? Она не представилась. Погодите. А вы что думаете, что это она могла Сергея? Ваш муж умер от инфаркта. В воде. Вопрос, как он там очутился? Можем ехать. Увидимся? Что такое ты? И кто такой Андрея? Это… А Андрея, сын ее. Сказала, что испугалась. Лера, хорошо, что ты сидишь. Значит, не упадешь. Дело Корнева поручили Игорю. Хорошо. Ну, есть плохая новость. Корнев утонул. Угу. И я думаю, что его сбросили в реку, и в этом замешана женщина. Очень злая женщина. С чего ты взяла? Ну, я видела труп, и у него все костяшки пальцев очень сильно сбиты. Наверное, была драка. А куда ты столько картошки начистила? У нас что, полк военных остановился? Приклась. А что случилось? А вот смотрите, Антонина Игоревна, Андрея родился в декабре. Алла с Игорем расстались в начале лета. А значит, она уже была беременная. Но меня лично не удивляет, что Алла могла изменять Игорю. Или он действительно отец ребенка. Не выдумывай, я бы знала. Именно поэтому он с ней встречается, а нам ничего не рассказывает. И сейчас он, наверное, с ней и с сыном. Глупости. Я ему сейчас позвоню. Не надо, Антонина Игоревна, я сама с ним поговорю с глазу на глаз, пожалуйста. Я ничего расспрашивать не буду. Я просто хочу развеять твои нелепые сомнения. Слушай. Игорь, ты скоро будешь дома? Скоро буду. Доделу дела и буду. Давай. Ай, ты! А где ты? Что за детский голос рядом с тобой? Я в гимназии юный разум. У меня тут серьезные расследования. Дома поговорим. А не поздно для гимназии? Давай. Ну вот. Нелепые сомнения оказались правильными мыслями. У Игоря есть сын, он сейчас с ним, и ни до кого ему больше дела нет. Неужели этим серым зимним вечером так буднично закончилось счастье? Привет, сынок. Привет, мама. Ну что там с трупом в реке разобрались? Это убийство? Ждем окончательного результата экспертизы. А у тебя уже есть зацепки? Кто мог сбросить его? Ты нашел эту женщину? Какой женщина? Ну, мой богатый опыт подсказывает, как матерь следователя и любительница классических детективов, что искать всегда следует женщину, жену или любовницу. Мам, тут и жена, и любовница, и, похоже, не одна. Такой любвеобильный школьный учитель. А что там в гимназии? А что там в гимназии? Гена на плите. Здравствуйте. Я там был и еще завтра туда собираюсь. Мам, я просто приехал, ты мне звонил, когда там уже никого не было, поэтому я никого не застал. Игорь, поговори с Лерой. Прямо сейчас. Ладно. Ты сын ян. Марин? Лера, Миша пропал. В смысле? Ну, вот так. Он на первом уроке рылся в интернете. Учительница добрала у него телефон, а на второй он так и не пришел. Его в школе вообще нигде нет. Я тебя поняла, я еду. Ты куда? Мишка пропал. Ну, что там у нас? Да. Прижизненное размножение мягких тканей пальцев, нарушение кожных покровов, костяшки содраны. Вероятно, кто-то силой бил его по руке. Я так и думал, сбросили в воду и не дали выбраться. Кроме того, на пальце у него был серебряный перстень с рельефом бабочки. О, про бабочку ты и забыл. Ничего, бывает. Так вот, в рельефе этого перстня я обнаружил остатки какого-то светлого белого материала, очень похожего на резину. И что бы это могло быть? А пока не знаю. Но, вероятно, этим и били корни во пару. Ну, ничего, разберемся. Спасибо, Михалыч. Да пока не за что. О, а это кто у тебя? Мадам Бутерфляй, королева бабочек. Коллекционер такой же, как и наш утопленник. Единственная женщина в городе из их тусовки. Так может быть, это он с ней ходил в ночной клуб? Какой ночной клуб? А ты что, не в курсе? У него же на запястье обнаружили люминесцентную метку. Ну, такие ставят во многих ночных клубах при входе. Смылось, конечно, но следы вещества остались. Машка проморгала. Пойду-ка я поставлю ее в угол. Интригуем понемногу? В смысле? Только что подставил Марию перед ее непосредственно начальством. Зачем? Я не подставил, она халтурит. Не выдумывай. Мария – хороший криминалист. Если бы она была хорошим криминалистом, другим бы не пришлось доделывать ее работу до конца. Еще вариант. Ты плохо поставил задачу. Игорь, ты мой друг. Я по-прежнему так считаю. Но конфликтов и интриг в коллективе не допущу. Понятно? Куда? В гимназе. А потом по ночным клубам. Понимаешь, до конца недели будешь без компа, до конца месяца. Вот, нашелся. Угадай с трех раз, где был. У меня уже полголовы седых волос. Знаю твоего ребенка. Я даже не возьмусь угадывать. Конечно, не угадаешь. Гимназа юный разум в соседнем районе школы для мажоров. Нормально? Ну, расскажи, Лерочка, что ты там делал? Искал себе школу по своему интеллектуальному уровню. Нормально? Прости, сорвала тебя. Он меня когда-нибудь угробит. Что у тебя четвертым уроком? Математика. Математика у нас. Идите, я тебя в машине плакаю. Спасибо. Давай. Попробуй мне там только пошевелись или квап я на этом уроке. Чтоб слушал внимательно. Понял, Миша? Да. Подойди, как мы плавляться, странно трогаешься. Лера! Я здесь! Миша! У нас мало времени. Я отпросился в туалет. Слушай, я в гимназии познакомился с ребятами из энтомологического кружка. Ага. Они вычислили по почерку, кто написал корневую угрозу на доске. Дюжин. Девятиклассник. Он признался. На него вышли через сеть. Заказали надпись. Бросили денег на телефон. Кирилл из 10-го А пробил по ИП. Юзер Камила. От него много сообщений на форуме сайта про бабочек, которые мы с тобой смотрели. Камила. Камила – это такая бабочка. И вот еще. Держи. Что это? Это я стащил директрисы гимназии. А зачем? Она там где-то написала напоминалку позвонить моей директрисе. А зачем мне в школе травы? Миша, ты молодец. Все, я побежал. Увидимся. Спасибо. Да, Сергей Викторович увлекался экзотическими бабочками. И приобщал к своему хобби детей. Это хобби в прибыльный, но часто теневой бизнес. Ему угрожали из этих бабочек. Скажите, а вы слышали такое имя Лина Веркина? Да, я слышала это имя. Эта женщина хотела купить у Сергея Викторовича какую-то уникальную бабочку, которую он привез с острова Калимантан. А он ни в какую. Но нельзя же убивать человека из-за бабочки. Здравствуйте. Поверьте, людей убивают по самым разным причинам. Ну что, нашелся Мишка? Да, представляете, он пошел в гимназию юный разум и провел там собственное расследование. И кстати, Корневу могла угрожать вот эта барышня из-за бабочек. Ну, теперь все понятно. Что понятно? Это Лина Веркина прессовала Корнева. Он собрался бежать в Бразилию с Алисой. Но перед этим встретился с ней. Нет. Это ее подельники похитили его, привезли к реке. Лина Веркина отобрала у него телефон, приняла звонок от Алисы, а потом сбросила Корнева в реку. Подождите, и что, перед этим отдала ему телефон? Ну, нет. И вообще, она уже давно в Африке. Вон, посмотрите на дату. Нет, это ничего не значит. Умные преступники всегда обеспечат себе алиби. А эта женщина умна. Видно невооруженным взглядом. Мы должны передать эту информацию Павлу Анатольевичу. Он все расскажет Игорю, и наши мужчины во всем разберутся. Ну, может быть. На воде. Антонина Игоревна, на воде это ночной клуб. Возле него мы гуляли с Игорем. А недалеко от него, в трех километрах ниже по течению, нашли труп. А цифры – это, наверное, время и номер столика, который заказали. Я ничего не понимаю. Эти стикеры Мишка стащил со стола директора гимназии. Ну, этой, Луниной. Невероятная версия. Но отвергнутая женщина способна на все. Я должна передать ей эти бумажки. Павел Анатольевич, нам нужно встретиться. Договорились. Что там по видео? Лица не видно. А? Ты хотел портрет убийцы на блюдечке с бараночками? Попросить официантов, найти посетителей, которые ее запомнили. Так слабо? Нет? Коля, ты строгий несправедлив. Ночной клуб. Логинов нашел безумный. Коллекционершу вычислил. Дело, считай, раскрыто. Не спешите с выводами, следователь Третьяков. Логинов? Не Вернина, а Веркина. Спасибо. Что там эта коллекционерша? Лина Веркина уехала двадцать восьмого в Триполи и назад не возвращалась. Ну, значит, скорее всего, это не она. А других версий, как я понимаю, у тебя нет? Пока нет. Да, Михалыч. Белая полиуретановая подошва? Это замечательно. Пока. Павел Анатольевич. Игорь, вам это может показаться невероятным, но у меня есть подозрение, что Сергея Корнева столкнула в воду директор гимназии Лунина. Не вижу здесь ничего невероятного. У меня тоже есть подозрение, что это она. Только нужно кое-что проверить. Я поздравляю. Но, думаю, мой вещдок вам не повредит. Я сейчас вам его подвезу. Хорошо. На стикере ваш почерк и узнал официант вас по фотографии. Да, в тот вечер Сергей Викторович пригласил меня в ночной клуб. А почему вы раньше об этом не сказали? Вы действительно не понимаете почему? Нет, хотелось бы услышать вашу версию. Я директор гимназии, а он женатый мужчина. Где был Сергей Корнев, когда вы говорили по его телефону с Алисой Новиковой? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вот это вот нашли у вас в кабинете. Какой замечательный альбинос. Элталия Гадарти Немфалида. Остров Калимонтан. Очень редкий экземпляр. Сергей отдал мне ее на сохранение. Из-за нее вы его убили? Вы говорите полную чушь. Выйдя из клуба, мы с Сергеем пошли в разные стороны. Кто на него напал, я не знаю. Я советовала ему вызвать такси. Ясно. Сапожки ваши? Именно в них вы были, когда не давали Сергею выбраться на берег. Именно частицы этой подошвы нашли в рельефе бабочки его перстня. Я уверен, криминалисты это подтвердят. Значит, ты летишь в Бразилию с этой пустышкой Алисой? Господи, ну не говори ерунды. Это все твои бредовые фантазии. Я разговаривала с ней по телефону, когда ты вышел в туалет. Она меня не узнала. Скажи мне, пожалуйста, а ты ей тоже верешь, что ты не можешь бросить больную жену? И сколько у тебя еще таких дур? Женечка, мне нужна только ты. Прекрати врать! Тебе нужны мои деньги на твои экспедиции, на твои коллекции. Женечка, ну прошу тебя… Да пошел ты! Вот ты проклятся со своими бабочками! Уродик! У вас есть возможность себе помочь. И написать чистосердечное. Николя, ты же в курсе всех дел. Скажи, Андреа сын Игоря? Я думаю, будет лучше, если Игорь сам тебе все расскажет. Он давно об этом не знает, Ирину, давно. Сама ты как думаешь? Я не знаю. Ну, не знаю. Это тоже позиция. На самом деле, я очень переживаю. Это Алла с ее внезапным сыном вторглась в нашу прекрасную семью. Но ведь Игорь любит вашу невестку. Они очень подходят друг другу. И я не думаю, что наличие этой ребенка может как-то… Ах, Павел Анатольевич, у вас никогда не было своей семьи. Я говорю об Андреа. Послушай, может мне не верить, но я сам узнал об этом ребенке только недавно. Ну, то есть не вчера. Ну, то есть не вчера. Но почему ты тебе не пришла в голову мысль поделиться этой ошеломительной новостью с своей женой? Почему? Не нашел момент. Ну, вот ты говорил, что я могу тебе не верить, я воспользуюсь этим предложением. Субтитры создавал DimaTorzok Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе. Я Лера Логинова, дизайнер и художник. Моя жена. Лерчик. Она моя невестка. Моя дочь. Валерий. Лучшая подруга. Выскочка. Уководец. Не стрелять! Мой муж – следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Врешь ты? Суперски. У меня трое детей, я была его любовницей. Дизайнер отключилась. Я помощник следовательного. А я как распишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? Я ваша поклонница. Я ваша поклонница. Я ваша поклонница. Играет музыка. А я ваша поклонница. Я ваша поклонница. Играет музыка. Да не надо мне два раза перезванивать. Я все понял, да? Давай, иди к твой адрес. Угу. Я тебя подал. Давай, скоро буду. Опять Алла? Почему опять? Почему Алла? Это дежурные с управлениями на работу выживают. Давай. Ну, конечно, на работу. Куда же еще? Всем доброй ночи. Доброй. Я так понимаю, жена убитого та самая мирская из криминальных хроник? Да. Да. Где она? У убийцы обычно своя логика. Хотя вполне возможно, он его обронил. Ваши выводы основаны на экспресс-анализе отпечатков пальцев? А на пистолете нет отпечатков пальцев. Они стерты. Зато на подоконнике есть следы кроссовок. И их направление указывает, что убийца вошел к дому через окно. И точно так же вышел. Дверные замки, естественно, целы. Естественно. Любопытно. Мирская будет вести репортаж из собственного дома? Доброй ночи, господин Логинов. Любопытно. Вам знаком этот пистолет? Странный вопрос. Обычный вопрос в рамках следственного мероприятия. Ну, я не знаю, откуда этот пистолет здесь взялся. Послушайте, я понимаю ваше состояние, но я обязан задавать вопросы. Простите. Нервы не к черту. Лера, пять утра, ты что, еще не ложилась? Я уже проснулась. А почему так рано? И где Игорь? Танин Игоревна, Игорю позвонила какая-то женщина, он сказал дежурная и его, якобы, вызвали на работу. Ты думаешь, что это Алла? Думаю, да. Возможно, ты права. Алла сейчас будет явно играть на чувствах Игоря к сыну. Хотя я почти уверена, что Андре не его сын. Скажите, а разве можно лгать в таких вопросах? Все, нет, все, выбросили это все из головы. Игорью нужна только ты, у Аллы нет никаких шансов. Поняла меня? Когда увидели вашего мужа в последний раз? Вчера вечером мы выпили чай, Андрей остался в кабинете работать. И я практически сразу легла спать. Услышали что-то ночью? Какой-нибудь шум подозрительный? Мне показалось, что среди ночи кто-то позвонил в домофон. Но я не уверена, мне могло послышать. А вот проснулась я от выстрела. Мужа рядом не было, я накинула халат, спустилась вниз. И везде было темно. Позвала Андрея, он не ответил. Свет в кабинете не горел? Нет, я вошла в кабинет. Включила свет и увидела Андрея на полу. И кровь. Окно было распахнуто? И сейф был открыт. Так, а что находилось с сейфю, вы в курсе? Деньги. Много? Ну, пара сотен тысяч долларов. Что-то еще пропало? Телефон мужа, я его не нахожу. И подарочный набор. Для игры в покер. Хорошо. Опишите, пожалуйста, подробно, как выглядели пропавшие вещи. Павел Анатольевич, вы должны действовать незамедлительно. Здравствуйте, Антонина Игоревна, только не волнуйтесь так. Ну, как я могу не волноваться, если моему сыну угрожает опасность? От кого? От этой ужасной женщины. Вы поссорились с Лерой? Боже упаси, я с ней никогда не ссорюсь. Это Алла, моя первая невестка. Она хочет разрушить нашу семью. Как это? Она утверждает, что ее сын от Игоря. Но ведь это не так. Конечно, нет. Я бы почувствовала, она мне ничего не шевельнулась. Ну, теперь понятно. Чем я могу вам помочь? Мы должны возоблачиться, Антонина. Привет. Чего звал? Михалыч, помоги разобраться с этим символом. Хорошая игрушка. Полуавтоматический, легкий, обликстральное управление. Слабая сила от дачи. Это я знаю. Где он был? Его выбросили там, где мы не могли его не найти. Хотя Мария считает, что преступников выронил случайно. Ну, всякое может быть. А пуля где? Осталась в теле. Ну, хорошо, я им займусь. Давай, я попробую выяснить, на кого он зарегистрировал. Убивать из легального пистолета более чем глупо. Всякое может быть, Михалыч. Сегодня ночью в своем доме был убит известный бизнесмен Андрей Мирский. Владелец сети строительных супермаркетов «Город мастеров». От всей души соболезнуем его жене Светлане, которая является автором и ведущей криминальных хроник. Мы понимаем, какая это огромная потеря для нее, силы ей и мужества. Кто, на ваш взгляд, убил вашего мужа? Без комментариев. Скажите, пожалуйста, у господина Мирского были враги? Девушка, я не знаю. Поставьте себя на мое место. Кому выгодна смерть вашего мужа? Извините. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Пойдем. Так что у тебя за две версии? Первая. Убийцей может быть финансовый директор компании «Город мастеров» Николай Симонов. По словам вдовы, у них с Мирским был конфликт. Но за пару дней до смерти Мирский неожиданно продал компанию Симонова. Шантаж, как пить дать. А зачем тогда этому Симонову убивать, раз он уже купил компанию? То-то. Ну, а какая вторая версия? Ограбление. Следы на подоконнике указывают, что убийца мог проникнуть через окно. Что ж, в принципе, обе версии рабочие, но нам нужен быстрый результат. Дело курирует генерал Литвинов, поэтому я решил подключить к делу еще и Критипова. Да, я уверен, что это банальное ограбление. Мирский получил от Симонова деньги за компанию. Выдержал ее дома, кто-то узнал, навел вора. Крадиные вещи скоро всплывут, можно пройти с поскупщиком. Не можно, а нужно. Версия с ограблением слабее, я в ней совсем не уверен. Отрабатывайте обе версии и докладывайте об успехах. Все свободны. Компания, созданная в 2003 году, первым учредителем был Всеволод Арестов. Затем его компаньоном стал Мирский. Ага, пять лет назад Арестов погиб, и Мирский стал единоличным владельцем компании. Забавно. А как погиб Арестов? Инсульт. Прямо за рулем автомобиля. Потерял управление, машина въехала в столб. Не везучи какой город мастеров. Погибли оба отца основателя. Так, пришел ответ на мой запрос. Что и требовалось доказать. Пистолет принадлежал Николаю Симонову. Ты выиграл, а я проиграл. Значит, берем Симонова, побыстричку колем, закрываем дело, получаем премию. А Симонов такой дурак, что выбросил зарегистрированным на своем имя пистолет прямо на месте преступления, да? Во-первых, об этом говорила Мария, он мог его случайно бронить. А во-вторых, что-то я тебя, Игорь, не понимаю, ты же так настаивал на версии Симонову. Нужно его задержать, пока он не сбежал. Ладно. Сын, мне нужно срочно с тобой поговорить. Я сейчас немножко занят. Именно срочно. Ладно. Хорошо, я жду тебя у входа. Какого входа? У входа в управление, естественно. Вам плохо? Скорую вызвать? Нет, нет, не стоит. У вас что-то случилось? Да, случилось. Мы его с цены арестовали. А в чем его обвиняют? В убийстве. Вы представляете, они сказали, что мой Олежка убийца. Этого не может быть. Следователи разберутся, вот увидите. Вы их не знаете. Ему только человека посадить, а виновен он или нет, это не важно. Вы ошибаетесь. Мой сын следователь, и он очень порядочный человек. А вы уверены, что ваш сын не виновен? А вы верите своему сыну? Да. Вот и я своему верю. Вы утверждаете, что Мирский сам предложил он купить компанию? Да. Сказал, что устал и хочет, наконец, пожить для себя. А почему его выбор пал на вас? Он знал, что я не разрушу то, что мы столько лет создавали вместе. Зачем вы его убили? Я никого не убивал. А как тогда ваш пистолет оказался на месте преступления? Мой пистолет в данный момент находится в сейфе. В офисе нашей, моей компании. Вы легко можете это проверить. Хорошо. Это что тогда? Пистолет. Такой же, как у меня. Он зарегистрирован на ваше имя и найден на месте преступления. Долго будете отпираться? Ну, как он мог здесь оказаться? Ведь ключ от сейфа есть только у меня еще был у Мирского. Ну, покойный теперь точно вне подозрений. Олег Алексеевич, вы задержаны по подозрению в преднамеренном убийстве гражданина Мирского. А потом оказалось, что он целую неделю в школе не обедал и купил мне эти духи. Вы знаете, сейчас придет мой сын, и мы ему все расскажем. И он обязательно нам поможет. Спасибо вам, Антонина Игоревна. Чуткие люди, теперь такая редкость. А вот мой сын. Это следователь, который арестовал моего сына. Нина Ванна, не волнуйтесь, мы сейчас во всем разберемся. Сын, немедленно объясни мне, зачем ты арестовал Олега Симонова. Он ни в чем не виноват. Ну, во-первых, он не арестован, а только задержан. А во-вторых, почему ты решил, что он не виноват? Мне его мать сказала, а я ей верю. А вы знакомы? Да, то есть нет. Сегодня познакомились. Ну, ты же знаешь, как хорошо я разбираюсь в людях. Ты для этого меня вызвала? Нет. Я хотела поговорить об Алле, о ее сыне и о Лере. Лера прекрасная женщина. И твоя бывшая не имеет никакого права. Мам, давай я сам разберусь со своей личной жизнью и со своей работой. Хорошо? Пока. Я просил соседей Симонова поздним вечером во время убийства и его видели выходящим из дома. Логинов, разберись со своими женщинами, почему эта Алла мне трубку обрывает. Игорь арестовал совершенно невиновного человека. Он ворвался в приличный дом и на глазах у матери схватил ее сына и увез в тюрьму. Ну, вы так не нервничайте. Если человек невиновен, то следствие разберется. Он даже не захотел выслушать меня. Это меня не удивляет. Последнее время он вообще никого не слышит. Значит, я сама должна найти доказательства невиновности этого человека, чтобы помочь его замечательной матери. Матери не всегда объективны к своим сыновьям. Ты на что намекаешь? Я, например, знаю все сильные и слабые стороны своего сына. Да? Ну, какие у него слабые стороны? У него их нет. Так вот, я разработала план по освобождению Олега Симонова. Игорь ошибается. А у меня больше нет желания помогать Игорю. А это не ему, это мне. Лера, я прошу тебя. Ну, ты не можешь бросить меня в такую трудную минуту? Рассказывайте, Антонина Игоревна. Спасибо, доченька. Так вот. Здравствуйте. Я от господина Симонова. Его нет. Ну, он сам назначил мне это время. Повторяю, его нет. Подождите, он уговаривал меня заняться разработкой дизайнового офиса. Я отменила все свои планы. И что мне теперь делать? Сереж, я разберусь. Здравствуйте. Ирина Васина, заместитель Олега Алексеевича. Здравствуйте. А я Марина Сорокина. Скажите, значит, я с вами могу все обсудить? Дело в том, что Олег Алексеевич не посвятил меня в свои планы по обновлению офиса. И я даже не знаю, чем я могу помочь. Давайте я вам все расскажу и покажу. Господину Симону, вы очень понравились мои идеи. Слушайте, а вы занимаетесь дизайном квартир? Да, конечно. Понимаете, я просто скоро замуж выхожу. И хотела бы обновить свое жилище. Ну, у вас будет самая модная квартира в этом городе. Да, спасибо. Так, а с чего бы вы хотели начать? Ну, давайте определим фронт работ. Тогда начнем с комнаты для переговоров. Хорошо. Алло, ну да, сейчас подойду. Извините, я вынуждена отлучиться. Проходите. Я через пару минут буду. Здравствуйте. Здрасте. А вы давно здесь работаете? Давненько. Я еще при Арестове покойном пришла. И у зятей его Мирского работала. Вот земляем эпохом убили его бедолагу. Подождите, а что, Мирский был зятем Арестова? Так он женился на дочери его, Светки. Ну, Светка эта, которая в телевизоре. Так, тетя Маша, давайте потом встретим. Хорошо. Простите, я не знала, что Мирский был владельцем этой компании. Да, такое горе. Ну, я не буду занимать много вашего времени. Я примерно поняла, что здесь нужно изменить. И, насколько я заметила, у Мирского и Олега Алексеевича были разные вкусы. Да, абсолютно разные. Причем во всем. А почему Мирский продал компанию? Я не знаю, для нас, для всех это была абсолютная неожиданность. Бедная его жена. Я сегодня видела ее по телевизору. И рядом с ней был какой-то мужчина, очень симпатичный и заботливый. Федор Райский. Это наш адвокат. А скажите, пожалуйста, а вы всю мебель будете менять? Думаю, да. Нужно же, чтобы все было в едином стиле. А вы могли бы нам поменять Исеев? Он у нас такой старый, еще со времен Арестова. Да, конечно. А где он? Он в кабинете Мирского. Олега Алексеевича. Ну, они оба им пользовались. Идем, тебе покажи. Яма всегда тебе рассказывает. Алла, я уже знаю все про твою бывшую работу. О твоих новых знакомых, о том, какой соус в салате ты предпочитаешь. Ты хотела поговорить об Андре. Да. Я очень зимоволнуюсь. В чем проблема? Ты знаешь, мальчик очень плохо адаптируется к местной жизни. В Бельгии у него было много друзей. А здесь он целыми днями один дома, за компьютером. Игорь, твой сын чувствует тебя динул. Я тебя очень прошу. Общайся с ним чаще. Мальчик должен знать, что папа его любит. Хорошо. Может, его еще записать в какую-то спортивную секцию или научный кружок? Отличная идея. Ты так чувствуешь меня, как раньше. Да. Кстати, я совсем недавно нашла для него очень хороший лагерь для дарянных детей. Я думаю, что Андре прекрасно придет им каникулы. Класс. Вот только я упираюсь в финансы. Я помогу. Да? Угу. Спасибо тебе большое. Я знала. Там немного. Там всего тысяча евро. Как там в городе Мастеров? Что ты узнала о Симонове? Узнала, что у него был ключ от сейфа Мирского. А еще, ну, если я хоть что-то понимаю в отношениях между мужчиной и женщиной, у Светланы Мирской роман с адвокатом компании Федором Райским. Ничего себе инфа. Ничего себе у вас лексикончик изменился. Игорь, ты освободил Симонова? Ах, не вижу никаких причин его отпускать. Ты можешь сломать жизнь прекрасному человеку. Мама, во-первых, Мирский был убит из пистолета Симона. Во-вторых, сосед видел, как Симонов выходил поздно ночью из дома. В-третьих, сотрудники уверяют, что между Мирским и Симоном был конфликт. Причина конфликта не ясна. Ну, ладно. Но я хотела с тобой поговорить о другом. О чем? Чтобы узнать, твой ли сын Андре или нет, мы должны провести генетическую экспертизу. Мы ничего никому не должны. Послушай меня, я прекрасно знаю цену Али, но даже она не способна на такой чудовищный обман. Вы с Лерой очень похожи. Оба доверчивые и наивные. Лера, я дурак. Я понимаю, почему ты расстроилась. Интересно послушать. Ты обиделась, потому что я не поговорил с тобой об Андре. Я не поговорил, ты обиделась. Ты абсолютно права. Мы должны находить время для того, чтобы говорить друг с другом. Ну, наконец-то ты понял. Ты самый любимый человек для меня в этой жизни. И кроме тебя, мне больше никто не нужен. Но у нас непростая ситуация. Да, но это сын. У него сейчас проблемы со сверстниками. Я должен помочь ему. Для того, чтобы решить эту проблему, его нужно отправить в лагерь для одаренных детей. Это хорошая идея. Да, но не дешевая. И у меня сейчас, к сожалению, нет таких денег. Но деньги мы найдем. Ребенок, в конце концов, ни в чем не виноват. Спасибо тебе. Коль, можно тебе? Извините. У скопщика на Урлянке всплыли крабленые вещи Мирска. По телефону и покерному набору. Принес некий Вань Котреф. Вот нежданчик. Ванька голый появился. Это что, твой кадр? Еще какой. Не знал, что выпустили. Игорек, ну что, объявляй в розык этого года. А, парни, не спешите. Вам со мной крупно повезло. Я, кажется, догадываюсь, где можно найти. Прекрасная работа. Спасибо. Слушай, я видела по телевизору репортаж. Твой Игорь ведет дело об убийстве Андрея Мирского? Да. Ну, какие прогнозы? Найдут убийцу? Конечно. Представляю, какого сейчас Светлане. А ты с ней хорошо знакома? Да нет. Пересекались пару раз на тусовках. Как-то интервью у меня брала. Она давно замужем? Лет пять, наверное. Они поженились сразу после смерти отца Светланы. Мирский был его заместителем. В смысле, он женился из соображения экономической целесообразности? Думаю, нет. Всегда было заметно, что он очень любит свою жену. А она? Не знаю. Говорили, что она вышла за него от безысходности. Боялась одиночества. Да и привыкла жить на очень широкую ногу. Видимо, Мирский ей это пообещал. Так странно, у них такая разница в возрасте большая. Ну, такое. С ним большая, с другим нет. Что ты имеешь в виду? Ну, слухи всякие ходят. Ну что, взяли полу-батрифолу? Ага, на третий матрас. Ну, он все отрицает. Ниги нашли? Пять тысяч. Отдал на экспертизу. Еще есть показания скопщика, у которого найдены воронные вещи. Думаю, мерзко их легко опознать. Спасибо за наводку. Ну, спасибо, карман не получше, что есть. Какая нальешь? Ты о чем, Коль? Игорь, ну, что ты волкнусь смотришь? Сколько мы с тобой дружим? Лет сто, наверное. Ну, то и дорогого стоит. В общем, так, хватит собачиться. Мир, не надо выпить. Как в старые времена. Лера, у меня появилась гениальная мысль. А что, если убийца – это адвокат компании «Город мастеров» Райский? Ну? Мирский поймал жену на горячем, лишил ее наследства, а любовник узнал об этом и убил его. Это, возможно, вариант, учитывая тот факт, что у Мирского был ключ от сейфа, и он мог похитить пистолет. Тем самым он избавился от соперника и подставил Симонова. А зачем ему подставлять Симонова? А вот это я еще не придумала. Но версия возможная. Не зря же пистолет оказался на месте преступления. Вот-вот. Спокойной ночи. Ага, спокойной ночи. Этой ночью я не слышала, как ты пришел, и утром ты делал все подозрительно тихо. Я старался. Кофе. Замаливаешь ночные грехи, впустил все во все тяжкие? Восстанавливал отношения с Пухтиновым. Это правильно. Нечего вам ссориться. Он дал мне наводку на подозреваемого в убийстве Мирского. Вы арестовали Райского? Какого Райского? Ну, адвоката компании «Город мастеров». Нет, мы арестовали рецидивиста Ивана Голуба. А откуда у Голуба пистолет Семенова? Семенов вполне мог нанять Голуба для того, чтобы убить Мирского и забрать у него деньги сейф. Подождите, а не смущает, что он выбросил пистолет на месте преступления? Смущает. Он мог выронить пистолет, когда убегал. А вы не рассматриваете версию, что преступление могло быть совершено из-за любви? Из-за какой любви, Лера? Ну, например, у Мирской мог быть возлюбленный, который ради нее пошел на преступление. Ну, адвокат Райский. Я их видела по телевизору. Мама тоже так считает? Пора прекращать читать детективы. Закончим про убийц, воров и их любовь. Хорошо. Ну, давай тогда поговорим на другую тему. На другую тему, пожалуйста. Я думаю, нам удастся найти деньги, чтобы отправить Андре в лагерь. Во-первых, Вероника мне неплохо заплатила за работу. А во-вторых, Марина нам может одолжить. Ты же помог ей вернуть деньги, которые у нее выманил этот мошенник Дима. Я думаю, она не вся потратила. Дальше по коридору и направо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Марина Сорокина. Мне Ира Васина должна была пропуск оставить. Да. Проходите. Скажите, а вот здесь на диване никто рыжую женскую сумку не находил? Да вроде нет. Там просто деньги, документы, паспорт. Много денег было. Ну да, за два заказа заплатили. Ну пиши, пропало. А у вас есть камеры видеонаблюдения? Да здесь полно. Мы же солидная контора. Скажите, пожалуйста, а мы можем посмотреть, друг найдем нового владельца моей сумки. Хорошо. Когда это было? Дней пять-шесть назад. Ну а что ж вы раньше-то не пришли? Ну, у меня так сложились обстоятельства. У меня дедушка заболел, надо было к нему ехать. Это не близко. И вот я только вернулась, сразу к вам. Понятно. Ну, проходите ко мне. Спасибо. На купюрах изъятых у Голова есть отпечатки его пальцев и... отпечатки пальцев покойного Мирска. Птичка в клетке. Теперь голубь не отвертится. Алло. Лер, а скажи, твоего влюбленного адвоката Райского, случай мне Федором зовут? Федором. Спасибо. Нельзя, что. Пока, милая. Вот. Что вот? Это Мирска и Райский, да? Ну да. А вот давайте вперед промотаем, я сейчас уже скоро приду. Наверное. Значит, Райский перешел вместе со Светланой. Та под каким-то предлогом увела Симонова из кабинета. И Райский спокойно взял из сейфа его пистолет. Так, ну что, у меня для вас тоже хорошая новость. Адвокатская контора «Райский и партнеры» обслуживала компанию «Город мастеров». А шесть лет назад Федор Райский защищал в суде Ивана Голуба. И выбил ему срок намного меньше, чем требовал прокурор. И в чем здесь связь? Райский похитил пистолет из сейфа Мирского, нанял Голуба, который был ему обязан. И чужими руками избавился от мужа любимой женщины. Гениально. Антонина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, есть новости? Да. Один из моих учеников сейчас работает в Интерполе. Я попросил его раздобыть по своим каналам Бельгии копию метрики Андрея Мороза. Вот. Так, и что? Там значится другая дата рождения и другой отец. Значит, Андрея сейчас всего девять лет, и документ, который Алла показывала Игорю, фальшивый. Получается, да. Я так и знала. Ваша бывшая невестка была уверена, что Игорь поверит ей. Конечно. Но я этого так не отставлю. Алло, Алла. Ты должна срочно со мной встретиться. А стол можно поставить напротив мягкого уголка. Да? Да. Вот только... Что? Ну, обычно я эскиз утверждаю заказчиком. Но сейчас такая ситуация... Вы уже слышали, да? Да. Арестовали ни в чем невинного человека. А почему ваш адвокат ничего не предпринимает по его освобождению? Я сама ничего не понимаю. Федор Раский – отличный, одежда, адвокат. Он очень давно работает с нашей компанией. Практически с тех пор, как Арестов ее организовал. Арестов – это отец Светланы Мирской? Да. Он погиб в автомобильной катастрофе, да? Да. У Всеволода Никите сейчас случился инсульт. Прямо за рулем он врезался в столб и умер на месте. Не понимаю, почему нездоровых людей за руль пускают? Так в том-то и дело. Он был абсолютно здоров. Он любил женщин. Он ходил в горы, на яхте. Очень много путешествовал. А почему тогда инсульт? Врач в городском морге сказал – так бывает. И ничего объяснять не стал. Ну, а Светлане тогда не до этого было. Интересно, как фамилия этого бездушного врача? Сейчас надо вспомнить. А справку о причине смерти шефа тогда я забирала. Береза. Нет, Березка. Филипп Березка. А Светлана часто здесь бывает? Да что вы. Дела компании ее вообще не интересуют. Правда, за день до смерти мужа она пришла в кабинет в сопровождении Райского. И попросила у Симонова копии каких-то документов. Райский с Олегом пошли в бухгалтерию. Я это знаю, потому что мы с Олегом Алексеевичем собирались пообедать. Значит, они ушли, а Светлана одна осталась в кабинете. Оставайтесь здесь пока. Антонина Игоревна, здравствуйте. Очень хорошо вы выглядите, совсем не изменилась. Вы, наверное, хотели видеть Андрея, вашего внука, но, к сожалению... Значит так, я все знаю. Андрей не мой внук, Игорь он не сын, а вот это реальное свидетельство о рождении этого мальчика. А давайте вы не будете вмешиваться, хорошо? Мы с Игорем как-то сами все решим. Нет, не давайте. Ты банальная аферистка. Ты знала, что Игорь благородный человек и не потребует генетической экспертизы. И ни он, и ни Лера даже на секунду не могли себе предположить, что можно так бессовестно врать. Успокойтесь вы, бывшая свекровь. Я не успокоюсь, потому что я всю жизнь проработала в школе. И про хвост там похлеще, чем ты, и не удавалось обвести меня вокруг пальца. Поэтому завтра же, чтобы не было тебя в этом городе, и больше никогда в жизни не приближайся к моей семье. Иначе следователь по особо важным делам, Игнатов Павел, быстро передаст дело в суд. Подделка государственных документов. Очень серьезное преступление. Ты об этом не знала? Всего хорошего. И тебе не хватит. И еще Сергачев побешал выписать премию, если закрою дело, до конца месяца. У меня тоже хорошие новости. Вероника заплатила мне за работу, а Марина сказала, что даст недостающую сумму, чтобы мы могли Андрея отправить в лагерь. Вы не представляете, какая у меня новость. Какая? Андрея не твой сын. Тебя обманывали. Вот эта копия, метрики Андрея. Что, она получается, ее мальчика заставляла обманывать? Аферистам закон не писан. Но я вам обещаю, больше она нам жизнь портить не будет. я уже привыкла, что у него сын. Иди к нему. Давай. Какой не дешевый покерный набор с телефона. Я не понял, а за что меня свинтили? Я эти вещи вижу первый раз в жизни. А скупщик деревянка утверждает обратное, но тебе он больше известен как крот. Я не знаю никаких кротов, ежей и змей. Адвоката Федора Райского знаешь? Этого знаю. Он меня на суде от первой ходки отмазывал. Это он тебя нанял убить Мирского? Я никого не убивал. Вот эти вот вещи принадлежат Мирскому. На них твои отпечатки. Я не знаю никакого Мирского. А то, что после тебя в доме труп остался, тоже не знаешь? Какой дом? Какой труп? Вы что? На денежных купюрах, которые у тебя изъяли, обнаружены пальчики убитого. А это значит, ты его убил и ограбил. Я вор, а не мокрушник. Пишите. Пришел с повинной. Чистосердечное признание. В общем, проигрался я. Ребята серьезные. Сказали, если бабок не будет, замочат. Ну вот я решил выставить хату побогаче и поехал туда, где самый жир. Перелез через забор, смотрю, окно открыто. Не всегда ж везет-то так. Ну а когда залез, фонарик включил, сам офигел. Сейф с баблом открыт. А когда ж Мура увидел, понял, где собака порылась. Ну я в окно обратно. Сдрефил я, что на меня мокруку повесят. Но бабло все-таки прихватил. А зачем оно трупу? А то я. Здравствуйте. Филип Березка? А вы что, не сказали там, что я занят? Я так и занят. Все не ясно. Что вам не сказали, что я из полиции? Я помощник следователя. Моя фамилия Логинова. Я хочу выяснить, кто проводил вскрытие Севолода Арестова, погибшего 23 августа 2011 года. Ну я проводил. А что вы меня все время дергаете? А что, кто-то из моих коллег уже был у вас? Ну при чем здесь ваши коллеги? Приходила эта дочка Арестова пару дней назад. И что она хотела выяснить? А что может интересовать в морге? Причина смерти, ясный перец. И какую причину вы ее назвали? Какая разница? Человека нету? Или вы можете воскресить его при помощи точного диагноза? Значит, это правда. Вы намеренно подписали ложное заключение о смерти, а никакого инсульта не было. Не было. Мужик пришел в лет сорок. Сказал, что дочка покойного в шоке. Винит все время себя в смерти отца. Может даже руки на себя наложить. Якобы она не предупредила отца, что машина неисправна. Я не хотел брать грех на душу. И что помочь девушке? Покойнику-то все равно. Наверное, вам неплохо заплатили за это вранье. Это вы так думаете? А когда несколько дней назад пришла дочь Арестова, ей вы тоже пошли навстречу, и она вам тоже заплатила. И вы сказали правильный диагноз, да? Чем вы все заладили? Заплатил, заплатил. Вы все равно ничего не докажете. Послушайте, убит Андрей Мирский, зять Арестова. И у нас есть предположение, что причина его убийства заключается в тайне смерти его тестя. Ведь это Мирский просил вас фальсифицировать диагноз. Говорите, пожалуйста, правду. От этого зависит судьба и жизнь нескольких человек. Ну, а если вам как это нужно? Как я уже говорил, не было Арестова инсульта. Он скончался от травм несовместимых жизней. А в чем была причина аварии? Вы что, серьезно считаете, что я могу ответить на этот вопрос? На слезообразном фильме на вашем ее фате. А я много прогулала. Андрей Михайлович. Приятно слышать. И мне приятно. Слушайте, у меня к вам просьба. Можете помочь? И что конкретно тебя интересует? Мне нужны результаты технической экспертизы автомобиля после ДТП. Владелец Арестов Селк Никитич. Авария произошла 23 августа 2011 года. Лярочка, неужели тебя взяли в штат? Нет, пока, Андрей Михайлович. Но эта информация очень нужна одному моему близкому родственнику. Я вас внизу жду, если что. Ладно? Ну, хорошо. Попытаюсь что-нибудь выяснить. А этот твой близкий родственник знает, что делает его жена? Надеюсь, что нет. Спасибо. Ну, хорошо. Жди. В связи с изложенными фактами, у меня есть все основания подозревать, что именно вы наняли вора-рецидивиста Ивана Голуба для того, чтобы убить Мирского. Что? У вас была возможность похитить из сейфа пистолет Симонова. И у вас был мотив. Любовь к жене Мирского Светлане. Вы уже говорили со Светой? Не сомневайтесь, поговорим. Иван Голуб не имеет никакого отношения к этой истории. Мирского застрелил я. Это копия. Спасибо. Странно, что на эти акты никто не обратил внимания. На тот момент просто не было заинтересованных в объективном расследовании лиц. А сейчас есть? Сейчас есть. Так вот, авария была явно спланирована заранее. У машины отказали тормоза, тормозной шланг был перерезан. Поняла. Спасибо. Здравствуйте, Светлана. Я Валерия Логина. Что за ерунду вы наговорили мне по телефону? Причем тут Федор Райский. Моего мужа застрелил Симонов. Нет, не он. Хотя вы многое сделали для того, чтобы все так подумали. Послушайте, вы ненормальная. Давайте я вам расскажу, как все было. А вы меня поправьте, если что-то будет не так. Ну-ну. Вы каким-то образом выяснили, что ваш муж причастен к смерти вашего отца. Решили ему отомстить. Знали, что в кабинете у Симонова, в сейфе, лежит пистолет. Пришли в офис. Когда Симонов и Райский отсутствовали, открыли сейф. У меня никогда не было ключа от этого сейфа. Я вас умоляю, сделать бубликат ключа это 10 минут. Открыли сейф, взяли пистолет. И ночью убили своего мужа. Девушка, вам надо лечиться. Угу. Если вы звоните Федору Райскому, это зря. Он арестован и признался в убийстве вашего мужа. В смысле, как? Зачем? Наверное, хотел вас спасти. Кстати, а он знал, что вы убили Мирского? Нет, Федя не знал. Значит, догадался, как и я. А Симонова зачем вы собирались подставить? Я не собиралась никого подставлять и убивать я тоже никого не собиралась. Но раз уж так вышло, я и решила, что так правильно. Симонов знал, что Мирский подстроил гибель моего отца. Знал и молчал. Недавно начала его шантажировать, и Андрею пришлось продать ему компанию. И вы об этом случайно узнали? Ясно. Знаете что? Я советую вам пойти к следователю Логинову, моему мужу. Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня. И все ему рассказать. И приведите его. Продолжайте. Я хотела заставить мужа пойти в полицию и сознаться в смерти отца. Он попытался отнять пистолет, и я испугалась. И сама не знаю, как нажала на курок. Потом открыла окно и выбросила пистолет. Погасила свет и вышла. Через два часа вызвала полицию. Чем же ваш отец так не угодил вашему мужу? Он узнал о том, что Мирский и Симонов занимаются контрабандой сигарет и элитного алкоголя. Они перевозили это вместе с партиями стройматериалов. Отец пригрозил мерзкому тюрьмой. На следующий день он погиб в автокатастрофе. Три дня, которые я жила, с сознанием этого были попыткой. Скажите, Симонову накажут? К убийству вашего отца он не имеет непосредственного отношения. Молчание, шантаж – все на его совесть. А вот контрабандой мои коллеги с удовольствием займутся. Надеюсь, документы сохранились. Света, милая, ну что ж ты натворила, а? Федя, прости. Я все разрушила. Увидите. Игорь, погоди. Хотел сказать, что доволен твоей работой. Спасибо, Александр Иванович. Ко мне тут обратились с нашего телеканала, милая такая девушка. Просили откомандировать тебя к ним на ток-шоу. Пусть это другой пойдет. Кто, например? Может, твоя жена? Причем здесь моя жена? Хороший вопрос. А знаешь, анекдот? Приходит мужик в церкви и говорит, у меня есть потрясающий номер. Крокодил играет на гитаре, а обезьяна поет. Ну, его просят показать номер. И действительно, крокодил играет на гитаре, а обезьяна поет. Директор потрясен. Ну, мужика включают в программу, и тут директора мужика спрашивают, скажи, а в чем же подвох? А мужик и отвечает, дело в том, что это крокодил и играет, и поет. А обезьяна только рот открывает. Вы сейчас сказали, что... Вот именно. Все говорят, что это твоя жена ведет расследование, а ты ей только помогаешь. Усек. Усек. Ну, садись. Подвезу. Да нет, спасибо, я пешком. Ну, как знаешь. Лера, я так рада, что мы спасли хорошего человека. Игорь, ты молодец. А я ведь была права, когда говорила, что Симонов не виноват. Представляю, как его мама обрадовалась. Мама, твой Симонов оказался контрабандистом и шантажистом. Ты уверен? Да. Да. Надеюсь, он сядет и надолго. Как же я могла так ошибиться, боже мой? Мама его произвела на меня такое хорошее впечатление. Значит, мы с Лерой зря старались. Слушайте, я же просил вас, пожалуйста, не лезьте в мои дела. Я говорил, не вмешивайтесь в мои дела, но вам же все равно. Для вас же это развлечение, вам на меня наплевать. А ничего, что надо мне сейчас все управление потешается. Прекрати истерику, вымой руки и садись за стол. Мам, я давно уже не первоклассник. Ты куда? Успокоится, вернется. Перчатки забыл. Перчатки забыл. Перчатки забыл. Продолжение следует... 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 Ага... Ну и когда это расстройство с отклонениями закончится? Я сегодня приготовила ему... супчик... Отнесу на работу... И там попробую все уладить... Но если за дело беретесь... вы... Я уверена... Всё будет хорошо... Пулю нам передали. Баллистиковые сравнения с базой сделали завтра. Девятый калибр прошла на вылет между ребрами сквозь ткани. Стреляли почти в упор, а в сидячего на кровати. Пальцев нет, следов обуви тоже нет. Возможно, работали в бахилах. А следов взлома нет. Видимо, Титов открыл дверь сам. Значит, либо человека знал, либо ждал. Ну, не факт. Темное прошлое старика явно преувеличено. Преступники шли по ошибочной наводке. Искали богатство, а нашли нищую берлогу. Пытали старика, где деньги. Он бы и рад отдать, да нечего. В общем, пристрелили, чтоб не опознал. Заезжий гастролёв, спасибо Сергачёву. Подкинул классический висяк. Я тебе еще сходу несколько версий могу накидать. Ну, валяй. Например, какие-то родственники Титова попали в неприятную историю. Старика пытались убить для того, чтобы тех напугать. Либо под страхом смерти он подписал бумаги о том, что дом продан. А может быть, это какие-то друзья из прошлого. Или враги. Игорь, ну ты усложняешь. Да нет, почему. Грабители перевернули бы дом вверх дном. А здесь чистота и порядок. Нужно ждать, пока Титов придет в себя. Изучий старик. Два миллиметра от сердца. У меня такое ощущение, что он чего-то боялся. Дом обнесен высоким забором. На окнах решетки, а в дверях немецкие замки. На кухне совкового магнитофона. А здесь, вон, навороченный ноутбук. Может быть, ты преступника выучишь? Да, их было трое. Один ждал нас в треме в машине. Двое были в доме. Есть следы от машины, Михалыч? Есть потеки масла из-под картера. Значит, скорее всего, какой-то старый корч стоял возле дома. Я уже взял масло на экспертизу. Чего ты решил, что в доме было двое? Ну как, в полицейском протоколе ничего не сказано о побоях. Значит, один держал, а второй связывал. Слушаю. Когда? Спасибо. Да. Китов пришел в сознание. Ты едешь? Отлично. Ну, давай сам, я пока с Михалычем закончу. Давай. Пациент потерял много крови, очень ослаб и не может говорить. Я все понимаю. Ну, пожалуйста, недолго. Он меня слышит? Яков Корнеевич, вы готовы пообщаться со следователем? Если да, только закройте на секунду глаза. Десять минут, не больше. Яков Корнеевич, я следователь Логинов, веду ваше дело. Вы меня понимаете? Вы видели тех, кто на вас напал? Вы их знаете? Вы их все же пустили. Извините. Да. Вас ждут в машине в больнице. Есть важная информация по делу Титова. Вам назовут тех, кто это сделал. Ждать будут пять минут. Человек опасается за свою жизнь. Время пошло. Пожалуйста, постарайтесь все вспомнить, я сейчас приду. Буду через пару минут. Алло. Странско. Вы разбирали. Саду, мы перекопали. Дальше. Я сейчас в этом месте. Давай. Я принесу. Ты наносишь. Я вообще не добился. Я хочу. Скалок. Я хочу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Врача! Новый год, как всегда. Работы уйма, мастеров не хватает. Не волнуйся, я тебе обещаю, буду работать за троих. Мне как раз сейчас нужно отвлечься от всяких глупых мыслей. Даже если у тебя это вырвалось случайно, то поздно, я запомнила. Да, еще Деда Морозов принесу, а то они совсем истрепались. Кузьма, у меня к тебе дело. Нужно будет один загадочный телефончик пробить, я чуть позже забегу. Ну что, не удалось сбежать? Так я и не сбегал. А с какого перепугу ты свой пост в полиции покинул? Так меня отпустили. Кто отпустил? Сразу как вы ушли, дежурный позвонил. Чумаков говорит, Титова новую охрану ставят. Твоя вахта окончена, дуй домой. Я и пошел. Можно было дождаться смены. Я знаю, но меня же по фамилии назвали. Дежурный про Титова говорил. Мне и в голову не пришло. Я поднялся на второй этаж в аптеку, купил гематоген. Гематоген купил? Да, у меня и чек есть. Логинов. Есть товарищ полковник. Ну, товарищ генерал, в Логинове я абсолютно уверен. Халатность, раздолбайство, что угодно. Ну уж точно не участие в преступной схеме. Да-да. Да-да, я слушаю. Да, товарищ генерал. Слушаюсь, товарищ генерал. Ты можешь мне объяснить, вот как так получается? Врач с медсестрой оставили живого старика в палате. Вернулись, а Титова мертв. Приборы отключены, а следователь Логинов с отсоединенными проводами в руках. Ну вот как ты мог оставить Титова одного? Там была охрана, а мне анонсировали важную информацию. Анонсировали. Ух ты, по-своему слову, какой, а? Значит так, Пухтинов с Михалычем обнаружили в доме старика драгоценностей на сто тысяч зеленых. В древнем магнитофоне, между прочим. Мне этот магнитофон сразу странным показался. Послушай, значит это и была цель грабителей. Александр Иванович, нам нужно… Не нам нужно, не нам, а тебе нужно. А, любви, тебе нужно. В каком смысле? В прямом. По словам очевидцев, в палату никто не заходил. Кроме тебя, конечно. Да и Мария уже сделала заключение. На штекциях и розетках обнаружены твои отпечатки пальцев. Это естественно, я пытался включить аппараты жизнеобеспечения. Ты попал в паршивую ситуацию, Эго. Во-первых, я должен отстранить тебя от дела на время внутреннего расследования. Дело передает служба внутренней безопасности, а у меня и выхода другого нет. Замять, никак не получится. Значит так. Критиков занимается Титовым по части нападения в доме. Ведешь его в курс дела, пока тебя не… Ясно. Да ничего тебе не ясно. А во-вторых, что? А во-вторых… А во-вторых, придется тебе посидеть в СИЗО. Да выяснили. Приказ генерала Литвинова. Иди. Игорь Анатольевич, может… Да. Игорь Анатольевич, может… Игорь Анатольевич, может… Анатольевич, может… Игорь Анатольевич, может… Ещё раз повторяю, я не поняла. Где? Спасибо. Лер, тут ещё один рекламный ивент намечается. От ним нужна концептуальная разработка костюма. Я тебе на почту брифа отправлю. Думаю, будет интересно. А что-то случилось? Выгреб проблемы. Так, давай, значит, я всё это дома сделаю. Я всё сделаю. Я обещаю. Пока. Пока. Ты-то просил Лугину? Просил. Коль, это маразм, так нельзя. Да, не повезло человеку. Ты о нём или обо мне? Приказ есть приказ. Но с такими раскладами мы все под прицелом. Как можно было вообще Игоря сажать в СИЗО? Чего ты стал так коням беспокоиться? Ведь вроде конкурировали. Мы конкуренты в работе. А в жизни мы, черт возьми, офицеры. Я знаю, в случае чего он себя под пулей подставит. Но меня прикроют. Я сделаю то же самое. Всё верно, Володя. Улики – вещь упрямая. Нам нужно как можно быстрее провести расследование, найти настоящих убийц и вытащить Игоря. Сергачёва тоже можно понять. Бережёт репутацию отдела. Всего управления. Кто начнётся оборотней в погонах, укрывательство. Вот он и принёсся Игоря в жертву. Жертвовать нужно пешкой, а не ферзём. Лера, подожди. Я ещё чай положила и печенье галетное. Как Игорь любит. Стоп, я нож забыла. Как же он колбаску будет резать? Ну, а что, да нельзя, Антонина Берлина. Ну, да. Как только я дозвоню из Допала Анатольевича, он почему-то сейчас недоступен. Мы должны все вместе встретиться. Хорошо. А я собиралась поехать в управление с Пухтиновым поговорить, но Третьяков прислал смс-ку и назначил встречу в кафе. Антонина Берлина, вы ни в коем случае не должны расклеиваться. Михалыч, есть что-то по машинному маслу, думать что-то? Есть. Масло старое, не менялось несколько лет. Есть и основания полагать, что и автомобиль простоял без движения столько же. А когда двигатель завели, загустевшее масло разогрелось, утратило вязкость и стало травить через пересохшие патрубки. Да ты уже что-то. Спасибо. Маша, а чьи еще отпечатки ты обнаружила в палате? Врача и медсестры санитарки. Ну и собственно Игоря. Там же уборка два раза в день. Привет. Никаких свежих отпечатков вам нет. Игоря хотят перевезти в другой изолятор на днях. Давайте, чтобы поделать этого. Ну, я полностью согласен с версией Игоря. Визитерам нужно было что-то конкретное, и, как оказалось, это драгоценности. Старик не выдал им свою тайну, вот они его подстрелили, а потом добили в больнице, чтобы умолчал. То, что эти два события связаны, нужно доказать. Я докажу, ты не сомневайся. Так извините, мне нужно отлучиться. Кофеек тут наметилось с одной девушкой. Меня не заправим. Привет. Да, как и договаривались. Пусть хоть и потом. А девушки на первом месте. Что вы в нем находитесь? Я точно ничего. Лера, Игорь попал в конкретную беду. Наша служба безопасности будет отрабатывать указания сверху и свою зарплату. Он в честь мундира, конечно, никто не отменял, но в рамках борьбы с коррупцией и покрывательством они будут являть народу, что не напрасно едят свой хлеб. Я немедленно пойду к Пухтинову и Сергачеву, потому что я считаю, что Игорь не должен доказывать свою невиновность. Это ваша работа, выяснить, кто ему звонил. Лера, успокойся. Я считаю, сейчас нельзя подумать шум. Почему? Ну, скорее всего, с преступниками связан кто-то из нашего управления, кто мог легко достать контакты конкретного сержанта. Ну, того, который стоял на посту у Павла Токитова. И обязательно выяснить, кто это. Оф, ты меня извини, но я ждал помощи от кого угодно, но не от тебя. Да я еще ничего не сделал. Лера, мы обязательно его вытащим. Я тебя обещаю. Спасибо. Да, Коля. Коля, привет. Ты почему не зашла, как мы договаривались? Коля, вообще не до этого, прости. Скажи, мне разрешат сюда не согреть? У тебя лексика, как у жены декабриста. Конечно, разрешат. Если что, я помогу. Спасибо. Да брось, Лера. Что бы там ни было, я все-таки его друг и твой. Беде не брошу. Спасибо, Коля. Я очень ценю это. Ладно, все, мне пора обижать. Спасибо, Коля. И я тебя. Андрей. Пожалуйста. Все образуется. Вот увидишь. Простите, что я вас беспокою. Мне просто действительно очень важно выяснить все про эти драгоценности. Из-за них столько всего произошло. Ну что, эти, эти безделушки провалялись без движения как минимум лет двадцать. Обычный ассортимент юбилейных магазинов того времени, но там затесалась одна штучка. Какая? Старинная серебряная бирка с надписью «Полуденная ночь». Что это значит, пока не ясно. И еще старая, уже пожелтевшая фотография двух военных. А на обороте написано «Голубов и Хавронов. Честь, верность и братство». И год, тысяча девятьсот восемнадцатый. Я отправил запрос в архив. Поняла вас. Но я сама тоже попробую что-нибудь выяснить. Я знаю, что это запрещено, но… Я переправлю тебе сейчас же все, что у меня есть. Не беспокойся. Спасибо. Пока-пока. Алло. Константин Федосеевич, это Лера Логина. Слушайте, мне снова нужна ваша консультация. Ага. Спасибо. Так вот, смотрите. Человек с обнаженной саблей – это Ефим Хавронов. Красавец. А это лихой казачий атаман Голубов. Хавронов был при нем и Саула. Атаман Голубов – противоречивый, но довольно удачливый персонаж. Метался от красных к белым и обратно, не забывая при этом грабить всех, кто попадался ему на пути. А про «Полуденную ночь» удалось что-нибудь выяснить? А, вот здесь начинается самое интересное. Ходила легенда, что среди сокровищ Голубова находился знаменитый набор «Полуденная ночь». Это был подарок одного персидского принца Николаю Второму. В набор входило три колье – изумруд, рубин и алмаз. Прелесть в том, что их можно было носить как по отдельности, так и вместе. Во втором случае они представляли собой единый ансамбль. А что еще тебе рассказал Константин Федосеевич? Рассказал, что набор был похищен из Зимнего в феврале семнадцатого, и следово затерялся. Похитил набор, скорее всего, Голубов. Но судьба великого атамана нам неизвестна, а вот про его и Саула Константину Федосеевичу удалось кое-что выяснить. Ефим Хавронов был убит в восемнадцатом году. Его сын Корней и его жена были расстреляны в тридцать седьмом. Внука воспитывала бабушка, которая дала ему свою фамилию. И фамилия ее Титова. Ты хочешь сказать, что Яков Корнеевич Титов внук Есаула Хавронова? Да. И владелец ювелирного набора «Полуденную ночь». Кто-то узнал об этом и ограбил его. Не представляю, сколько это может стоить, если грабители не взяли даже золото на сто тысяч. Потрясающе. Я о таком читала только в романах. Причем в классических. Картина начала проясняться. Теперь хотя бы понятен мотив нападения на Титова. Надо Коле позвонить. Сразу включи другу в связь. Валерия, привет. Коль, привет, это Лера. Я знаю, зачем охотились убийцы Титова. За ювелирным набором «Полуденная ночь». «Полуденная ночь»? Да. Ну, если это так, ты понимаешь, какие могущественные заказчики стоят за этим. Я не хочу даже думать, чему это может привести. Лера, вот что ты заканчивай свои дамские расследования. Дело приобрелось серьезный поворот. Я что-то не поняла. А как насчет Игоря? Вы что, собираетесь все это на него повесить и закрыть дело? Ну, что ты такое говоришь? Конечно, нет. Но возникает логичный вопрос. Как бандиты могли выйти на Титова? Коль, Титов одинокий старик. У него нет наследников. Он просто решил продать этот набор. Нужно вскрыть его компьютер и прочесть переписку. Ноутбук был пустым. Там даже операционной системы не было. Лер, послушай. Мы найдем их и вытащим Игоря. Я обещаю. Только не лезь на рожон. Ладно? Пока, Коль. Согласно графику, который составил Третьяков, Игорь должен был быть в однородильного отделения с 11.47 до 11.51. В 11.53 он поднялся в палату, а в 11.49 отключили приборы. То, что Игорь был здесь именно в этот момент, нам и нужно доказать. Ой, смотри, какие крохи. Сколько у них еще счастья впереди. Мне кажется, что и я совсем недавно Игорюшу вот так же выносила. Слушай, а я не знала, что в больнице скорой помощи есть родильное отделение. Ну, это же комплексный медсентр. Пойдемте со мной, у меня есть одна идея. Все будет хорошо. Идите на завязи. Здрасте. О, а это список рожениц на сегодня, да? Да. А вчерашний где? В журнале, конечно. Можно посмотреть? А вам зачем? Ну, дело в том, что моя сестра должна была родить вчера или сегодня. А мы с мамой смогли взять билеты из Вознесенского только на сегодня. И мы звоним, она к телефону не подходит, а они переехали и мы не можем их найти. Мы потерялись. Пожалуйста, помогите нам. Как говорите девочки, фамилия? Логиновой. Логиновой. Нет. Логиновой нет. Ой, подождите, пожалуйста, давайте по фамилии мужа посмотрим. Девочки, не морочите мне голову. У меня куча работы. Ой, плохо. Помогите. Мама, где нужно сесть? Тихо, 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 тихо. Осторожно. Давление, наверное. Осторожно. Так, Патрикина. Мамочка, ты как? Нормально. Помоги себе встать. Провозите до машины. Ага. Спасибо большое. Лера, почему опять Вознесенск? У тебя там что, родня? Ну, поверьте, я там даже ни разу не была. Просто, если нужно кого-то перехитрить, почему-то в голове возникает именно этот город. Наверное, нужно съездить туда. Ну, когда Игоря все пойдем. А зачем нам этот список? Ну, потому что все счастливые родители публикуют праздничные фотографии из роддома. И мы сейчас вычислим тех, кто вчера выписывался в соцсетях, и на их фотографиях найдем Игоря. Молодец. А что нам это дает? А то, что у каждой цифровой фотографии есть метаданные. Там и тип фотоаппарата, и режим съемки. Но главное, время съемки. Если во время смерти Титова Игорь был на улице, то у него железное алиби. Вот-вот. Лера, ты гений. Ты круче, чем мисс Марпл. Представляете, Маринке Мишка мне тоже самое говорит. Так, вот смотрите. Харитонова. Нет. Котова. Игорь Анатольевич, что? Позвонить дай. Не имею права. Статья 14, пункт 7. Вы меня не ловите. Там сказано, что задержанное лицо имеет право на телефонный звонок с целью уведомления родственников. Ваша жена уже в курсе. А по-человечески? Не могу я. Вы же сами понимаете. Тут такое. Может, на слова что-то передать, а? Спасибо, Леша. Не надо. Есть! А как посмотреть время съемки? Так, время съемки. Сохраняем фотографию. Свойства. Время съемки. 11.49. В общем, мы едем в Третьяково. А это значит, Игоря не было в палате на момент убийства Титова. Я связался с авторами фотографии и добыл оригиналы на родных носителях. А наши айтишники выяснили, что никаких следов вмешательства, коррекции и монтажа не было. На фотографиях Игоря. Никаких сомнений. Угу. Торич генерал, Сергачев беспокоит. Есть неопровержимое доказательство того, что Логинов отсутствовал в палате, когда было отключено жизнеобеспечение Титова. Слушаюсь. Что ж, вам еднее. Так точно. Сейчас придут из СБ, нужно будет на форере передать им все материалы. Ну, как вы понимаете, пока никто не собирается снимать обвинения с Логиновым. Почему? Из-за отпечатков на штепселях и розетках. Это всего лишь говорит, что он к ним прикасался, но никак не доказывает, что он их отключал. А если бы у тебя был подобный подозреваемый, ты бы не сомневался в его невиновности? Вот то так. В общем, свободен. 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 Есть. Есть. Попалки. Хотел снежиться при какой-то образеVE. Мы же все доказали. А я чего-то не поняла, Антонина Игоревна, а зачем мы опять сюда приехали? Это задание Павел Анатольевича. Он считает, что нам нужно вернуться к первоначальному плану на эти убийцы. Начинать нужно с больницы. Ну, здесь особо не разгуляешься. В больницу нас все равно не пустят. А нам туда и не надо. Служебный вход? И водители скорых. Добрый день. Добрый. А вы не скажете, кто-нибудь из ваших коллег вчера здесь находился между одиннадцатью и двенадцатью часами дня? Ну, я был. А скажите, может быть, видели кого-то постороннего? А в чем дело? Здесь разные люди ходят. Ну, дело в том, что мой брат, он вчера сбежал из больницы, после очередного запоя прокапывался, и мы уговорили его подлечиться. Но он все равно сбежал, и мы с мамой очень волнуемся, потому что он сам себя не контролирует. Ну, нет, такого не было. А может быть, какая-то машина, такси? Ну, такси точно нет. Жигуль был. Помнишь, я тебе рассказывал, что мусора приезжали? Это когда тот мужик помер? Ну, да. Вот здесь стояла. Шестерка белая, убитая в хлам. Это его машина. Скажите, а в чем он был одет? Не понял. Ну, просто мы с мамой волнулись, на улице очень холодно, чтобы он не простудился. Это он в Каматозе сам приехал на Капельницу, а потом сам уехал? Ну, моя же дочь вам говорит, он себя не контролирует. Ну, водителя я не видел. А может быть, номер машины заполнили? Не связано по Йоте, женщины. Пойдем, Ромка, нам пора. Ну, ну. Про Вознесенскую тебе лучше получается придумывать. Ну, все приходит с опыта, Антонина Гринова. Куда ты звонишь? Володю Третьякову. Спросил. Мне кажется, что сейчас никому не надо ничего рассказывать. Из-за крота. И Павел Анатольевич так считает. Мы должны найти эту машину сами. Каким образом? Нам все равно нужна помощь кого-то из управления. Алло. Здравствуйте. А могу я услышать с Андрея Михайловича? Это Мария Максимова. Андрей Михайлович на совещании у начальства. А телефон оставил в лаборатории. Что ему передать? Мария, меня зовут Валерия Логинова. Я жена Игоря. Мне очень нужна ваша помощь. Игорь Анатольевич, пирожок хотите? Ты позвонить лучше дай. Ну, не могу. Даже если бы разрешили, то у меня батарея вся. Сквозняк закрой. Дует. Ваших данных крайне мало. Старая белая шестерка. Я посмотрю сводки происшествий, угонов, штрафы. Не позвоню, если что. Спасибо большое. До свидания. Зря ты ей все рассказала. Почему? Тот, кто не нравится моему сыну, автоматически не нравится и мне. У вас есть какие-то варианты? Пока нет. Но после обещанного пола на тот, чем кофе, я кое-что придумаю. Ян, иди сюда. Слышь, смотри, какие-то странные. Все ходят целый день, высматривают, высматривают. Ты бы процедурную закрыла. Это кофе по-чилийски. Имбирь, черный перец и мед. Волшебно. Ну что, леди, я вас поздравляю с успехом. Ну, поздравлять-то особо не с чем. Машину мы еще не нашли. Подобных белых шестерок в городе, я думаю, сотни, а может и тысячи. И Мария, кстати, совершенно не уверена в результате. Лерочка, но ведь на всех машинах скорой помощи установлены видеорегистраторы. Вот. Вот. Я думаю, что водители с нами больше не станут разговаривать. Так, у вас есть лист бумаги и ручка? Да, в бардачке Андрея Нагидина. Можете достать? Пойдемте. Следователь по особо важным делам полковник Игнатов. Ваши фамилии? Зубков. Веретин. Да мы ничего такого. Мы просто мусор из машины выбрасывали, а там ампулы оказались. Ну, после вызовов. Какой-то мужик забрал, а мы не продаем ничего. Ну да. Разберемся. Регистраторы в машинах пишут только тогда, когда двигатель работает или всегда? Всегда. Оформляем изъятие. Зубков. Что? Пишите. Веретинов, несите карты памяти из регистратора. Ну, а что писать-то? Игон. Так, а вы пишите. Я такой-то передаю источники информации с прибора видеофиксации автомобилей. Госномер, подпись, так, фамилия, дата. Все. Так. Пока свободны, я отсмотрю. Потом будем делать выводы. Все. Все. Так, сейчас. Вот она. Так, машина уезжает и приезжает. Как раз в то время, когда уберите товар. Тут видно только три цифры. Это не страшно. Да, во. Спасибо. Это Мария. В лесопарковой зоне обнаружена обгоревшая шестерка белого цвета. Скорее всего, это она. Таких совпадений не бывает. Видимо, преступники заметали следы. О, Третьяков. Подождите. А вы заметили, что мы все время опаздываем на полшага? Кто-то в курсе всех наших действий. Володя сам нам все рассказал. Благодаря ему мы эту машину нашли. Пожалуйста, давайте не будем играть в шпионов. Лера. Ну, нельзя подозревать всех и каждого. Да, Володя, у меня для тебя есть важная информация. 561. 561. Где же ты? Есть. Владелец машины Ваушев Кирилл Сергеевич. Восьмидесятого года рождения. А что по машине? Ну, за три последних года штрафов ноль, хотя до этого были. Страховки нет, в угоне не числится. А это значит, владелец авто вполне мог быть связан с преступниками. Масло с асфальта у дома Титова и масло с асфальта у больниц совпадают. Значит, эта же белая шассерка стояла у дома старика в момент нападения. Неслась. Спасибо. Спасибо. Здесь чисто. Пошел. Чисто. Справа, пожадри. Заходим в спальню. Бегом, бегом. Вам шум. Так, я это, кредит погасить возможности не имею, денег нет. Ходите, подавайте в суд. Машина где? Я продал. А деньги вложил в бизнес. Я тебя сейчас пристрелю, а в рапорте напишу, оказалось сопротивление. Да я, слушай, правда, вон восемь ящиков водки купил. Хотел продавать ночью, когда в магазина закрыто дороже в два раза. Прогорел. А как же ты машину продал? По документам она твоя. Да я документы потерял еще года двадцать. А мужик этот, говорит, плевать на документы и я ему продал машину, да, за триста баксов. Как он выглядел? Ну, как? Ну, он такой, в шапке. И очки у него такие темные, солнцезащитные. Павел Анатольевич, ну мне как-то неловко. Антонина Игоревна, ну, во-первых, мне это не сложно, а во-вторых, приятно. А в-третьих, такую глазу не умею готовить только я. Так, посмотрите, я еще раз видео пересмотрела и кое-что нашла. Вот здесь, если увеличить, на торпеде лежит визитка. Да, очень сложно что-то разобрать, но мне кажется, вот это похоже на дом. А вот здесь часть слова дуга и семь цифр. Ну, как по мне, это больше похоже на гараж. Гараж. Конечно, убийца же должен был где-то машину прятать. Преступник арендовал гараж посуточно в каком-то кооперативе. А дуга – это часть названия этого кооператива. Лера, ну-ка. Да, да, да. Гаражный кооператив. Так, что мы имеем? Волна, автомобилист один, автомобилист плюс четыре колеса. Двозерный, радуга, дуга. Радуга? Угу. Антонина Игоревна, собирайте себе хлеб. А как же глазунья? Ну, вы же голодные, ну… Счастливее будем, пан Анатольевич. У вас очень ответственная работа. И нервная, наверное. Коль не говорит. А по сути, вы же здесь самый главный человек. Конечно. А что вы хотите? Собираюсь учиться водить. Хотела купить дешевую машину. Увидела объявление. Там адрес вашего кооператива. Но все телефоны оборвали. Вы не подскажете, где стоит машина белой «Жигули» шестой модели? Есть несколько белых шестерых. Вот, ежели бы у вас был госномер… А у нас есть первые три цифры. Ага. Здрасьте. Здрасьте. А, вот он. ВАЗ-2106, ПН-561. Бокс девяносто девять, подъезд третий. А кто его арендует? Фамилии мои не пишем. Только госномер. Спасибо вам большое. Так, третий подъезд, девяносто девятый бокс. Нужно скорее идти. Нет, нет. Мы никуда не пойдем. Там, возможно, вооруженный преступник. Убийца. Алло, Володь, привет. Ты Лера. У нас есть адрес в кооперативных гараже, где машины стоят. Да, понял. Хорошо. Коля, есть информация, где преступники не дали машину. Беру группу захватываю туда. Я с тобой плачусь возьму. За у машины, давай. Пошли, пошли. Бегу, бегу. Справа посмотри. Справа посмотри. Справа посмотри. Бегу, бегу. Прибивай. Тихо, тихо. Никого. Никого. Саня, бери всех. Обходи справа. Пошел, пошел. Чисто. Не против. Стой! Стрелять буду! Черт! Стоять! Стоять! СТУК В ДВЕРЬ Мария? СТУК В ДВЕРЬ Коля, ты будешь временно отстранен от всех дел. Таков порядок? Оружие уже сдал. Что там по баллистике? Есть результаты? В Титову стреляли из-за этого пистолета. Александр Иванович, Михалыч сегодня сфотографировал. Успеется. Нам все равно еще эксперта-оценщика вызывать. По странному названию. Полуденная ночь. Я интересовался одной из значений слова «Полодина» – «Южная». «Южная ночь» вполне логичное название для персидского колея. Получается, Мария выполнила свою незавершенную раннюю работу. Добила Титова. Приехала на шестерке, дошла с служебного входа. Позвонила Игорю, тот вышел. Потом она передала телефон сообщнику, тот связался с охранником. Увидела, что путь свободен. Внялась в палату и отключила оборудование. Ушла. Как она узнала вообще про эту полуденную ночь? Кто ее сообщники и где остальные две части набора? А дело не закрыто, Третьяков. Теперь это твоя головная боль. Есть. Товарищ полковник, раз уж доказано, что Логинов невиновен, может, вы позвоните, чтобы его отпустили. А мы тут уже как-то придумаем, встретим его, да, Коль? Разумеется. Не встретите. Его что, успели перевести в другой изолятор? Ну что, наше новое детективное трио сработало на отлично. И мне просто интересно, Игорь сейчас будет недоволен нашим вмешательством? Впрочем, какая разница? Впрочем, какая разница? ôn n ю Сынок! Павел, все хорошо. Взвобождением, Игорь. А Павел Анатольевич, что? А это мой очень хороший друг. Ну, что мы стоим? Пойдемте в дом. Я хочу, чтобы ты знала, я горжусь тем, что делает моя жена. Мне приятно. Это все не ради назначения, это все ради меня. Ну, наконец-то. Антонина Игоревна. Да. Позвольте вас спросить. А могу ли я рассчитывать на то, что в будущем наши отношения могут стать более, чем дружескими? Мне воспринимать эти слова как предложение? Безусловно. Думаю, что вы сочтете меня легкомысленной, если я сразу соглашусь. Ну, для меня это была бы приятная легкомысленность. Ну, я вас понимаю, вы не успели попробовать мою глазунью. И поэтому сомневаетесь. Но я готов подождать. Ну, вот подождите. Пожалуйста, напиши Сергачеву рапорт об отпуске. Уже все сроки вышли. Завтра же напишу. Дело убийства Титова еще не раскрыто, но теперь уведет Третьяков. Подожди, а разве не Мария убила Титова? Ну, она действовала с сообщниками, а кто именно стрелял? Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно узнать следующее. Как преступники узнали это Никите Титова? Как и кто втянул Марию в эту авантюру? Почему у нее оказалась только часть набора «Полуденная ночь» и где оставшиеся два колье? А она не могла специально ради этой операции к вам устроиться? Она же недавно работает. Знаешь, клубок нужно распутывать постепенно. Для начала нужно узнать, кто входил в ближний круг старико Титова. Да. Жалко, что компьютер без операционки. Его могли бы отследить все его контакты. В смысле без операционки? Ты с чего взяла? Бухтинов мне сказал. Подожди. Когда мы зашли в дом Титова, я сам лично видел на экране разложенный пасьянс. Странно. Субтитры создавал DimaTorzok Знают ли ваши мужья, чем вы заняты, когда они на работе? Мой муж пока тоже не в курсе. Я Лера Логинова. Дизайнер и художник. Моя жена. Лерчик. Она моя невестка. Моя дочь. Валерий. Лучшая подруга. Выскочка. Пулководец. Не стрелять! Мой муж следователь по особо важным делам. И с некоторых пор я помогаю ему в расследованиях. Как мне удается обойти профессиональных сыщиков? Греш, ты суперский. У меня трое детей. Я была его любовницей. Дизайнер отключил. Ты я помощник? А я как распишу? С телевидения. С социальной службы. Я ваша поклонница. Я журналист. И тем не менее, мой муж часто задается вопросом. Что же делает его жена? Лопат! А? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Жмур. Часики золотые. Ты думаешь, рыжье? Сейчас посмотрю. Пойдешь. Дай. Шухер. Стоять! Я его не убивал. Ты не прав, Михаил. Мыслить учат не компьютер, а литература. И начинать нужно со сказок. Взять, к примеру, смекалку конька-карбунка. Или спасение Иванушкой Василисы Премудрой. Но в этих сказках нет логики. Это почему же? Давайте посмотрим. Давайте. Змей Горыныч утащил Василису и спрятал. Так? Так. А Иванушка пошел, нашел и спас. Да, и совершил благородный поступок. Вопрос. Как он нашел царевну? А адрес был за три девять земель? Карты нет. Навигатора нет. А волшебный клубок? Не надежный гаджет. Не отзывов, не рейтинга. А Иванушка, как дурочок, идет за ним несколько лет. Но его ведет любовь. А, возможно. Но Василиса, почему сидит и ждет, пока ее спасут? А мы сейчас отправим с координатами? Через голубку, зайца или хотя бы муху? Ну, я думаю, что Василиса не может отправить лесточку Иванушке, потому что за ней неотступно следит змей. Ну, могла бы как-то зашифровать. Она же премудрая. А то сидит в сиднем подвале и слезы льет. Пожалуй, сына ты и прав. На, передай. Лер, так вы когда все-таки собираетесь в отпуск, а? Собираются они. Как же. Игоря отпустят только после праздников. Лера вся в работе. Одни разговоры. Зато какие разговоры. Понимаю. Сама так отдыхаю. А вот купила бы шлем виртуальной реальности. Могла бы в ванной, как на курорте. Ты что, сына? Виртуальная реальность — это змей-горын эти современности. В смысле? Это метафора, Михаил. Это отмазка. Убийство? Оно самое. Один точный удар ножом прямо в сердце. Личность можешь установить? Проблема. Лица практически нет. Человек без лица? Кирпичом? Да нет. Крыс постарались. Документов нет. Телефон тоже. Понятно. Отпечатки снять тоже не можно. Увы. И здесь крыс постарались. Да что ж за крысы-то такие. Я нас поздравляю. У нас очередной кандидат на висяк. Ну что, работники тяжелой промышленности, значит, вы утверждаете, что хотели пошутить и восемь канализационных люков подарить корюшу на дне рождения? Да, хотели. Признаем. Но на тело наткнулись и я, думаю, полезу, гляну, может без сознания. Глянул? Глянул. А Лопата побежал ментов вызывать. Молодец. Вызвал. Дим, давай вези их в управление. Серега! У меня бомба в деле старика Титова. Марию предупредили. Оператор дал мне распечатку у ее звонков. В момент нашего выезда в гаражи она получила смс-ку. Забирай все и уходи. А за несколько минут до нашего приезда еще одну. Ушла, но уйти она не смогла. Номер, с которого отправлен смс, конечно же, разумный. Да. Хорошо. Кто еще знал, что вы поехали в кооператив? Старший группа захвата и Ухтинов? Старший мог знать охранника в больнице, этого Чумакова. Мог позвонить ему, представиться дежурным. Мог предупредить Марию. Ну да. Я прощупаю его. А что там, как дела с твоим трупом? Ориентировку разослал, но пока тишина, пропавших нет. А что говорит Михалыч? Зацепки есть? Важнее то, что говорит судмедэксперт. При вскрытии было установлено, что погибший незадолго до смерти ел свежую клубнику, камембер и виноградных улиток. Гурман. Но если убит ночью, скорее всего, пировал в ресторане. Судя по набору продуктов, найти ресторан шанс съесть. Держи шоколадку. Табу. В смысле? Ну ты сама ее съешь, я даю мне фольгу. Я для опытов собираю. Ир, вы мне точно не в напряк? Слушай, прекрати ремонт. Это святое. Живите сколько хотите. Ты мне лучше скажи, ты со стенами разобралась? План дома нашла? А он нам не нужен. Как не нужен? Слышишь? Звук глухой и короткий. Значит, несущая. А тут глухой и длинный. Перегородка. О! А тут звонкий и короткий. Как в шкаф. Гипсокартон или деспер. Я прав? Откуда он все знает? Последний уровень игрушки. Занимательная механика. Ну, правда, он еще и в электропроводку залез, и чуть пожар не устроил. Контролируемый фейерверк. Втыкаешь в розетку два гвоздя и кладешь фольгу. Тогда короткого взмокания не будет. Да, конечно. А салют пугающий. Еще и гвоздя докосно раскалил. Нормально? И сдержки эксперимента. Давай, через час, чтобы был дома. За двора не ногой. Экспериментатор. Так, а какие у тебя планы? Маленький, лысенький, пухленький. Вот такой хороший. Свидание? Да, свидание. Спасибо, стучим. А кого интересно? Как тест у психолога. Жить будешь? Застрелил коллегу в преступницу. А они мне бабочек разных показывают. А, что сказали? Все в порядке. Вернули даже разрешение в отношение оружия. Что у вас? Определяем, кто предупредил Марию о нашем визите в гараже. Про распечатки ее звонков. Я пытаюсь выяснить, в каком ресторане ел вчера мой сегодняшний труп. Вот я что-то пропустил у психолога. Что за труп? Нашли в смотровом колодце теплотрассы на Ириненской. Убит ночью, ножом в сердце. Лицо и руки изъедены крысами. Ой, фу. А, известно, что он ел накануне. Пища довольно экзотическая. Так что найти ресторан будет несложно. Найду ресторан, опрошу свидетелей. Подниму записи видеокамер и... Как же его обнаружили в колодце этом? Крышки люков нынче в цене. А народ у нас, знаешь, предприимчивый. А, ясно. А, Володя, дайте улыбить этого. А вот сообщники Марии, скорее всего, заповедились. Меня Мишка озадачил. Нет, ну, действительно, про что сказка о Василисе Премудрой? Ну, наверное, о том, как уйти из сложной ситуации. Ага, меня интересуют твои мысли по поводу одежды убитого. А, че там? Костюм, как костюм. Ну, да. Ну-ка, увеличи. Пуговицы. Что о пуговице? Ты знаешь все пуговицы в этом городе? Ой, Лера, будешь умничать, я уйду на свидание, ты так и не поймешь, кто шел этот костюм. Просто здесь, видишь, фирменный знак одной моей подруги. Алло, Ален, привет. Да, я. Нормально. Слушай, Аленчик, я тут на одном снимочке увидела твой фирменный вензелечек. Мне бы связаться с этим человеком, а ни имени, ни фамилии, я не знаю. Поможешь? Ну, значит, синий костюм из тонкого кашемира на четыре пуговицы. Так. На четыре пуговицы шили только один из особенностей фигуры. Ален, а кто заказчик? Француз. Кто? А кто? Кто? Володь, по ТЮТОу есть идея. Нужно разместить фотографии на специализированных антикварных сайтах и форумах. Пора спрашивать, может, кто предлагал части комплекта «Полуденная ночь». Да, ты прав. За эту ниточку стоит потянуть. Я позвоню знакомому фотохудожнику, он сделает хорошие снимки. Зачем? Я на свой телефон сделаю шикарные фотки. Ну, не на фонарных же столбах мы можем размещать эти фотографии. Для ценителей раритетных драгоценностей нужны хорошие снимки. А тут ни твой телефон, ни Жестенко Михайлович не подходит. Не берет. Дуй-ка Сергачеву за колье. Так он на совещание сказал, через два часа будет. Слушаю. Так, вы уверены? Хорошо, спасибо. Значит так, в ресторане «Жасмин» вчера подавали улиток, сыр, вино и клубнику. Был какой-то иностранец с другом. Убийца и жертва, никаких сомнений. Нужно поехать изъять видеозапись. Да. Да, Лерочек. Привет. Кое-что по твоему трупу удалось выяснить. Костюм шили для Бернара Муро. Помнишь, искусствовед из Ниццы, приятель Пухтинова. И даже есть информация, что он остановился в отеле «СВ Престиж». Как тебе это удалось? Ну, во-первых, я жена следователя, а во-вторых, мне Марина очень помогла. Давай, я тебя обнимаю. Добрый день, следователь Логинов. Соедините меня, пожалуйста, с номером Бернара Муро. Что случилось? Со вчера не появлялся. Хорошо, номер вы убирали. Номер не убирать и никого не впускать. Игорь. Послушай, это только версия, но, скорее всего, убитый, это твой хороший знакомый. Бернард. Как же так? Мы с ним договаривались созвониться на нем. Слушай, я сейчас беру Михалыча, мы едем в гостиницу. Берем биологический материал из номера, сопоставляем с материалом трупа. Я с вами. Послушай, а как так получилось, что ноутбук читово пустой оказался? Я точно помню, там был пасьянс. Это была заставка. Картинка. Меня дождите, я иду с вами. С tenемь. С ВООООООУЩИ СТУКОННИЕ ВООООООН АВТРИГУЮЩИЕ ЗВОНОК В ДВЕРОВ КИКТОРОВ СТУКОННИЕ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие не смеют цыганить по роли вайфая. Понял? Не беспокойся, мам. Я уже давно его взломал. Миша. Картошку доем. Молодец. Подожди, я ничего не понимаю. Игорь в опасности, и ты не представляешь себе в какой. При чем тут Игорь? При том, что Бернард был сотрудником Интерпола. Мы год с ним прорабатывали тайную операцию по его явлению канала контрабанда антиквариата. Как казалось, Титов и Мария были частью этой преступной группировки. Видимо, Бернард где-то прокололся, его убили. А Игорь ведет дело, как всегда, лезет на рожон. Поэтому, очевидно, может стать следующей жертвой. Подожди, а Игорь что, не в курсе всего этого? Нет, я не стал ему ничего говорить. Ты ведь знаешь своего мужа, только подстегнула бы его активнее копать. Пусть просто ищут убийцу Бернара. О его безопасности я позабочусь. Спасибо, Коль. Ты настоящий друг. Слушай, подожди, а мне-то что делать в этой ситуации? Слушать меня. И беспрекословно выполнять все, что я скажу. Не поняла. После нашего разговора выключишь телефон и достанешь батарею. Зачем? Затем, что они могут следить за тобой. Ты слабое звено, Игорь. Его болевая точка. Они могут взять тебя в заложники. Я поняла. Куда ты говоришь ехать? В сторону озера, да? Ладно, Коль, все, давай, я еду. Пока. Мишка, ты остаешься за главного. Антонина Игоревна сейчас придет, она пошла за сметаной, а я тоже скоро вернусь. Дикая мысль ко мне сегодня постучалась. По отдельности все как-то не играет. А если вместе сложить, то… Ты о чем? Коля, это его идея с фотографом. Я заходил на сайт «Антикваров» – никаких высоких художественных снимков там нет. И пасьянс. Ну, да, даже если пасьянс был бы заставкой на ноте, это означало, что хоть какая-то операционная система там присутствует, а ее там нет. А еще убийство у Марии. Мог бы и по ногам шмальнуть. Мария привел Пухтинов. И этот француз. Да, конечно, он мог вчера ужинать с кем угодно. Моро, искусствовед. Эксперт ряда ювелирных домов. Длинная какая-то картина вырисовывается, Володь. Копьёк, значит, берете? А у нас чипы? Вскрывали, Моисей. В замке торчит кусок сломанной отмычки, а дверь в кабинет заперта. Я уже сообщил нашу службу безопасности, так что вас тоже потрясут. Колье пропало? А при чем тут колье? Я его еще утром Михалычу выдал. Эксперты же вызвали этого оценщика. Поговорила кому-нибудь, куда поехали? Нет, конечно. Сделаю все, как ты сказал. До площади. Доехал, сел на воршивку и сюда. Объясни мне, что происходит и что мне делать. Тебе нужно исчезнуть на время. Я знаю место, где мы можем тебя спрятать. Машина Кули на месте. Телефон выключен. Что это, черт возьми, происходит? Товарищ полковник, тут такое дело, когда ранили Титова, Пухтинов вызвался ехать вместе с Игнем. Да, но со мной в больницу он не поехал, он остался в доме. А после убийства Титова он сразу нашел вклад в магнитофоне. Внезапно. Охранника Чумакова возле палаты Титова снял человек, который знал кухню нашего управления изнутри. В гаражном кооперативе я губил очень важного свидетеля. Пухтинов прекрасно знал Бернара Моро. Это его тело мы выловили сегодня в канализации. Бернар Моро ювелирный эксперт. А у нас похищены драгоценности. А сегодня Пухтинов попросил меня взять у вас колеи из умрут, чтобы сделать качественную фотографию. Якобы. И последнее. Когда Пухтинов понял, что мы с Володей вот-вот поймаем убийцу Марии и Моро, он исчез. Ко мне в кабине. Быстро. Ого. Согласен, впечатляет. Хозяин бывший депутат, нынешний владелец сети автосалона в Вязенце. Ты увидишь, что это безопасно? Абсолютно. В головне укладывается. Коля Пухтинов, а? Каким же будет его следующий шаг? В банде было трое. Мария, Француз, Пухтинов. При Марии был обнаружен изумруд. Значит, Алмаз и Рубин у двух других ее подельников. И поскольку Мария и Французы мертвы, логично предположить, что Алмаз и Рубин уже у Пухтинова. И скорее всего он попытается добыть третий колею. Стоимость всего комплекта «Полуденная ночь» в десятки раз превышает суммарную стоимость трех колье. Думаешь, пойдет ва-банк? Да. Логинов, ты что там, Роман в телефоне пишешь? Нашел время. Извините, смски же не доходят. Можно позвонить? Ты на работе или у тещи на блинах? Звони. Аппарат обоим. Мам, привет. Лера дома? Нет. А где? Не знаю. Но Мишка сказал. Что Мишка сказал? Уехала навстречу. А, понял. Что-то случилось? Да нет, все нормально. Извини. Пока. Пока. Алло. Марин, привет. Не отвлекайся. Скажи, пожалуйста, Лера, случаем не с тобой? Нет. А что случилось? Нет. Ничего. Извини. Пока. Мира пропала. Да, но вкус у твоего Вяземцева, конечно, такой. Ну, может хоть человек хороший? Это вряд ли. Подожди меня здесь. Я сейчас подойду. Угу. Коля! Ну, я же говорю, она по телефону разговаривала. Потом оделась и ушла. Странно. Машина ее во дворе. Она к озеру какому-то пошла. И какой-то Коля давала указание. Что? Коля? Она точно разговаривала с Колей? Ну, да. Ну, да. Это не психуй. Тебе это не коснется. Бернар просто струсил. Хотел выйти из игры. Вяземцев, тебе напомните, который исчислил на тебя дорогу в депутаты? Так-то лучше. Мне надо завтра улететь в Лондон на твоем самолете. Коля, я что-то не знаю. Лера, у меня есть гениальный план. А у меня есть масса вопросов. Володя, Володя, я тебя понял. Давай, буду вовремя. Игорь, ну что ты так волнуешься? Лера же часто по делам мотается. Мама, случилась беда. Ситуация крайне серьезная и опасная. Из дома не выходить, двери никому не открывать. Леру похитил Пухтинов. Как это? Как Василису. Мишенька, иди в комнату, посмотри, там мультики. Подожди, я ничего не понимаю. Коля же твой лучший друг. Мам, Коля убийца. Павлу Анатольевичу позвони, пусть с вами посидит. Господи, а что же теперь делать? Что делать? Кофе мне свари. А, ну да, конечно. Лер, помнишь ночной клуб Гитера и свою знакомую Нуну? Да. В этом клубе любили отрываться шишки разной величины. Если на такую шишку собрать хороший компромат, она становится для тебя полезным человеком в дальнейшем. Ты про этого депутата говоришь? Да, ты Азенцев. Он поможет нам вылететь в Лондон. Какой Лондон, Коля? Что за бред? Бред, Лер. Я отвезу тебя туда. А Игорь прилетит. Через неделю. Я говорил, нужно залечь на дно. В Лондон прекрасное место. Коля, ты врешь. Что ты говорил про Моро? Вера, это не имеет отношения к нашей ситуации. Коля, Моро мертв. Что делаешь? Игорь звонил. Я сказал, нельзя. Коля, отдай. Коля! Вера, я делаю это для тебя и Игоря. Дверь открой! Господи, с ума сойти. Игорь, слушай, может какая-то ошибка, но не мог Коля. Да? Логинов, слушай и не перебивай. Это запись. Клингация бесполезна. Телефон передает звуковое сообщение по таймеру. Валерий у меня. Ты не найдешь. Не трать на это силы. Мои условия. Завтра в 12 дня сержант Виталий Чумаков должен выйти из управления с изумрудным колье. Без маячков мобильного телефонной нарушки. Не пытайся хитрить. Чумаков даст мне знать, чисто или нет. А жучки я срисую бакхантером. Как только колье будет у меня, я отпущу Валерий. Сделаешь ошибку, ее смерть будет на твоей совести. Больше связи не будет. А теперь можешь услышать голос своей жены. Может, в последний раз. Игореш, я очень тебя люблю. Скучаю по тебе. Скучаю по костюму с блестками. По поездкам за город на автомобиле. По твоему запаху небритой щеке. Я в заточении. Как у Василиса Премудрая. Все, время пошло. Если мои условия не будут выполнены завтра в 12.30, ты получишь адрес, по которому найдешь тело своей жены. Господи. Валентина Сергеевна. Да, Валентина Сергеевна. Антонина Игоревна. Что так детям не могу дозвониться? Так они это, в отпуске. В этой, в Мексике. В Мексике? А Роменко очень дорогой. А почему мне ничего не сказали? И как вы им могли такое разрешить? И там уже полно наркобароновых грабителей. Их могут взять в заложники. Ой, Валечка, в заложники могут взять где угодно. Не ожидала я такого. Всего доброго. Так, когда я спускалась в подвал, были еще комнаты. И под потолком было окно. Так, стоп, нельзя сдаваться. Нужно найти выход. Странная стена. Картон. Мишка. Мастер-класс по изучению стен. Это… Не делай этого. Завтра мы улетим, и все закончится. А что тебе надо? Я плед принес. Здесь холодно. А? Прости. Я проверил записи видеокамер со всех вокзалов и автовокзалов. И обнаружил Леру на Южном. Она выходила из 243 маршрутки. Но куда она направилась дальше, выяснить не удалось. А тут дороги к двум озерам. И оба озера с дурной славой. Каждый год по два-три поплавка. Михалыч, не как? Ой, да. Чего это я? Слушать, сюда. Территория вокруг озер огромная. Но Пухтинов вряд ли прячет Леру в лесу? Значит, деревня или коттеджный поселок? Ну, не факт. То, что Лера отправилась на автовокзал, это ничего не значит. Она может быть и в городе. А озеро? Ты же сам сказал, что Мишка слышал слово «озеро». Ресторан у озера, гостиница на озере и улице. Озерное озеро в парках. Так что загородные озера – это не догма. Надо объявлять Пухтинову и Леру в розыск. У нас очень мало времени. А Пухтинов – опытный следак. Он может легко просчитать все наши действия и просто так не подставиться. Еще и Чумаков в полной несознанке. И что ему дураку Пухтинов пообещал? Да это не важно. Наша задача – отработать наблюдение и провести задержание. Третьяков, отрабатывай все перспективные направления от вокзальной площади. Вся наша группа в твоем распоряжении. Михалыч, помогаешь Третьякову очень можешь. Пустьма, ставь себя на место Пухтинова и думай, где и как его можно засечь. Принял. Ну, а мы с тобой разрабатываем завтрашнюю операцию. Хорошо. Думаю, когда Чумаков с колья будет выходить из управления… О чем ты, Логинов? Я не собираюсь сдавать колье Чумакову. В смысле? Пухтинов же нас раскроет на раз-два. Я не имею права кому бы то ни было давать вещественное доказательство. А я не имею права рисковать жизнью своей жены. На Пухтинову уже три смерти. Значит так. Завтрашнюю операцию я разрабатываю без тебя. А ты – езжай домой и поспи. Минут три ста. Александр Иванович! Все! Это приказ! Все это ужасно. Так, спокойно. Давайте без эмоций. Сейчас Лере нужны наши холодные и ясные головы. Ну что? Новостей нет. Так, давай будем думать. Как сыщик ты все ключики перебрал. Как преступник все ходы перепробовал. А как жертва? В смысле? У твоей жены, судя по рассказам, очень живой и творческий склад ума. Поэтому наверняка она могла подбросить какую-то информацию. Давайте вспоминать ее слова. Она сказала, что любит и скучает по небритой щеке. Про заточение сказал, но при чем тут Василиса Премудрая, я не понимаю. Как раз сегодня утром Мишка рассуждал, что вот эта Василиса Премудрая, которую Змея Игоревич украл, что она должна была бы передать своему Иванушке зашифрованную весточку. Ну, вы же помните, Антонина Игоревна. Точно. Только я не знаю, важно это или нет. Вот, по-моему, вот это сейчас самое важное, как раз. Скажи мне, Игорь, а у вас есть что-то общее, ассоциативно схожее с тем, что сказала Лера? Или наоборот, контрастное? Сказала про платье с блестками. А это говорит тебе о чем-то? Блестки ни о чем не говорят, а вот на машине за город мы почти не выезжали. Игорь, я более чем уверен, что где-то в ее словах есть ключ. Подумай, Игорь. Да ты пойми, Игорь, я не могу на это пойти. Я просто не имею права. А Пухтинов другу у Пенслера не будет церемониться. Слушай, я составил трон. Я продумал операцию до мельчайших подробностей. Я просчитал все риски. Что он просчитывает? А Чумаков с колье выводит нас на Пухтинову. Мы его и берем. Да ты ж мне просто руки выкручиваешь, Логинов. Вы меня не слышите? На одной чаше весов стекляшки, на другой – жизнь человека. Ну, допустим. Допустим. Никакой стекляшки. Никаких жачков. Чумаков получает колье, и моя жена возвращается домой в целости и сохранности. А если что-то пойдет не так? Хотя, я потом сразу подаю рапорт на увольнение. Такого выродка под боком проморгал, а? Спасибо. Слушай, сержант, у тебя хоть на полкопейки развито критическое мышление? Развито. Ну подумай, какого лешего ты нужен такой красивой Пухтинову? Вынесешь ему колеи в турборежим и помчишься к Петру. К какому, Петру? К апостолу. Одним сержантом на свете станет меньше. Не ломай себе жизнь, парень. Будешь сотрудничать, схлопочешь небольшой срок. Отсидишь, выйдешь. Найдешь работу, женишься, заведешь детей. Все забудется, Виталик. В противном случае трубить будешь лет пятнадцать на строгачей. А после этого все, конец. Не выкарабкаться. Так какие знаки и как ты их будешь подавать Пухтинову? Какие знаки? Куда я должен идти? Бесполезно. Че там у нас? Как раз заканчивал подключение ко всем городским видеокамерам. Перекрестки, мосты. Ну, в общем, везде, где успел получить доступ. Куча работы, мужики. Телефон Пухтинову удалось локализовать? Не только. Я его еще и нашел. В вокзале, в туалете, за бочком вещал. Все, как Пухтинов и говорил. Программка по таймеру набрала твой номер и проиграла голосовое сообщение. Адрес, я так понимаю, он в телефоне не оставил. Видимо, торопился. Ребята, смотри, что я раздобал. И тканевые, и под флешку, и пуговички, и замочки. Да такие жучки никакой Чумаков не замечет. Михалыч убери. Лерой рисковать никто не будет. Спасибо. Да, ну. Контролируемый фейерверк. Втыкаешь в розетку два гвоздя и кладешь фольгу. Тогда короткого замыкания не будет. Еще и гвозди докрасно раскалил. Нормально? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А? Десять часов. Осталось два часа. Семь тысяч двести секунд. Всем привет. Сидите, сидите. Чем я могу помочь? Услышаны мои молитвы. Введена новая форма для стажеров. Ну, во-первых, я давно уже не стажер. Во-вторых, я участвовала в задержании одного чиновника. Там крупные махинации с землей. А дядя большой любитель женщин. Пришлось встать приманкой в ночном клубе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я думал, ты у Маринки. А я решила внести немного перца в наш отношение. Ну, конечно же. Волнующие костюмы, ночной клуб. Вот я дурак. Я такой тупицы. Ирма Волкова. Задушена шарфом. Работала в ночном клубе Гетера. Логинов. Дело номер 201 дробь 837 072 2-17. Нина Аркадьевна Смирнова. Какой статус пообвиняемый? Она до сих пор в СИЗО. Благодарю вас. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У вас есть шанс сказать мне все именно сейчас. Завтра мне это будет интересно. Пухтинов крышевал Гетеру. С кем встречался? Чем занимался? Собирал компромат на посетителей. Одних из грязи в князи, других наоборот. Ладно. Вспомните самые яркие случаи, события, имена. Но самым урожайным для вашего Пухтинова был компромат на депутата Смолера. Он даже был вынужден бежать из страны. А его депутатский мандат достался одному владельцу сети автосалонов. Поездка за город на автомобилях. Вспомните фамилию этого владельца депутата. Вязинцев. Вязинцев, Пухтинов, Гетера. Лариса, список загородной недвижимости депутата Вязинцева. Срочнее не бывает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Из пяти домов три без результата. И Чумакову сейчас выпустят. А, ладно, когда я оставлю. Значит, Пухтинов уже там. Возможно, и Лера рядом с ним. Предлагаешь этот дом не осматривать? Вот он. Выходит. Никаких движений, похожих на знаки. А может, это и есть один из знаков? Дескать, все нормально. А это он к вокзалу подходит? Угу. Кузьма, ну что ты копаешься? Переключай на камеры вокзала. Мы же его потеряем. Сейчас. Есть. Его кто-нибудь видит? Угу. Пухтинов не дурак. Полез в толпу, у тебя легче затеряться. Молодец. Не разочаровался. Правильно сделал. Бросай. Молодец. Не разочаровался. Правильно сделал. Бросай. Проблемы были? Нет. Все как вы и говорили. Даже особо не прессовали. Еще у вас сейчас пару дней страсти стихнут, получишь свою долю. Запомни телефон. Извини. Концепция поменялась. Эр, вставай. У меня мало времени. У нас мало времени. Эр, слушай, я не буду сейчас в тысячу раз повторять все, что ты и так прекрасно знаешь. Просто вставай и пошли со мной. Я клянусь тебе, ты не пожалеешь. Лев, если ты не пойдешь со мной, мне придется тебя убить. Лер. Не дергайся. Не дергайся. Привет. Давай, садись. Осторожно, головой не ударься. Суетись, Володя. Скажите, пожалуйста… Без комментариев. Почему ты мне сразу не позвонила? Я боялась за тебя. Волома, еще наряды ты здорово придумала. Я даже не сразу понял, что это шифр. Какой шифр? Ну, намек на дело в гитаре. Я не понимаю о чем-то. Я просто написала, что соскучилась. Подожди. Поездки на автомобилях. Поездки на автомобилях, родная. О, ты что, залишься на меня? Да, я пошутила. Я хотела, как Василиса Премудрая, посылать весточку своему бабушке. Дурочку. Самокритика я очень соскучу с этими милыми. В шеренгу становись. Ну, что? Что? Поздравляю с новой должностью. Старший следователь Третьяков. Спасибо, товарищ полковник. Я… А ты, Логинов, назначен начальником вашей группы в должности старшего следователя. Вот это да. Поздравляю. Тогда сразу предложение. Ну, начинается. Ну, ладно. Игнатова Павла Анатольевича к нам в группу консультантов. Он преподавал. Игнатова? А? Ну, если он не против, я только за. Я до сих пор помню его лекции. Третьяков. А что это за нарушение субординации? Почему младшие офицеры не наливают старших? Нужен, ничего нет. А, ну… У нас… У нас только шампанское. Найдверсия. Пойдет. Ой, простите. Заходи, заходи, Лузина. Украсишь наши маленькие торжества. Значит, это правда? Поздравляю. Правда. Спасибо. Лара, подержи. Ну, прям, как во время твоей первой засады. Ну, тогда не так страшно было. Это было в какой-то другой жизни. Пойдемте. Держите. Да. Я для тебя сюрприз. У меня тоже. Вы не представляете, какой у меня для вас сюрприз. Слушайте, ну, здесь прям какая-то битва сюрпризов. Хорошо. Давайте тогда первая скажешь ты. У тебя преимущество. Ну, у меня просто скорее новость, а не сюрприз. Я бы хотела сказать тебе ее. Ты беременна? Да. Кто? Что кто? Кто отец? Нет. Ну, кто? Мальчик или девочка? Ну, кто ты? Мальчик или девочка? Какой у тебя сюрприз? А чего это у вас двери нараспашку? Сюрприз. Здравствуй, вы хорошие. Ой, моя девочка. Здравствуй. Как твоя рука? Нормально. Ну, вот, бабушка, почувствуй, приехала. В каком смысле, бабушка? Деточка моя, мужик и брата. Какое счастье. Поехали. Вы не раздевайтесь, пока мы сейчас кое-куда поедем. Сюрприз, о котором говорил Игорь, оказался настоящим новогодним чудом. И мы дали кредит в банке, и мы тут же смогли купить себе квартиру. Да, и секрет Антонины Игоревны разгадать было несложно. Она выходит замуж за Павла Анатольевича. Кстати, две будущие бабушки уже начали борьбу за право воспитывать нашего ребенка. Но у меня есть подозрение, что моя свекровь настолько увлечется своим новым семейным статусом, что вынуждена будет уступить пальму первенства моей маме на этот раз. Берусь! Чуть-чуть, спокойно, спокойно. Нас же теперь двое, даже трое. А, ты знаешь, появление малыша… Или малышки. Или малышки приведет к тому, что я теперь точно буду знать, что делает моя жена. Люблю.